Орген. Мир на ладони. Глава первая. Я хочу похудеть. Лето. В низовьях восточной части Федерации располагалось туманолесье, вечно скрытое тонким слоем тумана. Растущие там высокие древние сполины плотно переплетались своими пышными кронами, с них то и дело в небо срывались птицы, щебетом исчезая за горизонтом. В небе, кажущееся вечным солнце, не было таким, каким его помнили люди. Много лет назад его пробил неописуемых размеров меч из позеленевшей бронзы, а с другой стороны солнечного диска вышел лишь кончик острия. Сколько лет было этому мечу неизвестно. При исполненной бесконечной древности он прибыл из звездного неба, исходящее от него давление создавало своего рода гало, накрывавшее небосвод. Казалось, этот меч мог подавить раскинувшиеся внизу земли и заставить все живое ему поклоняться. Издали солнечный меч, нависавший над тропическим лесом, напоминал картину маститого художника, но тут природную идиллию нарушила красная точка вдалеке. Над лесом медленно летел красный корабль и эростат достаточных размеров, чтобы в нем поместились сотни людей. На палубе, разбившись на небольшие группы по 3-5 человек, стояло немало юношей и девушек. Голых голосов то и дело прервал веселый смех. Родом из города Феникс они летели поступать в одну из четырех великих Дао Академии Федерации. Называлась она Дао Академия Эфира. Для путешествия к Академии за учениками был послан этот летающий корабль. Эти молодые юноши и девушки болтали и шутили, чтобы хоть как-то скрасить монотонность продолжительного пути длиной в пять тысяч километров. Для путешествия на такие внушительные расстояния корабль был оборудован кают-компанией. Примечание переводчика. Кают-компания. Место на корабле для приема пищи и отдыха экипажа. Палаты духовной культивации, каютами и другими помещениями. В настоящий момент большая часть студентов находилась в кают-компании. За одним из столов сидел молодой человек в мешковатом голубом халате, беззастенчиво выпитив живот. Этому толстяку на вид было не больше семнадцати-восемнадцати лет, а при взгляде на округлое лицо его с трудом можно было назвать привлекательным юношей. Он поглаживал живот и довольно похрюкивал, поглядывая на восемь пустых тарелок на столе. «За этот обед я, кажется, набрал килограмм-полтора. Ну и как прикажете с этим жить? Если я хочу стать президентом Федерации, то мне нельзя умирать молодым!» Со страдальческой миной произнес толстяк и срыгнул. Этого толстяка звали Ван Бауле. Он был одним из учеников Академии нынешнего набора. Его самой заветной мечтой было стать чиновником, а точнее президентом Федерации. Причиной появления такой, казалось, недостижимой мечты корнями уходили в детство. В дни его далекой юности отец нередко поглаживал его по голове и горько приговоривал «Бауле, запомни, даже будучи чиновником, деньги не смогут решить всех твоих проблем, а рано или поздно найдется тот, кто захочет тебя обидеть. Чтобы этого избежать, чиновник должен подняться на самый верх». Тогда Ван Бауле не понял слов отца, но все изменилось, когда он поступил в начальную школу. Однажды он не сдал домашнюю работу в срок, за что его отругала староста класса. Но даже после того, как он отдал ей две конфеты, та все равно настучала на него учителям. Тот инцидент оставил след на его неокрепшем детском уме. С тех пор он хотел стать старостой класса, но не для того, чтобы помыкать другими, а чтобы никто не мог его обидеть. По мере взросления он с удивлением для себя открыл, что существовало немало людей, которые могли помыкать даже старостой класса, поэтому он рассудил, что надо стать самым крупным чиновником, президентом Федерации. Никто не смел указывать президенту, что делать. Его желание поступить в Академию подкреплял тот факт, что все высокопоставленные чиновники закончили одну из четырех великих дау-академий. Его жизнь сложно было назвать приятной, но родословная его семьи была совершенно необычайной. Он до сих пор не забыл ту ночь много лет назад, когда его худощевый отец отвел его в фамильный зал предков и дал ему взглянуть на генеалогическое древо. Впервые увидев свою родословную, Ван Баулэ отметил, что среди прошлых поколений предков его праотцы, чей вес превышал сто килограммов, умирали молодыми, не дожив даже до тридцати пяти. Той ночью Ван Баулэ приснился сон, вот только в том сне он не стал президентом Федерации, а воссоединился со своими толстыми прадедами на том свете. Весь следующий год он был одержим идеей похудеть, после вступления Федерации в Ору Духовного Истока, появления духовной энергии и воскрешения древних искусств, в мире появилось огромное количество способов похудеть. Ван Баулэ перепробовал практически всё, но так и не сдвинулся с мёртвой точки, более того, он даже немного прибавил в весе. От всех этих воспоминаний Ван Баулэ заскреждал зубами, мысленно поклявшись завтра же опять попытаться похудеть. Это решение сразу же принесло ему некоторое облегчение. Ковыряясь в зубах, он насвистывал какой-то простенький мотивчик и любовался голубым небом за окном. «Интересно, придётся ли по вкусу доктору Лу отправленный подарок? Такому старикану явно должны нравиться старинные вещицы». Размышлял Ван Баулэ, гадая, как подступиться к доктору Лу и заручиться его поддержкой в Дао Академии. «У учителей не так уж много власти, но в подарках определённо есть смысл. Доктор Лу уже в преклонном возрасте. За столько лет он явно обзавёлся хорошими связями, поэтому задобрить его будет не лишним». Раздумывая над этим, Ван Баулэ уже чувствовал, как на один шаг стал ближе к креслу президента федерации. Он был уверен, что обязательно займёт этот пост. Такая уверенность зародилась у него после прочтения в детстве автобиографии всех высокопоставленных чиновников, и из этих книг он почерпнул немало любопытных вещей о том, как быть чиновником. Взятые оттуда наставления и уроки он хорошо запомнил и сделал своими козырями. Физически и морально удовлетворённый, Ван Баулэ разглядывал небо за окном, то и дело довольно вздыхая. Как вдруг его глаза резко расширились, вдалеке он увидел скопление чёрных туч, в которых с рокотом вспыхивали электрические всполохи. Постепенно затягивая небо, они медленно приблизились, что, конечно же, не осталось без внимания и среди остальных учеников. Тут же зазвучали тревожные крики. «Это магнитная гроза!» Ван Баулэ тоже немного встревожился. После вступления Федерации в ору духовного истока и появления духовной энергии, в мире был зафиксирован рост метеорологических аномалий. Привычные средства передвижения по воздуху стали небезопасны, поэтому для безопасных воздушных путешествий были придуманы эти воздушные корабли и эростаты, приводимые в действие духовными камнями. Гомон людей внезапно перекрыл мощный раскат грома, через окна пассажиры увидели, как грозовые тучи вдалеке постепенно растут, расползаясь подобно чёрной сети, которую прорезали редкие зорницы. От этого зрелища сердца людей забились быстрее, а вот их воздушное судно почему-то начало замедляться. Нарастающий гул толпы внезапно оборвал звук распахнувшейся двери, вслед за хлынувшим в кают компанию прохладным воздухом вошёл старик в белом халате. Несмотря на морщинистое лицо, он держался подобно бессмертному и выглядел как истинный даос. Его глаза ярко сверкали, к тому же он буквально проецировал вокруг себя ауру. «Внимание!» Прогремел на всю кают компанию его властный голос. «Всем без исключения прибыть в палату духовной культивации и надеть духовно-магнитные костюмы. Когда догорит половина благовонной палочки, мы войдём в зону магнитной грозы!» После его слов студенты в кают компании поднялись со своих мест и восхищённо посмотрели на старика. Глаза Ван Боула загорелись, старик перед ними был тем самым доктором Лу, которому был послан подарок. Сейчас он выглядел очень впечатляюще и величаво. Ван Боуле всё больше и больше убеждался в правильности своих инвестиций. Выход на этого явно непростого старика в каком-то смысле можно было рассматривать как первый ход в шахматах. Пока он предавался мечтаниям, пожилой доктор скользнул взглядом по толпе и заметил в ней Ван Боуле. Негромко хмыкнув, он подошёл к нему и бросил вытащенную из-за позухи половинку чёрной маски. «Будучи молодым, не гоже давать волю своим планам, ибо они могут принести больше вреда, чем пользы. Ты пока ещё не стал полноправным членом ДАО Академии, а вот когда это произойдёт, можешь задуматься о том, чтобы подарить кому-нибудь подарок. На своём веку я повидал немало и многое познал, поэтому забери свою маску». Старый доктор отчитал его с таким неподкупным и строгим видом, словно досадовал, отчего железо не становится сталью. «Примечание переводчика. Образно в значении, ждать от человека большего». Ван Боуле поймал маску и прижал её к груди. Подняв глаза на рассерженного и немного расстроенного старика, он хотел было объясниться, но тут вспомнил об одном козыре, который вычитал в автобиографиях высокопоставленных чиновников. Он гласил, «Бывают времена, когда признание ошибки перед начальством может превратить серьёзную проблему в незначительный инцидент». Поэтому он сделал глубокий вдох и с виноватым видом покаялся. «Учитель прав. Я виноват». Эти слова немного удивили старика. Некоторые могли с лёгкостью признать свою вину, другим же это давалось с огромным трудом. При виде выражения лица старика Ван Боуле немного расслабился и с некоторым самодовольством подумал, что автобиографии высокопоставленных чиновников и вправду оказались кладезем полезной информации. Старый доктор хмыкнул и поднял глаза на студентов в кают-компании. Обведя их рукой, он сказал, «Вы будущие ученики мои, да, у Академии эфира, только посмотрите на себя. Вы должны всегда помнить, что слова, сказанные людьми моего поколения, следует не только запомнить, но и записать, а потом применять в жизни». В словах старика эхом прокатившихся по кают-компании слышалось отвращение. Будущие студенты Академии стыдливо понурили головы, а вот Ван Боуле с блеском в глазах понял, что пришло время проявить себя. Он быстро вытащил небольшую записную книжку из-за пазухи и начал в неё что-то писать. Изредка он поглядывал на старого доктора, всем своим видом показывая, что он внимательно слушает. Для пущего эффекта он даже с задумчивым видом изредка кивал головой. Это был ещё один козырь из автобиографии высокопоставленных чиновников. При виде этой сцены другие студенты странно покосились на Ван Боуле, старик слегка опешил. От увиденного в его сердце поднялось странное чувство, через него прошло множество студентов, но ещё никогда ему не попадался такой чудной юноша. Вот только стоило ему приглядеться к нему получше, как на его губах проступила ухмылка. «Сынок, на этого старика не действует лезть. Благодаря эту магнитную грозу. Иначе я мог бы устроить лекцию на три дня и три ночи. Достаточно, чтобы исписать всю твою книжечку». После слов старика атмосфера в кают-компании внезапно изменилась. От него теперь исходила аура могущественного человека. В глазах ошеломлённых студентов пожилой доктор внезапно вырос на треть метра. Ван Боуле Маргноуле нащипал звукозаписывающую нефритовую табличку в кармане, подумывая, не вытащить ли её. Мысленно взвесив целесообразность такого поступка, он посмотрел на вспышки молнии на горизонте и решил этого не делать. Он чувствовал, что уже достаточно пристыдил себя перед стариком. При виде выражения лиц студентов, старый доктор напоследок их напутствовал. Запомните, посвятите себя культивации, однако культивировать надо и характер. Не поддавайтесь жадности, будьте справедливыми, не гоняйтесь за юбками, не забывайте, над иероглифом похоть есть нож. Примечание переводчика образно о том, что похоть влечёт очень трагичные последствия. Все эти дни вам позволялось ворковать и обмениваться нежностями, но выходить за рамки недопустимо. Внезапно из браслета на его руке раздался кокетливый голос. Папуля, ты где? Мне никак не удается застегнуть этот духовно-магнитный костюм. Мне нужна помощь! Голос, говоривший, был очень мягким и приятным на слух. Услышав его, старик невольно вздрогнул, сухо покашлял и серьёзно посмотрел на столпившихся студентов. Он развернулся на пятках и в спешке зашагал к выходу, при этом передав в духовный браслет сообщение. Иду, иду, дедка, не волнуйся, скоро буду. Такая перемена в старике была настолько резко и разительной, что на него удивлённо уставились все студенты. Ван Боулэ на несколько секунд даже забыл о дыхании. Когда же толпа вновь оживлённо загудела, он с досадой заскрепел зубами. Ни стыда, ни совести! Вся речь этого старого развратника оказалась обычной брехнёй. Девушек-студентов и так на всех не хватает, а с этой развалины уже песок сыпется, но он всё равно загробастал себе красотку, полагаясь на свой статус в Академии! Обсуждая произошедшее с другими студентами, Ван Боулэ постепенно всё больше и больше злился. Этот инцидент лишь укрепил его мечту стать чиновником. Заслышав звук сирены, разговоры наконец прекратились, и разгневанная толпа студентов отправилась к палате духовной культивации. Она располагалась в самом сердце корабля и, как следовало из её названия, служила местом для занятий культивации студентами. Это было самым защищённым местом воздушного корабля на случай его попадания в зону аномалий. В палате духовной культивации под руководством учителей студенты надевали специальные духовно-магнитные костюмы, предоставленные Академией, и постепенно рассаживались в несколько рядов. Натянув костюм, Ван Боулэ продолжал размышлять о докторе Лу, только уже без особого гнева на старика. Он без особой цели разглядывал помещение, как вдруг заметив, кое-кого неподалёку в отвращении поморщился. Причиной такой реакции была высокая девушка с длинными ногами, она тоже хмурила брови и с нескрываемой неприязнью смотрела на него. Похоже, их чувства были взаимны. «Из всех мест я повстречал эту зануду Думинь именно здесь! Чудесно!» пробурчал Ван Боулэ, отвернувшись. Эту девушку по имени Думинь он знал ещё со школы. Тогда она была особенной зазнайкой. Будучи старостой класса, она постоянно придиралась и устраивала ему неприятности. Те две конфеты он дал именно ей. «Одно хорошо, старосту придётся терпеть только до Дао Академии, а там с моими козырями я наверняка смогу протиснуться на какой-нибудь мелкий пост». Пробормотал себе поднос Ван Боулэ. Вскоре все одели костюмы. Учителя Дао Академии Эфира проверили всех и начали объяснять технику безопасности, предупредив всех, что их воздушный корабль входит в зону магнитной грозы и в красках расписав страшные опасности, с которыми сопряжено её преодоление. Когда студенты поменялись в лице, учителя один за другим вышли из палаты духовной культивации, запечатав за собой дверь. Освещение в помещении стало приглушанным. В палате слышались неграммкие разговоры, но с нарастающей нервозностью со временем прекратились и они. Наконец, в помещении стихли все звуки, в этой тишине Ван Бауэлэ отчетливо слышал биение своего собственного сердца. Сколько он ни пытался, ему никак не удавалось унять тревогу в душе. Когда сгорела половина благовонной палочки, судно тряхнуло, а они вошли в зону магнитной грозы. Снаружи гигантский грозовой фронт выглядел поистине впечатляющим. На фоне чёрных туч летающий корабль выглядел совсем крошечным. Казалось, чёрные, как смоль тучи, словно гигантская пасть, грозились в любой момент проглотить судно. Такие метеорологические аномалии обладали пугающе разрушительной мощью, способной уничтожить всё. Возможно, лишь огромному солнечному мечу все они были нипочём. Со своего места он последние 37 лет взирал на слабое человечество. Ныне шёл 37-й год эры Духовного Истока. В 3029 году нашей эры на Земле быстрыми темпами развивался научный и технический прогресс, избавившись от границ Земля стала единой, войдя вору Федерации. Однажды из звёзд прилетел огромный меч и пробил Солнце, чем поставил весь мир на уши. Предположительно, в результате столкновения изначально повреждённая рукоять этого великого меча разбилась на множество осколков. Часть осколков разлетелась по звёздному небу, другие упали на Землю. С появлением бронзового меча и падением этих осколков в мире внезапно появился новый тип энергии, который назвали «духовная энергия». Духовная энергия была подобна воздуху, в некоторых местах наблюдалась её высокая концентрация, в других, наоборот, её было очень мало. После падения осколков совместными усилиями Федерации и других фракций были открыты разнообразные методы культивации, способы изготовления алхимических пилюль, техники переплавки магических предметов и духовных камней. В текстах, полученных из фрагментов, содержалось множество древних концепций, что привело к росту интереса у людей к древней литературе. С появлением духовной энергии довольно быстро люди отказались от старой энергии и коренным образом изменили свой жизненный уклад. Был создан духовный интернет, полностью изменился вектор развития земной цивилизации, зародилась культура культивации. С подъемом древних боевых искусств люди стали заниматься культивацией, мир вступил в новую эру, известную как эра духовного истока. Тем временем красный воздушный корабль медленно летел через грозовые тучи, в него градом били молнии, но, к счастью, их рассеивал барьер из мягкого света, поэтому летающее судно практически не трясло. В палате духовной культивации, в сердце корабля, все студенты, включая Ван Баоле, сами не заметили, как уснули, словно некая странная сила затянула их всех в мир сновидений. В капитанской каюте на носу корабля собралось восемь учителей, некоторые спокойно пили чай, другие улыбались и о чем-то непринужденно болтали, словно не они недавно рассказывали студентам о грозящем всем страшной опасности. Во главе стола попыхивал трубкой морщинистый старик. Если бы Ван Баоле был здесь, то он сразу признал бы в старике бестыжего доктора Ло. «Ректор, все готово, можем ли мы начать испытание этой группы?» Спросил один из учителей. Старик с трубкой едва заметно улыбнулся и сказал «Начинайте!» Глава вторая Ван Баоле, ты что сделал? Ночное небо своим светом озарили луна до россыпь звезд, ночь принесла с собой в туманолесье прохладу. В лунном свете искрились крохотные ручейки дождевой воды, то и дело слышались далекие крики птиц. В окружении теней и странных звуков в этом лесу человеку становилось тревожно на душе. В одном из уголков леса у одного из ручьев в неясном лунном свете угадывались очертания двух девушек. Несмотря на их не слишком завидное положение, обе выглядели довольно опрятно, подобно орхидеи весной и хризантеме осенью... Примечание переводчика Образное выражение в значении Каждый хорош по-своему или У всех есть свои достоинства. Одна была очень высокой, а другая милой и очаровательной. Высокая девушка заметно нервничала и настороженно крутила головой, что до ее очаровательной спутницы она развязала завязки на своем белье, обнажив белоснежную кожу. Она пыталась промыть порезы рядом с подмышками, плеснув на них водой из ручья. Поморщившись, растерянно прошептала. Думень, прошло уже три дня, а помощи все нет. Еды в лагере надолго не хватит. Высокая девушка по имени Думень ничего не ответила. Три дня назад их жизнь резко изменилась. Три дня назад они еще были студентами, да, у Академии Эфира. Три дня назад они потерпели крушение и до сих пор не могли выбраться из этого опасного места. Туманолесье производила довольно приятное первое впечатление, но быстро приходило осознание, что у тебя под ногами хлюпала вязкая от всей этой влажности грязь, в которой проглядывалась мишанина корней, где изредка можно было заметить кости животных. Среди населяющих лес существ было полно скалопендр длиной из треть метра и разноцветных змей, при виде которых мурашки начинали бежать по коже. Начало эры духовного истока изменило жизнь не только людей. Дикие звери изменились так же быстро. Из-за их невероятной силы и смертоносности необжитые территории стали запретными зонами для людей. В то время как обе девушки предавались невеселым мыслям, на большое дерево неподалеку мочил столстяк. Это был Ван Боуле. Он не заметил ни двух девушек, промывающих ссадины и порезы, ни изящный цветок на земле, который придавило к земле струя мочи. Проклятье! Я, Ван Боуле, всегда гордился своим умением читать людей как раскрытую книгу и всё равно не сумел заранее распознать план ДАО Академии Эфира. Эта академия слишком коварна, умело заставив нас поверить в этот спектакль. Для убедительности они даже показали всем взрыв нашего корабля. Ван Боуле был очень зол после трёх дней прожитых в постоянном страхе. И действительно, три дня назад он и его товарищи сами не заметили, как уснули в палате духовной культивации и забить ясна их вырвал сильный грохот. Не успели они толком разлепить глаза, как после очередного толчка их выбросило из летающего корабля. К счастью, духовно-магнитные костюмы не только защищали от молний, но и хорошо смягчали падение с высоты. Упав в туманолистье, они собственными глазами видели, как их летающий корабль разорвал на части магнитная гроза. Следующие три дня в Анбоулею остальные оказались затерянными в густой чаще. Недостаток еды, опасные дикие звери, а также неопределенность и страх обнажили истинную природу всех молодых людей. Некоторые предпочитали держаться вместе, другие наоборот держались особняком, одни действовали решительно, другие проявили свою бесхребетность. Внезапно студенты оказались один на один с миром, где выживает сильнейший. В таких непривычных условиях проявились скрываемые до этого жадность, жестокость, бескорыстность и доброта. «Не стыда, не совести!» подумал Ван Боуле. Три дня назад он тоже шарахался от каждой тени, веря в правдивость происходящего. Боясь за свою жизнь он даже пересилил себя и остался в лагере своего смертельного врага Думень, хотя он обычно старался держаться от нее подальше, оставаясь на другой стороне лагеря. После трех дней на урезанном рационе он решил проверить свое общее физическое состояние с помощью кольца для передачи сообщений, в котором имелась функция измерения веса. К его несказанному удивлению он потерял три килограмма. Первоначальное удивление быстро схлынуло, вот тут-то он и начал кое-что подозревать. Ван Боуле отличался от остальных. Он раньше пытался похудеть, как-то оставив себя на месяц практически без питья и еды. По совершенно необъяснимой причине он не только не похудел, а наоборот набрал полтора килограмма. И теперь за три дня он скинул практически три килограмма, так его просто не могло случиться. В этот момент он внезапно вспомнил несколько фрагментов из автобиографии важных чиновников, где они вспоминали о студенческих днях. Там весьма туманно упоминалось о так называемых испытаниях для новых студентов, которые изредка устраивали Дао Академии. Если бы не доскональное изучение тех автобиографий, то Ван Боуле никогда бы не обратил на те фрагменты внимания. Собрав кусочки мозаики в цельную картину, он невольно задумывался, как вообще Дао Академии и эфиру удалось это провернуть. Все происходящее казалось крайне реалистичным, испытание задумывалось с расчетом на людей с обычным метаболизмом, но он был не совсем обычным человеком. Изначально Ван Боуле был на 50% уверен в иллюзорности происходящего, но что действительно помогло ему окончательно убедиться в собственной правоте, так это половина черной маски, которую ему вернул старый доктор. Мочась на дерево, Ван Боуле невольно опустил глаза себе на грудь, при этом в его душе зародилось очень странное чувство. Он отчетливо помнил, как у входа в палату духовной культивации убрал половину маски за пазуху, возникшей суматохи она совершенно вылетела у него из головы. Лишь недавно он вспомнил о ней. Когда же он попытался ее коснуться, его рука прошла сквозь нее. Как будто даже такая правдоподобная иллюзия не смогла проанализировать ее структуру и трансформировать в материальный предмет. Со временем даже ее внешняя форма постепенно становилась иллюзорной, при этом на ее поверхности стали проступать размытые неясные письмена. Несмотря на то, что их было сложно разобрать, изменения в маске подняли уверенность Ван Боэлэ в своей теории с 50 до 100%. С новой информации целитой подстроенной катастрофы и испытания сразу стали понятны. Невозможно определить сильных и слабых до нашего знакомства с древними боевыми искусствами. Испытания затеяли явно не для этого. Похоже, они хотят оценить наше поведение в кризисной ситуации, а может проверить нашу веру в Дао Академию? Ван Боэлэ продолжал мочиться, пока его голова безостановочно работала, отчего струя время от времени подрагивала. В то время, как цветок перед ним становился все менее изящным, дыхание Ван Боэлэ становилось все прерывистей. Внезапно он понял, что это был отличный шанс заработать пару очков. Так и поступим! Решил он. Закончив, Ван Боэлэ уже собрался натянуть штаны, но тут его внимание привлек ручей неподалеку. Луна в небе озаряла Думинь, но Ван Боэлэ даже ее не заметил. Его взгляд был прикован красивой девушке, промывающей ссадины в ручье к ее стройному телу и груди к зайке. Зверь в человечем обличье! Глаза Ван Боэлэ немного расширились, а дыхание стало прерывистым. Почувствовав его взгляд затылком, Думинь резко обернулась. Их взгляды на секунду встретились, и тут девушка начала меняться в лице. Не став ждать, пока она завизжит, Ван Боэлэ резко натянул штаны и закричал первым. «Чего уставилась? Никуда не видела, как мужчина отливает?» Слова, уже готовые сорваться с губ Думинь, внезапно застряли в горле. От такой наглости Ван Боэлэ ее задрясло. «Никчемный толстяк! Так ты теперь у нас мужчина?» Рассерженно крикнула она. Ван Боэлэ разозлился не на шутку, с самого детства ему приходилось терпеть колкости и нападки Думинь. Неудивительно, что они друг друга терпеть не могли. И вот волею случая бывшие одноклассники вновь встретились на пути к Дао-Академии Эфира. Ван Боэлэ сделал несколько успокаивающих вдохов и фыркнул. «Никчемная плоскодонка! Так ты теперь у нас женщина?» На шее и лбу Думинь вздулись вены, только она собралась броситься на наглеца, как он продолжил. «Вы двое увидели мое тело, осквернили его чистоту, и как после этого мне дальше жить?» С тяжелым вздохом посетовал Ван Боэлэ. Поддерживая штаны, он развернулся на месте и нырнул в чащу, его сердце бешено колотилось в груди, спина покрылась холодным потом. Мысленно он похвалил себя за быстроту реакции, иначе ситуация могла обернуться худо. Видя, что Ван Боэлэ собрался улизнуть, глаза Думинь полыхнули яростью, и она бросилась след за ним. Прелестная девушка у ручья недоуменно слушала всю их перебранку, и когда Думинь умчалась за Ван Боэлэ, она покраснела и быстро оделась, после чего поспешила следом. Гневные крики Думинь нарушили тишину леса, находящиеся во временном лагере люди тут же побежали на крик, тем самым заблокировав Ван Боэлэ путь к отступлению. Во главе группы находился высокий молодой человек с горделивой осанкой, он был облачен в белый и держал в руках факел. Его крупный силуэт выделялся в толпе студентов. Похоже, они явно считали его своим лидером. Именно в этом лагере жил Ван Боэлэ. За эти три дня многих студентов в лагере своей харизмой сплотил вокруг себя этот молодой человек в белом по имени Люда Убинь. «Ван Боэлэ, ты что сделал?» Люда Убинь увидел двух девушек вдалеке, которые, судя по всему, преследовали Ван Боэлэ, поддерживающего свои штаны. Люда Убинь давно уже неровно дышал к Думинь, поэтому от этой сцены его сердце захлестнуло волна отвращения. «Да я просто ходил отлить!» Не успел он закончить, как вдруг со стороны двух девушек раздался крик. В это же время всем в нос ударил противный запах, а потом зашуршало листва, словно приближалась буря. Когда Люда Убинь и остальные поменялись в лице, Ван Боэлэ обернулся и увидел Думинь с ее прелестной спутницей в окружении множества змей. Выпалшие из травы и висевшие на ветках деревьев змеи имели яркую окраску, что говорило об их высокой ядовитости, к тому же их было очень много. Издаля они напоминали шевелящиеся пестрое море, окружившее Думинь и вторую девушку. При виде змеи девушки побледнели, а потом и вовсе затряслись от страха, когда одни змеи приоткрыли пасти, продемонстрировав копающий с клыков яд, а другие жутковато зашипели. От мерзкого запаха поворачивало наизнанку, Людообин задрожал, совершенно позабыв о Ван Боуэле, он бросился на выручку к Думинь, несколькими мгновениями позже за ним поспешили еще несколько студентов с покрасневшими глазами. Все это произошло слишком быстро, только группа людей бросилась на помощь, как вдруг вдалеке раздался странный крик, похожий на плач младенца. Даже в темноте можно было увидеть красную змею, толщенную с руку, и она с невероятной скоростью приближалась к ним. Змея то и дело изгибалась, отчего можно было увидеть голову, обтянутую бледной кожей. Вместо змеины у существа была голова младенца. Завидев эту жуткую тварь, у всех студентов бешено застучало сердце. «Краснокосная, белолицая змея!» в страхе закричал один студент. Остальные с криками бросились бежать, у Людообиня волосы зашевелись на затылке, а сердце казалось вот-вот вырвется из груди. «Краснокосная, белолицая змея» заслуженно считалась одной из тысячи опаснейших тварей эры духовного истока. Хоть эта змея была довольно уязвимой и не очень быстрой, её ядовитость была настолько высокой, что после попадания яда в кровь от человека оставались только окровавленные кости, отсюда и название. Хоть Людообиню нравилась думень, но он был не готов рисковать своей жизнью ради неё. В страхе перед «Краснокосной, белолицей змеёй» он начал осторожно пятиться. Ему совершенно не хотелось умирать вместе с ними. Ван Бауэлэ шумом вдохнул, но потом вспомнил, что все вокруг было иллюзией. Внезапно его глаза заблестели, он понял, что пришло время покрасоваться перед учителями. «Это всё равно не взаправду, поэтому бояться нечего». С этой мыслью Ван Бауэлэ выпятил грудь и с презрением посмотрел на бежавших студентов. Хоть плоскодонка думиня странный язык, некрасиво, и всегда злоупотребляет своим положением, чтобы усложнить мне жизнь. Ван Бауэлэ благородный и частный мужчина, которому не чуждо самопожертвование. Тот, кто находится за грани заурядности и всегда готов прийти на выручку своим товарищам. Как я могу позорно сбежать в такой ситуации? Пусть другие бегут в страхе. Ради моих товарищей я готов взглянуть смертью в лицо. Бестыжий Телстяк даже сам проникся собственной пламенной речью. В какой-то момент он позабыл об иллюзорности мира, уж слишком опьяняющим было чувство переполняющего его героизма и доблести. Плоскодонка, сегодня покажу тебе, что значит быть мужчиной! В момент всеобщей паники и страха Ван Бауэлэ не только отказался убегать, но и разразился пламенной тирадой. Его пухлое лицо казалось было выточено из мрамора, а сам он буквально излучал мужественность. Поступью подобные полёту дракона и шагу тигра... Примечание переводчика. Полёт дракона и шаг тигра... Фраза для описания величественного вида или царственных манер. Он ворвался в гущу змей как клинок, раскалывающий бамбук. Примечание переводчика. Подобно тому, как раскалывает бамбук, идиома в значении сметать всё на своём пути. Словно истинный воин справедливости, он поспешил на выручку Думень и её спутницы. От этой сцены Думень окаменела, на секунду забыв, что она находится в самой гуще змей, а вот прелестная девушка рядом не смогла сдержать радости. Что до остальных, их глубоко потрясла пафосная речь Ван Боулэ. Под взглядом студентов Ван Боулэ оказался рядом с девушками в момент, когда к ним подползла краснокосная белолицая змея. Словно всемогущий бог, он схватил алую змею, которую все так боялись, и отбросил подальше. В этот момент он буквально излучал храбрость и уверенность в себе, словно в него вселился святой. Не теряя ни секунды, он подхватил прелестную девушку одной рукой и бесцеремонно схватил Думинь, как куль зерном. Прижимая одну к себе, а другую держа подмышкой, он со всех ног побежал к толпе студентов. К сожалению, вокруг было слишком много змей. Пока он петлял между ними, его несколько раз укусили за зад, лицо Ван Боулэ побледнело, скулы напряглись. Только доставив Думинь и ее спутницу в безопасное место, он наконец обессиленно рухнул на землю. «Немного опрометчиво с моей стороны. Вся задница саднит. Это показывает, как трудно быть настоящим мужчиной». Удрученно подумал Ван Боулэ. Думинь не сводила с него глаз, похоже, она находилась в забытие. Что до ее миловидной подруги, она одарила его признательным взглядом, за которым скрывалось что-то еще, правда, он не мог разобрать, что именно. Остальные смотрели на него, как на какого-то демона, несмотря на тяжелеющие веки, он был крайне горд собой. Когда Уан Боулэ начала неметь задницу, он схватил Думинь за руку. «Думинь, я ведь помог тебе? У меня зад начал отниматься. Я слышал, человека можно спасти, если отсосать яд. Спаси меня!» Уан Боулэ внезапно умолк на полусловие. Чувствуя головокружение, он начал заваливаться прямо на грудь Думинь, как вдруг, словно что-то сообразив, резко сменил направление и упал лицом в грудь очаровательной красавицы. Студенты странно посмотрели на них двоих. Думинь помрачнела, даже после потери сознания на лице Ван Боулэ сохранилось вызывающее отвращение гримаса. Тем временем по территории Федерации летел красный воздушный корабль, он оставил Туманолесия далеко позади, постепенно приближаясь к Дао-Академии. Внутри палаты духовной культивации спали несколько сотен студентов. Ван Боулэ, единственный среди них, похоже, видел особенно приятный сон, если судить по-довольному изгибу губ. В главной каюте корабля все учителя, включая старого доктора, не без удивления смотрели на изображения, которые проецировал один из нескольких кристаллов. Сейчас в нем Ван Боулэ потерял сознание после спасения Думинь. Как зовут этого толстяка? Хоть это и Нексус Грёз, он неотличим от реальности. Таким поступком он продемонстрировал свою истинную природу. Как он бесстрашно спас своих товарищей. Это дитя редчайший и многообещающий талант, какие попадают к нам раз в сто лет. Нашей ДАО-Академии нужны такие студенты? Какое-то время учителя возбужденно обсуждали подвиг Ван Боулэ, не прекращая его нахваливать. Некоторые уже начали подумывать и не забрать ли им Ван Боулэ напрямую на свой факультет. Даже ректор ДАО-Академии Эфира, пожилой доктор, был немного поражен. Однако что-то в этой ситуации не давало ему покоя. Неужто я ошибся? Подумал старик, а потом задумчиво достал досье Ван Боулэ и принялся читать. Глава третья. Собратья, я обо всем позабочусь. После пробуждения Ван Боулэ обнаружил, что все еще находится в Нексусе Грез. Прошли уже сутки, змеиный йод оказался не таким сильным, как все предполагали, среди студентов нашлись те, кто знал, что нужно делать в случае укуса змеи, поэтому Ван Боулэ не удалось оплатить свою прекрасную мечту в жизнь. К счастью, после того, как он пришел в себя, заботу о нем взяла на себя зайка, чье настоящее имя было Джоу Сяуя. Даже Думень больше к нему не приставала, что позволило ему наконец расслабиться. У себя в голове он прокручивал проведенную недавнюю операцию по спасению, учителя явно все видели, а значит, в этом тесте он заработал немало дополнительных баллов. Его радужное настроение портило только одно обстоятельство, в следующие несколько дней, пока их группа шла через лес в поисках затерявшихся товарищей, Люда Убинь вел себя совершенно иначе. Возможно, он до сих пор стыдился того, как повел себя во время нападения змей, поэтому при столкновении группы с опасностями леса он без оглядки бросался вперед и первым оказывался в гуще событий. Это не давало еще слабому Ван Бауле показать себя. К его досаде им ни разу не повстречалось что-то столь же опасное, как топ-волчища змей. В это относительно спокойное время его потенциал и талант простаивали без дела. В компании с этими невеселыми мыслями он наблюдал за тем, как Люда Убинь получал все больше баллов в испытании. Если так и дальше пойдет, в этом тайном тесте Люда Убинь обставит меня по количеству заработанных баллов. Опасения Ван Бауле оказались беспочвенными. Группа разбила лагерь в узком ущелье, с двух сторон их обступали скалы таким образом, что у них над головой осталась лишь небольшая полоска неба. На вторую ночь воздух прорезал волчий вой, звериный вой ударил в уши студентам, сразу же разбудив их. Полусонные студенты принялись затравленно озираться, в темной чаще леса впереди они увидели множество пар алых глаз, к ним приближалась стая свирепых волков. Они двигались веером, явно намереваясь полностью окружить людей. Одни волки бежали по земле, другие прыгали по деревьям. В их жутком вое чувствовалась неутолимая жажда крови, при виде волков Люда Убинь все остальные поменялись в лице и покрылись холодным потом. Бегите быстрее! Тут целая стая волков! Это сумрачные волки! Нападение змея не прошло для Думинь бесследно. Теперь в такого рода ситуациях она больше не теряла головы. Девушка тут же скомандовала студентам отступать вглубь щелья, чтобы было проще отбиваться от волков. В Люда Убине разгорелся внутренний конфликт, в итоге он все же стиснул зубы и крикнул товарищам, чтобы те помогли задержать волков. Зайка в панике схватила Ван Боуле, несмотря на дрожь в коленях, она сумела затащить его поглубже в ущелье к остальным. А Ван Боуле был весь как на иголках. Одно дело отдать Люда Убине несколько очков, совершенно другое позволить ему украсть такую отличную возможность проявить себя. В его глазах разгорелось праведное пламя. «Сяуя! Беги!» После этих слов к Ван Боуле как будто вернулась утраченная сила и он побежал вперед, схватив ошеломленного Люда Убине, он толкнул его к ущелью с криком «Брат, уходи скорее! Я обо всем позабочусь!» Люда Убин совсем растерялся. Прежде чем он успел хоть что-то сделать, Ван Боуле без колебаний бросился на волков. «Ребята, спасайтесь! Я прикрою!» Ван Боуле вновь стал похож на настоящего воина справедливости, как и в случае со змеями его героизм Внайв затронул особые струны души зайки. Отступившие вглубь ущелья молодые люди почувствовали, как и в их сердцах разгорается пламя. Они развернулись, намереваясь помочь Ван Боуле, но тут он с покрасневшими глазами оттолкнул всех назад. «Братья, спасайтесь!» крикнул им он. Ван Боуле были не нужны конкуренты из-за очков. По его прикидкам, такая свирепая стая волков стоила немало очков, что до студентов ущелья, у них бешено стучало сердце, в глазах стояла невысказанная признательность. Их впечатлила самоотверженность Ван Боуле, его силы и высокие идеалы, которые он не боялся отстаивать. Они вновь бросились ему на выручку, но Ван Боуле налетел на них и опять затолкал в ущелье. Не желая, чтобы они испортили его выступление, он стиснул зубы и схватился руками за скалы слева и справа от входа в ущелье, став настоящим живым щитом на пути волков. «Меня уже укусили змеи, мне не удастся сбежать, поэтому не волнуйтесь обо мне, уходите скорее!» С чувством прокричал он. Люди в ущелье поежились, именно в этот момент волки пошли в атаку. Рыча и кровожадного и они набросились на Ван Боуле, увиденное потрясло студентов до глубины души. «Ван Боуле, беги! Небеса! Своей плоти и кровью он решил задержать волков, чтобы не быть нам обузой!» Поступок Ван Боуле не мог не тронуть за и кодумень и остальных студентов ущелья. Для них его округлая фигура выглядела сейчас как могучая гора, эту сцену они не забудут до конца своих дней. Люда Убень был тронут не меньше остальных, его дыхание сбилось и недавняя неприязнь к Ван Боуле полностью улетучилась. Случившееся произвело на него неизгладимое впечатление. Ван Боуле, заслонивший собой вход в ущелье, напоминал колосса, держащего на плечах небосвод. Даже его отронула собственная актерская игра. Будь он учителем, то тоже бы проникся увиденным. Чтобы заработать побольше очков, он решил приправить свое выступление щепоткой лести. Дау Академия Эфира оказала мне большую честь, приняв свои ряды. И в жизни и смерти я останусь учеником Дау Академии Эфира! По его мнению, речь вышла, что надо. Ни один учитель не устоит перед такими словами и совершенным им актом самопожертвования. Но тут его самодовольство как ветром сдуло. Он внезапно вспомнил, что в своей погоне за очками кое-что забыл. Здесь он мог чувствовать боль. В этом иллюзорном мире он чувствовал боль так же, как и в реальном мире. Своим волки впились в него зубами. На глазах студентов на него накинулось больше дюжины волков. Больно! Ван Бууло тяжело дышал, его всего трясло. Перед глазами мелькали волчьи зубы, в нос ударил резкий запах крови и мокрой шерсти. Волчьи укусы отзывались во всем теле такой чудовищной болью, что он чуть не забыл об иллюзорности мира вокруг. Но он твердо настроился довести дело до конца и не собирался отступать. Его тело превратилось в кровавое месиво, во многих местах проглядывали кости. Мерзкое чавканье и волчьи вой слились в его голове в нечто похожее на звон погребального колокола. Несмотря на все изъяны, под этой пыткой он продемонстрировал одно из исключительных качеств его характера упорства. Шанса заработать такое количество очков может больше не представиться. Нельзя упустить его. Заполучив все бонусные очки, я должен получить максимальный балл в этом тесте. Мысленно взревел Ван Боуле. Он хотел продержаться еще немного, но тут мимо плачущих студентов на огромной скорости пронеслась красная фигура. Им оказался симпатичный парень лет 18 с короткой стрижкой и холодным взглядом. Он носил красный наряд, в котором было проще вести бой. С луком, перекинутым через плечо, он двигался так же ловко, как обезьяна в лесу. Скинув свое оружие, он натянул тетиву и молниеносно послал сразу девять стрел. Стрелы с огромной скоростью пролетели через ущелье и просвестили над головой Ван Боуле между его ног и рук. Все стрелы угодили в цель. Невероятная сила, вложенная в выстрел, отправила волков в полет. Пронзенные стрелами девять волков жалобно заскулили. Отступающие студенты пораженно застыли, даже Ван Боуле растерялся. Стрелы пролетели в такой опасной близости от него, что даже он изрядно перепугался. На глазах всех студентов парень в красном побежал еще быстрее, словно получив внезапный приток сил. Он пересек ущелье, перепрыгнул через Ван Боуле и выпустил еще девять стрел. Павшие звери и их полный боли воин опугал остальных волков. Они неосознанно отступили, чем и воспользовался парень в красном. Он схватил Ван Боуле и быстро нырнул в ущелье. Ван Боуле было плевать на боль. Сейчас его гораздо больше расстраивал факт того, что расстояние между ним и волками постепенно увеличивалось. «Брат, отпусти меня! Я смогу продержаться еще немного!» Его спасителя тронули эти слова, хотя по своей натуре он был довольно замкнутым человеком. Казалось, изорванное тело Ван Боуле едва держалось вместе. «Ты хорошо справился!» «Оставь остальное мне!» Это еще сильнее встревожило Ван Боуле. Ему показалось, будто парень в красном украл его реплику. Только он собрался еще что-то сказать, как его спаситель глубоко вздохнул. Внезапно мускулы на его правой руке резко надулись. Ван Боуле пораженно наблюдал, как он натянул огромный лук, нацелив его на скалу у входа в ущелье, а потом сделал десять быстрых выстрелов. От такого шквала скала покрылась трещинами и обвалилась, завалив вход в ущелье. Ван Боуле округлившимися глазами посмотрел на раздувшуюся руку и проглотил слова, которые собирался сказать. Все произошло слишком быстро. После обвала парень в красном перенес Ван Боуле к остальным. Ошеломленные студенты неподалеку, казалось, лишились дара речи. Люда Убинь открыла рот, но из его горла не раздалось ни звука. Вторая ступень древних боевых искусств — физическая печать. Я еще не достиг физической печати, только довел до совершенства первую ступень, объяснил парень в красном, взглянув на Люда Убине и опустив на землю Ван Боуле. Даже без нее ты уже владеешь силой физической печати. Спасибо. Ты спас всех нас! Люда Убинь в знак уважения поднял кулак груди и накрыл его ладонью. Остальные студенты тоже отдали своему спасителю малый поклон. Немало девушек то и дело бросали в его сторону восхищенные взгляды. Неизвестный юноша в красном мгновении ока оказался в центре всеобщего внимания, Ван Боуле на земле с горечью за всем наблюдал. Он понимал, что этот парень спас его руководство с благородными мотивами, с другой стороны, вмешательство лишило его шанса заработать дополнительные баллы. К несчастью, уже было поздно что-то делать. Древние боевые искусства! С мысленным вздохом подумал Ван Боуле. После перехода Федерации вородуховного истока большинство граждан получили возможность изучить начальную методику культивации, более известную как техника укрепления отцы. Эта техника позволяла вбирать духовную энергию, продлевала долголетие и давала возможность использовать тело как медиум для создания духовных камней на продажу. Из-за этого техника получила широкое распространение. Желающих практиковать настоящую культивацию на этом пути ждали серьезные препятствия, да и привести себя в необходимую для этого форму было очень трудно. К тому же требовалось наличие основания, по этой причине боевые искусства древности получили вторую жизнь. По завершении исследований Федерации было установлено три ступени древних боевых искусств ци кровь, физическая печать и укрепление пульса. Только с завершением третьей ступени укрепления пульса человек, подобно карпу, перепрыгнувшему ворота дракона, получал право бороться за судьбу дао. Однако большинство техник культивации древних боевых искусств находились в руках различных группировок Федерации. Общепринятым способом их получения для большинства людей было поступление в одну из четырех великих дао-академий. Помимо этого они могли предложить свои услуги различным фракциям или семьям в обмен на доступ к техникам. Он примерно моего возраста. Должно быть из какой-то известной семьи. Ван Боуле вздохнул. Осознание того, что все лавры достались кому-то другому, лишь усугубило его боль. Он невольно застонал, чем привлек внимание остальных. К нему тут же поспешили студенты, а Ван Боуле почувствовал себя немного лучше, видя, что его состояние было им не безразлично. Но тут боль стала совсем нестерпимой. Заработав столько очков, сколько смог, он решил просто отключиться. Перед этим он глубоко вздохнул и дрожащим голосом выдавил. «Мне недолго осталось. Собратья, после того, как вы станете студентами в моей дао-академии эфира», Ван Боуле полностью вжился в роль. Он хотел напоследок разразиться трогательной речью, но тут рядом с ним присел парень в красном, достал флакон и положил ему в рот одну пилюлю. «Я, Чэнь Зе Хэн, не позволю умереть человеку, готовому пожертвовать собой ради дао-академии. Собратье-ученики, можете быть спокойны. Я обо всем позабочусь», предельно серьезно произнес Чэнь Зе Хэн. Продемонстрированная в бою против волков сила и уверенность его голосе сразу же всех успокоила. Пока остальные смотрели на него с благодарностью, Ван Боуле оцепенело лежал на земле. И вновь у него появилось ощущение, будто этот парень украл его реплику. Он хотел как-то исправить ситуацию, но так и не успел ничего сказать. Лекарство начало действовать, постепенно затуманивая сознание. Все, что он мог, так это лежит на земле, борясь с гневом и досадой. Глядя на постепенно светлеющее небо, он никак не мог избавиться от навязчивой мысли в голове. «Должно быть, он так же, как и я, жульничает!» Пока Ван Бауле лежал без сознания, в реальном мире красный корабль Аэростат приближался к территории города Эфира. Воздух в главной каюте был буквально наэлектризован. «Факультет алхимии хочет Ван Бауле! Думаешь, можешь украсть его у факультета боевых искусств? Анмай!» Почти все учителя эмоционально спорили, иногда кто-то из них ударил рукой по столу, дабы подкрепить очередной аргумент в пользу того, почему Ван Бауле должен присоединиться именно к их факультету после поступления в Дао Академию. Учителей покорил его акт самопожертвования, уж слишком красочной получилась сцена. Окровавленный юноша, защищавший товарищей, никого не оставил равнодушным, к тому же его речь потрясла их до глубины души. Особенно финальная фраза «Многие из них до сих пор не могли успокоиться после слов «И в жизни, и в смерти я останусь учеником Дао Академии Эфира». Эта фраза показывала его храбрость и верность. О таком студенте мечтали все факультеты Дао Академии, поэтому никто не хотел уступать его другим. В ходе дебатов у худощавого мужчины с испаньолкой покраснели глаза, когда он понял, что ему не удастся заполучить Ван Бауле на свой факультет. Он достал нефритовую карту и отправил в нее немного духовной силы. «Мой факультет хромического оружия использует особый мандат. Ван Бауле поступает на наш факультет в особом порядке. Никому из вас он не достанется!» Как только он это сказал, нефритовая карта в его руке слегка замерцала. На обратной стороне кристалла напротив имени Ван Бауле появилась приписка «Факультет хромического оружия». Произошедшее переполошило всех в каюте. Был использован ценнейший мандат. Обычно учителя досконально изучали студентов, прежде чем одобрить их поступление на свои факультеты. Считанные единицы удостаивались такой чести, как Ван Бауле. В любом случае, каждый факультет мог использовать свой мандат всего раз в пять лет. С его помощью студента в особом порядке зачислили на факультет, к тому же обычно это означало особые отношения и серьезные ресурсы. Вдобавок, студент наделялся особыми привилегиями, о которых другие ученики мечтать не могли. Использование мандата было равносильно присвоению студенту особого статуса, поэтому их обычно получили студенты с особой разословной или безупречными результатами. Его ценность была ничуть не преувеличена. Несмотря на выдающиеся результаты Ван Бауле, другие учителя все еще сомневались в целесообразности использования мандата. После внезапного объявления бордача остальные в каюте невольно покачали головой, при виде кислых улыбок коллег мужчина с испаньолкой почувствовал, что принял верное решение. С таким характером можно не сомневаться в его преданности факультет анхармического оружия, особенно после того, как мы вылепим из него что-то стоящее. Каким бы талантом ни обладал человек, никогда нельзя исключить возможное предательство. Нельзя купить только людей справедливых, способных на абсолютную верность. В самых критических ситуациях именно такие ученики храбро бросаются в самое пекло. Затраты на воспитание таких студентов всегда окупаются. Подумал Бородач. Он взглянул на старого доктора, который все еще хмуро изучал досье Ван Боулэ. Ректор, факультет хромического оружия использовал мандат на Ван Боулэ. Надеюсь на вашу беспристрастность. Не поднимая глаз от досье, старый доктор невозмутимо ответил. Не волнуйся, он твой. Надеюсь, ты не пожалеешь о сделанном выборе. Сказав это, доктор странно посмотрел на Бородача. У Дао Академии Эфира имелись досье на всех студентов с подробнейшими сведениями, которые начинали собирать еще с детства. Ректор, В... В голосе Бородача чувствовалась неуверенность, остальных учителей тоже озадачили слова доктора. Однажды он попытался похудеть. После месяца тренировок и голодания он не только не похудел, наоборот, его вес поднялся. Такая аномальная ситуация не могла произойти с обычным человеком, и все же именно так указано в досье. Старик усмехнулся, пробежавшись глазами под данным о состоянии студентов Нексус и Грёз, он становился на имени Ван Боулэ. Его вес изменился с начала испытания, доктор поднял голову и твердо сказал, «Насколько я понимаю, Ван Боулэ уже давно знает, что находится не в реальном мире». Он смехнул, что все это экзамен и начал жульничать. «Невозможно!» Бородач его начало темнеть в глазах. «Мы выясним, жульничает ли он небольшой проверкой!» Старый доктор взглянул на Ван Боулэ в кристальном экране. Движением руки он внёс корректировки в Нексус. Внутри Нексус и Грёз студенты не успели прийти в себя после атаки волков, как вдруг из леса впереди послышался оглушительный рёв. Звук обрушился на них вместе с органным ветром, звуковая волна вырвала деревья с корнем и разметала их во все стороны. Началось землетрясение, когда из-под земли выбрался огромный медведь ростом в сто метров. Большая часть его тела сгнила, глаза горели призрачным светом, словно это было какое-то умертвие. Исходящее от него давление заставило всех задрожать, это был хозяин окрестных лесов, чьё появление тут же распугало всех зверей и птиц. «Этого не может быть! Небеса! Это же древний медведь умертвия!» С его силой это чудище способно разорвать на части эксперта вторую ступень древних боевых искусств! Руки и ноги Люда Убиня стали ватными, Зайка Думиня и остальные побелели от ужаса. Даже парень в красном поменялся в лице, к ужасу студентов древний медведь умертвия с ревом бросился прямо на них. От каждого шага могучего зверя содрогалась земля. «Бежим!» прокричал кто-то, а потом все студенты бросились в рассыпную. Даже парень в красном побледнел и последовал примеру остальных, начисто выбросив из головы все мысли о том, чтобы дать бой этому существу. От грохота и рева Ван Боулэ пришел в себя. При виде жуткого медведя у него загорелись глаза и участилось дыхание. «Еще бонусные баллы!» Обрадованный Ван Боулэ пополз к огромному медведю. «Братья! Сестры! Уходите! Оставьте меня! Я выиграю вам немного времени!» С этим криком Ван Боулэ с трудом поднял камень и бросил в медведя. «Ну давай! Вот он я! Пока я Ван Боулэ дышу, ты не тронешь моих товарищей!» Проревел Ван Боулэ. Чувство, захлестнувшее сердца спасающихся бегством студентов, было невозможно описать словами. Многие девушки заплакали. В главной каюте старый доктор ехидно ухмыльнулся, когда гигантский медведь разорвал Ван Боулэ на куски. «Видели?» Радость в глазах этого паршивца. «Вы хоть раз видели, чтобы человек шел на смерть с таким выражением лица? Он выглядит так, словно вообще не боится смерти». Остальные учителя странно посмотрели на Ван Боулэ. Его акт самопожертвования выглядел довольно натурально, но если внимательно за ним наблюдать, то посредственная актерская игра становилась очевидной. «Бессовестный малый!» Жольничество еще можно понять, но такая откровенная наигранность это уже слишком. Учителя в главной каюте не могли больше смотреть, что до бородача он скрежетал зубами, уже глубоко сожалея о своем импульсивном поступке. Последние крохи самообладания отделяли его от того, чтобы вскочить и в ярости ударить ногой по полу. «Небеса! Мой мандат!» Наконец старый доктор еще раз взмахнул рукой. Все проекции в кристалле мгновенно разбились и исчезли. «Скоро приземлимся в Дау-академии! Бау-Лэ стояла сцена его гибели, как вдруг Нексус грез разбился. Огромный медведь, затмивший небо, помутнел вместе с миром вокруг, а потом опустилась тьма. Когда он пришел в себя, по телу будто бы прошел электрический разряд, словно некая сила толкала его вперед. Открыв глаза, он обнаружил себя в палате для духовной культивации корабля, до его ушей донеслись растерянные возгласы других студентов. «Как же? Почему мы не в туманолесье? Как мы сюда попали? Я что, все время спал? Или мы все уснули?» Ванбул и моргнул, а потом сделал вид, будто все еще находятся в плену иллюзии. «Ребята, скорее бегите! Забудьте обо мне! Медведь, готовься к баю!» После героических подвигов в Нексусе его громкие крики просто не могли не привлечь внимания остальных. На них обернулось много студентов, а те, что находились рядом с ним воскликнули. «Это же брат Ванбул и настоящий друг! Ванбул и теперь я буду звать тебя старшим братом!» До Мини Зайка тоже смотрели на него. После всех ужасов леса они уже не могли смотреть на Ванбул и так, как раньше, особенно Зайка, в ее глазах уже стояли слезы. Если бы она сидела рядом и не была облачена в духовно-магнитный костюм, то уже бы бросилась ему в объятия. От размышления о том, как получить еще больше обожания окружающих, Ванбул вырвал суровый голос, прогремевший на всю палату духовной культивации. «Студенты, мы скоро прибудем в Дао-Академию!» Произошедшее было частью вступительного испытания. Результаты повлияют на вашу итоговую оценку. И последнее, добро пожаловать в Дао-Академию эфира!» Возможно, так на студентов подействовал суровый голос или дело было в близости к Дао-Академии, но все в палате духовной культивации успокоились и с интересом принялись глазеть в иллюминаторы. Ванбул слегка погрустнел, но даже он хотел поскорее оказаться в Академии. Через иллюминатор он увидел огромное и невероятно красивое озеро внизу, на зеркальной поверхности которого отражались небо и солнечный свет. Параллельно друг к другу на озере располагались три острова, между островами сновало множество лодок и кораблей. По мере приближения они смогли увидеть здания с древней аурой, а также множество людей. На периферии островов можно было насчитать десятки тысяч людей, достаточно, чтобы заселить небольшой городок. Наша Дао Академия Эфира известнейшее учебное заведение, основанное в 2348 году нашей эры, она застала эпоху Федерации, участвовала в войне с чудовищами. С приходом Эры Духовного Истока здесь стали преподавать науку о Дао. За семь веков своего существования наша Академия выпустила огромное количество героев и избранных. Её вклад в прогресс человечества неоценим. Даже прошлый президент Федерации закончил Дао Академию Эфира. Внизу вы видите озеро Зеленолесье, как в поговорке «Зелёный лес подобен счастливым годам юности». Что до трёх островов, один называется островом Небесного Круговорота, сердце Дао Академии. Ещё есть остров Верхней Академии для Дао учеников и остров Нижней Академии для студентов вроде вас. Те, кто станут носителями наследия Дао Академии Эфира, должны руководствоваться принципом «Изменить мир и принести человечеству мир». Суровый голос эхом отражался от стен Палаты Духовной Культивации. Студенты чувствовали гордость, которой голос всё это им рассказал. Все, включая Ван Боулэ, невольно впечатлились видом и богатым прошлым Дао Академии Эфира. По мере снижения остров Нижней Академии постепенно увеличивался в размерах, теперь студенты могли видеть более десяти вершин самых массивных гор. Они напоминали острые мечи, чьи острия были направлены в небо. На каждой горе располагалось огромное количество зданий, на них имелись огромные надписи, которые особенно хорошо просматривались с неба. Факультет Хармического Оружия, Факультет Алхимии, Факультет Боевых Искусств, Факультет Рунических Формаций. Прежде чем они успели разобрать все надписи, судно внезапно тряхнуло, а потом послышался треск. Воздушный корабль преодолел пять тысяч километров от города Феникс и приземлился на остров Нижней Академии, а не прибыли в Дао Академию Эфира. Глава пятая. Принятый в особом порядке. Дао Академия Эфира представляла собой очень крупные учреждения. Остров Нижней Академии особенно впечатлял своими размерами, на нем могли одновременно жить сто тысяч студентов. В юго-восточной части острова в воздушном порту на якоре стояли десятки огромных кораблей аэростатов, сгорая от нетерпения и любопытства, с них спускались студенты вместе со своим багажом. Многие радостно что-то обсуждали и смеялись, корабли привезли сюда со всех концов федерации огромное количество новых студентов, зачисленных в Дао Академию. На палубе красного корабля аэростата в обнимку с багажом уже стояли Ван Баоле и остальные студенты из города Феникс, они любовались пушистыми облаками на голубом небе и горами, где располагались различные факультеты. Оживленную толпу студентов буквально переполняло чувство предвкушения, на фоне энергичного молодняка выделялись старый доктор и другие учителя, которые почему-то не разделяли всеобщего настроя. За время путешествия они хорошо познакомились со своими подопечными из города Феникс. Особенно это касалось Ван Баоле, если судить побросаемым в его сторону взглядом. Благодаря умению чутко вылавливать эмоции по интонации голоса и выражению лиц, Ван Баоле просто не мог не заметить такого внимания его больше интересовали результаты теста, а не разговоры со сверстниками. К тому же он неотрывно следил за учителями, наконец он заподозрил что-то неладное. Чего они на меня так косятся? Может из-за сногсшибательных результатов? Хе-хе, наверняка. Ван Баоле сразу повеселел. Однако его особенно заинтриговала реакция учителя с испаньолкой. Почему-то тот то и дело поглядывал на него со смесью раздражения и печали. Что с ним не так? Задумался Ван Баоле о странном поведении бордача. Но ему так и не удалось развить эту мысль. Все учителя, включая бордача, неожиданно подошли к ним. Один из них обратился к молодому человеку в красном. Чэнь Зэхэн за мной! Я отведу тебя к месту регистрации! Чэнь Зэхэн на секунду задумался, а потом кивнул и пошел следом за учителем. Практически сразу у них завязался разговор. Судя по жестикуляциям, учитель что-то с энтузиазмом ему советовал. У Ван Баола загорелись глаза, дыхание сбилось. У него появилась догадка. Похоже, пришло время пожинать плоды результатов теста. От волнения у него участилось сердцебиение, он выпятил грудь, боясь, что у учителя его не заметят. Си, Лешань, следуй за мной! Люда, убень, пойдем! Учителя один за другим называли имена, а потом кто-то из них уводил названных студентов с собой, остальные затеив дыхание ждали своей очереди. Сразу стало ясно, те, чьи имена называли хорошо прошли тест. Они заработали благосклонность учителей, поэтому их забрали раньше остальных. Факультеты, которым они приглянулись, протягивали метафорическую оливковую ветвь, а Ван Баул и от самодовольства весь надулся. Никто из учителей пока не назвал его имени, тем не менее он был уверен в своем результате. По его мнению, самых лучших студентов специально оставили напоследок, ему очень хотелось познакомиться с учителем, которому он приглянулся. Что делать, если я понравился вообще всем? Да уж незадача, кого же тогда выбрать? С этой мыслью Ван Баул задрал подбородок и еще сильнее выпятил грудь, однако время шло, а его так никто и не позвал. После того, как забрали думень, из нескольких сотен студентов осталось стоять около восьмидесяти процентов. Тут ему стало не по себе. Не может быть, мысленно ужаснулся Ван Баул утерев холодный подсолба. Учителя продолжили разбирать студентов, пока практически все учителя уже не ушли. Старый доктор перед уходом странно посмотрел на Ван Баул остался только тот, что носил испаньелку, причем он выглядел так, будто кто-то задолжил ему кругленькую сумму. Ван Баул стало немного дурно. В этот момент чем-то недовольный бородач шумом несколько раз втянул в легкий воздух. Похоже, ему очень не хотелось этого делать, но другого выбора не было. Словно он решил следовать выбранному курсу до самого конца. «Ван Баул 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 «Ван Баул» «Ветерок с озера «Ван Баул 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 Ван Боула огляделся. В воздушном порту было очень оживлённо, несколько человек даже вели прямые трансляции дня зачисления новых студентов. До его уха доносились обрывки их просьб прислать им виртуальные подарки. Порасспросив людей, Ван Боула не стал больше тереть время, с информацией о местонахождении факультета дхармического оружия он немного приободрился и быстро нашёл корабль, ведущий к нужной горе. Там его опять встретила огромная толпа студентов, некоторые наводили справки, чтобы не ошибиться с выбором факультета. Другие уже приняли решение и пришли подать заявку. Среди новых студентов было немало добровольцев из тех, кто уже учился на факультете дхармического оружия. Они принимали новичков, подсказывали, куда пройти прибывшим и проводили небольшие экскурсии. Снующие туда-сюда люди создавали оживлённую картину. Двигаясь вместе с толпой, Ван Боула услышал, как одна из старших студенток с немного продолговатым лицом торжественно и крайне серьёзно рассказывала о факультете. Её рассказ совпал с тем, что он уже знал. В целом факультет производил хорошее впечатление. Основное направление деятельности факультета дхармического оружия — переплавка не столько артефактов, сколько всех предметов мира в сокровище. Наш факультет дхармического оружия Дау Академии Эфира считается лучшим из лучших во всей Федерации. В нашу компетенцию входят дхармические артефакты и оружие и предметы, которые в быту используют простые люди. Каждый выпускник нашего факультета пользуется большим спросом на рынке труда. Судя по голосу, студентка действительно испытывала гордость за свой факультет. С неба вы, должно быть, заметили три массивных платформы на пике дхармического оружия. Они принадлежат трем главным кафедрам, где изучают духовные камни, начертания и духовные заготовки. В отличие от базовых школ в ваших родных городах, Дау Академия предоставляет больше свободы. У факультета нет обязательного расписания. Неважно, кто вы, новенький или старший студент, вам разрешено посещать любые занятия по вашему выбору. Остальное время студенты проводят за самостоятельной культивацией. Каждый год проводятся экзамены, но они не очень сложные. Важны только экзамены Верхней Академии. Если вам не удастся подняться из Нижней Академии в Верхнюю за пять лет, вас попросят покинуть Дау Академия. Ван Була запомнил этот факт. Остальные, кто слушал студентку, похоже, тоже сделали отметку у себя в голове. Можете не беспокоиться, вам пока еще рано задумываться о Верхней Академии. Итак, здесь новоприбывшие могут оставить заявку и поступить на факультет. Находясь в центре всеобщего внимания, Гит улыбнулась. Она остановилась у горного склона рядом с каменным зеркалом высотой 30 метров. Зеркало выглядело довольно древним, словно простояло здесь не один век. На нем имелись какие-то весьма устрашающие иронические узоры. Поместите сюда вашу карточку с заявкой и сможете спуститься с горы. В течение трех дней Нижняя Академия рассмотрит вашу заявку и уведомит о результате. К тому же каждый факультет позже опубликует список поступивших. Объяснила студентка и утерла под солба. От всех этих разговоров на солнцепёке у неё пересохло во рту. Столпившиеся вокруг студенты напомнили ей саму себя, когда она впервые прибыла в Дао Академию. Интересно, сколько из них поступят? Явно не очень много. Всё-таки из каждого набора принимается не больше четырёх тысяч человек. Пока она негромко вздыхала, Ван Боулэ заметил бусины пота у неё на лбу. Протолкнувшись к девушке, он достал бутылку духовно-ледяной воды и протянул ей. Старшая сестра, работать на жаре должно быть тяжело. От лица всех новичков я хотел бы поблагодарить тебя за то, что нашла время всё нам объяснить. Вот. «В такой жаркий день нет ничего лучше прохладной воды». Выражения лица и голос Ван Боулэ были предельно искренними. Студентка, оценивающе взглянула на толстяка. В целом он создавал приятное первое впечатление. Такая внимательность была большой редкостью среди новых студентов. Люди в толпе тоже повернулись в его сторону. Всё-таки Ван Боулэ представлял не только себя, но и их всех. После такого поступка у них сложилось о нём хорошее впечатление. Ван Боулэ не без удовольствия отметил, что всего одна бутылка, пусть и дорогой воды, пронесла ему расположение многих присутствующих студентов. Он чувствовал, что сделал ещё один шаг на пути к крёслу чиновника. Вскоре к каменному зеркалу начали подходить волнующиеся студенты. Один за другим они прикладывали к нему пустые нефритовые карточки. Небольшая вспышка света сигнализировала об окончании процедуры. У каждого имелось по одной нефритовой карточке. Ван Боулэ, сопровождающие их учителя, передали им карточки после прибытия на остров Нижней Академии. Вот только не в случае Ван Боулэ. «Какого чёрта? Почему у меня нет такой?» Ван Боулэ огляделся и в очередной раз убедился в ненадёжности бородача. После того, как все приложили карточки к каменному зеркалу, остался только Ван Боулэ. Гид повернулась к нему и поинтересовалась. «У тебя остались какие-то вопросы?» «Моя карточка немного отличается». Ван Боулэ немного помелся, но потом всё же приложил нефритовый кулон к каменному зеркалу. Как только кулон коснулся поверхности зеркала, он вспыхнул ярким пурпурным светом. Даже каменное зеркало засияло. Вместе с ударной волной поднялся гол, который был слышен на всём пике дхармического оружия. У студентов сердце ушло в пятки, и они в панике расступились. «Что происходит? Что за дела?» Даже Ван Боулэ испугался. После этого произошло ещё кое-что. Пик дхармического оружия накрыл свет, а потом прозвучал величественный колокольный звон. Звон достиг крещенда, словно возвещал о чём-то всему факультету дхармического оружия. Дон! 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 Все на пике дхармического оружия, будь то поднимающиеся в гору студенты, те, кто сидели в лекционных залах или занимались культивацией в других местах, подняли голову. Рядом с каменным зеркалом у девушки с продолговатым лицом округлились глаза. «Принятый в особом порядке!» Воскликнула она. «Что, простите?» Ван Боулэ ещё сильнее запутался. В зале на пике дхармического оружия, переполненном духовной энергией, Бородыч читал какой-то древний текст. Только он смог взять ярость под контроль, как колокольный звон вновь вывел его из себя. «Как этот мелкий гадёныш так быстро сюда добрался!» Раздражённо подумал он. От одной мысли об использованном мандате ему опять стало плохо. Если бы его никто не трогал, он бы ещё смог стерпеть этот колокольный звон. Но в главный зал быстро влетели несколько человек, другие учителя факультета дхармического оружия. «Собрат даос Джан Юде!» Слышал, на нашем факультете появился студент, принятый в особом порядке! «Ха-ха! Старик Джан! Всегда знал, что у тебя острый глаз!» «Где это юное дарование?» «Скорее вызови его сюда! Не терпится с ним познакомиться!» На фоне обрадованных учителей Бородыч совсем скис. Ощущение было такое, будто он только что приобрёл собачье дерьмо, которое ему предстояло в слезах съесть. Натёнуто улыбнувшись, он сказал, «Верно! Настоящее! Юное дарование! Мне надо переплавить артефакт! Я, пожалуй, пойду!» С этими словами он быстро ушёл. Если бы он остался, то не смог сдержаться, и в гневе придушил бы это юное дарование. Глава 6. Большие неприятности После окончания регистрации и получения техники для культивации, формы и прочих мелочей, Ван Боуэлэ забрался почти на самую вершину горы. Он уже успел натянуть красный даосский халат, предназначенный для особых студентов. Место находилось в довольно уединённом месте, но он всё равно расплылся в довольной улыбке, когда увидел, какой отсюда открывается захватывающий вид. Перед ним выселась дверь из пурпурного камня, которая открывалась сама и вела в пещеру Бессмертного. Легендарная пещера Бессмертного! Ван Боуэлэ еле сдерживал радость, большинство студентов поселили в общежитии. Лишь горстки избранных позволили жить в пещерах Бессмертного на вершине горы, не зря говорят, что дефицит всегда в цене. На горе можно построить ещё много зданий, но количество пещер было ограниченным, поскольку создание новых было сопряжено с рядом трудностей. К тому же в пещерах Бессмертного имелись магические формации для сбора духовной энергии. Благодаря им в пещерах концентрация духовной энергии была значительно выше, чем в простых зданиях. Несмотря на её скромные размеры, другие студенты многое бы отдали за обладание такой пещерой. Ван Боуэлэ явственно чувствовал, как красный халат выделяет его на фоне остальных. Осмотрев пещеру и убедившись в отсутствии посторонних, он наконец позволил себе захохотать. После недавних событий он пребывал в отличном настроении. В его скромной по размерам пещере даже нашлась веранда шириной целых шесть метров. Выйдя на неё, у него появилось ощущение, будто он стоял на небе. Любой из пейзажем Ван Боуэлэ достал пакетик снеков и с довольным видом опустошил его. После перекуса он достал уникальную технику культивации боевых искусств Дао Академии Эфира. На первой же странице уверенным и размашистым почерком было выведено три слова. Древние боевые искусства. Нечто подобное получили не только студенты факультета дхармического оружия. Все учащиеся острова Нижней Академии должны были изучить эту базовую технику культивации, в то время как выбранный факультет предлагал студентам уникальный набор знаний и умений. Что до древних боевых искусств, их предоставляли ученикам всех факультетов. Базовая техника культивации служила фундаментом для знаний, которые студенты получали во время обучения на факультете. Древние боевые искусства подразделяются на три ступени. Ци и крови, физической печати, укрепление пульса. С наступлением вечера жара немного спала, порывы ветра приносили с собой столь желанную прохладу. К изучению техники культивации Ван Буэлэ подошел крайне серьезно. Когда солнце скрылось за горизонтом, а небо окончательно потемнело, Ван Буэлэ оторвал глаза от текста, полностью изучив наставления о древних боевых искусствах. В наставлении нашлось подробное объяснение этой стадии. На ступени Ци и крови получаешь огромную силу, на ступени физической печати обретаешь невероятную точность и мяткость, на ступени укрепления пульса человек достигает пика физических возможностей. Ван Буэлэ тяжело вздохнул, прочитанное напомнило ему о том, что парень в красном, Чэнь Зэхэн, обрушил несколькими стрелами часть скалы. От тех воспоминаний в его глазах постепенно разгоралось пламя. Будущему президенту федерации не обойтись без древних боевых искусств. К тому же во время культивации я смогу сбросить вес. Убью двух зайцев одним камнем. Водушевленный Ван Буэлэ попробовал культивировать, но тут он поменялся в лице. Порывшись за пазухой, он вытащил половину черной маски и задумался. Он не забыл, как она стала нематериальной во время теста. Тогда на ней еще появились какие-то неясные письмена. Должно быть это сокровище! Ван Буэлэ бешено застучало сердце, его родители работали археологами, поэтому их дом буквально ломился от всяких причудливых вещиц, привезенных из экспедиции. Хотя ему они казались бесполезным барахлом. Когда-то Ван Буэлэ мечтал, чтобы одна из этих диковинок оказалась сокровищем. За детство он поиграл почти со всеми находками родителей в доме, он даже втайне капал на них кровью в надежде на какое-нибудь чудо. Половина маски в его руке не выглядела особенной, если не считать ее слегка холодящего руку материала. Наконец он пришел к выводу, что маска меняла свои свойства в особом окружении, вроде того, куда они попали во время теста. Его глаза загорелись. Похоже, мне надо позаимствовать где-то похожий дхармический артефакт. Кто знает. Быть может, с ним мне удастся раскрыть секрету этой маски. С этой мыслью он посмотрел на потемневшее небо. Тут на Ван Буэлэ навалилась усталость тяжелого дня, поэтому он вернулся в пещеру и распаковал свой багаж. Он не стал брать с собой много одежды, большинство привезенных предметов оказались довольно странными, среди них нашелся даже большой мегафон. Все эти сокровища помогут мне добиться поста чиновника. Если бы я смог найти свой багаж в Нексусе Грёз, мне не пришлось бы терпеть все эти ужасы. Ван Буэлэ зевнул и с довольным видом посмотрел на свою коллекцию сокровищ, только он хотел лечь спать, как вдруг его словно током ударило. Рано почивать на лаврах. В автобиографиях высокопоставленных чиновников приводится немало случаев, когда люди упивались кратковременным успехом, все они кончили плохо. Ван Буэлэ перехватило дыхание, сейчас было не время для радости. Он всерьез задумался, почему учителя так странно косились на него, да и поведение бордача вызывало подозрения. Если прибавить к уравнению полученный им статус особого студента, то ответ становился очевидным. Они явно что-то заподозрили. По его спине пробежал холодок, а сердце словно сковало льдом. Надо залечь на дно на какое-то время. Как будто меня вообще здесь нет. Иначе быть в беде. Ван Буэлэ занервничал, ему совершенно не хотелось лишиться своего привилегированного положения. Размышляя над новой проблемой, он был вынужден признать, что вся эта ситуация произошла из-за отсутствия у него покровителя. Надо подумать, где быстро найти покровителя. Незаметно пролетело три дня. Факультеты опубликовали списки принятых студентов, после чего счастливчики перебрались на горы своих факультетов. Студенты изучали правила и распорядок академии, готовясь к скорому началу учебного года. Эти три дня Ван Буэлэ был тише воды, ниже травы. Свободное время он посвятил попыткам освоить культивацию древних боевых искусств. Он не показывал носа из своей пещеры и страха попасться на глаза бордачу. По его мнению, лучше было переждать этот болезненный период. Тем временем новости о результатах тестов начали обсуждать в духовном интранете внутри Дао Академии. Вскоре они стали самой горячей темой обсуждений среди студентов. Всё-таки около сотни кораблей и растатов привезли в Дао Академию студентов со всего света, при этом на каждом из них проводилось испытание. Предметом обсуждения стали отличившиеся студенты. «Слышали? Среди новичков из города Облачных Небес прибыл парень по имени Лудзин Нань. Установленная им ловушка убила шипастую игуану. Как вам такое?» «Так себе. Слышал об эксперте из города Феникс. Зовут Чейн Зе Хэн. Он в одном шаге от физической печати стадии древних боевых искусств. Ему пришли предложения сразу с восьми разных факультетов. Вот это я понимаю настоящую знаменитость». В ходе обсуждения в духовном интернете всплывали все новые имена. Всех затмила Чень Я Мэн. По слухам, она родилась с духовным телом и может переплавлять духовные камни частотой 80%. Ей была открыта дорога в лучшее учебное заведение Федерации, Дао Академию Белого Оленя, но наша Академия не пожалела средств и сделала ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Впечатляет. Правда, кое-кто может с ней поспорить. Или даже превзойти. Джо и Фань. До меня доходили слухи, что он родился с глазами Чёрной Звезды. При их активации всё вокруг него замедляется. К тому же он уже достиг пика стадии физической печати. Никто не знает, откуда он взялся, но некоторые думают, что из клана Пяти Поколений Неба. Его в особом порядке забрали на факультет боевых искусств. В духовном интернете студенты обсудили всех примечательных новичков. Даже старшие студенты почувствовали. У них появились конкуренты. Что до Ван Боулэ, несмотря на все попытки не привлекать к себе внимания, он стал настоящей звездой. Всё-таки он не только был зачислен на факультет в особом порядке, но и блестяще проявил себя во время испытания. Об этом растрезвонили другие студенты из города Феникс. В нашем наборе сразу два особых студента. Джо и Фань и Ван Боулэ. К слову о Ван Боулэ, слышал тот настоящий герой, готовый без страха пожертвовать собой, чтобы спасти других. Таким моральным принципам можно только позавидовать. Для спасения товарища он без страха бросился в гущу змей, среди которых была даже краснокостная белолицая змея. А потом, в попытке выиграть время остальным, он вышел один на один против целой стаи волков. Очень запомнилась фраза, что он готов жить и умереть во имя Дао Академии Эфира. После появления древнего медведя у мертвия, он весь в ранах и волчьих укусах всё равно пополз к этому жуткому зверю. Он пытался привлечь внимание медведя, чтобы остальные могли сбежать, пока тот будет пожирать его тело. Этот рассказ быстро прославил Ван Боулэ на весь остров Нижней Академии. Ван Боулэ от страха чуть не посидел, после того, как залогинился в духовном интернете и увидел это обсуждение. Почуяв, что пахнет жареным, он быстро начал новую ветку. «Привет всем! Меня зовут Ван Боулэ. К сожалению, вы всё неправильно поняли. Тогда я был очень напуган. Почему я бросился в гуще змей, спросите вы? Отнюдь не из самоотверженности. Просто мне очень нравится Джоу Сиуя. Она очень красивая, и я хотел бы с ней встречаться. Правда?» Скорежаща зубами, Ван Боулэ запостил это сообщение. После такого совершенно не красящего его поста, он надеялся, что внимание остальных переключится на кого-нибудь другого. В такой щекотливой ситуации он не хотел рисковать. Чем меньше о нем говорят, тем лучше. Кто мог предположить, что после того поста в его ветке появится множество ответов, в основном от девушек? В своих сообщениях они неоднократно называли Ивану настоящим мужчиной. Ван Боулэ чуть не расплакался. Его пост произвёл обратный эффект, не тот, на который он рассчитывал. Поэтому он решил отправить ещё одно сообщение. «На самом деле я остановил с собой стаю волков, потому что уже был отравлен. Раз мне было суждено умереть, я выбрал быструю смерть. Стоянтов спас не я, а Чань Зы Хан». Ван Боулэ наивно полагал, что уж этим постом точно охладит все вообще пыл и переключит внимание остальных с себя на Чань Зы Хэна. Однако всё сложилось несколько иначе. Чань Зы Хан неожиданно оставил пост, где признал своё превосходство над Ван Боулэ в плане боевых искусств, а потом добавил, что с точки зрения героизма, боевого духа, самоотверженности и упорства, он уступал Ван Боулэ. Его пост наделал немало шума. Чань Зы Хан был очень известным студентом, поэтому его слова имели определённый вес. В ветке тут же разгорелось обсуждение. План Ван Боулэ по отвлечению внимания опять провалился. Его обсуждали даже больше, чем Чань Я Мэн. Ему уже хотелось от бессилия биться головой об стену. По щекам Ван Боулэ побежали горькие слёзы. Давно ему не было так плохо. «Небеса! Почему бы вам просто не убить меня? Пощадите! Я признаю ошибку, ладно?» Стиснув зубы и тихо всхлипывая, он написал очередной пост. «Ребята, не обращайте на меня внимания. Я простой толстяк. У меня нет положительных сторон. Только негативные. Обжорство, похоть, жадность. Я с трудом сдал экзамены. К тому же переплавленные мной духовные камни по частоте едва ли переваливают за 50%. Я совершенно обычный человек!» На этом Ван Боулэ решил, что небольшую очерняющую кампанию можно считать законченной. В посте он упомянул всё плохое, что смог о себе вспомнить. Но при виде реакции студентов на его пост у него чуть не отвисла челюсть. В этот раз в дискуссию вступил Лю Дао Бинь. Он оставил сообщение, чьё содержание нашло отклик в сердцах многих студентов. Чэнь Ямэн действительно впечатляющая особа, как и Джо и Фань. Но они изначально были лучше всех новичков. У них было более чем достаточно средств, чтобы спасти всех или закончить тест. Но Ван Боулэ совсем из другого теста. Во имя спасения людей он не побоялся поставить на карту свою жизнь. Это как сравнить богача, давшего вам 100 духовных камней, с бедняком, который тоже дал 100 духовных камней. Вот только это все его сбережения. Имеют ли эти два поступка одинаковый вес? Конечно нет. Ван Боулэ такой же, как мы. Он простой студент, поэтому и у него, и у всех нас есть недостатки, верно? Но именно самопожертвование во имя спасения других делает его таким особенным. Ту трагичную сцену я не забуду до конца своих дней. Его сообщение произвело в духовном интранете эффект разорвавшейся бомбы. Количество комментариев начало расти с пугающей скоростью. Количество веток о Ван Боулэ стало даже больше, чем о Джо и Фанье. Теперь он еще сильнее выделялся на фоне новых студентов. Ван Боулэ оцепенело читал посты о себе в духовном интранете, не в силах поверить своим глазам. Он не считал себя таким уж особенным. Спустя какое-то время он все же сбросил оцепенение, и его сразу же накрыло отчаяние. На нервах он достал пакетик снеков с таким видом, будто его жизнь подошла к концу, а потом машинально начал жевать содержимое. «Мне конец! Крышка! Я серьезно влип!» В этот раз он не ошибся. Учителя, сопровождающие группу из города Феникс, наконец обратили внимание на активность в духовном интранете. Они не могли хранить молчание, поэтому сделали официальное заявление, где объявили Ван Боулэ в жульничестве во время теста. Подобно тому, как несколько камней могут вызвать камнепад, это заявление стало самой сенсационной новостью острова Нижней Академии. Глава 7. Общество шахтеров Буря обсуждений, последовавшая за новостью о жульничестве Ван Боулэ, ничуть не уступала от той, что возвела его на этот высокий педестал. Ветки о Ван Боулэ моножились как грибы после дождя, его случай стал самой горячей темой среди новых студентов. На этом фоне бледнели даже ветки обсуждений старых студентов Дау Академии. Во многих ветках духовного интранета студенты гневно требовали для Ван Боулэ наказания. Видя, как разворачивается его самый жуткий кошмар, Ван Боулэ тяжело вздохнул. Он мрачно сидел в своей пещере бессмертного, уставившись в одну точку на стене. Говорят, небеса перед тем, как даровать свою благодать человеку, сперва испытывают его разум страданиями и стязают плоти кости. «Небеса испытывают меня!» Пытался как-то утешить себя Ван Боулэ. Он серьёзно влип. Один неверный шаг мог стать последним, когда нервозность немного схлынула, и его мозг стал судорожно искать решение. Несколько дней спустя различные факультеты Дау Академии Эфира начали первые лекции для новых студентов, а рано утром, ещё до начала занятий, с небольшой сумкой в руках Ван Боулэ твёрдой походкой покинул свою пещеру бессмертного. «Кому какое дело? Ничего страшного! Чего мне бояться?» Ван Боулэ посмотрел на солнечный меч в небе и сделал глубокий вдох. Его переполняла решимость. В форме особого студента он направился на кафедру духовных камней, одной из трёх главных кафедр факультета дхармического оружия. Туда же небольшими группками стекались студенты, и им не терпелось поскорее приступить к занятиям. При виде Ван Боулэ в красном даулском халате оживлённые разговоры тут же стихали. Узнав его, многие начинали шептаться. «Это Ван Боулэ! Он таки появился! Как думаете, сколько он протянет, прежде чем его вышвырнут из Дау Академии?» Слышал, учителя предлагали исключить и вавность, да не остальным. Большинство из них разговаривали довольно тихо, но в Ван Боулэ повстречалось слишком много студентов, чтобы до него не долетели обрывки их разговоров. Будь на его месте кто-то другой, ему бы не удалось скрыть от остальных свою нервозность. Но будучи человеком с нетипичным хобби, заключавшимся в изучении автобиографии высокопоставленных чиновников, Ван Боулэ сделал одним из своих основных навыков умения не обращать внимания на других людей. С бесстрастным выражением лица он шёл к кафедре. Каменная платформа кафедры занимала достаточно места, чтобы уместить 10 тысяч человек. Несмотря на простоту конструкции, в воздухе буквально витала аура древности. Восемь огромных каменных колонн держали на себе павильон летящего феникса. У входа было очень шумно. От лекторской трибуны расходились ступенчатые ряды со столами и стульями, многие из которых уже занимали студенты. Больше всего бросалась в глаза огромная каменная стена синего цвета справа от трибуны лектора. На ней было сотни имён с приставкой в виде цифр, первая строчка имела приписку 90, а сотая — 82. Рядом с ними был ещё целый ряд цифр поменьше. У входа в помещение стоял огромный камень с девизом факультета тхармического оружия. Тхармические орудия уничтожат мириады дао, коли ограничение тхармических артефактов и духовных сокровищ окажется бесполезным. Не обращая внимания на толпившихся студентов, Ван Буэлэ спокойно подошёл к камню и прочёл надпись. Такой девиз действительно внушал трепет. Заложенный в него принцип говорил о том, что одна тхарма может подавить мириады дао. Всё это время Ван Буэлэ пребывал в собственных мыслях, но при виде девиза невольно остановился. Слова ошеломили его. После прочтения этой фразы его поверхностный интерес к факультету тхармического оружия перерос в нечто большее. Теперь он ещё больше хотел остаться на факультете. Хотите отчислить меня? Смешно. Я, Ван Буэлэ, десять лет кропотливо изучал автобиографии высокопоставленных чиновников. Я переживу любую бурю, любую напасть. Сосредоточившись, Ван Буэлэ вошёл в помещение и уверенно зашагал вперёд. Его красный наряд выделялся на фоне стандартной формы студентов. Неудивительно, что он тут же оказался в центре внимания. Сложно сказать, кто первым выкрикнул его имя, но вскоре уже почти все смотрели на Ван Буэлэ. Более десяти тысяч пар глаз сейчас сбуравили одного человека. Под таким давлением у любого бы подкосились ноги, особенно если учесть едкие замечания, выкрикиваемые студентами. Ван Буэлэ, не думал, что тебе хватит наглости явиться на занятия. Особый студент, получивший свое место обманом. Почему его ещё не наказали? Ван Буэлэ, тебя здесь не рады. В любом другом месте мало кто стал бы раздувать из-за этого скандал. Всё-таки между ними не было особой вражды, но в таком большом зале с таким количеством людей атмосфера мгновенно раскалилась. Толпа гудела, требуя для него наказания. Среди студентов стоял Люда Убинь. При взгляде на Ван Буэлэ в его душе разгорелся конфликт, да и в целом он никак не мог определиться в своём к нему отношении. Даже зная, что Ван Буэлэ жульничал, он до сих пор не мог забыть ту кровавую сцену. «Будь я на его месте, я бы просто ушёл». Размышляя над произошедшим, Люда Убинь то и дело качал головой. Внезапно у него округлились глаза, когда Ван Буэлэ всё ещё в дверях странно привычным движением достал из сумки мегафон, а потом громко прокричал в него «Заткнитесь!» После усиления мегафоном его крик прогремел на весь зал подобно раскатку грома, заглушив крики десяти тысяч студентов. Те, кто стоял рядом с Ван Буэлэ и кричал громче всех, чуть не оглохли. Повисла тишина. У одних звенело в ушах, другие оцепенело застыли. Никто не ожидал, что студент принесёт с собой на занятия модифицированный мегафон. Они пришли сюда заниматься, поэтому многих озадачило, зачем вообще в академии мог понадобиться мегафон. Ситуация вышла очень странной. Неожиданный рёв мегафона лишил студентов дары речи. Даже Люда Убинь недоверчиво покосился нанесу разный мегафон в руках Ван Буэлэ. Окинув довольным взглядом аудиторию, Ван Буэлэ спокойно убрал мегафон в сумку. Это было одно из сокровищ, с которым он никогда не расставался. Из автобиографии высокопоставленных чиновников он выяснил, что мощный мегафон был незаменимым инструментом в дебатах. Ван Буэлэ задрал подбородок и выпятил грудь, после чего пошёл мимо остолбеневших студентов. Его внимание привлёк мнущийся в нерешительности Люда Убинь. Косясь на крохотную сумочку Ван Буэлэ, Люда Убинь помахал ему. А этот Люда Убинь интересный малый. У Ван Буэлэ загорелись глаза, и он поспешил занять место рядом. Только тогда толпа пришла в себя. Некоторые взбешённые студенты хотели ответить, но тут прозвенел колокол. В помещение неспешно вошёл худощавый седовласый старик в чёрном даоском халате, на лице холодная маска, которая как будто служила предупреждением держаться от него подальше. От него исходила довещая аура, отчего сердца студентов застучали быстрее. Они молча наблюдали, как старик взошёл на лекторскую трибуну, а Ван Буэлэ тоже не сводил с него глаз. Старик в чёрном обвёл взглядом толпу, после чего заговорил. На факультете дхармического оружия есть три основных кафедры. Духовных камней, начертания и духовных заготовок. Я один из пяти лекторов кафедры духовных камней. Цзоу Юньхай. Каменная стена рядом со мной — это список дхармического оружия кафедры духовных камней. Надеюсь, когда-нибудь увидеть в нём ваши имена. Итак, начнём лекцию. Но перед началом изучения переплавки духовных камней хочу, чтобы вы поняли один базовый принцип. Почему мы хотим, чтобы население культивировало технику укрепления отцы, при том, что наша цель — переплавка духовных камней? Старик невозмутимо сжал пальцы в кулак. Прямо из воздуха появился молочно-белый камень размером с кулак. У студентов перехватило дыхание, и Люда Убинь, будучи начитанным молодым человеком, шумом втянул в лёгкий воздух. «Учитель от Зоо бездонный тхармический артефакт!» Ван Бауле тоже округлились глаза. Он слышал о бездонных тхармических артефактах, но сам никогда их не видел. В мире ими никто не торговал, изредка в новостях рассказывали о продаже такого артефакта на большом аукционе, однако финальная цена была просто заоблачной. Что до молочно-белого камня, он был хорошо знаком студентам и назывался Пустым Камнем. Он требовался для переплавки духовных камней. 37 лет назад из космоса прилетел меч. После того инцидента в мире появилась духовная энергия. Концентрация духовной энергии оказалась слишком высокой. К тому же появилась она слишком внезапно. В прошлом ничего подобного не существовало. Согласно исследованиям Федерации, если духовная энергия продолжит напитывать землю, скрытый в ней нефрит, то через несколько веков у нас появятся шахты духовных камней. Во время рассказа белый камень в руке старика окружил ореол света, который постепенно становился ярче. Некоторые заметили странное выгибание пространства вокруг Лектора, словно невидимая духовная энергия направлялась стариком прямиком в камень. Сейчас идет 37-й год эры духовного истока. Нам еще рано думать о шахтах духовных камней. Для создания духовных камней пока еще нужны люди. Поэтому различные фракции начали продвигать в массы технику укрепления ЦИ. Их цель проста сделать из людей шахтеров, которые будут создавать духовные камни и использовать их как валюту. Это позволит накапливать внушительные объемы духовных камней для поддержания целого мира ресурсами для культивации. Ввиду разной предрасположенности людей к духовным камням и ряду других факторов, чистота духовных камней варьируется от человека к человеку. Отсюда и проистекает понятие природная предрасположенность. К примеру, одним из требований для поступления в ДАО Академию Белого Оленя является умение переплавлять духовные камни частотой не меньше 70%. Что до нашей ДАО Академии требования ниже, но мы все равно не принимаем результаты ниже 50%. Студенты ловили каждое слово преподавателя, это в корне отличалось от того, что они знали, вдобавок их поразило, с каким спокойствием старик переплавлял духовный камень прямо у них на глазах. Все население выступает в роли шахтеров. Он может переплавлять духовные камни и при этом давать лекцию. Ван Боуле бешено стучало сердце. Он тоже мог переплавлять духовные камни, правда для этого от него требовалась предельная концентрация. Стоило ему отвлечься хотя бы на секунду и вся работа шла на смарку. Старик никак не реагировал на удивленные лица студентов. Переплавляя духовный камень, он продолжил лекцию. Возникает новый вопрос. Неужели существует всего одна техника укрепления ци? С полной уверенностью могу вам заявить, что текст, находящийся в публичном доступе, это всего-навсего первый том. Его главная цель укрепить физическое состояние человека, чтобы в тело могла войти духовная энергия. При таком подходе люди не могут долго держать духовную энергию в себе, она довольно быстро рассеивается. Но если держать пустой камень и силой разума использовать тело как медиум, то становится возможным переплавить духовный камень. У них имеется своя градация, низкое, среднее и высокое качество, а также радужные духовные камни. Последние практически доведены до совершенства. Если говорить о втором томе, к нему имеют доступ только переплавщики дхармического оружия. Всё потому, что в осколках рукояти меча, где содержалась техника укрепления отцы, имелось описание переплавки дхармического оружия. Из-за того, что в первом томе содержалась информация о переплавке духовных камней, он был предоставлен в общий доступ, чтобы все могли его культивировать. На этом этапе рассказа пустой камень в руке лектора уже ярко сиял. По взмаху руки свечения погасло, с него осыпался пепел, явив камень чуть поменьше и формой похожей на каштан. Духовный камень! В нём кружился туман, и он слегка мерцал. Второй том, безусловно, полезен, но те, кто не может переплавлять духовные камни хотя бы 80% чистоты, не могут по нему учиться. Поэтому на своих занятиях я не буду говорить о втором томе, только о приямах переплавки, описанных в первом томе. В аудитории воцелилась тишина, студенты неотрывно смотрели на духовный камень в руках старика. На его фоне духовные камни, которые они переплавляли, казались фальшивкой. Он переплавил духовный камень частотой не меньше 90% пока вёл лекцию. Помимо преподавательской деятельности, учитель Дзоу должна быть пользуется большим спросом как специалист. Аван Бола вздохнул, эта лекция открыла ему совершенно новые горизонты. Глава восьмая. Острый ум и контратака. В аудитории факультета духовных камней звучал спокойный голос Дзоу Юньхая, словно он не читал лекцию студентам, а просто рассказывал своё понимание от хромического оружия. Небрежно брошенный им комментарий оставлял слушателей просветлёнными, позволяя ему видеть свет. С другой стороны, ещё не оперевшимся студентам надо было очень внимательно слушать лекцию, они пытались записывать сказанное, но вскоре перестали поспевать за лектором. Многие начали шёпотом переговариваться, чтобы немного расслабиться. Ван Болэ наконец понял, почему у факультета хромического оружия имелось всего три главных кафедры. Преподаваемые здесь техники переплавки нельзя было выучить за несколько лекций, объём информации был слишком велик, он немного притомился, как похожий Людаубинь. Тот повернулся к нему и прошептал «Ван Болэ, ты серьёзно влип? Я слышал, несколько учителей предлагали тебя отчислить». Участливо предупредил он, но при взгляде на сумку Ван Болэ у него дёрнулась века. «Кто это предложил?» Немного резко спросил Ван Болэ. Хоть он был морально готов к чему-то подобному, это никак не убавило его раздражение. Людаубинь похлопал Ван Болэ по плечу, а про себя вздохнул. Он в очередной раз напомнил себе учиться на ошибках других. Когда он уже собирался сказать что-то ободряющее, в аудиторию вошли двое. Судя по их виду, это были старшие студенты, в отличие от остальных они носили чёрные даосские халаты. Выглядели они крайне сурово, завидев их, другие старшие студенты тут же напряглись. Что происходит? Что привело сюда ребят из дисциплинарного комитета? Ох и правду они! Раз они здесь, значит быть в беде! Новички никогда не видели эту парочку, но из разговоров более опытных студентов и сурового вида этих двоих сделали несколько выводов. Сердце Ван Болэ пропустило удар. Цзоу Юнь Хай хмуро покосился на двух молодых людей в чёрных халатах, те почтительно поприветствовали его, накрыв ладонью кулак, а потом передали ему нефритовую табличку. Изучив содержимое, старик нахмырился ещё больше, а потом пробежался глазами по аудитории, наконец его взгляд остановился на Ван Болэ. Слушатели лекции проследили за его взглядом, тем самым получив ответ. Ситуация Ван Болэ ни для кого не была секретом, похоже Нижняя Академия наконец приняла решение и прислала этих двоих наказать его. Ван Болэ уже подготовил контрмеры на этот случай, и всё же атмосфера в аудитории заставила его заволноваться. Особенно его нервировали взгляды двух студентов в чёрном. Они явно пришли сюда не поболтать о погоде. Ван Болэ, ты идёшь с нами? Холодно скомандовал один из представителей дисциплинарного комитета. Не успел Ван Болэ подняться, как Цзоу Юнь Хай недовольно проворчал. Довольно. Это может подождать до конца лекции. А пока выйдите. Молодые люди в чёрном застыли. Они не хотели спорить с преподавателем, поэтому ограничились кивком и остались ждать у дверей. Цзоу Юнь Хай продолжил лекцию, не обращая на них внимания. Ван Болэ с признательностью посмотрел на старика, он заранее подготовился к такому развитию событий, тем не менее лектор дал ему ещё немного времени привести мысли в порядок. Он закрыл глаза и попытался успокоиться. Некоторые в аудитории до конца лекции никак не могли нарадоваться его несчастью. Большинство же посчитали, что это их не касается и продолжили записывать за лектором. Люда Убинь про себя вздохнул. Он не знал, как поддержать Ван Болэ. Скорее всего его отчислят и они окажутся в совершенно разных мирах. Если в будущем их сведёт вместе судьба, во время встречи им будет очень неловко. Спустя четыре часа Цзоу Юнь Хай закончил лекцию и покинул аудиторию. Ван Болэ не стали исключением и двое молодых людей в халатах дисциплинарного комитета. Ты ждёшь особого приглашения? Ван Болэ открыл глаза. Он выглядел совершенно спокойным, даже его аура отличалась от прежней. Без лишних слов он поднялся и ушёл вместе с двумя сопровождающими. После их ухода в аудитории стало очень шумно. Ван Болэ действительно отчислят? А сам как думаешь? Ты разве не видел ребят из дисциплинарного комитета? Все студенты, которых они забрали, так или иначе плохо закончили. По разным разговорам многие предпочли увидеть всё собственными глазами. Они выскочили на улицу и побежали следом. С учётом особого статуса Ван Болэ этот инцидент мог иметь серьёзные последствия. Более того, он выходил за рамки факультета хромического оружия. Студенты из других факультетов тоже с интересом наблюдали, как Ван Болэ уводят прочь. Сам Ван Болэ не обращал внимания на толпу позади, он держался с небывалым спокойствием, пока двое представителей дисциплинарного комитета сопровождали его к вершине горы факультета хромического оружия. Его сопровождающие про себя усмехнулись, за годы через их руки прошло немало студентов. Многие, как и Ван Болэ, пытались храбриться, они очень сомневались, что Ван Болэ сохранит самообладание после окончания сессии дисциплинарного комитета академии. Весь путь прошёл в тишине, количество следующих за ними студентов постоянно росло. У здания на вершине горы двое студентов в чёрном наконец остановились и жестом приказали Ван Болэ войти. Сделав глубокий вдох, он взглянул на массивные двери. В такой ситуации не нервничать было просто невозможно, но он обязан был пережить то, что ждало по ту сторону дверей. Он стиснул зубы, толкнул створы и вошёл. Внутри Ван Болэ почувствовал на себе множество пар глаз, перед ним сидело несколько дюжин преподавателей, некоторые находились в расцвете сил, в волосах других уже виднелась седина. Большинство сурово смотрели на него, некоторые выглядели разочарованными. Старый доктор и бородач тоже присутствовали. На фоне совершенно спокойного доктора борода выглядел так, будто что-то терзало его изнутри, и он не хотел в этом участвовать. Сухощавый мужчина средних лет, облачённый в чёрный даосский халат явно председательствовал на этом слушании. Его глаза едва заметно поблескивали, губы растянулись в тонкую линию, а тело веяло холодом. Из-за этого внутри помещения было холоднее, чем снаружи. Присутствовали не только учителя факультета тхармического оружия, поскольку Ван Боуэлэ был особым студентом именно этого факультета, слушание о его проступке проходило на пике тхармического оружия. Заметив вошедшего в Ван Боуэлэ, председатель сухо обратился к нему. Ван Боуэлэ, сделав глубокий вдох, Ван Боуэлэ вышел вперёд и накрыл лодонью кулак. Так точно! Из материалов расследования следует, что тебя обвиняют в систематическом мошенничестве в ходе регионального теста. Согласно правилам Академии, за это наказывают немедленным отчислением. Ты был зачислен в Академии в особом порядке, поэтому позвали тебя на слушание. Не дав Ван Боуэлэ шанса объясниться, председатель сразу же обратился к остальным учителям. Коллеги, можем начинать. Я предлагаю следующее наказание. Снять с Ван Боуэлэ особый статус и лишить всех привилегий с последующим отчислением, а потом уведомить остальные ДАО Академии об этом инциденте, так он не сможет просто поступить в другую Академию. Эти резкие слова эхом разнеслись по всему помещению, Ван Боуэлэ поменялся в лице, он не мог понять причин такой неприязни, ведь этого человека он видел впервые. Его предложение по сути ставило крест на его будущем. После небольшой паузы заговорили другие учителя. Он должен быть исключен, такое бесстыдное и недостойное поведение, он не имеет права учиться в ДАО Академии. Верно, я тоже предлагаю исключить его. Такое наказание немного сурово, но мы ответственны перед федерацией, и не можем просто закрыть глаза на такой вопиющий случай. Учителя один с другим делились своим мнением, Ван Боуэлэ был для них никем, поэтому заданные председателем тон обсуждения поддержали практически все. Слушая учителей, Ван Боуэлэ пытался размеренно дышать, он ни разу не пошевелился, словно впал в оцепенение. Но костяшки на его пальцах побелели, что до бородача он лишь покачал головой и вздохнул. Мне кажется, достаточно снять с него статус особого студента. Никто не совершенен. Предлагаемое наказание я считаю излишним. К сожалению, он не получил большой поддержки. Следом заговорили другие учителя, и опять основным стало предложение об исключении, только старый доктор хранил молчание. Председатель, похоже, и не собирался интересоваться его мнением. Он поднялся и уже собирался объявить вердикт, как вдруг Ван Боуэлэ поднял руку. В его глазах полыхал праведный гнев. Уважаемые преподаватели, позвольте мне сказать! Председатель нахмурился, его враждебность в этом вопросе легко предложить кандидатуру другого студента на зачисление в особом порядке на факультет храмического оружия. Прежде чем он успел это сделать, Ван Боуэлэ украл это место. Он что-то пробурчал себе под нос, собираясь отказать, но тут вмешался старый доктор. Валяй! Председатель тактично промолчал, Ван Боуэлэ сделал глубокий вдох, еще немного и его начнет трясти. Уважаемые преподаватели, я знал, что в испытании все было лишь иллюзий, но что вы хотите, чтобы я сделал? Мог ли я сказать, что происходящее это так называемый тест и все происходит не на самом деле? Мог ли я это сделать? Последний вопрос он практически прокричал. Не став дожидаться ответа учителей, Ван Боуэлэ с чувством продолжил. Если бы я раскрыл им правду, то испортил бы тест подготовленной академии. Этим бы я вызвал недовольство своего будущего учебного учреждения, которое зазря потратило ресурс на подготовку теста. Скажите, что мне следовало сделать? В момент опасности, когда одни мои товарищи истекали кровью, а другие были ранены, при этом мне нельзя было открыть им правду, я мог лишь попытаться спасти их. Я не прав в своем стремлении помочь им? Скажите, что тогда мне следовало сделать? На лбу Ван Боуэлэ вздулись вены, его трясло, как будто он находился на грани срыва. Его глаза буквально искрились. Разве желание спасти людей неправильное? Я что, должен был оставить их на произвол судьбы? Я знал о нереальности происходящего и понимал, что это по сути жульничество. Тем не менее, каждый раз я задумывался о правильности и неправильности моих поступков. Получается, мне следовало равнодушно слушать крики раненых товарищей и наблюдать за их гибелью? Мог бы я после такого вообще считать себя человеком? Ван Боуэлэ уже перешел на крик. Свои тирады он обнажил пораженным учителям свои эмоции. Знаю, вы видели, как я играл, словно какой-то актер. Но хочу спросить каждого из вас, что бы вы сделали и будь на моем месте. Вы бы предпочли оставаться безразличными перед лицом всех этих смертей или попытались бы спасти людей, как это сделал я? Я студент ДАО Академии Эфира. Я не берусь говорить, что смогу изменить и принести человечеству мир. Но меня, Ван Боуэлэ, не сломить! Со слезами на глазах Ван Боуэлэ с размаху ударил себя кулаком в грудь. Искренность его слов тронула многих учителей. Напоследок Ван Боуэлэ печально рассмеялся и закончил эффектным пассажем. Если самопожертвование во имя спасения других это преступление, я признаю свою вину! Если острый ум это преступление, я признаю свою вину! Если всё так, тогда я, простой студент Ван Боуэлэ, готов принять любое наказание! Произнесив всё это громко и чётко, Ван Боуэлэ внезапно поклонился учителям. Повисла тишина. У многих учителей слегка сбилось дыхание, а по лицам промелькнул целый калейдоскоп эмоций. Они недоверчиво смотрели на Ван Боуэлэ, каждую его фразу подкрепляли логикой и мораль, что потрясло их до глубины души. Учителей, вроде бордача, уже видевших Ван Боуэлэ в деле, тоже тронуло его выступление, но их не покидало странное ощущение, будто они что-то упустили. Что до председателя, он с прищуром рассматривал Ван Боуэлэ. Он хотел что-то сказать, но никак не мог подобрать нужных слов. В аргументации Ван Боуэлэ имелись изъяны, с другой стороны, они тесно были переплетены с моралью и чувством ответственности. Ему была хорошо знакома такая тактика, её обычно использовали высокопоставленные чиновники, но чтобы подобные речи исходили от студентов, такое ему нечасто доводилось видеть. Попытки отрицать слова Ван Боуэлэ были равносильны отрицанию морали и человечности, поэтому он и не мог ничего сказать. Судя по лицам коллег, председатель со вздохом понял, что Ван Боуэлэ выкрутился. Крохотный жучок, которого, как он верил, можно было легко раздавить, на деле оказался колючим ежом. Старый доктор с многозначительной улыбкой закрыл глаза. Вскоре Ван Боуэлэ вышел на улицу, где его уже ждали тысячи студентов. Многие из них завидовали его статусу особого студента, другие злородствовали, радуясь, что он попал в неприятности. Они хотели стать свидетелями того, как Ван Боуэлэ с позором вышвырнут из Академии. Но тут издание раздался могучий голос, прогремев на весь факультет тхармического оружия. По итогам слушания Академия пришла к выводу, что студент Ван Боуэлэ не нарушил никаких правил в ходе регионального испытания. Он сохранит за собой статус особого студента. Глава девятая. Техника поглощения отцы великой пустоты. Старческий в то же время царственный голос прогремел на весь факультет тхармического оружия. Услышав его, студенты на улице невольно вздрогнули, особенно те, кто с нетерпением ждал объявления об исключении. У них отвисла челюсть. Никто не мог поверить в такой исход, все звуки в толпе точно стихли, студенты завороженно смотрели на Ван Боуэлэ, который с триумфом вышел из здания. Его красный халат особого студента выделялся еще сильнее, сами не понимая почему, но они раступились перед ним, освободив дорогу. Когда он скрылся, толпа еще какое-то время находилась в оцепенении, пока не взорвалась криками и возгласами. Он вышел сухим из воды! Как такое возможно? Разве он не жульничал? Почему объявили, что он не нарушил правил? В голдящей толпе стоял Люда Обинь. Он никак не мог прийти в себя. В его памяти крепко отпечатались образы героических подвигов Ван Боулэ в ходе теста и то, как он неожиданно достал мегафон в лекционном зале. Ому непостижимо! С тяжелым вздохом подумал Люда Обинь. Теперь он понял. Ван Боулэ заработал свой статус особого студента не по счастливой случайности. Он оказался человеком необычайных качеств. Неподалеку от Люда Обиня стояли двое старших учеников из дисциплинарного комитета. Переглянувшись, они увидели в глазах друг друга неприкрытое удивление. Оставив позади голдящую толпу, Ван Боулэ вернулся в пещеру Бессмертного. Новости о результатах слушания со скоростью лесного пожара разлетелись по всему острову Нижней Академии через сеть. Следящие за ситуацией несколько раз недоверчиво перечитывали текст, настолько неожиданной оказалась развязка. Ван Боулэ вновь стал самым обсуждаемым человеком в духовном интранете. Тем временем сам Ван Боулэ на веранде своей пещеры Бессмертного с довольным видом следил за дебатами в интранете. В прошлый раз к нему пришла известность после того, как он подмочил собственную репутацию, но сейчас рост репутации был вполне заслуженным. Чтобы стать высокопоставленным чиновником Федерации, очень важно иметь народ на своей стороне. Похоже, заложил хороший фундамент. Ван Боулэ буквально сиял от радости, он стал еще на один шаг ближе к мечте. Но еще рано расслабляться. Напомнил себе Ван Боулэ, о председателе в черном. От одной мысли о том, как он пытался похоронить его, у Ван Боулэ все внутри сжалось. Это явно не последний человек острого Нижней Академии, и я не знаю, кто он такой. В такой ситуации придется занять выжидающую позицию. С этой мыслью Ван Боулэ стал искать информацию о новом визави в сети. С наступлением Сумерик он наконец кое-что раскопал, у него перехватило дыхание. Это про реактор! Примечание переводчика. «Заместитель ректора!» «Небеса!» Ван Боулэ несколько раз протер глаза, сердце бешено стучало в груди. Убедившись, что ему не показалось, он всерьез тревожился. Этот человек обладал очень большой властью. С точки зрения Ван Боулэ проректор острого Нижней Академии был довольно высоким постом. «Когда я успел перейти ему дорогу? У моей семьи есть секрет, о котором мне забыли сообщить? У кого-то из родни с ним вражда?» У Ван Боулэ начала болеть голова. Спустя какое-то время он вспомнил отрывок из автобиографии высокопоставленных чиновников. Его глаза сверкнули решимостью. «Практически все чиновники высокого ранга за свою карьеру неоднократно сталкивались с политическими противниками. Можно сказать, что путь к вершине представляет собой бесконечную череду сражений с политическими соперниками. Проректор мой первый оппонент!» Окрестив его своим политическим противником, Ван Боулэ перестал паниковать, наоборот воспрянул духом. После этого он задумался о преимуществах статуса особого студента, последние несколько дней Ван Боулэ провел в пещере бессмертного, тем не менее он выяснил в духовном антронете, какими привилегиями обладают особые студенты. Одна из них давала ему право посетить хранилище сокровищ любого факультета и бесплатно одолжить тхармический артефакт выскочил на улицу и пошел искать хранилище сокровищ. На месте после нескольких проверок личности его как особого студента пустили в хранилище сокровищ. Студенты с первого взгляда его узнали, хотя некоторые без особого интереса вернулись к своим делам, большинство взволнованно зашептались. Хранилище сокровищ оказалось древней пятиэтажной пагодой. Внутри его встретили ряды стеллажей с хромическими артефактами его факультета, некоторые не особо выделялись, другие сразу приковывали взгляд. Тысячи хромических артефактов служили наглядной иллюстрацией богатого наследия факультет от хромического оружия. Все-таки каждый предмет был отличного качества и предназначался для сдачи в аренду студентам. Цена пользования зависела от артефакта, но в случае в Анболе она не имела никакого значения. Раз мне разрешено взять один бесплатно, значит надо взять тот, что подороже. Осмотрев первый этаж, он под завистливыми взглядами присутствующих отправился сразу на пятый. Там не было ни души. В Анболе в который раз убедился в полезности особого статуса. Пришло время выбирать. Неплохой меч, какой красивый колокольчик, а эта перчатка ничего, она из какого-то серебряного материала, должна быть штука непростая. В ходе поисков перед Ванболе встала дилемма. Ему понравились все найденные им тхармические артефакты. Он размышлял над тем, что выбрать, пока случайно не заметил подушку из белого нефрита. Она сперва взгляда ему приглянулась, называлась она тхарма подушка иллюзий. По механике действия она напоминала Nexus грез, который Академия использовала во время теста. Подушка могла создавать иллюзорный мир, но из-за ее недостаточного качества иллюзии внутри нее были не очень сложными, поэтому желающих взять ее было очень мало, к тому же стоила она довольно дорого. Если бы не инцидент с черной маской, Ван Боуэлла никогда бы даже не посмотрел над хармоподушку. Немного поразмыслив, он все же решил взять именно ее. Уладив все формальности, Ван Боуэлла с подушкой под мышкой двинулся домой. Нарастающее нетерпение вынудило его постоянно ускорять шаг, пока он и вовсе солнце накрыло пикт хармического оружия тончайшей алой вуалью, приглашенные цвета создавали картину неописуемой красоты. Ветерок приносил с собой вечернюю прохладу, постепенно разгоняя дневную жару. Многие студенты вышли из общежития на улицу и оживленно болтали. Возможно, из-за того, что гора в закатных лучах стала красноватого цвета, халат Ван Боуэлла перестал выделяться среди других студентов, поэтому на него практически никто не обратил внимания. Какое-то время спустя послышались крики, проследив за направлением взглядов студентов, Ван Боуэлла увидел молодого человека в белоснежном даосском халате весьма изящного кроя. Правда, его хозяин выглядел довольно непримечательно, особенно если учесть требуя лицо. Несмотря на присутствие рядом нескольких студенток, его глаза ярко блестели. Помимо они помогали нести его сумку в другие духовно-ледяную воду. Их группу легко было заметить даже издалека. Это главный префект! Главный префект кафедры духовных камней! Дзян Линь! Стоило им его заметить, как все студенты вне зависимости от пола поспешили поприветствовать молодого человека в белом. Такое отношение совсем не вязалось с тем, как они относились к особым студентам. Они любезно его приветствовали, словно перед ними был преподаватель, что придавало его ауре некий благородный флёр. Кивнув, он вместе со своими спутниками скрылся за поворотом. Он заметил Ван Бууле, но для него разницы между ним и другими учениками никакой не было. Человек без статуса главного префекта был младшим студентом и уж точно ему не ровней. Ван Бууле с интересом проводил взглядом молодого человека в белом, его аж гла зависть. По его мнению, Рябой украл внимание предназначавшиеся ему. Что ещё за главный префект? Хмыкнув, подумал Ван Бууле. На пути домой он немного порылся в духовном интернете, после прочитанного у него сбилось дыхание, а до пещеры он добрался уже сам не свой. Это главный префект? Главным префектом являлся студент, занимавший первую строчку в списке каждой кафедры. Количество кафедр определяло количество главных префектов. К примеру, факультет хромического оружия имел три кафедры, а значит три главных префекта. Помимо очевидного превосходства на своей кафедре, главные префекты имели ещё одно название ученики ректора. Главные префекты всех факультетов считались учениками самого ректора. Между собой они называли друг друга старшими и младшими братьями или сёстрами, они отличались от остальных студентов и вдобавок обладали властью, которой не имели даже особые студенты. В сравнении с простыми студентами, те, кого приняли в академию в особом порядке, лишь наслаждались некоторыми преимуществами, тогда как главные префекты обладали здесь властью. Они следили за соблюдением законов академии и студентами своих кафедр. Одно это заставляло многих студентов нервничать в их присутствии. В дау-академии такой спектр полномочий давал им серьезную власть, самое важное было то, что декан факультета не имел права снимать их с должности. Причина проста, главные префекты не назначались, ими становились на основании результатов. Это было одно из правил дау-академии эфира. Только ректор обладал властью лишить студента этого статуса, однако он прибегал к этому лишь в том случае, если студент совершил нечто непростительное. Поэтому с таким статусом и властью главные префекты усердно занимались вместо того, чтобы беззаботно почевать на лаврах. Если кто-то другой займет первую строчку в рейтинге кафедры, то они лишатся своего статуса и всех идущих с ним сопутствующих привилегий. У Ван Б.О.Л. загорелись глаза, когда он прочел обо всем этом. К сожалению, стать главным префектом было очень трудно, он вспомнил, что видел в рейтинге студентов кафедры духовных камней напротив имени главного префекта цифру 90. Это значило, что его духовные камни обладали чистотой в 90%. Если я не переплавлю духовный камень чище, то о звании главного префекта можно забыть. Со вздохом подумал Ван Б.О.Л. Ему пришлось подавить поднявшуюся в душе зависть, он не хотел быть человеком, который постоянно завидует другим. Ева впечатлила должность главного префекта в первую очередь тем, что она давала то, что было недоступно другим. Ван Б.О.Л. выбросил главных префектов и свои высокие устремления из головы, пришло время испытать черную маску и дхарма подушку иллюзий. Немного подумав, он привел в действие подушку, мир вокруг тотчас расплылся. Когда перед глазами все прояснилось, он обнаружил себя у замерзшей реки. От пронизывающего ветра он невольно поежился. Очень реалистично. Ван Б.О.Л. осмотрелся. С неба на землю покрытую коркой льда падал снег, вдалеке виднелась какая-то арктическая живность. Мир вокруг выглядел точь в точь как настоящий, Ван Б.О.Л. опустил глаза на свою правую руку. Перед попаданием в мир иллюзий он держал маску именно в ней, она никуда не делась, вот только её поверхность в некоторых местах осталась чёткой, а вот в остальных затуманилась. Мутные чёткие фрагменты плотно переплетались, словно мир иллюзий не мог полностью деконструировать свойства маски. Сработало! Обрадовался Ван Б.О.Л. Спустя какое-то время маска стабилизировалась, но так и осталась неполной. Однако на ней вновь проступили виденные им как-то письмена. Из-за того, что он поднёс маску поближе или по какой-то другой причине, письмена стали чётче. Разглядывая текст, Ван Б.О.Л. постепенно смог разобрать слова «Техника поглощения отцы великой пустоты». Ван Б.О.Л. моргнул и дочитал текст до конца, во время чтения он не шевелился, а потом начал дрожать. Его глаза буквально заискрились от восторга, великая пустота означало создание чего-то из ничего. Поглощение отцы было более эффективным процессом, чем укрепление отцы. Если быть точным, то техника поглощения отцы великой пустоты тоже являлась методом переплавки духовных камней, вот только ей не требовался пустой камень в качестве сосуда, вместо этого с её помощью духовный камень создавался из ничего путём поглощения телом духовной энергии. В отсутствии необходимости в пустых камнях и отличиях в базовом принципе, техника создавала духовные камни более высокой частоты, чем те, что получались с помощью техники укрепления отцы. С её помощью можно было создать легендарные совершенные духовные камни, которые могли переплавить только грандмастеры дхармического оружия, не говоря уже о частоте в 99%. Его недавняя мечта внезапно стала не такой уж недосягаемой. Это же... это... Ван Буэлэ сразу же отцы и дал Академия Эфира. Его голову заполнили мысли о позиции главного префекта, желание воплотить мечту в жизнь стало его основной мотивацией. В этот самый момент у него появилась новая одержимость. Глава 10. Непобедимый факультет боевых искусств. Техника поглощения отцы великой пустоты имела некоторые сходства с техникой укрепления отцы. Различия крылись фундаментальных принципах их работы. Техника укрепления отцы направляла духовную энергию мира внутрь человека, но из-за невидимых пор на теле ее невозможно было удержать внутри. Поэтому требовалось использовать себя как медиум для перенаправления духовной энергии в пустой камень в руке. Таким образом создавался духовный камень. В ходе этой процедуры тело едва заметно укреплялось. Техника поглощения отцы великой пустоты формировала в теле нечто похожее на черную дыру, она создавала силу притяжения, которая могла поглотить все на свете, особенно духовную энергию мира. Поры в теле просто не успевали рассеивать духовную энергию, настолько высокой была скорость ее поглощения. В результате в теле постоянно аккумулировалась духовная энергия, при этом из-за такой большой ее плотности человеку не требовалось держать в руке пустой камень. Поэтому частота финального продукта заметно превосходила духовные камни, получаемые привычным способом. Все-таки самой большой сложностью при переплавке хромического оружия всегда оставалось удаление примесей из пустого камня. Концепции подобной техники культивации по созданию духовного камня из ничего неоднократно предлагала федерация, но до сих пор никому так и не удалось воплотить их в жизнь. Пока над этой идеей бились и мы федерации, техника поглощения отцы Великой Пустоты Ван Боулэ блестяще решала все проблемы, которые раньше казались неразрешимыми. Похоже, сила притяжения возрастает в ходе культивации техники поглощения отцы Великой Пустоты, становясь все сильнее и сильнее. Ван Боулэ покинул мир иллюзий, он сел в позу лотоса, скрестив ноги, в его глазах плясали искорки, словно должность главного префекта уже лежала перед ним на блюде. Забыв обо всем остальном, он закрыл глаза и начал культивацию техники поглощения отцы Великой Пустоты. За годы он возвел фундамент техникой укрепления отцы, поэтому знал, как направлять духовную энергию. Ван Боулэ успокоил разум и сразу же почувствовал вокруг себя практически безграничную духовную энергию. Техника поглощения отцы Великой Пустоты выглядела довольно простой, на деле ее оказалось трудно культивировать. Поначалу дела у Ван Боулэ шли не очень гладко. Несколько раз он вбирал духовную энергию, но не мог превысить скорость ее рассеивания. К счастью, одной из его положительных черт была целеустремленность. Если у него появлялась цель, то он становился одержим ей. Этот момент хорошо иллюстрировало то, как во время теста в мире иллюзий ради очков он был готов стерпеть любую боль. Из описания техники поглощения отцы следовало, сперва внутри должно образоваться поглощающее семечко, а потом оно должно стать частью тела. Только так можно превзойти скорость рассеивания. Сейчас одержимость новой целью захватила все его мысли, за следующие две недели он не посетил ни одного занятия. После коротких перерывов на еду он вновь возвращался к постижению техники и ее культивации. Тем временем в другой части острова, на горе ректора, которая находилась в центре пиков факультетов острова Нижней Академии, стоял домик крытый тростником. В пруду неподалеку спокойно рыбачил старый доктор, легкий бриз колыхал листву растущей неподалеку плакучей ивы, в пруду отражалось небо и солнечные блики. Здесь старел покой и умиротворение. Рядом со старым доктором стоял проектор, по испарине на лбу и напряженной позе легко угадывалось его состояние. После длинной паузы он глубоко вздохнул и низко поклонился ректору. Ректор виноват. Старый доктор казалось его не услышал, он продолжил спокойно рыбачить, немного помевшись проектор все же решился утереть под солба, а потом почтительно шепотом произнес «Я виноват в том, что не учел возможного позитивного влияния случая ван-БОЛН на студентов и создание у них желания крепче связать себя с доу-академией. Вместо этого я подговорил учителя с факультета алхимии раскрыть факт жульничества». После этого признания выражение лица старого доктора никак не изменилось, проректор вспотел еще сильнее и вновь зашептал «Признаю, я положил глаз на место особого студента факультета хромического оружия. Движимый собственными интересами, я попытался исключить ван-БОЛН из доу-академии. Я даже настроил против него других учителей». Проректор нервно утер под солба, чувствуя себя не в своей тарелке. Ранее он ошибочно верил, что ректор был недоволен ван-БОЛН, поэтому решил воспользоваться случаем и наказать его, при этом обернув ситуацию в свою пользу. По его мнению, из той ситуации ван-БОЛН было не выкрутиться, на деле все получилось с точностью да наоборот. Одним из факторов была речь ван-БОЛН, но решающим стал сам ректор, именно он решил исход дела. Наконец старый доктор повернул голову и безразлично взглянул «Томашити». Проректор с облегчением выдохнул, он служил под началом ректора уже много лет, поэтому знал, этим ректор давал понять, что инцидент исчерпан. Напоследок, почтительно поклонившись, он пошел прочь. У него в голове возник образ ван-БОЛН, глаза мужчины блеснули, но он понимал, пока нельзя было действовать. К тому же незначительный студент, даже если у него окажется еще пара трюков в рукаве, не представлял для него никакой угрозы. Вот только он не знал, что после его ухода рядом с доктором возник старик, судя по согнутой в поклоне спине, он был кем-то вроде слуги. «Весьма мудрый господин ректор, вы сумели без особого шума поставить Гао Циуани на место. Полагаю, после этого случая наш господин проректор на время угомонится. В его признании было много всего, однако он упустил самое главное, его влияние распространилось слишком далеко. Вдобавок я провел собственное расследование, главный префект кафедры духовных заготовок факультета хромического оружия втайне манипулировал общественным мнением. Пикантный факт, наш проректор близко знаком с этим ребенком. Место особого студента тоже присмотрел этот же главный префект. Похоже, инициатор всей этой цепочки событий никто иной, как его отец. Со смешком закончил доклад старик. Отец главного префекта кафедры духовных заготовок. Один из семнадцати сенаторов федерации. Человек с такой властью не станет опускаться до таких грубых схем. На сегодня хватит. Старый доктор с легким презрением улыбнулся. Я бы даже похвалил Гао Ционе, если бы он спутался с сенатором, но с этим Йон Сом это заставляет усомниться в наличии у него мозгов. Ректор, человек столь двуличный, не стоит ли нам... Старик замялся, не зная, как продолжить. Еще не время, глубокомысленно сказал старый доктор. У него ушло много лет на создание человека, который стал главной мишенью для всеобщей ненависти. Такими зря. Впрочем, мало кто мог это понять. Всегда найдется тот, кто не устоит перед соблазном тронуть Гао Ционе, неважно кто это будет, ему придется сначала иметь дело со мной. С усмешкой подумал старый доктор. Шло время, Ван Буоло занимался культивацией три месяца, за это время его редкие появления на публике постепенно ослабили интерес студентов факультета хромического оружия к его персоне. Вдобавок с растущими требованиями обучающего курса, люди постепенно начали забывать о нем. Таким нехитрым образом Ван Буоло добился желаемого держаться тише воды ниже травы, как он хотел вначале. Как говорится, все сбывается, если уметь ждать. За три месяца тело Ван Буоло научилось с трудом создавать черную дыру поглощающего семечка. Почувствовав освобожденную из тела силу притяжения, радостный Ван Буоло утер под солба. Он стал ближе к цели, поэтому вновь взялся за культивацию. После получения поглощающего семечка, духовная энергия вокруг пришла в движение и, подобно речной воде, медленно стала менять направление в сторону Ван Буоло. Причем это касалось не только духовной энергии в пещере бессмертного, похожим образом повела себя и энергия снаружи. В конце концов была растревожена практически вся духовная энергия в округе. Сформировался невидимый водоворот, его центром стала черная дыра поглощающего семечка в теле Ван Буоло. Объемы втягиваемой им духовной энергии росли, пока наконец скорость ее поглощения не превзошла скорость рассеивания. Начала сгущаться и аккумулироваться духовная энергия, с ней внутри себя Ван Буоло почувствовал себя как в раю, как будто все тело одновременно массажировали множество крохотных рук. К счастью, он не забыл, что надо делать, он поднял правую руку и с помощью техники поглощения отцы великой пустоты попытался создать духовный камень. На этом этапе он столкнулся со второй сложностью этой техники, плотная духовная энергия сгущалась, однако все могло пойти на смарку, если он не будет быстро поглощен телом Ван Буоло, после чего аккумуляция начнется заново. Да как такое может быть? От очередной неудачи Ван Буоло чуть не свихнулся. Такая близость к успеху лишь укрепила его решимость. Он купил еды на много дней вперед, большинство из которых были закуски и снеки. После этого заперся в пещере бессмертного словно монах, уединившийся для медитации. День за днем он занимался культивацией, перестав вообще выходить на улицу. Постепенно он сам не заметил, как его округлое тело стало увеличиваться в размерах. В растущем жире появились особенные прослойки. Они побляскивали жемчужным светом. Этот жир еще не достиг прозрачного состояния, но приобрел чарующий блеск. Его тело явно было необычным. Благодаря постоянной аккумуляции духовной энергии образовался духовный жир. По сути, жир представлял из себя энергию, запасенную телом, и сейчас концентрация духовной энергии в теле Ван Боуле значительно превышала ее количество в обычном человеке. Он постоянно поглощал духовную энергию, но не мог переплавить духовные камни, отсюда и весь новый жир. К счастью, халаты особых студентов были сшиты из особого хорошо тянущегося материала, поэтому он все еще не порвал свой халат. Кожа Ван Боуле приобрела маслянистый блеск, глаза на фоне растущих щек становились все меньше. На второй неделе Ван Боуле заметил набранный вес, но предпочел проигнорировать проблему и вернулся к переплавке духовных камней. Еще через две недели Ван Боуле с восторгом разглядывал лежащий на ладони духовный камень по форме похожий на каштан или ограненный алмаз. После проверки его качества восторженно вскричал Ван Боуле. За годы жизни в городе Феникс у него получались только духовные камни, чья частота была чуть выше 50%. И сегодня ему удалось сотворить камень на 25% чище. Насколько он помнил, нижний порог для поступления в лучшую федерацию ДАО Академию Белого Оленя был 70% выше. Ван Боуле довольно отметил, что достиг неплохих результатов, он хотел пойти отпраздновать успех, но поднявшись едва сумел устоять на ногах. У него закружилась голова. Шесть месяцев назад его размеры были вдвое меньше. Красный даотский халат особых студентов растянулся, обнажив тело полное духовного жира. От увиденного у него округлились глаза и пересохло в горле. Это... это... задыхаясь залепетал Ван Боуле. Придя в себя после марафона по переплавке духовных камней, он осознал, до какого состояния довел себя. Небеса! Я всего на минутку ослабил бдительность! Почему меня так разнесло? Ван Боуле задрожал. Перед его мысленным взором стояла сцена из детства, когда ему показали генеалогическое древо. В панике он выставил свои толстые пальцы и принялся считать. Все способы, которыми он пытался считать свои шансы на жизнь на основании примерной даты смерти его толстых прадцов приводили к одному результату, его дни были сочтены. Лишь силой воли ему удалось удержать себя от слез. Я еще не стал ни главным префектом, ни президентом федерации. Мне еще рано воссоединяться с толстыми прадцами. Мозг перепуганного Ван Боуле хардочно искал способ, как сбросить вес. Ни одна из ранее предпринятых попыток похудеть не принесла плодов. От безысходности ему хотелось на стенку лезть. Упражняться! Мелькнула у него мысль. Надо поупражняться! Бег! Этот жир появился совсем недавно! Возможно, у меня еще есть шанс! Ван Боуле заскрепел зубами, в смысле о беге он брысился к выходу из пещеры бессмертного. Несмотря на то, что он сильно потолстел, ситуация была небезнадежной. Ему удалось протиснуться в дверь. На улице Ван Боуле с ужасом уставился на огромную тень на земле, а потом с протяжным ревом, что есть мочь и побежал по горе отхармического оружия. Немного побегов, Ван Боуле заметил одну странность. Он совершенно не уставал. Богатая духовная энергия в теле компенсировала все затраты энергии. Это позволило ему бежать без остановки. Со временем город отхармического оружия показалось ему слишком маленькой, к тому же он знал здесь слишком много людей, поэтому быстро покинул гору и начал бегать по острову Нижней Академии. В тот день многие студенты факультета отхармического оружия видели, как мимо них проносился красный шар. Некоторые пораженно оборачивались, другие от испуга подпрыгивали на месте, но никто не узнал его, шар промчался слишком быстро, да и лицо было не разглядеть. Духовный интернет заполнили слухи о странном шаре. «Я сегодня видел какой-то шар! Я тоже!» Выглядел странно знакомым, его цвет очень похож на цвет халата особых студентов. Пока факультет хармического оружия ломал голову над загадкой, группа студентов факультета боевых искусств вышла на пробежку вдоль берега острова Нижней Академии. Среди них были особые студенты Джои Фань и Чэнь Зе Хэн. Впереди бежал преподаватель факультета боевых искусств, мужчина средних лет с крайне серьезным лицом. По сравнению со студентами других факультетов, учащиеся факультеты боевых искусств больше напоминали солдат из-за сильного уклона обучающего курса в древние боевые искусства. В настоящем бою им не было равных, поэтому каждый студент факультета был обязан находиться в прекрасной физической форме. Одним из основных занятий была тренировка, в которую входил бег вокруг острова. Перед преподавателями стояла задача быстро улучшить физическое состояние студентов, чтобы те вошли на ступень ци и крови. Прошло полгода с начала занятий, тем не менее факультет боевых искусств «Быстрее! Вы что, поесть забыли?» кричал преподаватель. Несмотря на суровый окрик, он не без удовольствия отметил ту энергичность, с которой бегали студенты, особенно Чэнь Цзэхан и Джо и Фань. Хотя они уже могли обижать весь остров, эти двое все равно присоединились к особым пробежкам. Такие прилежные студенты ему очень нравились. «Запомните! Наш факультет презирает переплавку артефактов и пилюль! Нам достаточно лишь нашего тела! Мы хотим довести его до предела совершенства! Хармическое сокровище! Ядовитые пилюли! Все это мусор! Мы, факультет боевых искусств, размажем их всех своим кулаком!» На слова преподавателя студенты отреагировали одобрительным гулом. «Нет ничего сильнее наших кулаков и ног! Нет никого, кто бы мог бежать быстрее! Физически мы неуязвимы!» Бурный рев студентов и их преподавателя создавал впечатление, будто они и вправду могли размазать слабаков-алхимиков и переплавщиков-артефактов. Рад видеть такую запалу в своих подопечных. Только он хотел еще что-то прокричать, как вдруг мимо пронесся красный шар из плоти. Глава одиннадцатая. «Учитель, можете на меня рассчитывать!» Шар человеческой плоти оказался слишком быстрым, его красный цвет в рассветных лучах делал его особенно заметным. Он обогнал студентов факультета боевых искусств и под свист ветра помчался дальше. У преподавателя язык присох к небу. Готовые затянуть воодушевляющую песню студенты тоже обалдело уставились на шар. Вместо стройного пения получилась какофония криков. «Что это, черт возьми, такое? Какой-то новый прототип воздушного шара?» Студенты оживленно загудели. Только их учитель быстро сбросил оцепенение и с подозрением прищурился, но при виде озирающихся студентов смирил их с ровом взглядом. «На что уставились?» После этого крика студенты перестали оглядываться и вновь побежали за ним, правда загадка странного шара все еще не давала им покоя. Со временем растерянность уступила место энтузиазму и группа вновь затянула старые речевки. Ван Боулэ совершенно не обращал внимания на окружающий мир. Он весь взмок от пота, думая только об одном, как поскорее похудеть. Словно за ним гнались толстые праотцы. Он боялся, что если не догонят его, то воссоедниться с ними раньше срока. Четыре часа спустя часы пробили полдень, выдохшиеся студенты факультета боевых искусств бежали по пляжу, подгоняемые учителем. Вдобавок он заставлял их раз за разом повторить боевой клич. «Факультет боевых искусств неуязвим! Факультет!» Их крик внезапно перекрыл громкий топот где-то сзади. Мимо уставших студентов наголо в окружительной скорости промчался гигантский шар плоти. В этот раз он двигался еще быстрее, окатив студентов песком. «Опять этот надувной шар? Он что, немного сдулся? Какой еще надувной шар? Это человек! Небеса! Он уже сделал круг!» Наблюдая за стремительно укатывающимся шаром, студенты факультета боевых искусств вновь загалдели. Их преподаватель шумом втянул носом в воздух, а потом недоверчиво протер глаза. Студенты опять отлынивают. После нескольких окриков они продолжили пробежку. Когда они полностью выдохлись, он разрешил им сесть на землю, а сам расположился неподалеку. В его голове раз за разом повторялась сцена проносящегося мимо них красного шара. Студенты тоже пытались разгадать эту загадку. «Это точно был человек? Небеса! Вы видели, как быстро он бежал? Слишком быстро! Что-то тут не так! Его одежда выглядела до боли знакомой!» Чэнь Зе Хэн задумчиво нахмурился. Было в красном шаре что-то неуловимо знакомое, но он никак не мог понять, что именно. После передышки им предстояло бежать дальше. К сожалению, Чэнь Зе Хэн так и не смог понять, почему шар показался ему знакомым. Вскоре они опять услышали громкий топот. В этот раз все, включая преподавателя, сразу же обернулись и увидели красный шар, который уже дважды их обошел. С пронзительным свистом ветра он в третий раз пролетел мимо. Сейчас уже все заметили, что шар плоти стал заметно меньше, не оставалось сомнений, это был человек. Вдобавок до их ушей донеслись из шара протяжные стоны и что-то похожее на всклипывание. Похоже, этот человек настолько обезумел, что совершенно не замечал своих стенаний и всклипываний. Под взглядами остолбеневший группы студентов шар человеческой плоти скрылся за поворотом. «Ван Боуле!» Внезапно воскликнул Чэнь Зе Хэн. Помимо него, еще некоторые узнали его, остальные чуть не подпрыгнули от неожиданности. «А ведь точно! Это Ван Боуле!» «Я все гадал, почему наряд выглядит таким знакомым? Разве это не халат особых студентов?» «Ничего себе, Ван Боуле растолстел!» Атмосфера в их группе начала медленно накаляться. Личность шара из плоти выбила студентов из колеи. Все-таки еще совсем недавно они называли Ван Боуле слабаком с факультета тхармического оружия. Даже преподаватель от удивления охнул. Его хорошее настроение вмиг улетучилось, пристыженный он в гневе посмотрел на своих голдящих подопечных. «Вы кучка жалких отбросов! Гляньте, вас даже обошел какой-то пухляк из факультета хармического оружия! И вы еще смеете причислять себя к факультету боевых искусств? Наш факультет сильнейший! Когда дело касается скорости и силы наших кулаков! Наши тела неуязвимы! Отбросы слушайте сюда! Объем тренировки удваивается! Если вы не обгоните ван Боуле, то можете забыть о сне! Будете бегать всю ночь! проревел преподаватель. Студенты тоже разозлились, ведь даже их уязвел тот факт, что кто-то с факультета хармического оружия оказался быстрее них. Никто не собирался просто сдаваться. По их мнению, Толстяк наверняка часто останавливался на отдых и не делал полный круг вокруг острова. Должно быть, он постоянно срезал, чтобы специально позлить их, как они могли стерпеть такую наглую провокацию. Чэнь Зе Хэн и Джо и Файн не проронили ни звука, а лишь переглянулись. Ни тот, ни другой не верили в физические способности ван Боуле. У себя на факультете они были соперниками, но теперь объединились перед лицом общего врага. Разъяренным студентам факультета боевых искусств уже не терпелось утереть обидчику нос. В их груди полыхало пламя, пока они ожидали очередного появления ван Боуле. Они решили доказать ему, что никто не мог сравниться с ними в скорости. На закате послышался топот. Ван Боуле был слишком захвачен проблемой потери веса, чтобы заметить гневные взгляды студентов факультета боевых искусств. Пролетев мимо, он даже не обернулся. Студенты с ревом бросились в погоню. Ван Боуле, приготовься глотать пыль! Ван Боуле, как тебе хватило наглости состязаться с нашим факультетом в скорости! Сейчас мы покажем тебе, кто тут главный! Студенты с покрасневшими от ярости глазами бежали так быстро, как могли, постоянно что-то крича ему вслед. Постепенно их группа растянулась в длинную и крайне шумную цепочку. Такое просто не могли не заметить студенты других факультетов. Наконец, они закончили круг. В ярком лунном свете бежали студенты, вот только вместо гневных криков было слышно лишь тяжелое дыхание. В глазах этих людей застыло отчаяние. «Этот парень вообще человек! Как он стал таким хорошим бегуном? Он настоящий монстр!» Их темп снижался, не в силах больше переставлять ноги, с дистанции сходило все больше студентов. Все меньше могли держать темп Ван Буэлэ. Их количество уменьшилось до нескольких человек, но под конец остались только Чейн Зе Хэн и Джои Фань. Стиснув зубы, они продолжали бежать, хотя и были на пределе. Чейн Зе Хэн использовал культивацию степени физической печати, но разрыв между ним и Ван Буэлэ продолжал увеличиваться. По завершении еще одного круга он рухнул на землю, судорожно хватая ртом в воздух. «Кто из нас учится на факультете боевых искусств?» Глядя на светлеющее небо, с печалью подумал он. «Он или я?» Остался Джои Фань, чьи глаза уже налились кровью. Хоть он и не собирался сдаваться, ему хватило сил только на полкруга, в предрасветных лучах у него отказали ноги, и он бессильно рухнул на землю. «Мы с факультета боевых искусств! Нельзя позволить Тюфику, который только и умеет, чтобы лавить хромическое оружие и обставить нас! Джои Фань, соберись и обгони его!» Прозвучал над ухом Джои Фаня голос учителя. Все это время рядом с ним бежал преподаватель, он тоже устал, но не мог позволить подавленности взять вверх. При виде неутомимого Ван Буале вдалеке из его горла вырвался яростный вопль. «Учитель, я больше не могу!» задыхаясь, выдавил Джои Фань. Вид удаляющегося силуэта Ван Буале дал ему почувствовать вкус поражения. Он печально улыбнулся. Преподаватель набрал в легкий воздух, но потом понял, что у него не осталось других слов, кроме брани. На его памяти на факультете хромического оружия всегда учились слабаки. «Откуда у них взялся этот монстр?» «Какое позорище!» С досаду закричал он. С того дня каждый раз, как он выводил студентов на пробежку, мимо них изредка проносился Ван Буале. Словно ему не нужен был отдых, поэтому он никогда не останавливался. Это нанесло серьезный удар по нему, как по преподавателю, а о том, как чувствовали себя студенты, можно было и вовсе не говорить. В конце концов, учитель остановил дальнейшие пробежки вокруг острова. «С глаз долой и сердце вон!» Со вздохом решил он. На это решение студенты отреагировали облегченным вздохом. Учитель планировал показать студентам оборудование для занятий силовыми тренировками, даже Джои Фань посчитал это блестящей идеей. В последние несколько дней он чувствовал такой шок, какой не испытывал никогда в своей жизни. За неделю беспрерывного бега Ван Беоле серьезно похудел. Он был рад и в то же время огорчен. В его памяти остались смутные воспоминания о студентах, которые бегали с ним в самом начале, но со временем они куда-то подевались. «Упорство, ключ ко всему!» Ван Беоле с удивлением отметил, что стал сильнее и вплотную приблизился к ступенице и крови. Это было яркое чувство. Более того, после недели бега он заметил отсутствие усталости, словно у него имелся неистекаемый запас энергии. Приятно удивленный Ван Беоле пробегал еще несколько дней. В итоге ему пришлось признать, бег перестал приносить результаты. С этой невеселой мыслью он пробегал мимо тренировочной площадки. Там студенты факультета боевых искусств выполняли силовые тренировки, а также проходили тесты на силу и выносливость. Под такими нагрузками многие взмокли от пота, заинтересовавшись он развернулся и побежал туда. «Учитель! Учитель! Меня зовут Ван Беоле! Могу я здесь потренироваться?» С огоньком в глазах громко попросил Ван Беоле. С его появлением на площадке повисла гробовая тишина, все студенты факультета боевых искусств молча смотрели на Ван Беоле в красном халате. Глава 12 Прорыв На площадке его встретили недружелюбные взгляды практически всех студентов факультета боевых искусств. Вед толстяка в красном внефро сжег в их душах яркое пламя, даже Чейн Зе Хэн резко посерьезнел. Джо и Фань стиснул кулаки, его губы изогнулись в ухмылки, их преподаватель тоже внимательно смотрел Ван Беоле в глаза. Под взглядами нескольких сотен рослых парней у Ван Беоле холодок пробежал по спине. Кажется, он что-то упускал. У этих верзил с факультета боевых искусств от тренировок совсем мозги расплавились. Ван Беоле осторожно попятился на несколько шагов, в его голове начали появляться первые подозрения. Последние дни он был настолько поглощен бегом, что совершенно не замечал творящегося вокруг. Перед глазами все это время стоял образ гонящихся за ним толстых праотцов. Неудивительно, что во время бега он не обратил внимания на студентов факультета боевых искусств и на то, как они сели в лужу. «Мы все члены Дао Академии Эфира. Ха-ха, вижу, вы не хотите тренироваться с посторонними, ничего страшного, найду другое место». Ван Беоле натянута улыбнулся, только он собрался уйти, как вдруг студенты сорвались с места и взяли его в кольцо. «Что это вы делаете? Мы в Дао Академии Эфира, а я особый студент факультета от хромического оружия!» Немного нервно выдал Ван Беоле. Преподаватель с факультета боевых искусств многозначительно улыбнулся. Подойдя к Ван Беоле, он схватил его за плечо и добродушно рассмеялся. «Студент Ван Беоле, тебе нечего бояться! Пойдем, потренируешься с нашим факультетом!» Глубоко внутри он был очень рад его появлению. Ван Беоле оказался хорошим бегуном, но ему точно не превзойти студентов факультета боевых искусств в силе. Все-таки они большую часть своего времени посвящали физическим тренировкам, в этом плане они имели явное преимущество. Сам бы он никогда не стал искать Ван Беоле, но раз он соизволил сам явиться сюда, такую возможность просто нельзя было упустить. «Надо дать выход нашему гневу! Покажем ему истинную силу факультета боевых искусств!» Учитель с улыбкой отвел Ван Беоле за тренировочную площадку, где указал на несколько сотен огромных железных штанг. «Ван Беоле, подходи, не рыбей! Можешь выбрать любую?» После чего повернулся к своим студентам. «Чего рты раздявили? Быстро за работу!» рявкнул он. Пока Ван Беоле мялся на месте, студенты набросились на штанги, словно стая голодных волков. Каждый из них поднял свою и с вызовом посмотрел ему в глаза. «Что-то здесь не так!» насторожно подумал Ван Беоле. К сожалению, со взглядами окружающих ничего нельзя было поделать, он подошел к штанге, сделал глубокий вдох и поднял ее. Как только Ван Беоле поднял штангу, преподаватель довольно улыбнулся и прокричал. «Начинаем по моей команде!» «Соплики!» «В ваших же интересах выложатся наполно!» Пока учитель пребывал в отличном настроении, студенты устроили довольно нетипичное соревнование. Каждый подъем штанги сопровождался тяжелым пыхтением, особенно старались Чень Зе Хэн и Джои Фань. На вторую ступень древних боевых искусств они могли работать с этими штангами, несмотря на их огромный вес. «Они пытаются соревноваться со мной!» Понял Ван Беоле, однако он не собирался так просто уступать. Как ни странно, штанга показалась ему не очень тяжелой, поэтому он не отставал от остальных. Площадку быстро заполнили звуки тяжелого дыхания. «Десять, двадцать, тридцать!» «То, что сегодня поесть забыли!» «Энергичней!» Подгонял их учитель. Наконец все студенты выполнили пятьдесят повторений, некоторые начали сдавать. Если обычный человек мог поднять такую штангу пять раз, он мог считать себя настоящим силачом. К этому моменту практически все, сделав пятьдесят повторений, они не часто достигали такого результата. Многих трясло, словно они больше не могли продолжать. «Разве это так тяжело?» озадачно подумал Ван Бууле. После пятидесяти повторений вес не казался ему неподъемным. К тому же, пока он работал со штангой, духовный жир стремительно сжигался, превращаясь в духовную энергию, напитывавшую тело. Он ни капли не устал, наоборот, в нем буквально кипела энергия. От его внимания не ускользнули рассерженные взгляды студентов вокруг. Театрально закряхтев, он намеренно задрожал, словно тоже находился на пределе, а потом для пущей убедительности тяжело пропыхтел. «Еще разок! Последний!» От его слов студенты, уже собиравшиеся бросить штангу, внезапно обрели второе дыхание, они стиснули зубы, с рявом еще раз подняли штангу и посмотрели на Ван Буале, убедившись, что у него тоже тряслись руки. «Еще один разок!» задыхаясь, выдавил Ван Буале. Его щеки покраснели, похоже, он должен был вот-вот отпустить штангу. Студенты стиснули зубы, но у них просто не осталось сил на еще одно повторение. Около половины не выдержали и бросили штангу, благодаря мирам предосторожности никому ничего не отдавило, более сотни человек еще участвовали в этом негласном соревновании. Сделав глубокий вдох, они подняли штангу, как вдруг до них дошло, что Ван Буале опять поднял свою, несмотря на заявление о том, что этот раз последний. «Давайте, ребята! Он почти на пределе!» Лежащие на земле студенты пытались приободрить своих товарищей по факультету, ободряющие крики со временем стихли. Большинство теперь скрижетало зубами. Ван Буале раз за разом повторял «Этот разок последний!» и каждый раз поднимал штангу. Из соревнования выбывало все больше взбешенных студентов, наконец осталось меньше десяти участников. Всех жутко трясло. Они едва стояли на ногах, и все же в них не умирала надежда. Каждый раз они мысленно «Может, этот раз станет для Ван Буале последним!» Тем не менее, количество участников продолжало сокращаться. В итоге остались Ван Буале, Чэнь Зэхэн и Джои Фань. «Еще один раз! Я смогу! Это точно последний!» выкрикнул трясущийся Ван Буале. Зашатавшись, он чуть не упал, но сумел выровнять стойку и опять поднять штангу. «Как ему стыда хватает! Это уже ни в какие ворота не лезет!» Выбывшие студенты не могли больше сдерживать свою ярость. Даже их преподаватель про себя чертыхался. С самого начала Ван Буале беззастенчиво прикидывался, что ему тяжело. «Чэнь Зэхэн! Джои Фань!» прорычал учитель. «Я закрыл глаза на ваше позорное поражение в беге факультета от хромического оружия! Теперь вы хотите уступить ему в тяжелой атлетике?» У Чэнь Зэхэна покраснели глаза, вдвоем они выкладывались по полной. Стеснув зубы, они умудрились еще раз поднять штангу. После более сотни повторений Чэнь Зэхэн посмотрел на Ван Буале, который, несмотря на дрожь во всем теле, продолжал поднимать штангу. Наконец, протяжным криком он без сил рухнул на землю. Даже Джои Фань оказался на пределе. В этом состязании он раскрыл весь свой потенциал. Поднимать штангу, пока у тебя дрожит все тело, было невероятно трудно. В конце концов, он тоже выбыл состязание, Ван Буала шатало, его ноги тряслись. Как в таком состоянии он мог поднять штангу? Джои Фань почувствовал прилив надежды, другие студенты в предвкушении затихли. Толстые працы, дайте мне сил! Обзревел взмокший от пота Ван Буала. Он начал поднимать штангу, в то время как студенты и даже преподаватель мысленно кричали. Брось, брось ее! Стоило ему поднять ее до конца, как студенты Джои Фань не мог смириться с таким результатом, поэтому попытался поднять штангу еще раз, ничего не вышло. От усталости он рухнул на землю. Чувство, сдавившее грудь всех присутствующих, сложно было описать словами. На тренировочной площадке не было ни одного довольного лица. Все студенты мрачно смотрели на последнего участника соревнования на Ван Буале. Тот раз за разом продолжал поднимать штангу. Два часа, четыре, шесть, восемь, пока они отдыхали, Ван Буале работал со штангой. Когда они вновь приступили к тренировке, Ван Буале все еще поднимал штангу. Вернувшись с обеда, они обнаружили, что Ван Буале все еще тренируется. На третий день они ушли. В лунном свете на тренировочной площадке все еще занимался Ван Буале. Количество выполненных им повторений просто не укладывалось в голове. Если бы он поднимал штангу молча, это еще можно было как-то вытерпеть. Но каждое повторение сопровождались ревом и криком, что этот раз точно последний. Как ни странно, после нескольких дней такой практики его голос нисколько не охрип. Шут, Гороховый! Проклятье! Как его еще не утомили собственные вопли! У студентов просто опускались руки. Их преподаватель тоже совсем сник, признав свое поражение. Он планировал забрать студентов и больше никогда не тренироваться на свежем воздухе, если рядом будет находиться Ван Буэлэ. Но незадолго до их ухода Ван Буэлэ внезапно окружила необычайная аура, его тело вспыхнуло алым светом, похожим на пламя. Красное свечение, исходившее из-под кожи, ударило в глаза всем присутствующим. Это был невероятный кровавый ци! Во все стороны растекся обильный кровавый ци, тело Ван Буэлэ уменьшилось до изначального размера, сожженный духовный жир стал энергией, У собиравшихся уходить студентов от произошедшего закружилась голова, они застыли словно громом пораженные. «Удалось!» — воскликнул Ван Буэлэ и бросил штангу. Возвращение к своим прежним формам наполнило его сердце непередаваемым восторгом, только потом он заметил, что достиг ступенец и крови. Это стало для него приятным сюрпризом, он в приплюжку побежал к выходу с тренировочной площадки и вскоре скрылся из виду. После его ухода студенты факультета боевых искусств ещё долго не могли выйти из ступора, наконец тишину нарушило несколько изумлённых вздохов. «Он что, совершил прорыв?» «Небеса!» «Парень с факультета от хромического оружия оказался на ступени ци и крови быстрее нас!» «Мне не привиделось!» «Он совершил прорыв, тягая штангу!» Скептически возгласы быстро переросли в горячую дискуссию, они уже смирились с двумя поражениями, но после его прорыва в них вновь разгорелась зависть и дух соперничества. После этого случая преподаватель факультета боевых искусств целый день ходил сам не свой, наконец он взорвался. «Вы кучка жалких отбросов! Можете забыть о сне!» «Тюфикус факультета от хромического оружия удалось совершить прорыв, просто работая со штангой!» «А вы что?» «Марш на площадку!» «Будете тренироваться, пока не добьётесь похожих результатов!» В этот раз никто не стал жаловаться, у многих так вообще горели глаза. Возможно, это действительно была хорошая методика для достижения прорыва. Молодые люди подбежали к снарядам и приступили к работе. Сложно сказать в результате поднятия штанги или невероятного шока, но после того случая один из студентов факультета боевых искусств сумел совершить прорыв благодаря работе со штангой. Это переполошило весь его факультет и положило начало легенде. Шло время, но на том судьбоносном месте всё ещё нередко можно было увидеть студента с факультета боевых искусств, который в поте лица поднимал штангу, надеясь, что и ему повезёт. Глава тринадцатая. Очищающая пилюля. Оставив на факультете боевых искусств легенду, Ван Буэлэ вернулся в пещеру Бессмертного. Он развалился на веранде, откуда открывался прекрасный вид на окрестности и необъятное небо. На автомате достав пакетик со снэками, он принялся неспешно жевать содержимое. Я так похудел, нужно подкрепиться! Ван Буэлэ со вздохом потрогал своё крохотное лицо и округлый живот, план по похудению сработал, весь духовный жир сгорел, вот только он вновь вернулся к своей прежней не очень худой форме. Несмотря на это, Ван Буэлэ был доволен результатом. Толстые праотцы теперь вряд ли меня поймают. Ван Буэлэ усмехнулся, он чувствовал в себе мощь кровавого отцы, незаметно для себя он достал ещё один пакетик со снэками. С наступлением вечера Ван Буэлэ наконец-то наелся. Не заметив кучу пустых упаковок на веранде, он вернулся в пещеру бессмертного и приступил к переплавке духовных камней. На основе прошлых экспериментов он вновь собрал духовную энергию с помощью циркуляции техники поглощения отцы великой пустоты. Вобрав в себя духовную энергию, он сгустил в руке духовный камень. Полупрозрачный камень не особо сверкал, тем не менее Ван Буэлэ улыбнулся от уха до уха. В его глазах камень всё равно выглядел как крохотное сокровище. Частота 75%. Надо как следует постараться и довести чистоту камней до 90%. От одной мысли о перспективах и власти, которые сулили пост главного префекта, Ван Буэлэ поёрзал на месте и вновь с головой ушёл в культивацию. Незаметно промелькнула неделя. За эти семь дней Ван Буэлэ изредка появлялся на кафедре духовных камней, его энтузиазм относительно их занятий слегка поубавился. Большую часть своего времени столкнулся с проблемой. После достижения чистоты в 75% прогресс остановился, как будто он натолкнулся на стену. Сколько бы он не бился, ему никак не удавалось пробить её. Вот тут Ван Буэлэ занервничал. После нескольких дней бесплатных попыток, он с досады похлопал себя по животу, после чего вытащил маску и пробурчал. Я что, неправильно культивирую? Может, я упустил из-за расплывчатого текста? В поисках решения Ван Буэлэ достал подушку иллюзии и вошёл в её мир. Его встретила всё та же заснеженная равнина и пронизывающий ветер. Не в настроении наслаждаться прохладой, он достал затуманенную маску. Пару мгновений спустя он вновь увидел письмена. В ходе повторного обследования он подтвердил, что не допустил ошибок во время культивации. Странно, я всё делаю правильно, но почему-то не могу подняться выше 75%. Ван Буэлэ разочарованно вздохнул. Когда он уже собирался покинуть иллюзию и искать решения в реальном мире, чёрная маска, словно услышав его слова, внезапно покрылась рябьё. К изумлению Ван Буэлэ техника поглощения отцы великой пустоты исчезла. Теперь там красовались другие письмена. Новый текст дал ему ответ на проблему чистоты духовных камней. Ван Буэлэ протёр глаза и с подозрением покосился на маску. А ну выходи! Кто здесь? Я знаю, что ты здесь! Не прячься! Крича всё это, Ван Буэлэ напряжённо смотрел на маску, однако та никак не отреагировала. Ещё раз перечитав текст, лицо Ван Буэлэ посветлело. Очищающая пилюля. В тексте маске объяснялось следующее. Для получения духовных камней более высокой частоты ему требовалось нечто под названием очищающая пилюля. Только такая пилюля могла частично убрать скверну из тела, дабы духовная энергия свободнее могла передвигаться по телу. Это могло помочь поднять частоту духовных камней. Ван Буэлэ оказался перед дилеммой. С одной стороны его заинтриговало предложенное решение, с другой маска вело себя довольно подозрительно, в сомнениях он покинул мир иллюзий. Войдя в духовный интранет-академии, он начал поиски. Довольно быстро нашли сведения об очищающих пилюлях. Безвредные для людей с отличными положительными свойствами, они вычищали из тела человека скверну, отчего практикующие боевые искусства приобретали повышенную ловкость. У пилюля было всего два минуса. Сложность переплавки и, как следствие, крайне высокая цена. Такой пилюля не мог переплавить простой студент факультета алхимии, её мог изготовить главный префект, да и то, если ему крупно повезёт. К тому же, в случае успеха он, скорее всего, примет её сам. Входящие в состав лекарственные травы считались довольно ценными, поэтому даже с достаточным навыком у главного префекта вряд ли нашлись бы деньги на их закупку. За внушительную сумму пилюлю мог переплавить преподаватель факультета алхимии. Если подводить итоги, в пределах Нижней Академии очищающие пилюли были бесценны. Изучив описание очищающей пилюли, Ван Буале принял решение. Безусловно, Маска вызывало подозрения, с другой стороны, в пилюле не было минусов, только плюсы. С этого момента у него появилась новая цель. В последующие дни, за исключением занятий культивации, он практически всё время наводил справки о пилюле. Он даже связался с Зайкой и Думинь, которые учились на факультете алхимии. По его просьбе они тоже поспрашивали о пилюле на факультете, к сожалению, это ничего не дало. Ван Буале осознавал ценность и редкость такой пилюли, даже если кто-то захочет её продать, вряд ли простые студенты вроде Зайки и Думинь об этом узнают. Сам Ван Буале являлся особым студентом, однако он и года не проучился в Дао Академии. Без нужных связей было практически невозможно выйти на людей с необходимой информацией, кропотливая работа в конечном счёте принесла свои плоды. Зайка крайне серьёзно отнеслась к просьбе Ван Буале, а она до сих пор считала, что Ван Буале спас ей жизнь. После того, как правда от Эсти вскрылась, она, как и Люда Аубинь, всё равно не могла забыть окровавленную фигуру Ван Буале, поэтому она не отмахнулась от просьбы и серьёзно подошла к задаче. Благодаря милому личику и весёлому характеру она легко располагала к себе людей, поэтому спустя месяц ей удалось кое-что выяснить. Буале, через две недели в городе Эфира состоится аукцион, на нём будет выставлена одна очищающая пилюля. Когда Ван Буале получил голосовое сообщение от Зайки, от радости он поцеловал кольцо-передатчик. Сяуя, люблю тебя! В общежитии факультета алхимии Зайка сидела на своей кровати, когда из кольца передатчика раздался звук поцелуя, она залилась краской. Сидящая напротив Думень с подозрением прищурилась. Сяуя, что такое? Ничего. Зайка опустила голову, надеясь, что подруга не услышит бешеного стука сердца. Помимо смущения она почувствовала нечто странное, не поддающееся описанию. Ван Буале тем временем пустился в пляс в своей пещере бессмертного, то и дело вставая в победную стойку. Его глаза буквально горели. На аукционе потребуются духовные камни, с этим проблем не будет. Духовные камни 75% чистоты стоят немало. К тому же затраты при их производстве у меня нулевые. Ван Буале во всё горло расхохотался, словно очищающая пилюля уже принадлежала ему. За время культивации техники он накопил приличное количество духовных камней, ему самому они практически не требовались, если придётся обменять их все на очищающие пилюли, он сделает это, не моргнув глазом. Нельзя поддаваться беспечности. В автобиографиях высокопоставленных чиновников говорится «Никогда не недооценивай своего врага». С этой мыслью Ван Буале решил переплавить ещё духовных камней. Следующие две недели он практически безвылазно просидел в пещере. Утром в день аукциона Ван Буале полной энергии и сил вышел из пещеры Бессмертного, озеро Зеленолесье, где находилась дау Академия Эфира, располагалась к востоку от города Эфира. Студентам Академии не запрещалось посещать город, хоть Ван Буале отправлялся туда впервые, он знал, где находится город. На лодке он доплыл до берега и побежал по дороге. Вскоре впереди показался город. В сравнении с городом Феникса этот был намного больше. По размерам он во много раз превосходил его родной город. Всё-таки город Феникса был одним из множества небольших городков, тогда как город Эфира являлся одним из семнадцати главных городов Федерации. Город окружала огромная стена и странных плит с металлическим отливом, вдоль них шёл ряд от острых шипов. Поблескивая в солнечных лучах, вокруг шипов витала аура смерти. Помимо стены город окружала огромная магическая формация, она работала в штатном режиме, однако от неё всё равно исходило давление. Издалека было видно множество пагод, возвышавшихся над городской стеной. Над каждой из них медленно вращался шар, время от времени выпуская разряд электричества. Скрывавшаяся в них сила могла справиться с любым врагом в небе. Всё это появилось благодаря древнему мечу из позеленевшей бронзы. Он прилетел из космоса и пробил солнце. В результате столкновения фрагменты разбившейся рукояти рассыпались по всему земному шару. Многие фракции того времени обнаружили и взяли их под контроль. Техники культивации дали начало новым школам мысли, подобно зацветшему лугу после дождя. Это изменило всё в федерации. Сама федерация состояла из четырёх крупных фракций. Многие фракции поменьше находились в зависимом положении от этой четвёрки. Если бы не война с чудовищами, разразившаяся в начале эры духовного истока, федерации вполне могло уже не существовать. В глазах обывателей федерации царил мир, в ней лишь изредка вспыхивали конфликты между крупными и мелкими фракциями, однако из-за войны с чудовищами враждующие стороны не переходили определённых границ. Конфликты не перерастали в масштабные столкновения, всё-таки война с чудовищами прошлого чуть не поставила человечество на грани уничтожения. Федерацию чуть не стёрли с лица земли из-за внезапного появления духовной энергии. Её появление дало возможность культивировать не только людям, но и диким зверям и растениям. Насыщенная духовная энергия вызвала множественные мутации у зверей, растений и птиц, некоторые стали превосходить человека в силе во много раз. Таких существ считали крайне опасными, после окончания войны федерация возвела городокрепости, но весь остальной мир, будь то густые леса или океаны, остались во власти чудовищ. По этой причине города были оснащены такой серьёзной защитой. Из-за опасности, поджидающей за городскими стенами, большинство людей проживали всю свою жизнь в городах. Вылазки наружу обычно сопровождал специально нанятый вооружённый эскорт, Ван Буууле и других студентов доставили в Далу Академию, соблюдая похожие меры предосторожности. Ван Буууле остановился перед стенами величественного города Эфира, он сделал глубокий вдох, задрал подбородок, выпятил грудь и уверенной походкой зашагал вперёд. Глава 14. Преимущество факультета храмического оружия Огромный город Эфира дом для ста с лишним миллионов жителей. По воздуху проносились летающие корабли, а по дорогам сновали машины, на улицах постоянно куда-то спешили люди, другие прятались от палящего солнца под тенью деревьев широких аллей, а в городе кипела жизнь. Благодаря функции навигации кольца передатчика Ван Бууууле знал, куда идти. К тому же у него оставалось в запасе ещё много времени. После сверки с картой он направился к аукционному дому, по пути устроив себе небольшую экскурсию. Ван Буууу разглядывал дома и вывески магазинчиков вдоль улицы, наслаждаясь атмосферой большого города, чья жизнь так отличилась от полусонного города Феникс. Здесь он не увидел ничего нового, однако глазу было за что зацепиться. При виде здания неподалёку у него от восхищения перехватило дыхание, внешне она напоминала римский колизей, только занимала площадь больше десяти футбольных полей. С неба его форма напоминала гигантский кулак, рядом с ним было очень шумно, словно там одновременно шло сразу несколько боёв. Похоже на легендарный бойцовский клуб, где проходят бои без правил. Ван Буууу как-то видел о нём сюжет в новостях. На входе стояло много громил в чёрных костюмах, эти эксперты ступенец и крови одним своим видом говорили держаться от них подальше. Нельзя пропустить аукцион, зайду туда как-нибудь в другой раз. Дурни по годам, и всё же в душе он всё ещё оставался юношей, который не мог пройти мимо чего-то подобного. Ещё немного поглазев на внушительное строение, он двинулся дальше. Прогулка по городу затянулась до полудня, последняя точка его маршрута стала аукционный дом облачного сокола. Один из четырёх крупнейших аукционных домов города, хотя он уступал великому аукционному дому, но всё равно оставлял неизгладимое впечатление. Издалека здание напоминало сокола широко расправленными крыльями, эта монументальная постройка находилась в северной части города и занимала площадь больше 15 квадратных километров. Вдоль высокой стены патрулировали охранники, по другую сторону скрывался богато обставленный аукционный дом, достаточных размеров, чтобы одновременно проводить 10 аукционов на 10 тысяч человек. Особенно большим был центральный зал, место проведения главных аукционов. Любой проводимый том аукцион обычно становился большим событием в городе Эфира. Проводимый сегодня аукцион по масштабам не дотягивал до главного зала, его проводили в аукционном зале номер 3, в правом крыле. У Ван Болы не было приглашения, но он пришел подготовленным. Со статусом особого ученика ДАО Академии Эфира зарезервировать место в духовном интернете оказалось несложно. Охрана на входе проверила нефритовую бирку, удостоверяющую личность, и пропустила его внутрь. Он прибыл довольно рано, поэтому людей было немного. Симпатичная служительница проводила его к аукционному залу номер 3. Несмотря на свой порядковый номер, он вмещал в себя места для 10 тысяч участников. Каждое место располагалось по отдельности, они были не только удобными, но и оборудованы местами с духовно-линой водой и закусками. С любого места отлично просматривался весь зал, а также высокая сцена в центре. «Роскошно тут у них», подумал Ван Болы, запихивая очередную закуску в рот. Плата за вход в размере одного духовного камня стоил того. Пока он наслаждался сервисом, зал постепенно наполнялся людьми. Вскоре аукционный зал заполнил приглушенный гул голосов. Многие из участников знали друг друга, поэтому садились рядом, чтобы скрасить ожидания приятной беседой. Немало пришло и студентов до Академии Фюра. В основном они приходили группами по несколько человек. Среди основной массы старших студентов можно было увидеть горстку новых студентов. Они с восторгом обсуждали предстоящий аукцион. Среди них был Джао и Фань. Заметив Ван Болы, попивавшего воду, его улыбка тут же померкла. Вид Ван Болы напомнил ему о двух поражениях, которые он потерпел в беге и в поднятии штанги. Холодно фыркнув, он вернулся к беседе со старшими студентами, с которыми он недавно познакомился. Кем он себя возомнил? Небось считает себя лучше всех? Ван Болы тоже фыркнул и одним глотком прикончил бутылку воды, после чего открыл следующую. Наконец, томительное ожидание подошло к концу, в аукционном зале прозвучал мелодичный звук, сигнализирующий о начале аукциона. К этому моменту собралось уже довольно много людей, все разговоры стихли, когда на сцену упал луч света. В нем стоял мужчина средних лет в элегантном костюме, он медленно вышел вперед и с улыбкой поклонился присутствующим. «Дамы и господа, добро пожаловать в аукционный дом облачного сокола. Я Ли Цзэнтао, распорядитель сегодняшнего аукциона. Не буду утомлять вас лишними церемониями, да начнется аукцион!» Громкий и четкий голос мужчины был слушан во всем зале, по взмаху руки позади распорядителя появилась проекция огромной блестящей кости пурпурного цвета. Даже через проекцию многие в зале ощутили свирепую ауру. Громокрыл крайне опасное создание. Обитает в магнитных грозах. Во взрослом возрасте у нее вырастает вот такая громокость. Сама по себе она крайне полезна для переплавки пилюль и литхармического оружия. Ей смогут найти применение даже воины во время культивации. Ее добыли из простого громокрыла, однако, думаю, вам не нужно объяснять, насколько непросто изловить такое существо. Начальная цена 20 духовных камней. После этих слов в зале повисла тишина, Ван Боуле тоже на секунду потерял дар речи. Из истории о войне с чудовищами он знал о свирепости сражавшихся с человечеством существ. К тому же ему впервые довелось своими глазами увидеть громокость, отчего он несколько раз бросал на нее заинтригованный взгляд. Вскоре участники начали делать ставки. К изумлению Ван Боуле громокость ушла с молотка за 60 духовных камней. «Ничего себе!» подумал Ван Боуле. Его рука невольно легла на принесенную небольшую сумку. Озвученная цена пошатнула его уверенность в успехе предприятия, но уже через несколько секунд он опять успокоился, когда подумал о лежащих в ней духовных камнях 75% частоты. Аукционный дом использовал для транзакции духовные камни частотой 50%, каждые дополнительные 10% частоты увеличивали стоимость камня в несколько раз. Аукцион продолжался, выставлялись разнообразные предметы, некоторые из них, не получив ставок, снимались с торгов, но на большинство находился покупатель. Ван Боуле еще никогда не участвовал в чем-то подобном. Помимо частей и материи различных чудовищ, выставлялись пилюли, термические артефакты и даже техники культивации. К сожалению, большинство из них были неполными. Несколько раз Ван Боуле чуть не сделал ставку, но ему удалось подавить свои порывы. Его целью была очищающая пилюля. Ближе к середине аукциона распорядитель улыбнулся и взмахнул рукой. Позади него возникла молочно-белая пилюля. Она была непрозрачной, но вызывала сильное желание немедленно проглотить ее. Словно своим видом она пробуждала в людях какое-то инстинктивное желание. Аукционный зал заполнил аромат лекарственных растений. Многие люди резко оживились, особенно Джо и Фанни несколько старших студентов академии. Их глаза ярко заблестели, не сводя глаз пилюли Ван Боуле напрягся. Сердце в груди громко стучало. Не буду вдаваться в детали. Очищающая пилюля. Полагаю, многие из вас пришли сюда именно за ней. Начальная цена 100 духовных камней. 101, 102, 103. Со всех концов аукционного зала начали раздаваться голоса. Я даю 150 духовных камней! Выкрикнул Джо и Фанни. Похоже, он всерьез настроился заполучить пилюлю. 160! Перебил занервничавший Ван Боуле. 170! Нахмырившись, произнес Джо и Фанни. 180! Ван Боуле без колебания опять перебил его ставку. Остальные гости отказались дальше участвовать в торгах, поэтому теперь за пилюлю боролись только Ван Боуле и Джо и Фанни. Цена взлетела сотню духовных камней и перевалила за 500. Несмотря на редкость, очищающая пилюли не стоила таких денег. Зрители озадаченно переглядывались, пока покрасневшие Ван Боуле и Джо и Фанни пытались перекричать друг друга. Наконец, Джо и Фанни стиснул зубы и вскочил с места. «Ван Боуле!» в ярости вскричал он. «Ты действительно хочешь посостязаться со мной в глубине кошельков? Моя семья очень богата! Я ставлю 700!» Будучи наследником богатой семьи он никогда не испытывал стеснения в средствах, а после двух тренировочных инцидентов очень не взлюбил Ван Боуле. И самое главное, ему по зарез была нужна очищающая пилюля, из-за этого ему пришлось так взвинтить цену. «Да пошел ты!» Ван Боуле тяжело задышал, у него накопилось немало духовных камней, при переводе их в духовные камни частотой 50%, у него получалось около тысячи. Он поднялся с места, гневно покосился на Джо и Фанни, а потом объявил «Моя ставка тысячи духовных камней!» Все звуки стихли, а потом зал взорвался бурей голосов. Озвученная цена показалась им дикой. Джо и Фань пораженно застыл, его дыхание участилось, вены на шее надулись. Будучи членом факультета боевых искусств, он находился в одном шаге от ступени укрепления пульса. Под влиянием эмоций он прокричал на весь зал «Тысяча сто!» У Ван Боулы округлились глаза, от рева Джо и Фанни он чуть не оглох, поэтому он достал из сумки мегафон, направил на своего оппонента и прокричал «Полторы тысячи!» От оглушительного рева подпрыгнул не только Джо и Фанни, но и многие в зале. Даже распорядитель вздрогнул и странно посмотрел на Ван Боулы. Не став дожидаться чьей-либо реакции, Ван Боулы поднял над головой пустой камень, после чего начал переплавлять его в духовный камень, пока концентрировались большие объемы духовной энергии, пустой камень в его руке у всех на глазах начал трансформироваться в духовный камень. Остальные участники аукциона завороженно наблюдали за происходящим. «Хочешь потягаться со мной в количество духовных камней?» – презрительно прокричал Ван Боулы. «Ну давай, черт возьми! Я могу наделать их прямо здесь и прямо сейчас! Тогда и узнаем, у кого их больше!» У Джо и Фанни пересохло во рту. «Он?» «Он может переплавлять их прямо на месте?» «Насколько я помню, он с факультета хромического оружия!» «Какой смысл с ним торговаться?» Пока люди в зале кисло улыбались, Джо и Фанни хотелось рвать на себе волосы. Даже в самом страшном сне он не мог представить, что нечто подобное произойдет на аукционе. Как и все, он знал о факультете хромического оружия и переплавке духовных камней, правда, сам никогда не был свидетелем процедуры их создания. И сейчас Ван Боулы нанес удар. В семье Джо и Фанни была весьма богатой, но его сердце сковал страх. Все-таки количество его духовных камней было ограничено, тогда как Ван Боулы практически печатал деньги. Его посетило чувство дежавю, этот случай до боли напоминал то, что произошло во время двух недавних тренировок. Джо и Фанни затрясло. Старший студент рядом с ним с жалостью взглянул на своего нового знакомого и со вздохом покачал головой. «Это же факультет хромического оружия! Кто вообще в здравом уме соперничает с ними в деньгах? Ты разве не заметил, как остальные студенты притихли после того, как он сделал ставку? Ребят с факультета хромического оружия за глаза называют печатными станками с ногами. Как нам сравниться с кем-то подобным?» После этих слов другие студенты тоже вздохнули. Ребята с факультета хромического оружия явно оставили им глубокие шрамы. Глава пятнадцатая Поднять деньжат Джо и Фаня захлестнули непередаваемые досады и гнев от вида того, как Ван Буэлэу всех на глазах создавал духовные камни. «Это же нечестно! Почему ДАО Академия ничего с этим не делает? Если это не прекратить, в будущем аукционные дома по сути будут работать только для людей с факультет от хромического оружия!» Джо и Фаня затрясло от ярости. В такой ситуации мало что могло помочь ему выплеснуть весь переполняющий его гнев. Его тирадо прервал смех старшего студента откуда-то сзади. «Ты ещё совсем зелёный. Создание денег — это их специальность. С чего ДАО Академия будет им мешать? Но в твоих словах есть определённый смысл. Аукционные дома готовы к приходу людей с факультета от хромического оружия. Разве ты не заметил, как после его ставки все остальные сразу же затихли. Ты у нас недавно, поэтому совсем ничего не знаешь». Старший студент вздохнул. Его друзья тоже не удержались от вздоха. «На аукционах первыми забирают лоты студенты с факультета от хромического оружия. Остальное достаётся другим факультетам. Таков порядок вещей. Мы вынуждены зарабатывать деньги. Если повезёт, то иногда подворачивается случай поднять деньжат, тогда как они просто создают его. Понимаешь, они могут создать столько денег, сколько захотят. Что ты можешь этому противопоставить?» В тоне старших студентов слышалась печаль. Джо и Фаню хотелось на стенку лезть, как будто он моментально из богача превратился в нищего, но его заинтриговала фраза «Поднять деньжат», поэтому он спросил, «Да у Академии разрешают отнимать деньги силой?» Старшие студенты никак не ответили, только улыбнулись. Джо и Фань расстроился ещё больше, когда его вопрос проигнорировали. Если бы это было возможно, то своим взглядом он прожег бы Ван Боулы дыру. У него было много духовных камней. С другой стороны, Ван Боулы, хоть и мог создавать деньги из воздуха, делал это недостаточно быстро, поэтому ему не удастся выиграть торги. После второго удара молотка распорядитель замахнулся в третий раз, как вдруг Джо и Фань выкрикнул, «Я предлагаю 1700!» Ван Боулы с жалостью взглянул на Джо и Фани, тот, похоже, всерьёз собирался идти до конца. «Две тысячи духовных камней!» Как только он это сказал, духовный камень был готов. Не теряя времени, он приступил к переплавке следующего, он уже принял окончательное решение. В худшем случае, ему придётся провести какое-то время после аукциона за переплавкой необходимого количества духовных камней, даже опасность ещё раз потолстеть не пугала его. Он просто обязан был выиграть аукцион, последнее слово должно остаться за ним. «Тэээ!» Глаза Джо и Фани покраснели, пока он набирал влёгкий воздух для очередной тирады, Ван Буэлэ работал над следующим пустым камнем, распорядитель сухо покашлял. Он сразу узнал форму особого студента, а умелой переплавкой духовного камня Ван Буэлэ дал понять, что состоит на факультете охармического оружия. Цена очищающей пилюли и так вышла чересчур большой, к тому же он не хотел случайно оскорбить его факультет, поэтому объявил. «Это студент с факультет от храмического оружия, поэтому спешка ни к чему. От вас, как от представителей этого славного факультета, потребуется лишь долговая расписка, которую можно использовать в аукционном доме, как если бы это были духовные камни. После этого вам потребуется лишь предоставить необходимое количество к указанному сроку. Поэтому переплавлять духовные камни прямо здесь совершенно не обязательно». Никто в зале никак на это не отреагировал, а вот новые студенты поражённо охнули. Сейчас многие из них уже жалели о своём выборе факультета. «Да? Это возможно?» – неуверенно переспросил Ван Боулэ. После утвердительного кивка распорядителя, Ван Боулэ почувствовал прилив радости. На него снизошло своего рода озарение. В этот момент он наконец осознал преимущество учебы на факультете дхармического оружия. Пока Ван Боулэ никак не мог нарадоваться, Джои Файн застыл, словно громом поражённый. Слова учеников были похожи на удар под дых, но заявление распорядителя подобно острому клинку вонзилось в его ещё такое юное сердце. Ему стало дурно. На него огромной лавиной накатилось чувство беспомощности и бессилия, а при виде самодовольной улыбки Ван Боулэ ему сразу вспомнились два тренировочных инцидента. Наконец он почувствовал на себя странные взгляды людей вокруг. «Ван Боулэ!» – в ярости прорычал он. «Я бросаю тебе вызов!» Как только он вызвал Ван Боулэ на дуэль, в зале опять поднялся гул голосов. Ван Боулэ накмурился. При виде нерешительности оппонента Джои Файн почувствовал себя чуточку лучше. Только что он находился на грани безумия. Может быть, у него не было столько денег, как у Ван Боулэ, но у него оставались кулаки. И сейчас он очень хотел выпустить пар. Джои Файн все продумал. Если Ван Боулэ откажется, то он все равно мог на него напасть и преподать урок. Бросив вызов, он двинулся к выходу, чтобы подождать его на улице. Ван Боулэ только фыркнул. Его не интересовали дуэли, и он не собирался тратить на них свое время. Его целью было звание главного префекта, а не разборки с другими студентами. Из слов распорядителя Ван Боулэ сделал несколько любопытных выводов. Он быстро написал долговую расписку на сто духовных камней и поднял ее высоко над головой. «Это долговая расписка на сто духовных камней! Ее получит тот, кто разберется с ним за меня!» Толпа дружно охнула. Такое неожиданное предложение застало людей врасплох, а Джои Файн опять застыл на месте. Глаза старшего студента, с которым он недавно познакомился, внезапно загорелись. С громким смехом он схватил расписку и бросился на Джои Фаня. «Я сделаю это!» Другие студенты с радостными криками тоже поспешили за ним, некоторые даже начали спорить. «Он май! Думаешь, тебе удастся урвать хоть что-то? Вы слишком резвые, проклятие! Такой шанс нечасто упадает!» В мгновение око Джои Фаня окружило несколько дюжин старших студентов. «Ребята!» — промемлил Джои Фань. Он хотел сбежать, но было уже слишком поздно. Студенты дружно набросились на него и принялись избивать. Из платной людской толпы послышался вопль. «Я особый студент! Как вы можете!» «Именно! У меня давно руки чесались отделать одного из вас!» Старший студент, который недавно сидел рядом с Джои Фанем, наносил удары с особым энтузиазмом. В ходе избиения он со смехом сказал, «Ты спрашивал, что такое поднять деньжат? Так вот именно это сейчас и происходит!» В аукционном доме воцелился хаос. Некоторые из гостей начали стримить происходящее в духовный интернет. Зрители могли хорошо слышать отчаяние вопли Джои Фане. К счастью, всё происходило в стенах аукционного дома. Прибывшие на место охранники быстро растащили дерущихся. Затея драку кто-то другой, нарушителей ждало бы суровое наказание. Однако все участники учились в ДАО Академии Эфира, а аукционный дом не хотел портить с ней отношения, особенно с учётом того, что она всегда вставала на сторону своих учеников. Эти студенты, многие из которых были весьма высокого происхождения, всегда были источником головной боли. С этими студентами, как и их родителями, шутки были плохи, поэтому они могли только разнять их и попытаться успокоить. После того, как всех вывели на улицу, суматоха улеглась. Что до Ван Буэлэ, он давно покинул аукционный зал. Очаровательная девушка в форме аукционного дома сопроводила его в особое помещение, изредка с интересом на него поглядывая. Он написал долговую расписку и с очищающей пилюлей покинул аукционный дом. Его впечатлил уровень сервиса, к тому же перед уходом девушка специально наклонилась к его уху и шепотом попросила контактные данные. Ван Буэлэ в очередной раз убедился в своей исключительности. Довольный собой, он вернулся в пещеру Бессмертного. Его желание стать главным префектом было как никогда сильным. Факультет хромического оружия внушает уважение. Статус главного префекта может стать моим первым серьезным шагом на пути к величию. Ван Буэлэ уже хотел принять очищающую пилюлю, как вдруг ударил себя ладонью по лбу. Нельзя поддаваться беспечности, что говорят автобиографии высокопоставленных чиновников. Сегодня я серьезно засветился, а мне нельзя привлекать к себе излишнее внимание. После этого осознания он на какое-то время задумался и попытался успокоиться. Наконец он достал очищающую пилюлю, добытую на аукционе. Осмотрев добычу, он принюхался, а потом забросил ее в рот. Пилюля тотчас растаяла на языке, а потом в нижней части живота поднялся жар и могучей волной прокатился по всему телу. Ван Буэлэ впервые в жизни принял пилюлю. К тому же в ней содержалось немало ценных трав, отсюда такая эффективность. Его начала бить крупная дрожь, дыхание стало прерывистым. Начав потеть, он быстро сбросил с себя всю одежду и сел на пол голышом. Он немного перепугался, когда из пор на коже показалась черная скверна, похожая на ил. Жуть какая! С удалением скверны пропускная способность тела выросла, даже кровавый цы стал заметно плотнее. К радости Ван Буэлэ процедура по изгнанию скверны длилась целых три дня, пока не закончилось действие пилюли. Отмывшись как следует, он оценивающе взглянул на своё округлое тело и гладкую кожу. «Отличная пилюля!» – со смехом подумал он. Ещё немного полюбовавшись идеальными, как он думал, пропорциями тела, он натянул одежду и взял бутылку духовно-ледяной воды и несколько пачек снеков. После перекуса он приступил к переплавке духовных камней. Ему не терпелось проверить, сумел ли он пробиться выше 75%. Глава шестнадцатая. Духовный камень высокого качества. В небе ярко светила луна. В отличие от солнечного меча, луна эры духовного истока осталась неизменной. Воя мягком свете спал остров Нижней Академии. Среди различных гор этого острова местом самой плотной духовной энергии был не пикт хромического оружия, однако в этом плане эта гора была одной из лучших. Всё-таки студенты факультета хромического оружия ежедневно занимались культивацией и переплавляли духовные камни, что требовало огромных затрат духовной энергии. В отличие от других факультетов, эта практически безграничная духовная энергия и уникальные хитрости по переплавке давали студентам незадаром. В качестве ежегодного экзамена они предоставляли дау Академии определённое количество духовных камней. Весьма существенное количество. Помимо бесплатных лекций трёх кафедр за всё остальное, вроде еды, походу в особые палаты для культивации, требовалось платить духовными камнями. При такой системе студентам факультет от хромического оружия было необходимо хорошо организовывать своё расписание, чтобы выкраивать время для переплавки духовных камней. Факультет алхимии следовал похожему принципу, только условия были не настолько суровыми. Остальные факультеты зарабатывали деньги более прямолинейным способом. Некоторые места для культивации предназначены для студентов своего факультета также открывали свои двери и для других студентов. Плата за посещение таких мест устанавливалась весьма существенная. К примеру, горы счастливого предвестия факультета укротителей зверей, триграмма восьми сокровищ факультета рунических формаций, башня льда факультета ловушек и лавовая палата факультета боевых искусств представляли собой зоны для культивации, которые с высоким шансом на успех помогали перейти со ступени цей крови на ступень физической печати. Каждый день множество студентов с других факультетов посещали эти зоны, заработанных денег факультету хватало на покрытие ежедневных расходов. На пике хромического оружия невидимое течение духовной энергии разделилось на тысячи потоков, которые расходились к живущим на горе студентам. Однако заметно больше духовной энергии стекалось к месту рядом с вершиной горы, туда где находилась пещера бессмертного особого студента. В ней радостный Ван Боулэ беспрерывно циркулировал технику поглощения отцы великой пустоты, вбирая огромные объемы духовной энергии в себя и концентрируя ее в ладони. При виде появляющегося в руке духовного камня у него загорелись глаза. «Я совершил прорыв! Ха-ха! Удалось!» Ван Боулэ чувствовал, как духовный камень пробил барьер в 75% частоты и поднялся на 1% выше. Он решил поздравить себя пакетиком со снэками перед очередной переплавкой. «Надо целиться выше! И выйти на частоту 80% как можно скорее!» Прикончив несколько пачек и утерев рот, Ван Боулэ хотел взяться за следующий, но тут он внезапно напрягся. «Надо быть осторожным! Нельзя, чтобы ситуация повторилась! Если ослаблю бдительность, то меня опять разнесет!» Мысль была верной, особенно после тех ужасов, что ему пришлось испытать во время прошлой сгонки лишнего веса. Он вступил на ступень цей крови и всё равно не хотел повторять пережитое. «Путь похудения? Долок и тернист! Только кто-то такой же целеустремлённый, как я, может пройти по нему до конца!» Попытался мысленно воодушевить себя Ван Боулэ. Немного подумав, он решил, что нужны более действенные меры воодушевления, поэтому умел ещё один пакетик со снэками. Покончив с ним, он погладил округлый живот и взялся за переплавку духовных камней. Возможно, дело было в удаче, или очищающая пилюля сработала слишком хорошо, но в последующие дни Ван Боулэ удавались духовные камни всё чище и чище, к тому же он не набирал духовный жир. Словно духовная энергия больше не могла откладываться в виде жира на боках после того, как тело избавилось от большого количества скверны. Теперь тело адаптировалось к повышенной скорости прохождения через него духовной энергии. Плавное её течение повышало не только частоту духовных камней, но и незаметно усиливало тело Ван Боулэ. К радости Ван Боулэ процедура заметно укрепила ступеньцы и крови. По достижении частоты 80% он слегка ослабил ободительность и с головой ушёл в процесс переплавки духовных камней. Тем временем на факультете боевых искусств после избиения у Джо и Фаня всё болело. К сожалению, он ничего не мог поделать, кроме как скреждать зубами в своей пещере Бессмертного. Он учился на другом факультете, поэтому мало что мог сделать своему обидчику. Ван Боулэ, в гневе подумал Джо и Фань. Он долго ломал голову над проблемой, пока не вспомнил, у него имелись друзья на факультете дхармического оружия. Главного префекта кафедры духовных камней Дзиана Линия вряд ли можно было назвать его близким другом, и всё же они были достаточно хорошо знакомы, чтобы он мог обратиться к нему за помощью. Джо и Фань быстро достал кольцо передатчик и с улыбкой установил связь. «Ван Боулэ, я покажу тебе, что могу достать тебя даже на факультете дхармического оружия». Прошло два месяца. За это время Ван Боулэ довёл чистоту духовных камней до восьмидесяти четырёх процентов, вдобавок ступенцы и крови достигло великой завершённости. Если бы об этом узнали на факультете боевых искусств, они бы ни за что в это не поверили. Ван Боулэ прогрессировал во много раз быстрее студентов факультета боевых искусств, это при том, что они специализировались на культивации древних боевых искусств. Ха-ха, похоже, побочный эффект техники поглощения отцы великой пустоты полностью решила очищающая пилюля. Ван Боулэ в очередной раз убедился в правильности покупки очищающей пилюли. «Судя по всему, я скоро достигну частоты 85 процентов. Надо поскорее довести её до 90 процентов и стать главным префектом. Вот тогда начнётся мой великий путь к славе!» От мысли о светлом будущем по телу Ван Боулэ пробежала приятная дрожь. Он вновь начал вбирать в себя духовную энергию и концентрировать её в ладони. У него появилась новая цель – превзойти частоту 85 процентов. С начала учебного года Ван Боулэ практически не появлялся на занятиях кафедры духовных камней, всё его время пожирала техника поглощения отцы великой пустоты. Поэтому он понятия не имел, что в переплавке духовных камней на отметке 85 процентов имелась ещё одна стена. Духовные камни частотой ниже 50 процентов были в ходу, однако их считали самыми простыми. С частотой 50 процентов они становились камнями низкого качества, камни среднего качества должны быть чище 75 процентов, граница между средним и высоким качеством пролегала на отметке 85 процентов чистоты. Духовный камень приобретал высокое качество, если чистота достигала 85 процентов, если она была 95 процентов, то он становился камнем высшего качества. Обычно духовные камни такого качества обладали огромной ценностью, ведь их могли изготовить только настоящие мастера. Для студента, культивировавшего технику крепления отцы, требовалось определённые удачи и блестящие навыки, чтобы не только пробиться через эту стену, но и вообще нащупать её присутствие. Тем не менее, могучая техника поглощения отцы великой пустоты явила эту стену в тот самый момент, когда он на неё натолкнулся. Чистота духовных камней Ван Боулы находилась на 84 процентах и приближалась к 85. Внезапно его затрясло. Медленно вращающаяся поглощающая семечка внезапно исторгла из себя чудовищную силу притяжения, внезапность этих изменений застала Ван Боулы врасплох, несмотря на его готовность ко всякого рода неожиданностям. Практически вся духовная энергия в пещере в мгновение ока была высосана досуха. Образовавшийся вакуум, казалось, создал естественную чёрную дыру, как будто в море духовной энергии появилось пустое пятно. Огромные объёмы духовной энергии задрожали и устремились вперёд. К счастью, на горёт хромического оружия были установлены магические формации по сбору духовной энергии. Они быстро восстановили образовавшийся дисбаланс. Ван Боулы вбирал серьёзное количество духовной энергии, но в сравнении с её объёмами на всей горёт хромического оружия это была капля в море. Никто не заметил ничего странного, некоторые лишь обратили внимание на непродолжительную остановку потока духовной энергии. Из-за увеличения скорости поглощения духовная энергия бурным потоком хлынула в тело Ван Боулы, у него загудела голова, он не успевал вовремя перенаправлять такое чудовищное количество энергии в ладонь, поэтому в нём снова начал откладываться духовный жир. С ростом жировой прослойки духовный камень в его руке перешёл рубеж 84% и, наконец, стал чистотой 85%. Теперь это был духовный камень высокого качества, изысканный и блестящий, как жемчуг, камень ярко сблестел. По качеству он уступал тому, что переплавил учитель Цзоу во время вводной лекции, тем не менее разница была не очень большой. У него в руке лежал практически такой же дорогой духовный камень. Успех не принёс Ван Боулы радости, он с ужасом смотрел на своё растолстевшее тело, духовный камень выпал из его руки, прокатился по пузу и упал на пол. Когда он попытался найти, его взглядом, то не увидел ничего, кроме своего гигантского живота. В следующую секунду пещера бессмертного сотряс дикий вопль. Едва сдерживая слёзы, Ван Боулы поднял руки и ещё раз посмотрел на живот. «Нет, моя идеальная фигура!» — скорбно взвыл он. «Как так вышло?» Ван Боулы попытался встать, но к его ужасу ничего не вышло. Он, затрясь от страха, словно уже чувствовал на своей коже холодное дыхание смерти. Как будто его медленно обступали толстые праотцы. Они улыбались, махали и звали его с собой. «Я просто хочу стать главным префектом! Разве я много упрошу? Почему у меня постоянно возникают какие-то сложности?» Что-то неразборчиво мыча. Он всё же сумел подняться на ноги и бросился к выходу. Его главный страх не сбылся. К его несказанному облегчению ему удалось протиснуться в дверь. Если бы он застрял, ему бы пришёл конец. К счастью, поздно ночью никто не заметил возни у пещеры Бессмертного. В противном случае случайные свидетели этой сцены подумали бы, что на территорию острова проникло чудовище. Подгоняемый страхом, Ван Боулы вовсю мочь опять начал бегать вокруг острова, только в этот раз это не дало результатов. В панике он прибежал на тренировочную площадку и с облегчением выдохнул, там никого не оказалось. Вот только ни безумное поднятие тяжестей, ни добавление веса практически никак ему не помогли. В итоге пришлось признать неэффективность силовых тренировок. «Небеса, что делать?» Ван Боулы утер пот и, наконец, решил обратиться за помощью к духовному интранету. Быть может, там найдутся советы, как быстро сбросить вес. Всемогущий духовный интранет был до отказа забит разнообразной информацией, но это не остановило целеустремленного толстяка, который хотел только одного – как-то сбросить вес. Толстяки, как ястребы, находили потенциально полезные советы по похудению даже в самых обычных новостях и заметках. К примеру, ему на глаза попался комментарий о лавовой палате факультета боевых искусств. «Лавовая палата факультета боевых искусств – это настоящий ад. Находиться там – сущая пытка. Пропотел там, как свинья. Такое ощущение, что она служит не для тренировок, а для наказания. После пяти минут я потерял полкилограмма. До сих пор мурашки по кожу от воспоминаний об этом месте». При виде критики лавовой палаты в духовном интранете дыхание Ван Болы участилось, а в глазах появился нездоровый блеск. «Лавовая палата! Вот она!» Ван чувствовал себя утопающим, которому протянули спасительную соломинку. Посмотрев на гору боевых искусств вдалеке, он со всех ног помчался туда. В лунном свете задержавшиеся допоздна студенты могли увидеть массивную тень со свистом несущуюся по дороге и услышать странное бормотание. «Я хочу похудеть!» Глава 17. Главные задиры факультета боевых искусств Будучи самой популярной тренировочной зоной факультета боевых искусств, лавовая палата приносила стабильный доход. Её уникальность заключалась в магмовом плюме, поднимающемся со дна озера Зеленолесья до самой горы. В исторических хрониках первые упоминания озера появились тысячу лет назад, раньше на этом месте располагался знаменитый вулкан. В результате естественных геологических процессов за тысячу лет образовалось озеро Зеленолесья, под ним скрывался магмовый плюм, который впоследствии открыла Дао Академия Эфира, когда решила здесь обосноваться. Только с началом эры духовного истока появились средства для перенаправления магмы и создания лавовой палаты факультета боевых искусств. Издалека это место напоминало голову огромного чудовища, между бровями зверя полыхал огненный тотем, который не газ даже ночью. Если пройти через пайз зверя и углубиться внутрь горы факультета боевых искусств, то можно обнаружить сотни запечатанных комнат для культивации, каждая из них была оснащена магической формацией. В момент её активации поток магмы направлялся таким образом, чтобы быстро поднять температуру в комнате для культивации. Обычно те, кто мог попасть в лавовую палату, обладали культивацией великой завершенности ступеницы и крови. При такой высокой температуре многие надеялись запечатать свои потовые поры, в надежде перейти на ступень физической печати. Всё-таки три ступени древних боевых искусств, по сути, закладывали фундамент и преследовали цель создать тело без изъянов, вне зависимости от того, в каком состоянии человек начинал занятие культивацией. Кровавый ци давал жизненную силу, позволяющую смертному пережить невероятные метаморфозы, которые произойдут с телом в ходе культивации. Ступень физической печати преследовала цель запечатать все потовые поры на теле человека, изолирование тела от окружающего мира не только делало его самодостаточным, но и предотвращало утечку кровавого ци. После достижения тщательного контроля, человек становился намного сильнее, чем на ступени ци и крови, к тому же теперь он мог без проблем начать двигаться к ступени укрепления пульса. Лавовая палата серьёзно помогала в достижении прорыва именно благодаря таким особым свойствам ступени физической печати. В теории, если человек был серьёзно настроен и не боялся смерти, то в лавовой палате он мог открыть магмовый плюм и поднять температуру достаточно высоко, чтобы добиться одного из двух исходов. Свариться там заживо, либо пробиться через ступень ци и крови на физическую печать. Вот только такие смельчаки нечасто туда захаживали. Среди студентов впечатляющим результатом считалось два часа в комнате. Даже Джои Файн сумел просидеть там только шесть часов. За тридцать с лишним лет эры духовного истока лишь один студент вошёл в историю Дао Академии Фюра. Он заперся в лавовой комнате на три дня и три ночи, тем самым поставив рекорд, который до сегодняшнего дня никому не удалось побить. Этим человеком был прошлый президент федерации. По легенде, после выхода из лавовой палаты он произнёс фразу, ставшую крылатой в Дао Академии Фюра. Его знаменитые изречения многие повторяли до сих пор. «Я постигаю Дао». Глубоко за полночь массивная фигура Ван Боулэ катилась прямо к зёву огромного зверя. Днём в лавовой палате было очень людно, но даже ночью примерно 90% комнат для культивации были заняты. На информационной панели снаружи специальными огоньками помечались занятые комнаты. Сейчас всем из них не горели. Как ни странно, входа не было охраны. Тем не менее, студенту требовалась идентификационная карточка Дао Академии, чтобы попасть внутрь. Плата за использование палат взималась через ту же карточку. Ни один студент не смел не выплатить долг верзилам, практиковавших древние боевые искусства. На входе в лавовую палату стояли студенты, но Ван Боулэ промчался мимо так быстро, что они лишь почувствовали, как им в лицо ударил порыв ветра. Некоторые успели мельком разглядеть прокатившийся мимо красный шар. Не успели они толком разглядеть его, как шар скрылся внутри. Я только что видел красный шар. Выглядел знакомо. Кажется, я где-то его уже видел. Несколько студентов факультета боевых искусств собирались покинуть лавовую палату, но тут они ошеломленно переглянулись. Ван Боулэ недооценивал свою популярность. Ван Боулэ! Он опять потолстел? Не услышав их крики, Ван Боулэ влетела внутрь горы через пасть зверя, где быстро нашел пустую комнату для культивации. Он открыл дверь идентификационным нефритовым кулоном и с трудом протиснулся внутрь. С облегченным вздохом он запер дверь. Гладя соднящий живот, Ван Боулэ невесело подумал, будь я еще толще, то не пролез бы в дверь. Комната для культивации оказалась площадью в 10 квадратных метров. Другим студентам она казалась довольно просторной, но севший на пол Ван Боулэ сразу почувствовал себя как в клетке. Это усилило чувство подавленности. Рука неосознанно потянулась за пачкой снеков, но тут он с ужасом осознал, что в спешке не взял ни одной с собой. «Я хочу похудеть!» Скрижища зубами, Ван Боулэ какое-то время разбирался с тем, как управлять магической формацией. Наконец он активировал ее. Сначала пол, а потом и вся комната быстро нагрелись, за исключением места, где он сидел, все остальное начало медленно краснеть. При такой высокой температуре Ван Боулэ стало тяжело дышать, несмотря на присутствие в комнате вентиляции. Обливаясь потом, он был вынужден начать размеренно дышать. Другие студенты пытались запечатать все свои потовые поры. Ван Боулэ делал обратное. Он старался расслабиться, чтобы они все открылись и вбирали в себя жар. «Этого недостаточно!» Ван Боулэ утер пот со лба. В попытке растопить духовный жир он поднял температуру. В комнате стало еще жарче, но этого показалось мало, поэтому он выкручивал мощность, пока от жара не начали краснить стены. Его губы потряскались, внутренние органы готовы были прожариться до хрустящей корочки. Тем не менее, Ван Боулэ с восторгом отметил, как под воздействием жара, проходящего через поры, начал топиться духовный жир. «Хвала небесам!» Оставив температуру на этом уровне, Ван Боулэ закрыл глаза. Топить духовный жир было настоящей пыткой. С такой жуткой температурой от него валил пар, и все же он стискивал зубы, чувствуя уменьшение количества жира. Два часа спустя Ван Боулэ все еще терпел дьявольский жар. Это продолжалось четыре часа, потом шесть, пока на улице не посветлело. В лавовой палате факультета боевых искусств всегда находились студенты. Каждое утро на входе выстраивалась очередь. Никто никуда не спешил, ведь внутри имелось более ста комнат. Обычно в них не задерживались более двух часов. Вскоре очередь начала двигаться, чтобы убить время, ожидающие болтали, периодически поглядывая на панель с огнями. Когда какой-то из них гас, это означало, что один из студентов освободил комнату. С раннего утра до позднего вечера внутрь постоянно входили студенты. Среди тех, кто долго сидел в очереди, нашелся особо наблюдательный. Он-то и заметил одну странность. «Сколько здесь стою? Огонек комнаты 39 ни разу не погас. Может, это видел?» Один студент задал этот вопрос из чистого любопытства, но остальные, прокрутив в голове день, внезапно поняли, никто из них не видел, чтобы огонек этой комнаты гас. Это слегка переполошило студентов у входа в лавовую палату, а они пронаблюдали за панелью два часа. К их несказанному удивлению, огонек так и не погас. «Ребята, только посмотрите на комнату 39! Небеса! Я уже слежу за ней 4 часа, она по-прежнему занята! Готов поклясться, огонек горел и днем!» «Ты серьезно? Может, у вас галлюцинации? Такого просто не может быть!» Джои Фань поставил рекорд, проведя в одной из комнат 6 часов. Эта странность разожгла в студентах интерес. Вместо занятий культивации они расположились снаружи лавовой палаты, чтобы понаблюдать за панелью. С каждым часом у них все больше округлялись глаза, поздно ночью у входа в лавовую палату собралась внушительная толпа студентов, и она продолжила расти. Около сотни студентов с разинутыми ртами смотрели на панель, они выглядели так, будто видели нечто совершенно невероятное. Пока одни строили догадки, другие посылали голосовые сообщения друзьям. Вскоре об этом заговорили в духовном интранете. «В лавовой палате факультета боевых искусств сейчас культивируют какой-то монстр! По моим прикидкам, этот человек провел в комнате 39 больше 12 часов! Он побил рекорд Джои Фаня!» Это обсуждение привлекло внимание студентов всех факультетов острова Нижней Академии. Многие были всерьез удивлены, особенно те, кто знал об истории знаменитой лавовой палаты. Только один человек провел там больше 12 часов. Погасни этот огонек сейчас, тогда многие восприняли бы это как нечто само собой разумеющееся. Вопреки ожиданиям, он продолжал гореть до самого рассвета. Шумиха, поднятая студентами острова Нижней Академии, привлекла внимание преподавателей. Больше никто не входил в лавовую палату, все толпились снаружи, взгляды всех присутствующих были прикованы к огоньку комнаты 39. «Небеса, прошло почти два дня! Он собирается побить рекорд бывшего президента Федерации? Как его зовут? Я заплачу 10 духовных камней за любые сведения! Как только все подтвердится, вы получите свои деньги!» Похожие предложения делались не только у лавовой палаты, но и в духовном интернете. Наконец, несколько студентов факультета боевых искусств, которые выходили из лавовой палаты две ночи назад, оставили пару сообщений. В комнате 39 лавовой палаты находится Ван Бо Лес факультет от хармического оружия. «Клянусь, я видел, как он прокатился мимо нас в красном халате!» Студенты остальных факультетов довольно скептически отнеслись к этому заявлению, а вот студенты на факультете боевых искусств, кто уже имел счастье сталкиваться с ним, особенно Джо и Фань с друзьями, в ярости бросились к лавовой палате. «Ван! Чёртов толстяк! Вместо горы счастливого предвестия факультета укоротителей зверей, три грамма восьми сокровищ факультета ловушек или башни льда факультета рунических формаций, ты выбрал именно наш! Никак не можешь оставить наш факультет в покое!» По их мнению, происходящее было прямым продолжением двух тренировочных провокаций Ван Боула. Глава восемнадцатая. Ступень физической печати. Пока на острове Нижней Академии царила возбуждённая атмосфера, а Джо и Фань с товарищами сгорали от ярости, Ван Боула после двух суток в лавовой палате всё ещё обливался потом. Комната перед глазами плыла, каждый вдох давался с большим трудом, а он был на пределе. Внутри комнаты стояла чудовищная температура, испарявшийся пот заполнил всё помещение паром. «Я сейчас сварюсь!» – в страхе подумал Ван Боула. Он действительно боялся свариться здесь заживо и стать посмешищем всей Дао Академии. Некоторые люди в этом мире отличались пугающим упрямством. Те, кто следил за своим весом. Во время похудения они чувствовали такую радость, отчего результаты становились ещё заметней. Особенно это касалось тех, кто мог свободно сбросить вес в короткий срок. Ван Боула был одним из таких. И всё же ему с трудом удавалось подавлить страх, Ван Боула и вправду боялся перегреться и умереть. Но при виде уменьшившегося живота после двух суток в этом аду, его захлестнула волна радости. «Плевать! Либо я тут умру, либо похудею!» Ван Боула стиснул зубы и ударил кулаком по управляющему элементу магической формации, температура вновь резко подскочила. Воздух во всей комнате пошёл рябью, тело Ван Боула было как в огне, каждый вдох больно обжигал горло. Ощущение было такое, будто он горёл одновременно внутри и снаружи, ему удалось столько продержаться только благодаря огромным запасам духовного жира. В ходе его топления высвобождаемая духовная энергия напитывала плоти кровь. С такой подпиткой Кровавый Ц становился плотнее, особенно после того, как он поднял температуру. Кровавый Ц окутал его красным сиянием, интенсивность этого свечения вызывала удивление. Могучий Кровавый Ц излучал ауру куда сильнее, чем у других людей на этой же ступени, возможно, дело было в поглощаемом им обжигающем жаре. Перед посещением этой комнаты Ван Боула находился на великой завершенности ступени Ц и Крови, а после двух дней в аду Кровавый Ц достиг предела возможности человеческого тела. Он находился в одном шаге от ступени физической печати. Прорыв мог произойти в любой момент, но Ван Боула специально оттягивал этот момент, держа тело на ступени Ц и Крови, на волоске от ступени физической печати. Делал он это потому, что на новой ступени тело отрезалось от внешней среды, тем самым образуя два мира – внутри и снаружи тело. И если это произойдёт, то план по похудению провалится. Именно эта мысль помогала ему держаться. Ван Боула всего трясло, с другой стороны жир продолжал сжигаться. Пока он страдал в комнате для культивации, толпа снаружи росла. Удивлённые вскрики и возголосы уже стали обычным делом. «Три! Три дня! Может, Ван Боула уже отбросил коньки? Слишком долго! Небеса, он что, хочет совершить прорыв?» На фоне оживлённой толпы выделялись Джо и Фань с товарищами. Их гнев перерос в уныние. С фактами тяжело было спорить. Всего один человек сумел продержаться в лавовой палате три дня. Обсуждения Ван Боула взорвали духовный интранет. Некоторые начали ставить на то, сумеет ли Ван Боула побить рекорд бывшего президента федерации. За горячими дискуссиями и спорами незаметно пролетел день. На улице стемнело. Несмотря на поздний час, у лавовой палаты всё равно толпились люди. Среди них нашлись студенты, которые деловито развернули оборудование и начали прямые трансляции. Веснушчатый юноша с продолговатым лицом и прической в даоском стиле держал записывающее устройство высоко над головой и с блеском в глазах вёл трансляцию. Чистое небо, спасибо за пещеру бессмертного. Пепел, спасибо за воздушный корабль. Народ, с вами стример Маленький Даос. Ваша поддержка – моя главная мотивация. Думаю, уже можно начинать отсчёт. Мы станем свидетелями исторического момента. Как только взойдёт солнце, Ван Боула побьёт прошлый рекорд. Присылайте свои подарки. Если сегодня кто-то подарит вашему покорному слаге ракету, я в лепёшку разобьюсь, но выясню, как Ван Боула удалось продержаться там целых три дня. Той ночью от лавовой полоты велось сразу несколько прямых трансляций. Духовный интранет бурлил от восторга, юноша, назвавшийся Маленьким Даосом, всю ночь вёл эфир, словно не чувствовал усталости. С первыми лучами зари красный как томат Ван Боула достиг предела, его качало из стороны в сторону. Как же тяжело худеть! Ван Боула был вынужден признать, что больше не мог держать себя на ступенице и крови, и с горла вырвался протяжный вопль, в то время как из тела послышался рокот, похожий на барабанную дробь. Рокот растревожил поглощающее семечко, невероятная сила притяжения начала втягивать в себя жар комнаты, отчего температура тела поднялась ещё выше. Вокруг закружился пар, в то время как у него на глазах таял духовный жир. Потовые поры быстро закрылись, в этот самый миг его внутренности оказались отгорожены от окружающего мира. Тем временем снаружи подошла к концу четвёртая ночь. Огромное количество столпившихся у лавовой палаты студентов были потрясены до глубины души. Если верить огоньку, то человек в комнате 39 побил рекорд Дау Академии Эфира, за происходящим следили даже учителя. О горячих дебатах в духовном интернете и говорить не стоило. Прошло уже три дня и четыре ночи, Ван Боулэ установил новый рекорд. Он побил рекорд бывшего президента федерации. Из толпы раздавались возгласы ведущих трансляций, особенно громко кричал юноша с продолговатым лицом. Держа записывающее устройство над головой, он вопил во всё горло. Народ, вы это видите? Ван Боулэ побил прошлый рекорд. Как по мне, такой знаменательный момент надо отпраздновать подарками. Я повторюсь, если я получу ракету, то выведу его секрет. Пока снаружи лавовой палаты стоял голдёж, огонёк комнаты 39 внезапно погас. Кто-то это заметил и воскликнул. Посмотрите, погас! Ван Боулэ сейчас выйдет! Маленький Дао с блеском в глазах пробился на передний край толпы. Не забывая о своей трансляции, он прокричал. Ван Боулэ вот-вот появится! Народ, у кого-то есть ракета? Взгляды всех собравшихся были направлены на вход в лавовую палату. Студенты, смотревшие трансляцию, тоже с нетерпением ждали его выхода. Как вдруг из пасти зверя людям в лицо ударил поток раскалённого воздуха, все почувствовали, как поднялась температура. Жарко как! Должно быть, открылась комната 39 и выпустила поток горячего воздуха! Горячий воздух ещё сильнее взвинтил ожидания толпы. Наконец, в зёве зверя показался толстячок, медленно переставляя ноги и держась одной рукой за стену. Когда его наконец смогли разглядеть, то люди почувствовали давление, превосходящее ступень ци и крови. Это был Ван Боулэ. Он сильно похудел с тех пор, как вошёл в лавовую палату, правда сейчас выглядел бледным и ослабленным. При этом его аура излучала неописуемое давление, которое чувствовали все собравшиеся. Аура была результатом закрытия тела от внешней среды, люди отчётливо ощущали ступень физической печати. Спустя несколько дней после прорыва эта аура пребывала в активной фазе, а потом успокаивалась и становилась незаметной. С появлением Ван Боулэ толпа снаружи лавовой палаты взорвалась криками. «Это аура! Он совершил прорыв! Ступень физической печати! Его тело изолировано от окружающего мира! Это точно ступень физической печати!» Ван Боулэ явно не ожидал встретить на выходе целую толпу. У него всё ещё гудела голова. Сильная слабость после экстремального похудения никуда не делась, к тому же после такой страшной пытки он был морально измотан, поэтому вид огромной толпы ввёл его в ступор. Студианты, ведущие прямые трансляции, бросились к нему, особенно маленький Даос. Он первым подскочил к Ван Боулэ. Не сдерживая своего восторга, он поднял устройство записи повыше, чтобы в кадр влез Ван Боулэ. «Народ, посмотрите!» — радостно воскликнул он. «Это наш собрат-студиант Ван Боулэ. Его лицо не влезает в кадр, слишком уж оно большое. Но вы продолжаете прислать подарки! Те, у кого нет подарков, подписывайтесь на мой канал!» Маленький Даос с блеском в глазах восторженно посмотрел на Ван Боулэ. Ему не было никакого дела до его статуса или чувств. Он прекрасно понимал, что в прямом эфире Ван Боулэ явно не станет высказывать своё раздражение. Ван Боулэ ещё не до конца пришёл в себя. Сперва он покосился на надоедливого юношу, а потом на количество зрителей и подарков на экране записывающего устройства. По его усталому лицу промелькнуло презрение. «Вот так ты ведёшь трансляцию! С такой крохотной популярностью тебе не получить много подарков! Всего две ракеты? Или это ты сам себе их прислал?» Престужённый маленький Даос попытался сменить тему. «Ребята, как вам кажется, Ван Боулэ красавчик или нет? Если вы согласны, оставьте в чате один, если нет, то два! Ты что, совсем новичок? Кто ж так делает?» Процедил Ван Боулэ. Он нахмурился, выхватил записывающее устройство и громко заявил. «Братья, если вы считаете меня красавчиком, ставьте в чате один! Если считаете меня нетразимым, ставьте два! Те, кто ничего не напишет, автоматически соглашаются, что я самый привлекательный парень во вселенной!» Маленький Даос поражённо застыл, на экране замелькали сообщения, чаще всего зрители писали «Бестыжий!» Ван Боулэ самодовольно посмотрел на маленького Даоса. «Видишь, сколько комментариев? Братья, если вы пришлите ракету, маленький Даос проведёт два часа в ловой палате! Чем больше ракет, тем дольше он там просидит!» Спустя всего несколько секунд в чате промелькнуло больше двадцати ракет. Маленький Даос в ужасе застыл. Покрывшись холодным потом, он хотел попытаться объясниться, как вдруг Ван Боулэ швырнул ему записывающее устройство. «Видишь, вот как надо просить подарки!» Ван Боулэ завёл руки за спину, крайне довольный экспромтом. «Как ты посмел назвать моё лицо большим?» Фыркнув, подумал он и двинулся прочь через ошеломлённую толпу. Маленький Даос остался стоять со своим записывающим устройством, по щекам бежали слёзы. В чат присылались всё новые ракеты. Глава девятнадцатая. Техника захвата великой пустоты. После трёх дней и четырёх ночей пытки в лавовой палате, Ван Боулэ заметил одну странность. Все, как один встреченный на пути к пику дхармического оружия студенты, таращились на него. Побитый им рекорд произвёл настоящий фурор. С этого момента за ним начали следить и учителя Нижней Академии. Ещё не успел закончиться первый учебный год, и хотя были те, кто совершил прорыв быстрее, но Ван Боулэ определённо произвёл на многих неизгладимое впечатление. К тому же целая череда связанных с ним событий сделала его фигуру ещё более обсуждаемой в духовном интернете. Все учащиеся острова Нижней Академии, будь то новые студенты или их старшие товарищи, хотели узнать о нём побольше. На пути домой Ван Боулэ зашёл в духовный интернет. Он хотел узнать, что нового произошло за время его отсутствия. «Я просто хотел немного похудеть, а в итоге опять устроил сцену». С горечью подумал он. «Это всё моя необычайность. Дальше так не пойдёт. Я хочу стать президентом федерации, поэтому нельзя привлекать к себе внимание». Сухо покашляв, Ван Боулэ вошёл в пещеру бессмертного, там он достал бутылку духовной ледяной воды и сделал большой глоток. Ему сразу стало намного лучше. «Терять вес непросто». Вспомнив о пережитых муках, Ван Боулэ со вздохом достал пакетик со снэками. В пещере бессмертного послышался громкий хруст. «Надо держаться на стороже. Нельзя опять растолстеть. Слишком уж тяжело худеть». Раз за разом мысленно напоминал себе Ван Боулэ. От воспоминания о чудовищных температурах в лавовой палате он поёжился и потянулся за очередным пакетиком. «Ни в коем случае нельзя больше толстеть», принял решение Ван Боулэ. Проведя всю вторую половину дня за уплетением снэков, он довольно погладил живот и задумался над проблемой частоты духовных камней. После безумного поглощения духовной энергии частота последнего духовного камня достигла 85%. В поисках информации он отправился в духовный интранет. Изучив немало нового материала, он был уверен, что в будущем его контроль над процессом возрастёт. Он планировал регулировать скорость потока духовной энергии, пусть это и могло немного замедлить переплавку. Такой тщательный контроль процесса предотвращал внезапное образование духовного жира. Разобравшись с этой проблемой, Ван Боулэ почувствовал, будто гора свалилась с плеч. Титул главного префекта, казалось, находился на расстоянии вытянутой руки. Движимый необузданным желанием его заполучить, он вновь взялся за повышение частоты духовных камней. К несчастью, счастливые деньки вскоре подошли к концу. Всего месяц спустя Ван Боулэ с горечью осознал, что опять натолкнулся на стену. Ему никак не удавалось пробиться выше 86% частоты. Это была уже вторая стена. Ван Боулэ достал чёрную маску и после непродолжительных колебаний всё же активировал мир иллюзий. И вновь он вернулся на заледенелые пустоши, обдуваемые холодными ветрами. Ван Боулэ взглянул на маску в руках, сколько он не буравил её взглядом, текст об очищающей пилюле никуда не делся. Ничего не изменилось. Странно, может она хочет, чтобы я произнес это вслух? Ван Боулэ почесал затылок, а он вспомнил, что в прошлый раз маска отреагировала на его бормотание себе под нос. О, маска, скажи, существует ли способ пробиться через стену на отметке 85% частоты духовных камней, и достичь 90% и выше. Ван Боулэ не сводил глаз с чёрной маски, пару секунд спустя письмена на ней затуманились, а следом и вся маска. Мгновением позже на ней проступили новые слова. Внутри точно кто-то есть? У Ван Боулэ перехватило дыхание. На маске он прочёл «Техника захвата великой пустоты». Прочтя текст ниже, Ван Боулэ остолбенел. В ответе маски не было ни слова о пилюлях. На маске описывалась техника культивации, похожая на боевое искусство. Такие боевые искусства имели широкое распространение в Дао Академии Фюра, особенно многое имелось у факультета боевых искусств. Существовало множество техник захвата, поэтому в ней не было ничего удивительного. Растерявшись, Ван Боулэ перечитал текст. Согласно описанию, стена возникла из-за неполного слияния поглощающего семечка с телом Ван Боулэ, поэтому у него ничего и не получалось. Техника захвата являлась лучшим методом для ускорения слияния поглощающего семечка с телом. После культивации техники возрастёт сила притяжения, при этом он сможет интуитивно рассеивать её в любую часть тела и поглощать по желанию. Таким образом он пробьётся через стены 85% частоты и достигнет совершенства. «Первое атакующее движение — это просто залома пальцев?» — Ван Боулэ моргнул. Будучи неглупым молодым человеком, он не нашёл в технике захвата великой пустоты ничего сверхъестественного. Он поднял руку и несколько раз попытался схватить пустоту. Немного попрактиковавшись, он создал мужчину при помощи мира иллюзий. Его лицо было размытым, а культивация находилась на ступенице и крови. Стоило ему появиться, как он бросился на Ван Боулэ, тот тоже ринулся вперёд. С силой и скоростью физической печати он ударом кулака заставил противника отступить, а потом молниеносно сократил дистанцию и схватил его ладонь. Найдя пальцы оппонента, он попытался выгнуть их в обратную сторону. «Слишком мягко!» — пробормотал Ван Боулэ. Маска внезапно вспыхнула чёрным светом, в этот же миг мир иллюзий затуманился, послышался треск. «Что происходит?» — Ван Боулэ в панике отскочил назад и закрутил головой. Промозглый ветер стал холоднее, живность вдалеке тоже теперь выглядела по-другому, пока Ван Боулэ крутил головой, сотворённый им противник всё ещё оставался на ступенице и крови, но сейчас он выглядел совершенно иначе. Он бросился на Ван Боулэ с явной жаждой убийства, внешне он никак не изменился, и всё же Ван Боулэ он показался другим. Не имея времени на размышления, он выбросил вперёд руку, на что его противник в какой-то необъяснимой манере парировал кулак. Рука Ван Боулэ онемела и лишилась силы, жжётые пальцы расслабились. Тем временем его оппонент воспользовался ситуацией и схватил палец Ван Боулэ, после чего резко рванул вверх. «Больно! Стой, стой, стой же!» Тело Ван Боулэ пронзило невыносимую боль, у него на лбу выступила холодная испарина, а из горла вырвался полный боли крик. В результате этой атаки его тело, казалось, лишилось всей силы. После крика Ван Боулэ созданный им мужчина отпустил палец и отошёл несколько шагов назад. Всё это время он невозмутимо смотрел на своего создателя. Подняв глаза от пальца, Ван Боулэ со страхом в глазах посмотрел на мужчину. Его не покидало ощущение, будто всё это устроила чёрная маска. Со смесью гнева и раздражения он прорычал. «Что такого особенного в заломе пальцев? Я просто не успел приготовиться! Ещё раз!» Мужчина послушно бросился вперёд. В этот раз Ван Боулэ был готов. Вместо удара кулака он атаковал ногой. После того, как оппонент уклонился, он ударил кулаком ему в голову. Но тут произошло нечто странное. Ван Боулэ явно захватил преимущество атакой, вынадив соперника уклониться, как вдруг тот использовал какую-то странную силу притяжения. Словно невидимое рука она схватила руку Ван Боулэ и дёрнула в сторону, что изменило траекторию его кулака. Крутанувшись, его противник опять схватил Ван Боулэ за палец и резко отогнул. Тело пронзило знакомая боль, вынудив его прекратить поединок. Он чувствовал небывалое раздражение, выгибание пальцев было слишком болезненным. Даже Ван Боулэ, тому, кто постоянно попрекал людей в отсутствии стыда, эта атака показалась верхом бесстыдства. Невозможность использовать свою силу, пока твой противник пытался взломить тебе пальцы, это чувство сводило с ума. Ещё раз! Бледный Ван Боулэ чуть приободрился. В этом поединке он решил вообще не использовать руки. Вскоре его опять схватили за палец. От боли у него начали подгибаться ноги. Пока его соперник заламывал палец, он про себя думал. «Небеса! Хватит надо мной издеваться! Я всё это время прятал руки, но ты как-то умудрился заломить мне палец! Ай, больно!» Из глаз Ван Боулэ брызнули слёзы, но глубоко внутреннего оклокотала ненависть. Его эмоции вышли из-под контроля. Созданный мужчина находился на ступени цуи крови, тогда как он на ступени физической печати. Но тому каким-то образом раз за разом удавалось заламывать его пальцы, ноющие боль, ярость и бессилие довели его до бешенства. «Да как так-то? Ещё раз!» Стеснув зубы, Ван Боулэ вновь пошёл в атаку. Шло время. В мире иллюзий практически не затихали страдальческие вопли Ван Боулэ. Они становились всё пронзительнее и громче, пока день спустя Ван Боулэ не вернулся в свою пещеру бессмертного. Он давно не чувствовал такой слабости. Он прилёг на кровать и в слезах посмотрел на пальцы. «Небеса! Одной техники залома пальцев уже достаточно, но ещё это сила притяжения. От такого никак не уклониться. Надо выучить это движение. Оно очень сильное!» Ван Боулэ уже понял, что вспышка чёрной маски изменила созданного им мужчину таким образом, чтобы тот использовал против него технику захвата великой пустоты. В противном случае не получилось объяснить силу притяжения. Она появлялась прямо как было указано в описании первого движения техники захвата великой пустоты. Сила притяжения будет действовать как чёрная дыра, как только поглощающая семечко распространится по всему телу. На собственной шкуре, испытав эффективность техники захвата великой пустоты, Ван Боулэ был всерьёз заинтригован. По его мнению, она могла не только решить проблему с чистотой духовных камней, но и стать оружием в его арсенале боевых искусств. С этой мыслью он уснул, но даже во сне его мозг продолжил работать и анализировать прошедшие сутки. На рассвете Ван Боулэ быстро подкрепился снэками и вернулся в мир иллюзий. День за днём иллюзорный мир сотрясали дикие вопли, их количество не только не снизилось, наоборот, он стал кричать даже чаще. Ван Боулэ всё лучше приносил боль, поэтому время на отдых постепенно сокращалось. В итоге созданный мужчину заламывал пальцы ещё чаще. Больно! Небеса, кто создал эту технику? Ты мне чуть палец не сломал! Даже будучи крайне упертым человеком, Ван Боулэ оказался на пределе. После всех этих тренировочных поединков он был на грани безумия, нередко сокрушаясь по поводу наличия у человека пальцев. Наконец он нашёл решение. Побромотав немного над маской, он создал тренировочного партнёра послабее. Он отличался от мужчины с размытым лицом, поэтому его ждала судьба груши для битья. Каждый раз, как ему заламывали палец, он устраивал поединок с ним в попытке выместить всю боль и гнев, заламывая ему пальцы. Получив отдушину для раздражения, Ван Боулэ протянул ещё месяц тренировок. В итоге он был вынужден признать, что груша для битья перестала давать такую же разрядку, как в начале. Она стала слишком слабой и медленной. Схватки со слабым противником не помогали избавиться от стресса и никак не улучшали его боевые показатели. Но самое важное, груша для битья не кричала. Как бы он ни выгибал или заламывал пальцы, но его жертва сохраняла бесстрастное выражение лица. Ван Боулэ больше не мог это терпеть. За несколько месяцев и огромное количество поединков он многому научился у мужчины с размытым лицом. Ему не терпелось дать другим почувствовать то, что на ежедневной основе приходилось переживать ему. Первой его мыслью был бойцовский клуб. Глава двадцатая. Бойцовский клуб. Тренировки с грушей для битья никак не развивают мою технику захвата. После очередной тренировки, в ходе которой ему заламывали пальцы, раздосадованный и обессиленный Ван Боулэ покинул мир иллюзий. А распечатав пакетик со снэками, он после недолгих размышлений решил покинуть пещеру Бессмертного, продолжая жевать на ходу. Его целью был город Эфира, Ван Боулэ остро не хватало настоящего боевого опыта. Созданный им мужчина чуть не свел его с ума, с другой стороны это показало, насколько техника захвата великой пустоты эффективна в схватке, пусть она и использовала грязные приемы. Единственный способ овладеть ей и не подвергать свои пальцы пытке – сразиться с настоящим противником. Только так можно поднять уровень мастерства, поэтому ему сразу же пришел в голову бойцовский клуб, куда он и направлялся. Проходя мимо магазина игрушек, он внезапно затормозил и решил туда заглянуть. Его посетила идея, оттуда он вышел уже не в форме ученика Академии, а в другой одежде и с заячьей маской. «Я особый студент Дао Академии, лучше не привлекать к себе излишнее внимание». По мнению Ван Боулэ он достаточно подстраховался. Пробежавшись пальцами по маске за пазухой, он довольно улыбнулся. Эта маска ему сразу понравилась. В его голове уже стояла картина той комбинации уникальностей и свирепости, которую приобретет его образ, как только он наденет маску. Сложив руки за спиной, Ван Боулэ двинулся к бойцовскому клубу. Во всех 17 главных городах Федерации имелись такие клубы. С огромной площадью, там могли проводиться сразу множество боев на отдельных платформах, и в далеком прошлом и в эру духовного истока рукопашные схватки были популярным видом спорта. С приходом эры духовного истока и расцвета древних боевых искусств, человечество открыло для себя культивацию, поэтому рукопашный бой как вид спорта приобрел огромную популярность Федерации. Со временем появилось превеликое множество экспертов различных школ древних боевых искусств, и днем и ночью бойцовский клуб оставался самым оживленным и шумным местом города. Город эфира не был исключением, в чем почти сразу убедился Ван Боулэ. Овальное здание, издали напоминавшее огромный кулак, а вблизи римский колизей, имело открытую крышу, откуда доносились крики и рев толпы. «Ну же, давай подеремся еще раз! Кто-то еще хочет бросить мне вызов? Победитель заработает десять духовных камней!» Воинственные крики и радостный гул толпы привлекали внимание прохожих. Некоторые замирали на месте, другие входили в клуб, желая испытать себя. Все эти крики и рев толпы еще сильнее раззадорили Ван Боулэ, по непонятной причине его захлестнула волна восторга. Ускорив шаг, он вошел в клуб, где на него тут же обрушился шквал голосов. Внутри массивного зала было очень шумно, причем само помещение было настолько огромным, что Ван Боулэ со входа не мог разглядеть, где оно заканчивается. В самом центре главного зала он увидел гигантский кристальный шар шириной около 300 метров, это первое, что бросалось в глаза входящим. Вокруг него стояли люди в нарядах разных фасонов и расцветок, одни о чем-то разговаривали между собой, другие изучали какую-то информацию в кристальном шаре. В остальной части главного зала было очень людно, гул голосов создавало впечатление, будто это был не бойцовский клуб, а оживленный рынок. В этом зале Ван Боулэ заметило множество дверей, некоторые были заперты, другие настиж открыты, как только в них кто-то проходил, они тут же закрывались. Похоже, в них разрешалось заходить только по одному. Это место просто огромное! Ван Боулэ перехватило дыхание. Снаружи он морально подготовился, но все равно не смог сдержать восхищение при виде строения изнутри. Потолкавшись в толпе и наведя справки, он узнал о существовании трех этажей. На первом располагался главный зал, на втором находилась боевая зона, третий... третий редко открывался для широкой публики. Обычно его использовали для проведения важного матча. Существовало два способа попасть на второй этаж, через один из четырех главных входов или же арендовать арену. Во втором случае человек мог принимать вызовы от бойцов на втором этаже, а также бросать вызовы другим. Множество дверей в главном зале были предназначены именно для этого. Первый способ был проще, но не давал необходимой уединенности. Второй был безопасным и приватным, но он стоил больше. Вне зависимости от способа, желающий должен был зарегистрироваться у кристального шара в центре главного зала и заплатить необходимое количество духовных камней. Любой другой на месте Ван Боулэ выбрал бы первый способ из-за меньшей цены, но студент хармического оружия, чьи долговые расписки принимались как настоящие деньги, мог об этом не беспокоиться. Он направился к шару со сложными за спиной руками. «Я пришел сюда попрактиковаться, заламывать пальцы. Духовные камни и прочее — это все мелочи». Эта мысль укрепила Веру Ван Боулэ в собственную уникальность. Он зарегистрировался в кристальном шаре, получил из него необходимую информацию, в том числе свод правил, и заплатил за аренду арены. После этого он нырнул в ближайшую открытую дверь. Сразу после проверки личности, которую он зарегистрировал в кристальном шаре, двери закрылись. «Уважаемый клиент», — прозвучил приятный женский голос. «Добро пожаловать в бойцовский клуб. Напоминание. Помните о сохранении анонимности в стенах нашего клуба. Если желаете, можете перед боем вскрыть лицо маской. Для перехода на арену четко дайте команду «Начать бой». Чтобы покинуть арену, скажите «Возврат». Голос объяснил правила клуба, и уточнил еще несколько важных вопросов. «Как тут все удобно устроено? Недурно? Очень недурно?» Ван Боулэ пришлось по вкусу устроиться бойцовского клуба. Пройдя по мягко освещенному коридору, он вошел в небольшую комнату. Внутри стояли кровать, стол, стул и зеркало. Это место явно предназначалось для отдыха. Вдобавок клиенты могли здесь переодеться или замаскировать свою личность, Ван Боулэ остановился в центре комнаты и сделал несколько успокаивающих вдохов. Он чувствовал себя генералом, отправляющимся на войну. «Здесь я, Ван Боулэ, впервые попрактикую залом пальцев на живом человеке!» Ван Боулэ достал из-за пазухи заячью маску, стоило ему надеть ее, как его аура изменилась. Милая заячья маска и округлое тело создавали редкий контраст, но Ван Боулэ очень понравился новый образ в зеркале. Вернувшись в центр комнаты, он посмотрел вверх и сказал «Начать бой!» Платформа подняла его через открывшийся потолок прямо на второй этаж бойцовского клуба, ему в уши ударил неистовый рев толпы. Перед Ван Боулэ находилась арена, окруженная прозрачным стеклом шириной в сотню метров. С этого места просматривалось огромное число зрителей, толпившихся вокруг похожих арен. На втором этаже находились сотни арен. Возможно, их было больше тысячи. На них постоянно шли бои, рев зрителей и крики бойцов сливались в какую-то какофонию. Большинство сражающихся носили маски, желая оставаться инкогнито. Ван Боулэ сделал глубокий вдох и осмотрелся, сердце бешено стучало в груди, незнакомая обстановка будоражила. Из свода правил, предоставленного кристальным шаром, он знал, что после аренды арены следовало установить предлагаемое количество духовных камней и ждать. В случае победы претендент получал оговоренную награду. К тому же разрешалось ограничивать культивацию претендента. В случае поражения претендент уплачивал хозяину арены такое же количество духовных камней. Участники также могли бросать вызов другим. Таким был бойцовский клуб. Здесь действовал запрет на убийство, вдобавок клуб уделял серьезное внимание защите анонимности своих клиентов и свободе выбора оппонентов. В случае нарушения правил, клуб молниеносно решал проблему. Едва сдерживая возбуждение, Ван Буоле установил 10 духовных камней в качестве награды за победу в поединке против него. Этим он рассчитывал приманить побольше желающих, тем самым увеличив интенсивность тренировки. Усевшись в одном из углов арены, он стал дожидаться оппонента. Спустя какое-то время никто так и не откликнулся на его предложение, несмотря на неоднократно бросаемые в его сторону взгляды. Многих настораживал вид Ван Буоле и установленная награда в 10 духовных камней. Это выглядело странно, особенно с учетом того, что на кону стояла внушительная сумма денег. «Сколько еще мне ждать?» Спустя пять минут Ван Буоле начал терять терпение, оглядевшись он решил покинуть арену и присоединиться к толпе. Раз никто не хотел принимать его вызов, значит следовало бросить вызов самому. «Начнем с чего-то полегче!» Ван Буоле проталкивался через людскую массу, пока не нашел застекленную арену, что предлагало награду в один духовный камень. Там в позе лотоса сидел крепко сложенный мужчина с проницательными глазами и культивацией ступенеца и крови. Его внимательный взгляд скользил по толпе, пока он не заметил Ван Буоле. «Зайчонок, иди сюда!» Позвал он и поманил его пальцем. «Дедуля покажет тебе пару приемчиков!» Ван Буоле встретил его взгляд, а потом запрыгнул на арену. Рядом столпилось немало народу, но практически никого не интересовали поединки такого уровня. Тем не менее, некоторых заинтриговало противостояние рослого мужчины с толстяком в заячьей маске. Как только Ван Буоле принял вызов, глаза мужчины загорелись. С диким хохотом он вскочил на ноги. В этот же миг культивация ци и крови поднялась до ступени физической печати. Здоровяк зловеще улыбнулся и кинулся на Ван Буоле. Толпа снаружи явно не ожидала такой резкой перемены в его культивации. «Обожаю этим трюком с понижением культивации заманивать к себе заячат вроде тебя! Сегодня я преподам тебе хороший урок!» — с хохотом заявил здоровяк. Излучая кровавые ци, он нанес удар ладонью по маске Ван Буоле. Тот инстинктивно вскинул руку и активировал поглощающее семечко, а потом использовал технику захвата, главный источник стресса последних недель. С появлением силы притяжения здоровяка потянуло вперед, траектория удара изменилась, а сам он запнулся. Ван Буоле почти удалось схватить его за руку, но у здоровяка была отличная реакция. С утробным рыком он крутанулся на месте и сделал шаг в сторону, чтобы уйти от захвата. «Он сумел уклониться!» — раздраженно подумал Ван Буоле и пошел на здоровяка, который судорожно втянул в легкий воздух. Почувствовав неладное, тот отскочил назад. С приглашенным рыком он обрушил на Ван Буоле шквал ударов, чтобы замедлить Ван Буоле. На арене бойцы стремительно обменивались ударами, это был первый настоящий поединок Ван Буоле. Здоровяк оказался отличным партнером для спарринга. Ван Буоле постепенно двигался все быстрее, с ходом схватки менялся и стиль его нападения. Прямо в бою он переживал настоящую метаморфозу, а в глазах появился азартный блеск, в то время как у здоровяка на лбу проступил пот. Он с удивлением отметил, что совсем неопытный толстяк совершенствовался прямо во время боя, ему пришлось запечатать поры, дабы остановить рассеивание кровавого ци. В обмен на это скорости силы возросли, но даже так он уступал Ван Буоле, который все еще излучал эманации ступеницы и крови. «Уроклятие!» — с тревогой подумал Здоровяк. «Откуда взялся этот заяц!» Он стиснул зубы и прыгнул вперед, выставив перед собой руку. Перенеся весь вес на эту руку, он попытался ей схватить Ван Буоле. Это была единственная техника в его арсенале. «Рука Вселенной!» — зрителей заинтересовала идущая на арене схватка. Многие удивленно вскрикнули при виде техники Здоровяка, как вдруг ситуация на арене резко изменилась. Пока к Ван Буоле приближалась рука и его глаза блеснули, в голове возник образ мучителя из мира иллюзий. Он сделал шаг вперед и попытался совершить захват. Здоровяк изменился в лице, когда под влиянием силы притяжения опять поменялась траектория удара. На этот раз он не сумел уклониться. Его палец схватил Ван Буоле и безжалостно заломил назад. Из горла Здоровяка вырвался дикий вопль. Его затрясло, ноги начали подгибаться. Он попытался вырвать руку, но у Ван Буоле была железная хватка. К тому же сила притяжения делала попытки вырваться бессмысленными, мысленно проклиная толстяка, на чем свет стоит, а он закричал не своим голосом. «Ай, больно! Пусти! Сдаёшься?» С довольной улыбкой спросил Ван Буоле. Жалкий вид Здоровяка напомнил ему себя во время тренировок. Больно заламывая палец, он чувствовал, что соперник находится в его власти. Это чувство опьяняло. В этот момент он влюбился в эту технику. Зрители снаружи арены вытаращили глаза. Пару мгновение назад они услышали мольбы Здоровяка о пощаде, что и стало причиной их удивления. «Он что, заломил палец тому громиле?» «Небеса! Сделать такое! У толстяка совсем нет совести!» Глава двадцать первая. «Зови меня папочкой!» Под неодобрительный свист толпы Ван Буоле заламывал палец у противника. В глазах Здоровяка стояли слёзы, от неописуемой боли ему хотелось на стенку лезть. Ощущение было такое, будто он лишился всей силы, а из пальца потело волнами расходились волны мучительной боли. Как же сейчас он сожалел, что у него вообще были пальцы? Тем не менее, он никак не показывал ненависти. Вместе с движением руки Ван Буоле невольно дёрнулось всё его тело. Одно неверное движение, и палец сломается. Вместе с ненавистью пришло и негодование. Вряд ли кому-то понравилось бы, если б во время поединка кто-то начал заламывать тебе пальцы. Если бы мог, то Здоровяк впился зубами вплоть в Ван Буоле, но сейчас его палец находился в захвате, поэтому ему ничего не оставалось, как мысленно проклинать бесстыжего толстяка. От поражения у него чуть не свело челюсть. «Пожалуйста, отпусти!» – взмолился он. «Я... Я сдаюсь!» «Ты знаешь своё поражение? Хороший мальчик!» И Ван Буоле не считал себя безжалостным человеком. Удовлетворённый, он отпустил палец и покинул арену, пока взбешённый Здоровяк глазами буравил ему спину. Наконец, Ван Буоле сумел выпустить пар после мучительных тренировок с мужчиной в мире иллюзий. Для этой цели бойцовский клуб оказался превосходным местом. «Ты не виноват в том, что он не устоял перед моей коронной атакой. Вини мою чрезмерную силу!» Со вздохом подумал Ван Буоле. Сейчас он чувствовал себя неуязвимым. Толстяк, похоже, забыл обо всех криках и воплях, раздававшихся на замёрзшей равнине во время прошлых тренировок. Снова обретённой уверенностью в себе, он совершенно позабыл о том жалком состоянии, до которого довёл его мучитель. Если бы взглядом можно было убивать, то Ван Буоле уже сотни раз сразили бы на повал. Здоровяк никак не мог успокоиться после того, как ему чуть не сломали палец. Снаружи арены Ван Буоле освистала толпа, но он не обратил на их недовольство никакого внимания. После успешного поединка он принялся радостно искать новую арену и вскоре нашёл одно. Понаблюдав за ней немного, он решительно ступил внутрь. Там ожидал весьма нахальный юноша. Заметив нового соперника, он холодно крикнул. «Назови своё имя!» Ван Буоле заморгал. Понаблюдав за юношей, он знал о его высокой скорости и ловкости. Поймать такую юркую цель в захват очень непросто, поэтому он решил придерживаться простой тактики. Дождаться, пока противник сам подойдёт достаточно близко. Ван Буоле чуть сутулил плечи и накрыл ладони кулак. «Меня зовут!» Не успел Ван Буоле закончить, как уголки губ юноши изогнулись в презрительной усмешке. В этот же миг он сорвался с места и с огромной скоростью побежал вперёд, после чего ударил Ван Буоле кулаком. «Думаешь, на мне работают такие жалкие трюки?» — крикнул Ван Буоле. Его глаза блеснули. Он не только не уклонился, но и внезапно сделал шаг вперёд. Казалось, на юношу обрушилась гора. «Давай, если не боишься, сразись со мной лицом к лицу!» Юноша ухмыльнулся. Несколько шагов выглядели так, как будто он наступился, но каким-то непонятным образом в следующую секунду он уже стоял за спиной Ван Буоле. «Ты такой жирный! И да спасибо за духовные камни! Тяжело быть таким неповоротливым!» Одновременно с этой издёвкой он ударил Ван Буоле по спине, исходящая от Ван Буоле сила притяжения заставила кулак юноши дрогнуть. Пока он менялся в лице, Ван Буоле обернулся. Из правой руки исходила особенно могучая сила притяжения, и ей он схватил палец юноши, а потом с довольной улыбкой дернул вверх. «На колени!» – проревел он, из горла юноши вырвался стон, а тело пронзило жуткая боль. Даже потеряв контроль над собственным телом, он инстинктивно опустился на колени. «Отпусти! Больно же! Больно!» Ван Буоле сурово посмотрел на юношу. «Ненавижу хитрецов вроде тебя! Все эти грязные трюки! Признай вину и назови меня папочкой!» От боли юноша хотел разразиться потоком брани, но тут Ван Буоле еще немного выгнул палец. «Папочка!» – заголосил юноша. «Папочка, я виноват! Я признаю поражение!» По телу Ван Буоле пробежала приятная дрожь. С довольным смехом он отпустил палец бедолаги. Покинав арену, он отправился на поиски нового партнера для спарринга. Юноша на арене растерла немевший палец. В нем клокотала ярость, но он мог лишь бессильно скреждать зубами. Этот бой вызвало в нем целую бурю негодования. Зрители снаружи обратили внимание на странную дуэль, причем среди них нашлись те, кто видели прошлый поединок Ван Буоле. Многие не знали, что и думать. Этот толстяк пришел сюда заламывать людям пальцы? Слишком жестоко. Он схватил соперника за палец в момент его первой атаки. Небольшая группа людей отправилась понаблюдать за Ван Буоле. Они стали свидетелем еще трех схваток. Чем больше Ван Буоле дрался, тем лучше становилось его настроение. К тому же он постепенно оттачивал свое движение. В сравнении с первой схваткой, где ему потребовалось какое-то время, чтобы поймать противника за руку, сейчас он ловко брал в захват палец, как только на него нападали. На втором этаже клуба то и дело раздавались чьи-то душераздирающие вопли. Небеса, пусти! Больно хватит! Заяц, у тебя вообще совесть есть? Если в тебе есть хоть капля достоинства, хватит заламывать людям пальцы! Пусти! Папочка, я был неправ! Я признаю поражение! С появлением Ван Буоле атмосфера в бойцовском клубе изменилась. Вопли и крики привлекали к поединкам Ван Буоле все больше людей, многие с интересом обсуждали происходящее. Какое бесстыдство! Он слишком хитер! Толстый заяц совсем не похож на слабака, но почему ему так нравится заламывать людям пальцы? Зачем он просит всех называть его попочкой? Черт возьми, он даже женщин не щадит! Пока толпа гудела, как разворошенный улей, Ван Буоле гулял между аренами со сложными за спиной руками. Несмотря на рассерженные взгляды людей, он высоко держал подбородок и выпячивал грудь. Ему нечего было бояться, правила клуба были на его стороне. Прослышав о толстяке со странным хобби, другие бойцы тут же менялись в лице и закрывали свои арены, стоило им заметить его. Ван Буоле слегка погрустнел, но тут вспомнил про идентификационную пластину бойцовского клуба. Там уже имелось несколько оповещений от желающих бросить ему вызов. Воспрянув духом, Ван Буоле поспешил к своей арене. Там уже толпились сотни людей. Среди них было много знакомых лиц, вроде здоровяка и наглого юноши. Они одарили Ван Буоле с пепеляющим взглядом. «О, это вы, ребята? Строитесь в очередь! Да не спешите вы так! А ведь знаете, я вас очень хорошо понимаю!» Ван Буоле со смехом поприветствовал всех и вошел на арену. Вслед за ним туда зашел юноша, кого он первым заставил называть себя папочкой. «Заяц! Я вызываю тебя!» С этим криком юноша быстро побежал к Ван Буоле. Он до сих пор злился из-за своего поражения. В прошлый раз он просто был не готов, поэтому сейчас точно не позволит взломить себе палец. Спустя пару секунд арену сотряс душераздирающий вопль. «Папочка, виноват! Я признаю поражение!» Впечатленный сообразительностью противника, Ван Буоле не без грусти отпустил палец. У самого края арены вместо того, чтобы вернуться к остальным, юноша развернулся и опять бросился в бой. «Еще раз!» В ярости взревел он. Оба пальца еще болели, но он, как студент факультета боевых искусств ДАО Академии Эфира, просто не могу идти неотомщенным. В этот раз он изменил тактику. В ход пошли не руки, а ноги. К сожалению, он немного недооценил Ван Буоле. Тот извернулся и быстро взял палец в захват. «Папочка, прости!» Ван Буоле не без удивления отметил поразительное сходство этого юноши с ним самим во время тренировок в заледенелой пустоши. Этот парень тоже раз за разом бросался вперед. Глаза юноши покраснели, словно он хотел вцепиться в кого-то зубами. Даже Ван Буоле слегка напугала такая остервенелость. Размер толпы снаружи арены перевалил за тысячу человек. Те, кто на себе испытал технику Ван Буоле, скрижетали зубами. В их глазах читалось презрение. «У него начисто отсутствует стыд! Этот толстый заяц только умеет, что заламывает людям пальцы! Готов заплатить один духовный камень тому, кто сможет отделать его!» Гомон недовольный толпы привлекал все больше людей. С увеличением толпы рос и шум. Юноша не сдавался, хоть каждый раз и выкрикивал «Папочка!». В конечном итоге все десять пальцев на руках бедолаги приобрели пурпурный оттенок. Его вынесли с арены на носилках. Выглядел он так, будто жизнь потеряла всякий смысл. После него на арене побывало еще много бойцов. Были и мужчины, и женщины всех возрастов. В какой-то момент миниатюрная девушка в кашичьей маске выбежала с арены в слезах после того, как ей заломили палец. Зрители взорвались криками. «Не могу больше на это смотреть! Он посмел заломить палец моей любимой богини-кошки! Сдохни!» «Я все еще готов заплатить духовный камень-эксперту, который выбьет из этого толстого зайца всю дурь! Засрыв маски, плачу еще один духовный камень!» При виде распаляющейся толпы Ван Буэлэ поюжился и закрыл арену, не желая показывать им свой страх. Сухо покашлив, он похлопал себя по животу. «На сегодня хватит. Противники слишком слабы. Смысла продолжать нет?» Ван Буэлэ разочарованно покачал головой. Слушав растущий рев толпы, он спокойно скомандовал. «Возврат!» Платформа опустилась обратно в комнату, докуда не доносились звуки снаружи. «Отличное место, этот бойцовский клуб!» В комнате Ван Буэлэ облегченно выдохнул и снял маску. Довольный сегодняшними успехами, он убрал ее за пазуху и побежал по коридору к выходу. Первым, что он услышал на первом этаже, были яростные крики, доносящиеся из толпы. «Кто из вас заяц? Так и будешь прятаться?» «Чертов толстый заяц! Покажись, если не боишься! Будем драться прямо здесь!» Глава 22. Мои шары. Стоял оглушительный шум. Из четырех главных выходов со второго этажа спустилась целая толпа людей. Они свирепо озирались в надежде отыскать Ван Буэлэ, он всерьез встревожился. Один человек его не пугал, но вот огромная толпа... Ван Буэлэ моргнул. Бояться целой толпы людей было не так стыдно, как одного человека. К счастью, среди посетителей были люди разного роста и сложения. Ван Буэлэ, будучи не единственным толстяком в главном зале, он сумел затеряться в толпе. Ван Буэлэ быстро покинул клуб и вернулся в ДАО Академию Эфира. Разъярённая толпа не смогла найти толстого зайца, скрежещё зубами они поклялись себе преподать ему урок в следующий раз. Однако они посещали бойцовский клуб не каждый день, к тому же внутри всегда было полно народу. Всё-таки их услугами пользовались любители помахать кулаками всего города Эфира. По этой причине никто не заметил его, когда он вернулся через три дня. Даже если нашлись те, кто узнал его, они не стали кричать об этом на каждом углу. Это позволило Ван Буэлэ посещать бойцовский клуб с перерывами в один день. Каждый раз вначале его никто не замечал, но под конец дня он доводил людей до иступления. После более дюжины посещений, несмотря на все попытки оставаться в тени, в клубе пошла молва о толстом зайце пальцеломе. Слышал, в клубе появился толстый заяц, специалист по залому пальцев. По слухам, толстый заяц тот ещё мерзавец. В драке он не видит ничего, кроме пальцев. Я слышал, этому негодяю иногда становится мало пальцев на руках, и он переходит к ногам. В клубе день ото дня только множились новые слухи и домыслы. Ван Буэлэ пока ещё не получил широкой известности, но теперь стоило ему появиться на арене, как рядом тут же собиралась небольшая толпа зрителей. Дошло до того, что люди начали следить за каждой дверью на первом этаже. Вдобавок он как-то услышал об объединении под названием «Противозаечий союз». Этого он совсем не ожидал. К счастью, после сотен боёв он мастерски научился взламывать пальцы, поэтому Ван Буэлэ решил прекратить тренировки, мотивируя это желанием не привлекать к себе излишнего внимания. Эти люди слишком серьёзно реагируют. Это же бойцовский клуб. «Чего они так возмущаются?» «К тому же я не заламываю пальцы, а тренирую технику захвата!» – раздражённо подумал Ван Буэлэ. Более того, он каждый день посещал мир иллюзий для тренировок. Только когда пытка становилась совсем невыносимой, он отправлялся в бойцовский клуб выпустить пар. Такая рутина не только помогала со стрессом, но и улучшала контроль над техникой. Из совершенно неопытного бойца, который проигрывал мужчине в мире иллюзий в считанные мгновения, он дорос до того, кто мог какое-то время ему сопротивляться. Прогресс дал Ван Буэлэ надежду. Опасаясь посещать бойцовский клуб, он решил продолжить тренировки старым способом. С глубоким вдохом он вошёл в мир иллюзий. Над заснеженной равниной, как обычно, выл холодный ветер, пейзаж ничуть не изменился. Ван Буэлэ вдохнул холодный воздух и сконцентрировался. При виде уже набившего оскомину спарринг-партнёра у него загорелись глаза. Спустя месяца тренировок он уже порядком устал от того, что ему постоянно выгибают пальцы. В этот раз я заставлю тебя сдаться! Ван Буэлэ опустил руки. В этот момент его аура изменилась. Стала невероятно пронзительной. В самом начале Ван Буэлэ напоминал необработанный кусок металла, но многократные тренировки в бойцовском клубе выковали из него острый меч. У него отсутствовал по-настоящему богатый боевой опыт, и всё же за эти месяцы он полностью преобразился. С появлением мужчины Ван Буэлэ быстро прыгнул вперёд и попытался схватить его. Тот не стал ни отступать, ни наступать. От него повеяло силы и притяжение, а потом он схватил Ван Буэлэ. За мгновение до соприкосновения их рук глаза Ван Буэлэ блеснули. Он тоже дал волю силе притяжения, отчего между ними возник невидимый водоворот. Столкновение двух сил притяжения закончилось хлопком. Ван Буэлэ, как и его сопернику, пришлось отступить на пару шагов. Ни тому, ни другому не удалось захватить преимущество силы и притяжения. Воодушевевшись, Ван Буэлэ опять пошёл в атаку. Вскоре в мире иллюзий послышались звуки обмена ударами. Он двигался очень быстро, но мужчина не отставал. Постепенно их силуэты замелькали в каком-то диком танце. Их то и дело отбрасывало назад, когда сила притяжения достигала предела. Из-за этого в один момент к ним стягивался снег, а уже в следующей его силой рассеивало во все стороны. Портивостояние Ван Буэлэ и мужчина насторожило бы людей с намётанным глазом, поскольку их поединок вышел за пределы ступени физической печати. Даже эксперты ступени укрепления пульса подумали бы, что им всё это чудится. Что интересно, борьба шла на уровне контроля силы притяжения, а не в скорости или мощи ударов. Из-за этого им требовалось постоянно её корректировать. Только изменения её частоты и интенсивности могли привести к необходимому результату. К тому же сила притяжения исходила не только от ладони, но и от всего тела. В итоге это давало большой простор для всевозможных стратегий. Оба бойца пытались раскусить план оппонента и заманить его в ловушку. В мире иллюзии уже пять минут раздавались звуки ударов и хлопки. Ван Буэлэ тяжело дышал, его переполнял восторг. Мужчина до сих пор ни разу не выгнал ему палец. «Пора заканчивать!» – самоуверенным смехом прокричал он. «Сейчас я покажу своё величие, выгнув тебе палец!» Как только противник подошёл, глаза Ван Буэлэ странно блеснули. Потовые поры точно запечатались после использования техники ступени физической печати. «Мир внутри тела отгородился от внешнего мира». В этот же миг поглощающее семечко высвободило безумную силу притяжения, которая мгновенно достигла максимума. Ван Буэлэ затрясло. Чего он не заметил, так это небольшого изменения комплекции своего тела. После запечатывания тела сила притяжения больше не могла пронизывать всё тело. В результате получился вакуум. Как только мужчина возник рядом, Ван Буэлэ взревел. Он тут же вышел со ступени физической печати, отчего сила притяжения наконец получила выход и вырвалась из тела всей своей жуткой силой. К ним начало стягивать потоки воздуха и снег, его оппонент явно не ожидал подобного. Под влиянием силы притяжения он слегка запнулся, именно этого Ван Буэлэ дожидался. С безумным хохотом он шагнул вперёд, молниеносно схватил палец соперника и, наконец, безжалостно рванул его вверх. «На колени! Теперь будешь звать меня папочкой!» Мужчина вздрогнула, уже хотел опуститься на колени, как вдруг его глаза вспыхнули чёрным светом. Точно так же несколько месяцев назад на мгновение засеяла чёрная маска, в уголках губ мужчины появился намёк на улыбку. Другой рукой он быстро схватил кисть Ван Буэлэ. Это позволило ему остаться стоять. А вот Ван Буэлэ от сильного сдавливания кисти громко закричал. Руку покинула сила, поэтому он отпустил зажатый палец оппонента. Сила притяжения по непонятной причине мгновенно исчезла. На этом схватка не закончилась. Возвышаясь над Ван Буэлэ, мужчина с размаху ударил ногой ему между ног. Пронзительный, почти визгливый крик эхом прокатился по заснеженной равнине. Тот, кто никогда не испытывал ничего подобного, не сможет представить себе этот крик. Ван Буэлэ показалось, что он услышал хруст. А потом его захлестнула агония. С дикими воплями он лишился сил и начал кататься по земле, держась запах. Каким-то образом, сдержав слёзы, он весь взмок от пота. Даже холодный ветер не мог охладить его агонию. От боли он чуть не свихнулся. «Мои шары! Небеса мои шары!» С болью заскулил он. Мужчина не стал продолжать. Без каких-либо эмоций он стоял в стороне и наблюдал. Спустя какое-то время боль немного отпустила. Бледный Ван Буэлэ быстро заглянул в штаны и с облегчением выдохнул. Тем не менее, остаточный страх в глазах никуда не делся. «Ни стыда, ни совести! Какая подлость!» Выдавил Ван Буэлэ сквозь тиснутые зубы. Как же он сейчас ненавидел этого мужчину! Под конец боя он не сомневался в своей победе, но кто мог предсказать, что его соперник знал такой подлый приём? Ему хотелось продолжить тренировку, но страх был слишком велик. Он даже хотел как-то защитить свою промежность. К сожалению, этого нельзя было сделать в мире иллюзий. Судя по всему, что-то здесь изменилось после странных перемен в мужчине. Наконец расстроенный Ван Буэлэ покинул равнину. Долгое время он метался по своей пещере бессмертного не в силах принять решение. С одной стороны, продолжение тренировок сулило ещё больше невыносимой боли. С другой, ему очень хотелось стать главным префектом. Наконец желание стать префектом победило. С рёвом Ван Буэлэ вернулся в мир иллюзий. Время от времени в заснеженных пустошах раздавались пронзительные вопли. Каждый раз Ван Буэлэ казалось, будто ему раздавили два его самых ценных орешка. Две недели спустя у него в голове всё спуталось, в глазах появился безумный блеск. Во время прогулки по ДАО Академии он инстинктивно прикрывал пах, стоило кому-то на него покоситься. Горечь и негодование смешались в какую-то гремучую смесь. Он вновь хотел посетить бойцовский клуб. «Хочу поучаствовать в настоящем бою!» Глава 23. Бессовестный толстый заяц Ван Буэлэ отправился в бойцовский клуб без особой охоты. Его совершенно не прельщала идея опять оказаться объектом всеобщего внимания, но другого выбора не было. Созданная им груша для битья никак не реагировала, сколько бы он ни бил. Возможно, дело было в изначальном дизайне, этот недостаток показался ему верхом несправедливости, поэтому ему вновь пришлось вернуться в бойцовский клуб. «Только попробуйте спровоцировать меня!» Кипятился Ван Буэлэ. После двух недель тренировок, где главной целью была его промежность, он покинул ДАО Академию в крайне скверном настроении. В клубе он быстро нашел открытую дверь и после всех формальностей оказался на втором этаже в заячьей маске. Несмотря на двухнедельный перерыв, его сразу же узнали зрители и бойцы. Второй этаж взорвался криками. «Это толстый заяц-пальцелом!» «Толстый заяц здесь!» «Эта бесстыжая морда вернулась!» «Пальцелом в здании!» Многие сразу активировали свои кольца, чтобы оповестить своих работавших друзей и знакомых через специальное устройство. К примеру, в богатом районе города стоял особняк с большим садом. По размерам этого сада нетрудно было догадаться о высоком достатке владельца. Земля в одном из семнадцати главных городов Федерации стоила недешево. В саду тренировались две девушки. Одной красавице на вид можно было дать около шестнадцати. Несмотря на такой возраст, её культивация равнялась ступене физической печати. Она носила свободный тренировочный костюм, волосы были убраны в хвост, на её гладкой и нежной розоватой коже поблескивали бусины пота. Её спарринг-партнёром была девушка постарше, лет двадцати. Своей красотой она затмевала даже девушку помладше. К тому же её притягательный облик подчёркивал обтягивающий наряд. Культивация старшей девушки находилась выше ступени физической печати, на начальной ступени укрепления пульса. «Сестра, наконец ты вернулась! Только представь себе, у этого толстого зайца начисто отсутствует стыд! Своим поведением он позорит наш бойцовский клуб!» Девушка помладше стиснула зубы и попыталась успокоиться. Ван Буэлэ, вероятно, начисто о ней позабыл после нескольких сотен соперников, но их бой произвёл на девушку неизгладимое впечатление. Именно она носила на арене кошачью маску. Девушка постарше рассмеялась и хотела как-то утешить младшую сестру, как вдруг у той негромко загудела кольцо передатчик. Послушав сообщение, она застыла, а её миндалевидные глаза резко расширились. «Сестра, толстый заяц вернулся! Ты должна помочь мне преподать ему урок!» Тем временем в тренировочной комнате факультета боевых искусств Нижней ДАО Академии юноша со всей силы лупил деревянную куклу. Судя по её округлым формам и заячьей маске, она была сделана на заказ. «Ты унизил меня, заставив называть папочкой! За это я и забью тебя до смерти!» Внезапно он остановился и посмотрел на кольцо передатчик, а потом расхохотался. «Толстый заяц, в этот раз ты будешь называть меня папочкой!» Похожие сцены произошли и в других частях города Эфира. Со всех концов города к бойцовскому клубу устремились люди, в клубе царила оживлённая атмосфера. Вокруг арены Ван Буэлэ собралась внушительная толпа, некоторые даже останавливали схватки и бросали свои арены, чтобы ничего не пропустить. За четыре часа Ван Буэлэ вызвали на бой больше дюжный человек. С заломанными пальцами каждый со стоном признавал поражение и называл Ван Буэлэ папочкой. Ван Буэлэ это нисколько не радовало. Противники были слишком слабые, ему не составляло труда заломить им пальцы, поэтому до удара по промежности его нового коронного приёма так ни разу дело не дошло. Если бы он всё равно его использовал, то ничему бы не научился. А Ван Буэлэ в раздражении посмотрел на толпу. «Среди вас есть кто-то посильнее?» невозмутимо спросил он, выпитив грудь. «Меня уже достало драться со слабаками!» Толпа впала в бешенство. Они уже давно поняли, что у Ван Буэлэ на очисту отсутствует стыд. И вот теперь он начал их оскорблять, а люди за стеклом разразились бурей криков. «Толстый заяц! Раз ты такой мастак! Не заламывай пальцы!» «Верно! Если кишка не тонка, сразись с нами на кулаках! Вы только и умеете что орать!» – гневно парировал Ван Буэлэ. «Если у вас кишка не тонка, хватит отсиживаться за стеклом! Если вы такие крутые, то выходите на арену!» Этим ответом Ван Буэлэ лишь подлил масло в огонь. На усилившиеся рёв толпы сбежались работники клуба, они боялись, что ситуация может выйти из-под контроля. Ван Буэлэ тоже немного напрягся, но при виде персонала клуба успокоился. Так он и стоял, словесно провоцируя толпу из-за стекла. Спотевший персонал лишь натянуто улыбался, чтобы один человек вызвал на себя гнев такого большого количества людей? Такое им нечасто доводилось видеть. Ван Буэлэ не было до этого никакого дела. Он поднял награду за победу в дуэле до двадцати духовных камней. Это сразу устранило многих слабаков, которые без раздумья входили на арену. Не все могли себе позволить проиграть такую сумму денег. В ходе продолжительного ожидания Ван Буэлэ начал подумывать о снижении награды, как вдруг откуда-то раздался крик. «Толстый заяц, готовься! Идёт твой папочка!» Зрители Ван Буэлэ обернулись на крик и увидели юношу. Старый знакомый Ван Буэлэ уверенной походкой шёл к арене. В этот раз он был одет в белое и даже не пытался скрыть культивацию пика ступени физической печати. Причём он серьёзно подготовился к поединку. Руки защищали специально сшитые перчатки. Плотно прилегая к кисти, они оберегали пальцы, делая невозможным их захват и залом. Перчатки действовали на юношу успокаивающе. Под подбодривающие крики толпы он подошёл к арене. «Это Лудзе Хаус факультета боевых искусств, да, у Академии Эфира! После того, как толстый заяц столько раз заломил ему пальцы, он приготовил особые перчатки. Отлично придумано! Ха-ха, мне нравится эта идея! Смышлённый парень! Эти перчатки, по сути, нивелируют технику залома пальцев толстого зайца! Пока толпа возбуждённо гудела, Ван Буэлэ специально посмотрел на перчатки юноши, а потом покашлял и отступил на пару шагов, словно готовясь к схватке с серьёзным противником. Такая реакция придала юноше уверенности, поэтому он запрыгнул на арену. «Толстый заяц, ты только и умеешь-то заламывать пальцы! Сегодня ты почувствуешь горький вкус поражения!» Юноша рассмеялся, однако он не недооценивал Ван Буэлэ. С огромной скоростью он побежал на него. В тренировочной комнате до академии он очень долго практиковался, ему не терпелось угостить толстого заяца штормовым кулаком, который он активно тренировал. «Очень недурно для студента факультета боевых искусств! Эта стойка уже показывает, что он один из лучших на ступенях физической печати!» «Чую хорошая будет драка! Толстому зайцу конец!» Зрители готовились к интересному матчу. Ситуация на арене изменилась после того, как Ван Буэлэ на пару шагов отступил. А в момент атаки юноши он внезапно сделал несколько шагов ему навстречу. Вместо того, чтобы схватить палец, он перехватил и надавил на запястье юноши. Сила притяжения появилась настолько быстро, что тот просто не успел уклониться. Сомкнувшиеся на запястье пальцы и давление на вывернутый сустав породили боль не меньшей силы, чем при заломе пальца. Несмотря на это, юноша удержал себя от крика. Только он хотел контратаковать, как под влиянием силы притяжения его движения замедлились, словно он угодил в трясину. Окружающее Ван Буэлэ пространство находилось под его контролем благодаря умелому обращению силы и притяжения. Замедление противника продлилось всего мгновение. Если бы Ван Буэлэ использовал любую другую технику, то упустил бы это крохотное окно. Если, конечно, не смог бы вырубить оппонента одним ударом до того, как тот придет в себя. Вот только техника захвата заключалась именно в победе над врагом одним ударом. По сути, она давала возможность слабому брать верх над сильным. Ван Буэлэ давил на запястье юноши. Пока его противник не оправился от боли из-за вывернутого сустава, Ван Буэлэ с размаху ударил ногой прямо ему в промежность. «Зови меня папочкой!» Утробно прорычал Ван Буэлэ. Удар был нанесен не со всей силы. Тем не менее, у юноши округлились глаза, лицо быстро покраснело, а потом посинело. Он пронзительно закричал. От боли он рухнул на пол и схватился запах. При виде слез в глазах оппонента и того, как он схватился запах, мужская часть зрителей охнула и инстинктивно закрыла руками свое добро. Произошедшее стало для мужчин слишком большим шоком. Они прекрасно понимали, какую боль чувствовал юноша на полу. У многих на лбу проступил холодный пот. Даже охранникам стало не по себе. Движимая солидарностью, мужская часть зрителей разразилась яростным ревом, от которого у всех зложила уши. «Тебе вообще хоть немного стыдно? Разреши уже вызывать тебя на дуэль бойцам на ступени укрепления пульса! Черт, подери! Он не постеснялся зарядить этому малому по бубенцам! Даю 30 духовных камней тому, кто снимет с толстого зайца маску! Я хочу знать, кто он!» Ван Буэлэ с жалостью наблюдал, как юноша уползает с арены. Он, как никто другой, понимал его боль. Как ни странно, после этой схватки ему стало намного легче. «Есть еще желающие?» Сухо покашлив спросил Ван Буэлэ. Правила бойцовского клуба разрешали хозяину арены допускать претендентов с культивацией на одну ступень выше, но Ван Буэлэ по понятным причинам этого не сделал. Ему могли бросить вызов только те, чья культивация находилась ниже ступени укрепления пульса. Новость о том, что он ударил юношу в пах, быстро обошла всех зрителей, отчего недовольный и презрительный гомон у его арены стал еще громче. С другой стороны, количество желающих испытать себя заметно поубавилось, заломы пальцев вызывали у большинства лишь негодование, но удар в пах от одной мысли об этом о многих холодок пробежал по коже. Больше никто бездумно не бросал ему вызов. Ван Буэлэ, рычатый небрежностью, продолжал вздеваться над зрителями. «Кто бы мог подумать, в таком большом клубе нет желающих сразиться со мной! Печально?» Со временем те, кто больше не мог терпеть оскорбления, с неохотой начали заходить на арену. Следующие полдня на втором этаже то и дело звучали душераздирающие вопли. Ван Буэлэ оттачивал свою технику удара в пах. Атмосфера на втором этаже опасно накалилась, вынудив клуб прислать больше охранников. Все камеры наблюдения поблизости были направлены на арену Ван Буэлэ. Люди в помещении охраны на третьем этаже мысленно готовились к неприятностям. Они внимательно следили за ситуацией, боясь, что она выйдет из-под контроля. «Этот чертов толстый заяц! Будь у меня полномочия! Я бы непременно узнал, как выглядит этот мерзавец!» Помещение охраны нескольких экспертов в ступени укрепления пульса заскрижетали зубами. Глава 24. «Я не стану с тобой драться!» На втором этаже бойцовского клуба толпа вся никак не унималась. Атмосфера была очень напряженной. «Бессовестный толстый заяц! Только и можешь ты издеваться над людьми на ступени физической печати! Если не трусь, что позволю входить на арену экспертом укрепления пульса!» «Верно! Раз ты такой хороший боец, то почему дерешься только против тех, кто находится на ступени физической печати? Как по мне, ты просто боишься!» Громче всех кричали бедологи, кому не посчастливилось получить от Ван Буэлэ удар в пах, а также их друзей и родственники. «Я сам нахожусь на ступени физической печати!» раздраженно выкрикнул Ван Буэлэ. «Издеваясь над людьми с культивацией ступени физической печати, говорите! Что за вздор вы несёте! Хватит вопить! Лучше выходите на арену!» Техника удара в пах Ван Буэлэ производила неизгладимое впечатление, поэтому всё меньше людей хотелось с ним связываться. Сегодняшние поединки помогли Ван Буэлэ ещё лучше отточить навыки залома пальцев и удара в пах, сам он, похоже, не осознавал своей предрасположенности к такому стилю боя. В итоге он начал экспериментировать с собственными движениями и ударами в пах, иногда он наносил удар спереди, в другой раз сбоку, а во время некоторых схваток снизу вверх. Один раз он даже ударил ногой назад, при этом сильно выгнув стопу. Пока Ван Буэлэ изобретал всё более изощрённые удары в пах, толпа кипела от ярости, но глубоко внутри им было не по себе. От творящегося на арене у них ныло в паху. Оскорбления всыпались на него нескончаемым шквалом, кто-то более мягкотелый точно бы не смог долго находиться в таком недружелюбно настроенном окружении, но толстокожему Ван Буэлэ всё было ни по чём. Особенно в маске, скрывающей его личность. Он чувствовал себя как рыба в воде. Здесь он мог беззастенчиво оттачивать свой навык провокатора. «Ещё кто-то хочет бросить мне вызов?» «Ты, ты!» «Смотрю, вы кричите громче всех!» «Не вы ли требовали, чтобы я не заламывал пальцы?» «Заходите!» «Обещаю, что не стану трогать ваши пальцы!» В один момент Ван Буэлэ внезапно прервал чистый и громкий женский голос. Он услышал его у себя на арене, несмотря на шум в клубе. «Я готова попрактиковаться с тобой!» После тех слов толпа расступилась. Все присутствующие увидели двух красавиц. То, что помоложе было одета в тренировочный костюм. Её лицо скрывала кошачья маска. Её спутница не носила маски. Красивое лицо, облегающий наряд подчёркивавший аппетитные формы, блестящие волнистые волосы – всё это создавало образ пленительной красавицы. Огонёк в её глазах делал её похожей на дикую пантеру. Мужчины не могли отвести от неё глаз, в её присутствии у них бешено застучало сердце. Отдельного внимания заслуживала аура. Она находилась не на ступени физической печати, а на ступени укрепления пульса. Ступеньца и крови создавала огромные объёмы кровавого цы, что и провоцировало его утечку из тела. Физическая печать закрывала тело от внешнего мира для концентрации силы, а вот только это состояние не получалось поддерживать достаточно долго. В итоге энергия всё равно рассеивалась. Последняя ступень древних боевых искусств называлась укреплением пульса. Все меридианы в теле накрепко запечатывались, что позволило продолжительное время находиться на пике своих возможностей. Вся сила до последней капли доводилась до предела. Не зря эта ступень считалась пиковым состоянием тела и души. Люди с такой культивацией являлись настоящими машинами для убийства. С появлением красавицы без маски толпа взорвалась криками. «Это юная хозяйка клуба Джоу Лу!» «Ха-ха! Толстый заяц влип!» «Это Джоу Лу! Ее семья держит этот клуб!» «Она настоящий борец со злом!» «Свою властью она изгнала из клуба немало мерзавцев!» «Слышал, она скоро закончит ДАО Академию Белого Оленя, и ей уже поступили предложения от военных!» «Богиня! Она моя богиня!» Когда девушка проходила мимо мужчин, у них учащалось дыхание. Они просто не могли отвести от нее глаз. Ван Буэлэ заморгал. Он понятия не имел, кто это. К счастью, благодаря особо болтливым зрителям у него появилось о ней общее представление. Услышанное шокировало. Особенно его поразила ее культивация. Ван Буэлэ сразу насторожился. Он перешел всегда тренироваться, а не играть роль чьи-то груши для битья. Прежде чем Джоулу подошла к стеклянному барьеру, он не громко покашлял. «Извини, я принимаю вызовы только от тех, чья культивация ниже ступени укрепления пульса. Девчушка, твоя культивация слишком высокая. Я не стану с тобой драться. К тому же мои приемы весьма болезненны. Я окажусь в неудобном положении, если не придется использовать их против девушки. Поэтому забудь о поединке. К тому же я устал и уже собирался уходить». По мнению Ван Буэлэ, речь получилась что надо. Он не раскрыл своего возраста, умело отказал ей, а также не выставил себя трусом. С печальным вздохом он сложил руки в замок за спиной и двинулся к выходу. Судя по возросшему шуму, толпе это не понравилось. Красавица в кошачьей маске крикнула Ван Буэлэ. «Хочешь уйти?» В этот момент Джоу Лу через стеклянный барьер презрительно посмотрела на толстяка. Она ненавидела порочных людей и считала своим долгом выдворять их из клуба. По ее мнению, к ним относился и бесстыжий толстяк, обожавший заламывать людям пальцы. Вдобавок он обидел ее младшую сестру. Как она могла отпустить его? В руке девушки появилась пурпурная нефритовая карточка. Стоило приложить ее к барьеру, как арена внезапно открылась. Толпа пришла в восторг. «Обожаю, когда старшая сестра использует свою власть! Ха-ха-ха! Толстому заяцу крышка!» Люди на втором этаже радостно шумели. Те, кто находился в помещении охраны, беспомощно покачали головой. Ван Буэлэ застыл как вкопанный, а потом начал петиться, не сводя глаз с вошедшей на арену девушки. Аура укрепления пульса сдавливала легкие. Ему жутко хотелось ругнуться. Кто мог подумать, что бойцовский клуб опустится до подобного? «Я клиент, а клиент всегда прав!» Воскликнул он. «Если тронешь меня, я буду жаловаться!» Охранники на месте событий колебались, а эксперты в помещении охраны почувствовали бессилие. Их юная хозяйка не первый раз такое проделывала. Они прекрасно понимали, что надо остановить Джоулу, однако, чтобы не гневить её, в таких ситуациях они обычно пребывали на место с заметным опозданием. «Давай жалуйся! Мне не впервые их получать!» Высокомерно заявила Джоулу. Она была уверена, что успеет преподать толстому зайцу урок до прибытия экспертов клуба, её глаза блеснули, а потом девушка вспыхнула культивацией начальной ступени укрепления пульса. Со скоростью на пределе возможности она бросилась к Ван Буэлэ. Одобрительный гул толпы окончительно убедил её в том, что она поступает правильно. В мгновение око достигнув Ван Буэлэ, она попыталась сорвать с него маску. В такой критической ситуации Ван Буэлэ очистил голову от посторонних мыслей. И быстро отступил. Ноги Джоулу лишь царапнули по поверхности маски. К сожалению, эксперт на ступени укрепления пульса обладал огромной силой. Поднятый её рывком ветер ударил Ван Буэлэ в лицо. «Притон!» – во всё горло закричал он. «Это никакой не бойцовский клуб, а самый что ни на есть бандитский притон!» Джоулу проигнорировала его слова и ударила ногой с разворота. После глухого удара Ван Буэлэ отступил ещё дальше, атаки Джоулу напоминали шквальный ветер. В плане культивации она превосходила Ван Буэлэ, к тому же имела богатый опыт рукопашных схваток, так как с раннего детства занималась боевыми искусствами. Захватив инициативу, она вновь приблизилась и попыталась сорвать маску. Ван Буэлэ был вне себя от ярости. Он мог стерпеть несправедливые порядки в этом притоне и злоупотребление властью этой девицей, чтобы поиздеваться над человеком явно слабее её. Но теперь она нацелилась на его маску, чаша терпения Ван Буэлэ переполнилась. «Это уже слишком!» – взревел Ван Буэлэ. Его больше не заботила разница в культивации, хотя ему никогда не доводилось драться с кем-то на ступени укрепления пульса, после такого обращения он рассвирепел. Дав волю поглощающему семечку, он запечатал своё тело. У Джоу Лу перехватило дыхание. Почувствовав, как её потянуло в сторону, она на мгновение остановилась. Ван Буэлэ набросился на неё с кровожадным блеском в глазах. Схватив палец Джоу Лу, он рванул его вверх и безжалостно заломил. «На колени! Теперь будешь звать меня попочкой!» – громко потребовал Ван Буэлэ. Тело Джоу Лу пронзило боль, из глаз чуть не брызнули слёзы. Все её попытки вырваться, несмотря на культивацию, ступени укрепления пульса ни к чему не привели. Ван Буэлэ держал крепко. Тем не менее, у неё за плечами был богатый опыт поединков. Игнорируя боль, она использовала свою силу и выгнула тело. Ей не удалось вырваться, но она успела нанести удар по макушке Ван Буэлэ. Его глаза вспыхнули недобрым светом. Вместо уклонения он немного наклонился в сторону и резко схватил Джоу Лу за запястье другой рукой, когда та попыталась ударить его кулаком по голове. Стоило ему приложить силу, как послышался треск. После вывиха пальцев, а потом и запястья, по телу Джоу Лу распространилась волна мучительной боли. Зашипев от боли, она попыталась ударить ногой в пах. Удар был такой силой, что послышался свист. В случае попадания в цель исход был предсказуем. Ван Буэлэ понимал смысл фразы «тренировочный бой», поэтому не переходил определенной границы. После многочисленных схваток в мире иллюзий он хорошо знал, что такое боль, и его мучитель не испытывал эмоций. К тому же все происходило не в настоящем мире, вот только боль была самая, что ни на есть настоящая. А с болью приходил и опыт. Сейчас Джоу Лу перестала сдерживаться, она атаковала со всей силы. Это еще сильнее разозлило Ван Буэлэ. Он тотчас начал испускать силу притяжения из груди, из-за чего удар Джоу Лу изменил траекторию. Сила тянула ногу вверх, это нарушило устойчивость ее стойки и лишило удар большей части силы. В итоге Ван Буэлэ получил удар ногой по животу, при этом он успел ударить правой ногой Джоу Лу по попе. На пол! Оба удара достигли цели в одно и то же время. Жир на пузе Ван Буэлэ погасил часть уже ослабленного удара, однако он все равно попятился на несколько шагов. Из горла Джоу Лу вырвался пронзительный крик. После удара по попе она начисто забыла о поддержании своего имиджа. Схватившись за больное место, она начала скакать по арене. Зрители успели разглядеть две половинки зада разной формы. Многие невольно проглотили комок в горле. После окончания схватки толпа впала в оцепенение. Только сейчас к арене поспешила охрана. Ван Буэлэ тяжело дышал. Ему жутко хотелось съездить Джоу Лу по попе еще раз, но вспомнив, кто заведует клубом, благоразумно решил покинуть арену. Холодно фыркнув, он опустился на платформе в комнату. Держась за соднящий живот, он снял маску и быстро вышел в главный зал. Пока зрители на втором этаже не пришли в себя, он как ни в чем не бывало покинул клуб. Только на улице Ван Буэлэ с облегчением выдохнул и опять погладил живот. Эта техника захвата оказалась невероятно эффективной. С ней я смог победить человека на ступени укрепления пульса. Но тут Ван Буэлэ задумался. Почему она так похожа на приемы женской самообороны? Неужто в маске скрывается женщина? Сомнения быстро забылись, стоило ему подумать о пользе техники захвата в бою. Довольный своими успехами, Ван Буэлэ двинулся домой. Тем временем на втором этаже клуба толпа наконец сбросила с себя оцепенение и взорвалась потрясенными криками. Глава двадцать пятая. Успех техники захвата великой пустоты. Давно на втором этаже не поднимался такой шум. Многие месяцы Ван Буэлэ создавал в глазах всех этих людей образ толстого зайца, который заламывает пальцы, выкручивает запястье и бьет между ног. Его атакующие навыки вызывали в них страх и ненависть, особенно пугал его коронный удар в пах. Даже наблюдая за схваткой со стороны, они чувствовали ту боль, которую испытывает боец, получивший от Ван Буэлэ удар между ног. По их мнению, заломы пальцев и выкручивание запястья были приемами уличной шпаны, а не настоящих бойцов. А вот удар в пах практически не имел оправданий. Хуже всего этого был только его острый язык. Все это время он постоянно подначивал толпу, чтобы кто-то из них бросил ему вызов. В итоге практически все относились к нему с презрением. В их глазах толстый заяц был мусором, который мог только использовать грязные трюки. Но сейчас то, что представлялось всем серией подлых приемов, у всех на глазах помогло ему одолеть в бою эксперта ступени укрепления пульса. Их устоявшееся мнение о его технике рассыпалось на куски, а презрительное отношение сменилось изумлением. Он победил эту девицу на ступени укрепления пульса? Небеса! Подлая техника с заломами пальцев, вывихами запястьей и ударами промеж ног оказалась настолько могучей! Это явно не случайность. Простому человеку непросто такого добиться. Должно быть толстый заяц многие годы оттачивал свои навыки. По толпе прокатилась серия вздохов. Частые посетители клуба были настоящими фанатами древних боевых искусств. Более того, они не придерживались какого-то строгого кодекса чести, они могли принять многие спорные техники, если они показывали свою эффективность. Ван Боуле использовал грязную технику в схватке, на практике доказав её эффективность. Многие на втором этаже находились под впечатлением от увиденного, некоторые даже выкупили за духовные камни в записи сотен боёв Ван Боуле, чтобы изучить его стиль ведения боя. Такое количество свидетелей схватки Толстого Заяца и Джоу Лу, весьма известной девушки, просто не могли не растрезвонить об этой новости на каждом углу. К тому времени Ван Боуле уже вернулся в Дау Академию Эфира. После целого дня тренировок он обрёл своего рода просветление, об ударе в пах, поэтому отправился в мир иллюзий. Шло время, в мире иллюзий продолжали звучать вопли Ван Боуле, правда уже не с такой частотой. Новости о Толстом Заяце произвели эффект разорвавшейся бомбы в мире снаружи, его репутация вышла за пределы бойцовского клуба. В тот день в клубе находились несколько учеников Дау Академии Эфира, а правившись от шока они принялись копать. В духовном интернете Академии и интернете, который связывал всю Федерацию, начали появляться видео с участием Ван Боула. Каждая быстро становилась очень популярным, во время просмотра зрители невольно охали, особенно те, кто в прошлом уже дрался с Ван Боула. С одной стороны, они напоминали им о пережитых страданиях, с другой, дали им мотивацию всерьёз взяться за их изучение. Вскоре эту серию роликов люди использовали уже как учебное пособие, некоторые начали искать техники захвата среди древних боевых искусств. Что интересно, им удалось найти оригинал. Ван Боула же использовал изменённую версию, благодаря силе поглощающего семечка получалась совершенно уникальная техника захвата. При сравнении с начальной и модифицируемой техникой некоторые вещи сразу становились понятны. Произошло главное – технику Ван Боула больше не считали чем-то низким и грязным. Теперь оно стало настоящим боевым искусством. Вот так выглядит настоящий рукопашный бой. Верно. Более тысячи лет назад наши предки занимались этим только для развлечения. В современном мире рукопашный бой – опасное ремесло. В схватках зачастую решаются вопросы жизни и смерти. «Согласен. Перед лицом смерти никому нет дела, что ты заламываешь пальцы или бьёшь в пах. Считать по-другому значит показывать свою косность». С распространением этого мнения начали спонтанно появляться организации людей, которые выступали в поддержку Ван Боула. Они всецело одобряли его тактику боя, о чём неоднократно заявляли в сети. Новости о толстом зайце облетели весь город эфира, из-за этого увеличилось количество людей, изучавших техники захвата. В бойцовском клубе появились арены, где бойцы практиковали исключительно заломы пальцев, захваты запястий и удары в промежность. Несмотря на пренебрежительное отношение других к этим практикам, новый тренд было уже не остановить. Вскоре клуб объявил о запрете ударов в область паха, этим руководство клуба по сути одобрило использование других техник захвата. Адепты нового направления с особым рвением принялись тренировать заломы пальцев и захват запястий, сами по себе эти техники были весьма эффективными, правда им не хватало пугающего эффекта поглощающего семечка. Тем не менее, даже без него они были вполне применимы в бою. Новая вея не достигла ида у Академии эфира. Некоторые студенты факультета боевых искусств подхватили его, особенно юноша, которого заставили много раз назвать толстого зайца папочкой. Он тренировался как безумец, а в перерывах изучал видео с демонстрацией техники захвата. «Я точно выясню, кто ты такой! Когда это произойдёт, я, Лудзе Хао, заставлю назвать папочкой уже меня!» Пока юноша без устали тренировался, Джоу Лу в роскошной комнате бойцовского клуба тоже смотрела видео. Комната была обставлена со вкусом, к тому же из неё открывался вид на укрытый утренней дымкой город. Декор комнаты вызывал восхищение, каждый предмет в ней явно стоил очень дорого. От Джоу Лу в домашней одежде не сводила глаз с проекцией боя с участием Ван Бо Ле, поражение человека на ступени физической печати стало для неё серьёзным ударом, особенно из-за удара по попе. Обычно, очень надменная, она впала в ярость, граничащую с помрачнением рассудка. Она смотрела видео, однако не для изучения техники захвата. Вместо этого она пыталась придумать способ противостоять ей. От происходящего на проекции она быстро потеряла контроль над собой, пока она в ярости скреждала зубами, в комнату вошёл её отец, президент бойцовского клуба города Эфира. При виде побагровевшего лица дочери он натянуто улыбнулся и вздохнул. «Лу-лу, ну чего ты опять завелась?» Президенту на вид было около сорока. Стройный и высокий, у него в волосах виднелась небольшая седина, вот только его культивация находилась на стадии древних боевых искусств. Он давно превзошёл смертных и вышел за грань понимания простых людей. «Пап, так ты скажешь мне имя толстого зайца или нет?» Джоулу посмотрела на вошедшего отца, она не первый раз задавала подобный вопрос. «Довольно, Лу-лу. Анонимность клиентов – одно из фундаментальных правил нашего клуба. Оно непреложно. Тебя скоро отправляться к военным, может, хватит уже переживать по пустякам?» Президент покачал головой. Заметив, что его слова никак не успокоили дочь, он почувствовал подступающую головную боль. К счастью, пришёл подчинённый с докладом. Сказав напоследок ещё пару успокаивающих слов, он вышел. А Джоулу осталась в комнате одна. В каждом её вдохе чувствовалась с трудом сдерживаемая ярость. Глядя на проекцию, она силой стеснула зубы. «Толстяк, я точно выясню, кто ты такой!» Многие в городе Эфира, особенно жертвы Ван Буэлэ, разделяли настрой Джоу Ли и Лу Цзэхао. Хотя их разгневанные слова не тянули на настоящее проклятие, им удалось заставить Ван Буэлэ несколько раз чихнуть. «Кто-то думает обо мне!» В пещере бессмертного Ван Буэлэ чихнул во время очередного перекуса. Выпив духовной ледяной воды, ему полегчало. «За последнее время я стал слишком знаменит, а ведь надо держаться тише воды ниже травы!» Бормотал Ван Буэлэ, распечатав ещё пачку. «В будущем я стану президентом Федерации! За исключением чиновничьей славы! Мне не нужна никакая другая!» Ван Буэлэ в который раз мысленно похвалил себя за решение использовать маску. Прикончив последнюю пачку снеков, он похлопал себя по животу и довольно вздохнул. Наконец пришло время возвращаться в мир иллюзий. Один с другим сменялись дни, Ван Буэлэ теперь намного лучше владел техникой захвата. В итоге схватки с мужчиной приобрели небывалый накал. Его мастерство рукопашного боя тоже росло в ходе тренировок, количество ударов промежно снижалось, пока в один прекрасный день мужчина больше не мог попасть ему в пах. Пришло время для долгожданной контратаки Ван Буэлэ. К несчастью, она не принесла ему никакой радости, только новые страдания. Стиль боя его противника вновь изменился. Вместо записти он теперь захватывал и выкручивал плечи, шею, колени. Казалось, все суставы человеческого тела могли стать целью этой техники. В ходе тренировочных боев Ван Буэлэ неоднократно вскрикивал от боли, но каждый раз упрямо возвращался в мир иллюзий. Он хотел вернуться в бойцовский клуб, но после инцидента с юной хозяйкой ему не без грусти пришлось отказаться от этой идеи. Тренировки в мире иллюзий постепенно оттачивали его технику. К счастью, он обладал внушительным фундаментом культивации. К тому же изменения в его спарринг-партнёре были ограничены. Это позволило Ван Буэлэ перенять новые аспекты техники захвата. Неприятной частью тренировочного процесса всё ещё оставалась боль во всех суставах. С другой стороны, его мастерство росло. Ещё через два месяца после долгожданной победы над мужчиной, Ван Буэлэ покинул мир иллюзий. Любой из на улице голубым небом, по которому плыли пышные облака, он чувствовал небывалую радость. Наконец-то успех! Глава двадцать шестая. Твой покорный слуга Сэ Хай Ян. А Ван Буэлэ наконец добился успеха в изучении техники захвата Великой Пустоты. Презренный и пугающий мужчина из мира иллюзий не мог ни загнуть ему пальцы, ни вывихнуть сустав, ни ударить в пах. По этой причине сейчас Ван Буэлэ пребывал в приподнятом настроении. «Теперь никому не остановить меня на пути к званию главного префекта!» На улице Ван Буэлэ любовался небом и облаками. Уперев руки в бока, он громко расхохотался. Его переполняло предвкушение и восторг. С тех пор, как Ван Буэлэ узнал о полномочиях и власти главного префекта, он потратил полгода на то, чтобы стать одним из них. Главный префект имел право следить за порядком на факультете дхармического оружия. По его мнению, это был важный пост. Он, конечно, не будет по-настоящему хозяйничать в ДАО Академии, однако студенты десять раз подумают, прежде чем переходить ему дорогу. От этой мысли по телу Ван Буэлэ пробежала приятная дрожь. Несмотря на нетерпение, он всё это время усердно работал. Сейчас же он словно мог видеть, как будут разворачиваться события. Вопрос получения звания главного префекта был практически решённым делом. От такой близости к заветной цели Ван Буэлэ никак не мог успокоиться. Томительное ожидание не давало ему покоя. Ван Буэлэ коснулся уменьшившегося живота, а радостное предвкушение немного омрачало горечь. Чтобы стать главным префектом, я практически не пил и не ел, всё своё время посвящая тренировке техники захвата. После такого успеха мне не повредит крохотный перекус. С этой мыслью Ван Буэлэ бросился по дороге к столовой ДАО Академии. Два часа и три полноценных порции спустя Ван Буэлэ вернулся домой, пососывая куриную кость. К его животу вновь вернулась округлая форма. Выбросив косточку, он похлопал себя по животу и достал бутылку духовно-ледяной воды из небольшой сумки. После большого глотка он довольный вошёл в пещеру Бессмертного, где прикончил ещё несколько пакетиков со снэками, сопровождая трапезу отрыжкой. Утерев рот, он сделал глубокий вдох. «Пришла пора сместить главного префекта кафедры духовных камней!» – подумал он. Будущие перспективы распалили его всё больше. «Главный префект, готовься!» – прорычал он и поднял руку. Поглощающая семечка заполнила своей силой всё тело, превратив в чёрную дыру. После многочисленных тренировок техники захвата он был близок к абсолютному контролю над ней. Сила притяжения заполнила всё тело, теперь он мог поглощать духовную энергию гораздо эффективнее, чем раньше. В следующий миг воздух в пещере покрылся рябью, как будто поглощающая семечка создала внутри пещеры вакуум. Ван Буолэ направлял духовную энергию снаружи внутрь пещеры Бессмертного, где поглощал её и концентрировал в ладони. Вскоре из пальцев Ван Буолэ брызнул яркий свет. Рубеж между духовными камнями среднего и высокого качества пролегал между 84 и 85 процентами частоты. На эту стену натыкались абсолютно все. Ван Буолэ она тоже доставила немало головной боли, но с возросшей силой и притяжением, свободным течением энергии через меридианы, благодаря культивации техники захвата, нынешняя переплавка духовного камня проходила совершенно иначе. Ему мгновенно удалось преодолеть пропасть между средним и высоким качеством, он переплавил духовный камень частотой 86 процентов. Возможно, из-за большого перерыва в переплавках в его теле не только не появился духовный жир, более того, процесс укреплял его. Это не могло не обрадовать Ван Буолэ. Если потолстею не страшно, в худшем случае придется придумать, как похудеть. Моя цель как можно скорее стать главным префектом! Из двух проблем, или потерять лишний вес, или получить должность главного префекта, Ван Буолэ считал более важным именно улучшение своего статуса. Перестав следить за весом, он целиком сосредоточился на переплавке духовных камней, несколько дней спустя он добился частоты 89 процентов, это заставило его принять решение. «Уединение! Запрусь из себя и буду работать!» Ван Буолэ никак не выходили из головы мысли о должности главного префекта. На всякий случай он посетил кафедру духовных камней, где выяснил, в рейтинге первое место занимал Дзян Линь с частотой 91 процент. Поэтому он запасся едой и заперся в пещере бессмертного. Эти дни для Ван Буолэ прошли в своего рода трансе. Беспрерывная переплавка духовных камней в течение недели подняла их частоту с 89 процентов до 90 процентов. Если бы это стало известным кому-то ещё, то в Дау Академии поднялась бы серьёзная шумиха. Повышение частоты после 85 процентов было сопряжено с огромными трудностями. Дзян Линь с его талантом потратил больше двух лет на прогресс с 70 до 90 процентов частоты, а потом ещё год, чтобы повысить этот результат на один дополнительный процент. В случае Ван Буолэ он начал с 50 процентов и поднялся до отметки в 90 процентов где-то за полгода. Такой прогресс сам по себе был чем-то неслыханным. По достижении частоты 90 процентов человек мог считаться мастером переплавки духовных камней. В рейтинге кафедры духовных камней только двое достигли этого рубежа с результатами 91 и 90 процентов. Разница в 1 процент могла показаться незначительной, но преодолеть её было невероятно трудно. Сложности начинались с 85 процентов и не прекращались вплоть до 90. После этого каждый дополнительный процент напоминал преодоление огромной пропасти. В истории Дау Академии только одному человеку удалось поставить рекорд, став главным префектом за два года. За это ему следовало благодарить свой невероятный талант, который сделал это возможным. В теории на других факультетах главными префектами могли стать и новые студенты, но на факультете дхармического оружия такого никогда не случалось. И сейчас Ван Буэлэ приближался к новому рекорду. Забыв о сне и еде, он как заведённый переплавлял духовные камни, не обращая внимания на свой вес, он остервенело пытался пробиться на чистоту в 91 процент. А вот вес не стоял на месте. С ростом чистоты камней росла и прослойка духовного жира. Несколько дней спустя Ван Буэлэ разросся до внушительных размеров, жировая прослойка была даже больше, чем во время первого случайного внезапного набора веса. Наконец, ему удалось пробиться на чистоту в 91 процент. Чувствуя запах победы, Ван Буэлэ даже не задумался о лишнем весе или своём весьма проблемном генеалогическом дереве со всеми толстыми працами. Он привёл дыхание к спокойному ритму, а потом вновь приступил к переплавке. Неделю спустя произошёл очередной прорыв, чистота духовных камней достигла 92 процентов. Ван Буэлэ на этом не остановился. Вполне возможно, Дзян Линь мог осуществить прорыв за время его уединения в пещере бессмертного. Дабы гарантированно превзойти его, он стеснул зубы и начал переплавку на грани возможностей. Слишком одержимый идей, он не обратил внимания на своё тело. Ещё никогда в жизни он не толстел до такой степени. Наконец, Ван Буэлэ сумел сделать невозможное. За столь короткий срок он поднял чистоту духовных камней с 92 до 93 процентов. Камень в руке больше не выглядел полупрозрачным и блестящим. Вместо этого он излучал радужное сияние, словно был драгоценным камнем. «Так вот как выглядит легендарный радужный духовный камень!» С радостным смехом подумал Ван Буэлэ. На первой лекции преподаватель рассказывал о таких. Немного позже он узнал, что они считались духовными камнями высшего порядка. «Я главный префект!» От радости Ван Буэлэ хотел незамедлительно отправиться пройти тест на главного префекта. Хватит регистрации переплавки одного духовного камня в рейтинге кафедры, и он станет главным префектом. Вот только после попытки подняться у него округлились глаза, а потом у него закружилась голова. «Почему пещера Бессмертного такая маленькая? Только не говорите мне!» Ван Буэлэ сдавила горло. Бормоча что-то под нос, он посмотрел на живот, а потом на своё жилище. Мгновением позже раздался невероятный по своей трагичности вопль. От него, казалось, завибрировали стены пещеры Бессмертного. Ван Буэлэ растолстел до пугающих размеров. Теперь он занимал больше половины пещеры Бессмертного. Небольшие размеры жилища лишь подчёркивали чудовищные размеры Ван Буэлэ. Одного взгляда на огромное до нелепости тело хватило бы, чтобы у человека кровь отхлынула от лица. Уже забыв о неспособности встать, он с ужасом переводил взгляд в себя на комнату и обратно. Чувствуя подступающие слёзы, он обнаружил, что не пролезет в дверь даже ползком. «Небеса, я не смогу выбраться!» Подумал он, а потом у него в голове мелькнула пугающая мысль. «Как мне тогда похудеть?» Его сердце сжали в тиски отчаяния и тревога. Он уже практически стал главным префектом, почти добился высочайшей должности в своей жизни, но не мог покинуть пещеры Бессмертного, чтобы пройти тест. Если бы он мог выбраться, то его бы снова ждала лавовая палата. Как он не старался подойти к проблеме, его мысли замыкались в какой-то порочный круг. Так он и сидел ошарашенный и злой на самого себя. Ни одно из придуманных решений не могло помочь, поэтому Ван Буэлэ с печальным вздохом включил кольцо-передатчик и неохотно связался с Людаубинем. Когда тот услышал о ситуации, то сразу же поспешил на выручку. При виде Ван Буэлэ в пещере Бессмертного он застыл. «Небеса! Ван Буэлэ, ты что с собой сделал?» Настроение Ван Буэлэ было совсем скверным. Людаубинь предложил несколько вариантов, к сожалению, ни один не сработал. Ван Буэлэ ничего не оставалось, как обратиться за помощью к Думень и зайке Джоу Сяуя. Зашел даже Чэнь Зэхэн. На состояние Ван Буэлэ он отреагировал негромкой фразой «Любопытно». Думень покосилась на Ван Буэлэ, совершенно не скрывая своего презрения. «Ни к чём не толстяк! Жрать надо меньше!» Зэйка выглядела беспокойной, движимой желанием выжить. Ван Буэлэ посмотрел на собравшихся в пещере и без долгих вступлений сказал «Ребята, мы все из одного города! Мне нужна ваша помощь!» Людаубинь и остальные оказались не такими полезными, как думал Ван Буэлэ. Никто не придумал подходящего решения проблемы. В итоге Зэйка пригласила старшего студента по имени Сэхайян. Он был известен в ДАО Академии обширными связями от ректора до студентов. Болтали, не существовало проблемы, которые бы он не смог решить. Зэйка познакомилась с ним во время торговли пилюлями. Вскоре на дороге ведущий к пещере Ван Буэлэ показался молодой человек среднего роста. Приложенные обильным слоем геля волосы блестели на солнце, как начищенный металл. Заглянув в пещеру Ван Буэлэ, у него загорелись глаза. «Сабрат, я твой покорный услуга, Сэхайян! Раз ты позвал меня, то можешь быть спокоен. Я обожаю вести дела со студентами с факультета хромического оружия. Пока у тебя есть деньги для меня, Сэхайяна, нет ничего невозможного. Даже если тебе понадобится хромический артефакт, переплавленный самим ректором, или мистический серебряный песок, чтобы выковать табакерку, как у декана факультета хромического оружия, я могу это устроить. У тебя довольно тривиальная проблема». Деловито заметил Сэхайян. «Как я понял, ты хочешь выбраться на улицу. Я могу снести твою пещеру бессмертного. Это позволит тебе выйти, верно?» Глава двадцать седьмая. Пилюля смерти. «Не беспокойся, я, Сэхайян, профессиональный посредник. Моя задача – исполнять все пожелания клиентов. Ты приходишь ко мне с проблемой и уходишь довольны результатом. Если интересно, можешь поинтересоваться мнением других моих клиентов. Во всей Далл Академии Эфира, будь то нижняя или верхняя часть, моё имя – Брэнд». Во время своего выступления Сэхайян пробежался пальцами по уложенным гелем волосам. В солнечном свете прическа блестела так же ярко, как его глаза. Стоя перед пещерой бессмертного Ван Буэлэ, он обворожительно улыбнулся. Своим видом и интонацией он буквально излучал уверенность. После упоминания ректора и декана он предложил снести пещеру бессмертного. Такая дерзость и наглость была не свойственна обычным студентам. Как-никак, в пещерах бессмертного Дао Академии были установлены магические формации. К тому же их было очень трудно разрушить, все в пещере бессмертного принадлежало соответствующим факультетам, студентам позволялось жить в них, но запрещалось менять что-либо внутри. И сейчас Сэхайян предложил снести пещеру бессмертного совершенно обыденным тоном. На это Людао Бинни компания поражённо охнули, собравшимся было трудно поверить в сказанное, заставить ректора выковать хормический артефакт, Такое можно было списать на бахвальство, но материалом для табакёрки декана выступал мистический серебряный песок, редкая субстанция чистоты 90%. Стоил он крайне дорого. В духовном интернете имелось немало информации об этой табакёрке, а Ван Буэлэ ничего о ней не знал, поскольку практически всё свободное время с момента поступления отратил на тренировку техники поглощения отцы великой пустоты. Реакция Люда, Убини и остальных пробудила Ван Буэлэ любопытство. Извернувшись всем телом, он сумел зайти в сеть, где проверил требования для получения от хормического артефакта от ректора, а также цену табакёрки из мистического серебряного песка. У него округлились глаза. Несмотря на отчаянное положение, у него появилась надежда. С трудом повернувшись, он посмотрел через дверь на улицу. «Ты можешь снести пещеру бессмертного?» С недоверием переспросил Ван Буэлэ. Продолжая поглаживать волосы, Сэхайян с лёгкой улыбкой ответил. «Другим такое не по плечу, но не забывай, если в ДАО Академии Фьюра я, Сэхайян, говорю, это сделать невозможно, значит никто не сможет тебе помочь. Однако снос пещеры бессмертного задача не из простых. Потребуется время и по меньшей мере десять тысяч духовных камней. Цена справедливая? Знай, в момент нужды я не обираю своих клиентов до нитки. Духовные камни нужны для оплаты специалистов, которым предстоит демонтаж магической формации. К тому же мне ещё предстоит найти кого-то, кто бы смог умаслить декана твоего факультета. Ну и компенсация за мои труды, разумеется. На всё про всё понадобится не менее трёх месяцев». Серьёзно подытожил Сэхайян, показав три пальца. «Так дорого?» Вырвалась Думинь. Остальные шумом втянули в лёгкий воздух. Десять тысяч духовных камней являлись весьма существенной суммой. Но Ван Буэлэ волновали не деньги, а лишний вес, который не давал покинуть пещеру бессмертного. Когда был озвучен срок в три месяца, ему стало дурно. «Слишком долго!» Нервно сказал он. Сэхайян наклонился и заглянул в пещеру бессмертного, чтобы оценить текущие размеры Ван Буэлэ. «Брат весьма впечатляет!» Со смехом признался он. «Я знаком с несколькими толстяками, но довести себя до состояния, чтобы даже в дверь не пролазить, такое я вижу впервые в жизни!» Ван Буэлэ возмущённо запыхтел. Эту ремарку он мог стерпеть, если бы у Сэхайяна имелось решение проблемы, но он не собирался терпеть оскорбление от человека, не способного ему помочь. Ван Буэлэ уже подумывал преподать ему урок после получения звания главного префекта. «Слишком длинный язык не приносит ничего, кроме боли!» Сэхайян заметил раздражение Ван Буэлэ. «На самом деле, чтобы вытащить тебя отсюда, необязательно сносить пещеру бессмертного!» С улыбкой сказал он. Сэхайян – профессиональный посредник. Разумеется, я не стану игнорировать более простые решения, чтобы вытрасти из тебя побольше денег. На самом деле, самое простое решение – похудеть. Тогда ты сам сможешь выйти. Это не только сэкономит время, но и деньги. Как я уже говорил, снос пещеры бессмертия – дело недешёвое. «Вместо десяти тысяч тебе придётся заплатить всего пятьсот духовных камней!» «Что скажешь?» «У тебя есть способ похудеть?» У Ван Буэлэ загорелись глаза. «Пятьсот духовных камней – ничто в сравнении с возможностью похудеть!» «Он бы даже заплатил больше, если б потребовалось!» «Брат, прошу, перестань уже ставить мою квалификацию под сомнение!» «Пока у тебя есть деньги, для меня нет ничего невозможного!» «Если ты не похудеешь, я возмещу тебе затраты в двукратном размере!» – с гордостью предложил Сэхайян. Ван Буэлэ был человеком решительным, поэтому он сразу же согласился с одним условием – сначала похудение, потом оплата. Сэхайян кивнул. Никто вдал академии не смел уйти от оплаты его услуг. После непродолжительного обсуждения деталей он ушёл. Остальные в пещере поняли, что проблема была решена, они странно посмотрели на Ван Буэлэ, видя его скверное настроение, они тоже попрощались. Зайка не хотела уходить, но её увела Думень, перед уходом она попыталась утешить Ван Буэлэ, что очень его тронуло. «Сэуя, как только похудею, обязательно найду тебя!» – пообещал он. Оставшись в одиночестве, Ван Буэлэ растянулся на полу пещеры Бессмертного. Сейчас он чувствовал себя панголином, запертым в клетке, отчего ему стало ещё грустнее. Он неосознанно потянулся за пакетиком со снэками, но не смог до него дотянуться. После этого Ван Буэлэ совсем скис. «Почему всё так трудно? Я просто хочу стать главным префектом! Надо держаться! Нельзя поддаваться унынию!» В автобиографиях высокопоставленных чиновников говорится, «Небеса, перед тем, как даровать свою благодать человеку, сперва испытывают его разум страданиями и стязают плоти кости». К счастью, Ван Буэлэ был оптимистом, эта мысль принесла ему некоторое успокоение. «Надо переехать в пещеру Бессмертного побольше!» принял решение Ван Буэлэ. В его голове уже стояла картина того, как в недалёком будущем он становится главным префектом. Мысли о чём-то приятном вселили в него уверенность, что ожидание того стоило. На закате третьего дня вернулся Сэхайян в том же наряде, в котором приходил в первый раз. Приложенные гелем волосы поблескивали в закатных лучах, Ван Буэлэ заметил его ещё издали. «Братце!» Ван Буэлэ сразу оживился. Остановившись перед пещерой Бессмертного, Сэхайян нагнулся и с тёплой улыбкой заглянул внутрь. «Брат, я придумал несколько решений твоей небольшой проблемы. В конечном итоге мой выбор пал на метод, который точно сработает». Сэхайян достал флакон для пилюль, убедившись в отсутствии лишних ушей. Он сел на корточки и заговорчески прошептал. «На чёрном рынке города Эфира я раздобыл немного пилюль смерти». Ван Буэлэ сперва было обрадовался, но название пилюль резко остудило его пыл. «Впервые слышу», растерянно сказал он. «Ничего удивительного, ведь пилюля смерти считается запрещенным препаратом. Её случайно переплавил один чудак с факультета. Давно дело было. Приняв её, человек переживает нечто схожее со смертью. На факультете алхимии есть негласный рейтинг людей, принявших пилюлю смерти. Первое место держит один смельчак, проглотивший сразу три штуки». После небольшой паузы Сэхаен предельно серьёзно продолжил. «Брат, если ты выдержишь, то пилюля смерти точно поможет тебе похудеть. Это я тебе гарантирую!» Перед Ван Буэлэ встала дилемма. Название пилюли внушало определённые опасения. Он тайно связался с Зайкой и Думинь. После нескольких вопросов он заглянул в духовный интернет. Искать информацию о пилюле оказалось не так легко. Найденное в итоге описание пилюль смерти всерьёз его напугало. Также упоминался смертельный исход в результате приёма этой пилюли. Другие рассказывали, как после приёма от них остались кожа до кости. Некоторые утверждали, что эти пилюли прямая угроза жизни. Какой бы комментарий он ни открывал, в конце всегда имелось предупреждение никогда не принимать её. Но именно по этой причине люди хотели это сделать. Нет ничего слаще запретного плода. Какое-то время спустя Ван Буэлэ принял решение. «Давай её сюда!» Сквозь зубы сказал он. «Я готов!» «Хороший настрой!» Сэхо Ян одобрительно поднял палец вверх. «Однако лучше начать с одной. Не хотелось бы, чтобы ты отбросил копыта, не заплатив. Если всё пройдёт нормально, попробуем вторую». Это предложение показало порядочность и справедливость Сэхо Яна. В специальных перчатках он осторожно достал пилюлю из флакона и передал Ван Буэлэ в пещере бессмертного. Пилюля смерти была алого цвета. Один её вид уже вызывал тревогу. Принюхавшись, Ван Буэлэ сравнил пилюлю с описанием в сети, после чего с глубоким вдохом забросил её в рот и начал жевать. Не став дожидаться, пока полностью раскроется вкус, он проглотил её. «А вкус ничего такой!» Ван Буэлэ облизнул губы. Он проглотил её слишком быстро, поэтому на языке осталось только слабое послевкусие. Пилюля показалась ему даже вкуснее снеков. «Давай ещё одну!» Пилюля моментально разбудила его аппетит. Всё-таки Ван Буэлэ несколько дней вообще ничего не ел. «Эм...» Сэхо Аян растерялся. Перед Ван Буэлэ он вёл себя как настоящий профессионал, но сейчас в смятении переводил взгляд с Ван Буэлэ на флакон и обратно. Наконец он осторожно достал ещё одну пилюлю. Ван Буэлэ быстро проглотил её и попросил ещё одну. «Ты ничего не чувствуешь?» Неуверенно спросил Сэхо Аян. «Ничего. Вкусные пилюли. Давай ещё парочку». Ван Буэлэ облизнул губы. Пилюли были острыми и приятно согревали желудок. Сконфуженный Сэхо Аян после небольшой заминки на автомате подал ему ещё три. Внезапно он осознал, что наделал. Его предупреждение застряло в горле. Ван Буэлэ уже проглотил три пилюли смерти. «Небеса! Ты сожрал пять штук!» Воскликнул Сэхо Аян. Ван Буэлэ почувствовал лишь небольшое повышение температуры тела. Отсутствие какой-то серьёзной реакции ему совсем не понравилось. «Это что, фальшивка? Ты так расписал её и даже заявил, что человек может принять максимум три? Я уже съел пять и ничего! Эффект нулевой!» Ван Буэлэ уже начал думать, что его попытались обдурить. У Сэхо Аяна на лбу выступил холодный пот. Во флаконе осталось ещё пять пилюль. Он был уверен в их подлинности, но после слов Ван Буэлэ в его сердце начали закрадываться сомнения. «Кто-то решил меня обмануть?» гневно пробормотал он. «Попробуй сам и всё поймёшь!» предложил Ван Буэлэ. Сэхо Аян всерьёз начал подозревать обман. В гневе он вытащил одну пилюлю и забросил в рот. Стоило алому шарику коснуться языка, как у него округлились глаза, и мир перед глазами слегка поплыл. Глава двадцать восьмая Великая завершённость ступени физической печати О, это... О! Сэхо Аяна перестал слушаться язык. Он не смог даже закончить предложение. Его лицо стало пунцовым, глаза налились кровью, на лбу сдулись вены. Судорожно ловёртом воздух, он застыл, словно громом поражённый. Небеса! Воскликнул Сэхо Аян, забившись в конвульсиях. Его зрачки сузились до размера точки, по лбу градом повалил пот. Ван рефлекторно попытался вызвать рвоту, чтобы выплюнуть пилюлю смерти, вот только она уже растаяла. Его попытки вызвать рвоту не помогли ему избавиться от остатков пилюли. Кашля и дрожа всем телом, он схватился за горло и хрипло выдавил. Воды! Дай воды! Ощущение было такое, будто ему в рот налили расплавленный металл. Его горло как будто сдавили тиски, голова гудела, тело всеми силами пыталось исторгнуть из себя чужеродную субстанцию, в результате чего его пронзила невыносимая боль, а из горла вырвался дикий, почти животный вопль. В агоне он начал метаться перед пещерой бессмертного. Воды! Дай воды! Я сейчас умру! Всё это видел Ван Буле. Реакция Сэхо Яна немного удивила его. Он что, прикидывается? Со скепсисом подумал он. На него эффект так называемой пилюли смерти совершенно не произвёл впечатления. По его мнению, она просто согревала желудок, жуткое описание пилюли никак не вязалось с таким незначительным эффектом. Но тут он заметил пот на рубашке Сэхо Яна, вдобавку он дико кричал и, казалось, хотел вырвать себе язык. Ван Буле удивлённо выгнал бровь, когда Сэхо Ян потерял равновесие и упал на колени прямо перед пещерой бессмертного. С дикими воплями он начал бить руками по земле. Прямо на глазах Ван Буле губы Сэхо Яна раздувались и менялись в цвете, сначала они посинели, потом приобрели тёмно-пурпурный оттенок. Словно тот переживал какую-то жуткую трансформацию при виде губ, практически превратившихся в сосиски, Ван Буле всерьёз забеспокоился. С огромным трудом он вытащил бутылку духовно-ледяной воды, которая уже давно стала тёплой, и бросил Сэхо Яну. «Эти штуки вправду такие мощные?» мелькнула у Ван Буле мысль. Сэхо Ян набросился на бутылку воды со звериным блеском в глазах. Не став возиться с крышкой, он зубами оторвал горлышко и принялся жадно пить. После пары больших глотков у него расширились глаза, и он сплюнул. Над духовной водой на земле тотчас закурился белый дымок. «Небеса! Какая острая!» Вода не помогла избавиться от жжения во рту, она произвела обратный эффект, усилив ощущение остроты. До этого острота обжигала только рот и горло, но из-за воды она добралась до желудка. Сам по себе Сэхо Ян был не очень толстым, но под влиянием пилюли он стал ещё стройнее. Как будто пилюля смерти пробудила спящий потенциал его тела. Одна такая пилюля ставила человека на грань смерти, во всяком случае именно так говорилось в легенде факультета алхимии. Рецепт её создания не был чем-то необычным, да и на свет она появилась из-за чистой случайности. Творение неизвестного алхимика оказалось настолько острым, что её не мог выдержать ни зверь, ни человек. Ужасную боль и жжение не могли выдержать даже люди с лужёными желудками. Кто бы её не принял, ему казалось, будто он попадал прямиком в ад. Одного раза было достаточно, чтобы человек больше не хотел к ним притрагиваться. Ван Бууле из пещеры Бессмертного с удивлением наблюдал за агонией Сахайяна. Поначалу он хотел отказаться от плана с пилюлями, но после того, как Сахайян похудел, у него перехватило дыхание. «Они действительно помогают сбросить вес!» вырвалось Ван Бууле. «Скорее дай пилюли смерти!» Обжигающая острота практически довела Сахайяна до умопомешательства. Мысли путались, жуткая пытка обессилела его и физически, и ментально. Он лежал на земле с таким видом, будто жизнь потеряла всякий смысл. Без задней мысли он просто бросил флакон с пилюлями в пещеру Бессмертного. «Я, Сахайян, честен со всеми своими клиентами! Ещё никому я не продал подделку!» Даже в такой ситуации первым делом он думал о своей репутации. Это подняло его в глазах Ван Бууле. Сахайян оказался действительно надёжным парнем. «Брат, зря я в тебе усомнился!» Попытался утешить его Ван Буууле. Из флакона он достал и закинул в рот очередную пилюлю. Не почувствовав эффекта, он принял ещё одно. Температура в желудке стремительно росла, Ван Буууле покосился на свой огромный живот и нехотя проглотил оставшиеся пилюли. «Без риска мне не стать главным префектом и не похудеть!» За исключением съеденные с Эхайяном пилюли, все остальные девять оказались в животе Ван Буууле. Наконец закалка лавовой палаты дала трещину. Вдобавок девять пилюль смерти по одной никак на него не влияли, но вместе они превратились в настоящее извержение вулкана. Такого жара Ван Буууле не чувствовал даже в лавовой пещере. Ему казалось, будто у него в животе разгорелось море огня, из-за этого у него мгновенно опухли губы и горло, при этом он чувствовал себя так, словно тело вот-вот взорвется. «Небеса!» — хрипло закричал он, запертый в пещере бессмертного, он судорожно впился в себя ногтями. Жар внутри не мог найти выхода, поэтому его целью стал духовный жир. Под собственные душераздирающие вопли Ван Буууле начал прямо на глазах уменьшаться в размерах. Обычный человек не выдержал бы такой пытки, толстяки же в своем желании похудеть были готовы на все. Не имело значения, на какие жертвы ради этого приходилось идти. Ван Буууле и Сэхоян так и лежали громкостяные. Один внутри, другой снаружи пещеры бессмертного. К счастью, в этой части горы редко бывали люди, иначе бы от увиденного они бы на несколько ночей остались без сна. Через два часа Сэхоян отпустила, как же он был рад тому, что пережил эту пытку. Из пещеры бессмертного Ван Буууле все еще доносились отчаянные вопли, словно там в выступлении бился какой-то безумец. Такое количество пилюль смерти буквально сжигали Ван Буууле изнутри. Боль и жар были куда сильнее, чем в лавовой палате, где он мог медленно поднимать температуру. С диким сжением в животе Ван Буууле наконец понял причину такой яркой реакции Сэхояна, к тому же разрывающая его сейчас боль была в десятки раз острее, чем в случае Сэхояна. Какое-то время Сэхоян с неким извращенным удовлетворением слушал крики Ван Буууле. После пережитого он по-новому начал смотреть на страдания других. Прошло два часа, Сэхоян забеспокоился. «Сколько... Сколько ты принял?» Утеряв испарину в страхе спросил он. По его прикидкам, мучения Ван Буууле должны были уже давно закончиться, на десятый час вопли из пещеры бессмертного наконец стихли. У Сэхояна ёкнуло сердце. В страхе за жизнь Ван Буууле он бросился к пещере, как вдруг заметил на земле пустой флакон для пилюль. «Ты совсем спятил?» Галенья на флакон вскричал Сэхоян. «Ты принял все девять пилюль!» У него внутри всё похолодело. Он не мог представить человека, способного принять сразу девять пилюль смерти. В любой другой день он бы принял это за чью-то безумную байку, но всё произошло прямо у него на глазах. Стоило ему заглянуть в пещеру бессмертного, как у него перехватило дыхание. В ней лежал заметно похудевший Ван Буууле. Волосы у него на голове напоминали птичье гнездо, одежда превратилась в лохмотье. Он лежал на полу, изредка вздрагивая. Сэхоян проникся к нему уважением. Такую пытку не мог выдержать простой смертный. «Брат, ты в порядке?» Осторожно спросил он. Услушав голос, Ван Буууле открыл глаза. Какое-то время он тупо смотрел в потолок, но в итоге его взгляд прояснился. Первым делом он посмотрел на своё тело. При виде совсем небольшого живота у него мелькнула радостная мысль. «Титл главного префекта Май!» Ван Буууле рассмеялся и в прыжке поднялся. В этот момент вспыхнуло огромное количество кровавого цы, а потом он весь исчез. Теперь весь цы был запечатан в теле Ван Буууле. Ещё никогда он не чувствовал, чтобы тело настолько хорошо запечатало себя от внешней среды. «Великая завершённость ступени физической печати!» Невольно воскликнулся Хайен. Дальнейший прогресс культивации со ступени физической печати был сопряжён со множеством трудностей. На путь от начальной ступени до великой завершённости этой ступени обычно уходило несколько лет. Многим требовалось больше десяти лет. Сильная аура запечатанного тела показывала, что он находился на великой завершённости физической печати в одном шаге от ступени укрепления пульса. «Как такое возможно? С каких пор пилюли смерти помогают в прорыве культивации?» Сахаян не знал, что и думать. Произошедшее оказалось немыслимым. Он знал об инцидентах на тренировочной площадке, во время пробежки и в лавовой палате. Однако увиденное всё равно потрясло его до глубины души. Если об этом узнают студенты Академии, то многие точно захотят тайком достать и попробовать пилюли смерти. До сих пор огромное количество студентов бегало вокруг острова, поднимало штангу и мучилось в лавовой палате в надежде на прорыв культивации. Глава двадцать девятая. Никаких колебаний. Ван Боула был вне себе от радости. Он не только повысил культивацию и сбросил вес, но и совсем скоро станет главным префектом. У него заблестели глаза, стоило ему представить эту сцену. «Этот день наконец настал!» От предвкушения сердце Ван Боула застучало быстрее. Он хотел броситься на кафедру, как вдруг заметил остолбеневшего Сеха Яна. Расчувствовавшийся Ван Боула подошёл к нему и по-медвежьи обнял. «Отличная работа! Твоё решение проблемы лишнего веса действительно сработало! Если что, будем на связи! Вот, держи, как и договаривались!» Ван Боула со смехом передал Сеха Яну духовные камни, после ещё нескольких лебезных слов он заметил отсутствующий взгляд Сеха Яна, тот оцепенело стоял, словно не собирался уходить. «Эй, собраться! Уже поздно! Можем встретиться завтра и пообедать! Я угощаю!» В любое другое время Ван Боула остался поболтать с Сеха Яном. Сейчас все его мысли занимал тест на должность главного префекта, ему уже не терпелось отправиться на кафедру. Поэтому он и сделал этот прозрачный намёк. «Ты... Как тебе это удалось? Твоя культивация поднялась! Невероятно!» В голове Сеха Яна до сих пор была каша. Он уже несколько лет вёл дела в Дао Академии, немало клиентов через него доставали пилюли смерти, но только Ван Боула совершил прорыв. «Это возможно, если съесть несколько штук!» Отмахнулся Ван Боула, положив руку на плечо Сеха Яну и выведя шалевшего молодого человека на улицу. Сеха Ян отправился вниз по склону со спутанными мыслями. Проводив своего спасителя взглядом, Ван Боула посмотрел на закатное небо, а потом на всех порах поспешил к кафедре духовных камней. «Скоро я стану главным префектом!» От радости Ван Боула бежал в припрыжку, громко смеясь. Процедура была очень проста. От него требовалось пройти тест в месте, где находился рейтинг кафедры, тест представлял собой запись процесса переплавки духовного камня. Если частота достигала необходимого процента, то звание главного префекта автоматически переходило к кандидату. Как только улажу все формальности, примкну к небольшой горстке важных людей факультет от хармического оружия, вот тогда посмотрим, кто посмеет меня тронуть! Ван Боула буквально сгорал от нетерпения, ему казалось, что даже кровь быстрее побежала по венам. На пути к кафедре духовных камней радостный Ван Боула не заметил, как мимо прошел старший студент с его факультета. При виде Ван Боула и изорванного наряда особого студента его глаза заблестели. «Вижу, Ван Боула, одет не по уставу», прошептал он в кольцо передатчик. На горе факультета от хармического оружия стояло три крайне приметных павильона, они находились в непосредственной близости от главных зданий трех кафедр. Все три здания были пурпурного цвета и напоминали Ямэне. Примечание переводчика Ямэнь или магистрат комплекс зданий, представлявший особую резиденцию чиновников и его помощников. Магистраты феодального Китая. От них исходила довещая аура, которую чувствовали все, кто проходил мимо. Входы трех павильонов охраняли студенты, они холодно взирали на всех прохожих. Большинство неожиданно ускорило шаг, чтобы не задерживаться рядом с ними ни секунды дольше. В трех пурпурных павильонах располагался дисциплинарный комитет, их власть уступала лишь декану и преподавателям факультета хромического оружия, в студенческой среде эти три здания назывались павильонами главных префектов. Все потому, что главные префекты отвечали за дисциплинарный комитет своей кафедры. На Нижнем острове каждый факультет имел несколько главных префектов, ответственных за дисциплинарные комитеты. Эта должность была невыборной, ее можно было получить только собственными силами. Это правило дало Академии эфира и делало главных префектов такими особенными, ведь им мог приказывать только ректор. Отсюда и второе их название «ученики ректора». В данный момент дисциплинарным комитетом каждого факультета заведовал не ректор. Он передал эти полномочия мужчине в черном, чьими стараниями ван БВЛ чуть не отчислили. По сути, ими управлял проректор. В особых случаях деканы факультетов могли приказывать главным префектам, однако обычно они этого не делали. Свои возражения они оставляли за закрытыми дверьми, на публике они соглашались с их решениями. В павильоне главного префекта кафедры духовных камней неподалеку от их главного зала около дюжины молодых людей в черных халатах о чем-то весело болтали. На территории факультета другие студенты обычно старались обходить их стороной, будучи арбитрами дисциплинарного комитета, назначенные главным префектом кафедры духовных камней, они обладали большей властью. Они следили за тем, чтобы студенты факультета от хромического оружия не нарушали правила Академии. Двое из них в начале учебного года сопровождали Ван Боулэ на слушанье. Во время беседы один из них посмотрел на кольцо передатчик, а потом с улыбкой поделился с товарищами. Ребята, любопытные новости. Кто-то видел Ван Боулэ нарушающего правила. Пора с ним разобраться. Он идет на кафедру духовных камней. Остальные в помещении засмеялись. Его наконец поймали? Как-то главный префект спрашивал о нем во время моего доклада. К слову, о главном префекте. Уже прошло больше полугода с тех пор, как он поручил нам это задание. Изрядно же я поломал голову. Этот толстяк последние полгода как сквозь землю провалился. Его практически никто не видел, хотя я до сих пор считаю, что нам поручили с ним разобраться не из-за того, что он оскорбил главного префекта. Ха-ха, не забивай себе голову. Хотя тут я не могу не согласиться, главный префект скорее всего кому-то помогает. Если бы толстяк перешел дорогу префекта, то он бы столько не протянул. Не забывайте про суровый вид, ребята. Этот раздражающий толстяк сегодня получит своя. Продолжая беседу, их небольшая группа покинула дисциплинарный комитет. На улице они нацепили на лица маску суровости. Выражение их лиц не предвещало ничего хорошего, они кратчайшим путем направились к кафедре духовных камней, их группа привлекла внимание простых студентов. Многие сразу поняли, что кто-то серьезно влип, сбившись в толпу, они последовали за ними, неграммко строя догадки относительной личности нарушителя. Всем не терпелось увидеть, как дисциплинарный комитет с ним расправится. Вскоре впереди показался счастливый Ван Боуле. Сама по себе дорога была не очень широкой, по ней могли плечом к плечу пройти пять мужчин. При виде группы арбитров из дисциплинарного комитета Ван Боуле сразу представил, как в будущем станет их начальником, его губы изогнулись в улыбке. «Ребята!» Крикнул он и поднял руку в знак приветствия. Арбитры в черных халатах презрительно ухмыльнулись. Один из них своим криком не дал Ван Боуле закончить. «Ван Боуле! Ты шатаешься по Дау Академии в этих лохмотьях? Будучи одетым не по форме, ты нарушил статью 3 параграфа 7 правил Дау Академии! Идем с нами!» Арбитр подошел к Ван Боуле и попытался схватить его за плечо. Ему не было дела до особого статуса или культивации Ван Боуле. По его мнению, студенты факультета тхармического оружия не смели сопротивляться аресту, особенно при наличии наглядных доказательств. Ван Боуле нахмырился и коротким шагом назад увернулся от руки. «Собрат, я искренне извиняюсь, у меня есть на это веские причины. Как только я переоденусь, то сразу я влез в дисциплинарный комитет, и мы все спокойно решим», предложил Ван Боуле. Он действительно носил лохмотья. Его форма особого студента порвалась после всех недавних злоключений. В своем желании поскорее стать главным префектом у него совершенно вылетело из головы взять новый комплект формы. Случай был пустяковым, и если бы не поручение главного префекта кафедры духовных камней, то конфликт был бы исчерпан у платой небольшого штрафа. К тому же они вообще могли закрыть глаза на мелкое нарушение ввиду его статуса особого студента. К сожалению, арбитры долгое время пытались поймать Ван Боуле на каком-нибудь нарушении, поэтому сейчас они просто не могли его отпустить. Молодой человек нахмырился, когда Ван Боуле увернулся от его руки. «Пытаешься сопротивляться? Хватит зуба заговаривать! Взять его!» Молодой человек опять попытался схватить Ван Боуле, его товарищи ухмыльнулись и поспешили вперед. Они явно собирались арестовать Ван Боуле и отвезти в дисциплинарный комитет. Стоит ему попасть туда, и от Ван Боуле уже ничего не будет зависеть. У них имелись способы пришить к его обвинениям множество дополнительных нарушений, разумеется, им вряд ли удастся исключить его. С другой стороны, это точно оставит на его личном деле темное пятно. Простые студенты неподалеку с удивлением узнали в нарушителе Ван Боуле, если бы правило нарушил кто-то другой, им не было бы до него никакого дела. Ван Боуле являлся особым студентом и уже неоднократно становился самым обсуждаемым студентом Нижней Академии. Это делало его в их глазах довольно важной персоной. Ван Боуле был весьма смышленым молодым человеком, он попробовал уладить дело миром, потому что знал, скоро он станет главным префектом. Но при виде реакции арбитров и их нежелания идти на компромисс, он насторожился. Как только его еще раз попытался схватить один из парней в черном, Ван Боуле перехватил его запястье. Посмотрев ему в глаза, он, выделяя каждое слово, произнес. «Какое правило дисциплинарного комитета требует применения такой силы за простое ношение неправильной формы? Ты схватил меня, и тебе еще хватает наглости что-то говорить про правила? Ван Боуле, ты оказываешь сопротивление представителям дисциплинарного комитета. Это еще одна статья обвинения, которая будет прибавлена к твоим обвинениям. Арестовать его!» Сказавший это молодой человек ехидно ухмыльнулся. Судя по надменной интонации, он вообще не нервничал. К тому же другой рукой он попытался нанести удар. В этот момент Ван Боуле помрачнел. По характеру он был беззаботным и веселым человеком, но в случае угрозы он без колебаний давал сдачи обидчика. «Дисциплинарный комитет! Вы зашли слишком далеко в своей тирании!» Глаза Ван Боуле блеснули, он резко вывернул запястье, послышался хруст, а потом пронзительный вопль. Находясь во власти Ван Боуле, молодой человек повалился на бок. Лицо кричащего парня тотчас покрылось испаренной. Глава 30 Тест Воздух прорезал пронзительный крик. Ван Боуле в ярости вывихнул арбитру сустав, тем не менее он еще себя контролировал, поэтому не стал ломать ему руку. Однако вывихнутый сустав отозвался во всем теле сильной болью. «Как ты смеешь?» «Ван Боуле, ты нарушил статью 2 и 4 правил Академии! Сопротивление аресту и нападение! Взять его!» Другие арбитры пришли в бешенство, они еще никогда не попадали в такую ситуацию. Каждый из них считал себя выше закона, дав волю своей культивации, а не с ревом бросились на Ван Боуле. Студенты поблизости с трудом верили своим глазам. «Ван Боуле напал на арбитра? Небеса! Такого еще никогда не было! Вот скандал-то будет!» Культивация нападавших арбитров разнилась, самый слабый находился на ступени ци и крови, а сильнейший на ступени физической печати. Все-таки слишком слабые студенты не могли стать подручными главного префекта кафедры духовных камней, даже если не учились на факультете дхармического оружия. С преимуществом в численности и с верой в то, что они были блестителями порядка, арбитры всем скопом кинулись к Ван Боуле. «Ваша атака почему-то находится в соответствии с правилами. Странно, да? Как будто вы на ходу решаете, где нарушение правил, а где нет. Я просто уклонился, но по-вашему это было сопротивление аресту. Потом я остановил удар, и теперь вы хотите повесить на меня еще одну статью. Вот это и есть дисциплинарный комитет? Теперь я вижу, ваш главный префект уделяет недостаточно времени для поддержания у вас дисциплины. Более того, он, похоже, закрывает глаза на ваше бесчинство». Ван Боуле был вне себя от ярости. Их появление и нападение ничего хорошего не предвещало. Конкретных причин он не знал, однако нетрудно догадаться, что делали они это специально. «Проповеди еще будешь нам читать! Кто ты такой? Язык у тебя острый. Поглядим, как ты запоешь, когда окажешься в стенах дисциплинарного комитета!» Арбитры в черном разразились гневными криками, они больше не воспринимали арест как задание главного префекта. Теперь они хотели показать Ван Боуле, что с дисциплинарным комитетом шутки плохи. В любой другой день Ван Боуле нашел бы другой выход из ситуации, но сейчас он уже считал себя практически главным префектом, и ему не терпелось пройти тесты стать их начальником, который совершенно не собирался терпеть подобное поведение. Как только молодые люди в черном оказались достаточно близко, он холодно хмыкнул и шагнул им навстречу. «Раз главный префект не уделяет вашей дисциплине достаточно времени, придется мне заняться вашим воспитанием!» В этот момент скорость Ван Боуле резко возросла. Он схватил одного арбитра за палец и резко загнул его. Треск практически сразу перекрыл дикий вопль. Удар ноги отправил этого арбитра в полет, Ван Боуле схватил следующего нападавшего и вывихнул ему запястье. Пока тот вопил, Ван Боуле вернулся от атак трех его товарищей и ударил кулаком, сжатый кулак Ван Боуле источил силу ступени физической печати, вслед за ударом кулака он как будто невзначай пнул ногой в пах еще одного парня в черном. Не останавливаясь, он накинулся настоящих впереди арбитров, когда в ход пошла техника захвата, стойка арбитров стала неустойчивой. Схватка развивалась слишком стремительно. Ван Боуле подобно текущей воде ловко перемещался от одного арбитра к другому, какое-то время звучали крики боли и вопли. Наконец Ван Боуле остановился, более десяти арбитров валялись на земле, одни держались за кисти, другие за пальцы или пах. При этом все кричали или стонали. Их черная форма промокла от пота, все поверженные арбитры смотрели на Ван Боуле с ненавистью. Ван Боуле тебя точно отчислят! Я уже доложил обо всем главному префекту! Ты нарушил сразу несколько правил Академии! Пока арбитры ему угрожали, на пике дхармического оружия в области богатой духовной энергии располагалась более роскошная пещера Бессмертного, чем у Ван Боуле. Внутри сидел молодой человек непримечательной внешности с рябым лицом, облаченный в пурпурный халат главного префекта. В руках он держал духовный камень и пытался что-то на нем вырезать. Процедура требовала предельной концентрации, поэтому из-за вибрации кольца передатчика у него соскользнула рука. Вся работа пошла на смарку, а духовный камень превратился в пыль. Проклятие! Ругнулся молодой человек. Это был главный префект кафедры духовных камней Дзян Линь. На пальце он носил особое кольцо передатчик дисциплинарного комитета. Обычно арбитры знали о его привычках, поэтому в основном докладывали ему лично. Очень редко кто-то из них пользовался для связи кольцом. И сейчас редкое голосовое сообщение испорчило начертание. Настроение от Дзян Линь резко ухудшилось, только он хотел отправить через кольцо передатчик пору не очень ласковых слов, как услышал жалобный голос одного из своих подчиненных. «Ван Буле?» гневно произнес он. «Кому какое дело, что он особый студент?» Холодно хмыкнув, он вышел из пещеры бессмертного. Для тех, кто бросал вызов во дисциплинарному комитету, у него имелась эффективная тактика быстро нанести удар и разобраться с нарушителем, пока он не успел ничего понять. Тем временем студенты разинов в роты наблюдали за разворачивающейся схваткой на узкой дорожке, ведущей к кафедре духовных камней. Некоторые сразу же признали в приемах Ван Буле технику захвата, которая уже какое-то время была одним из основных трендов Дао Академии. Ввиду ее популярности никто не связал его с толстым зайцем, все мысли студентов сейчас занимала жестокая атака Ван Буле на дисциплинарный комитет. Помимо изумления, многие со злородством смотрели на стонущих арбитров, студенческие среди не жаловали дисциплинарный комитет, однако никто не решался выступить против них, боясь ответной реакции. По этой же причине сейчас никто не болел за Ван Буле, хотя многим очень хотелось. Небеса! Он побил целую кучу арбитров! Последствия за избиение людей дисциплинарного комитета очень суровы. Ван Буле совсем спятил! Проигнорировав шокированных студентов и буравящие спину взгляды арбитров, Ван Буле совершенно спокойно двинулся к кафедре духовных камней. В глазах общественности нападение на дисциплинарный комитет сулило серьезные последствия, но у него имелось весьма элегантное решение проблемы стать главным префектом. Глаза Ван Буле блеснули, и он ускорил шаг. В это время дня занятия не проводились, поэтому у лекционного зала находилось не очень много студентов, прибытие Ван Буле не осталось без внимания, но они еще не слышали последние новости. Когда они узнали о его стычке с дисциплинарным комитетом, Ван Буле уже скрылся из виду в лекционном зале. Ван Буле остановился у трибуны перед огромной синей каменной стеной, он нетерпеливо достал нефритовую бирку, удостоверяющую личность, и приложил к стене. Студент Ван Буле серьезно объявил он. Прошение на прохождение теста духовных камней! Каменная стена тут же вспыхнула, этот свет тот же же собрался в нефритовой бирке Ван Буле. Разрешение получено! Раздался суровый голос из стены. Ван Буле сделал глубокий вдох и сел в позу лотоса, после чего достал пустой камень для переплавки. Его глаза заблестели, когда со всех сторон к нему начала стекаться духовная энергия. Пустой камень засиял, чистота достигла шестидесяти процентов и продолжала повышаться. В это время главный префект, рябой молодой человек по имени Дзян Линь, вместе с несколькими дюжинами арбитров, шел к месту нападения. С появлением дисциплинарного комитета толпа сразу притихла, побитые арбитры заметно приободрились. Главный префект, Ван Буле отправился на кафедру духовных камней. Сегодня он перешел все границы. Ван Буле нарушил второе, третье, четвертое и седьмое правила академии. Главный префект, надеемся на вашу справедливость. При виде жалкого состояния подчиненных взгляд Зян Линь не посуровел. Возмутительное и безобразное поведение. Такой студент не заслуживает учиться в нашей ДАО Академии Эфира. Коротко сказал он. Арбитры кипели от злости, они помогли своим товарищам подняться, после чего двинулись вслед за главным префектом на кафедру духовных камней. Простые студенты быстро разнесли новость по всей Нижней Академии, те, кто находился на месте драки, последовали за арбитрами. Вмешательство главного префекта и нападение Ван Буле стали главной темой в духовном интернете. Новостью заинтересовались даже на других факультетах. Обсуждения и темы множились как грибы после дождя. У маленького ДАОСа, стримера-любителя, загорелись глаза. Он поспешил на факультет хромического оружия со своего факультета ловушек, маленький ДАОС предвкушал отличное шоу. На бегу он кричал в своё записывающее устройство. Народ, вы уже наверняка слышали о конфликте Ван Буле с дисциплинарным комитетом. Если кто-то подарит мне ракету, я попробую ещё раз подойти к нему. Я рискую ради вас жизнью. В сеть просочилась информация о местонахождении Ван Буле. Некоторые зашли внутрь лекционного зала, чтобы оттуда вести прямую трансляцию. Новость о том, что Ван Буле проходит тест на чистоту духовного камня, захлестнула сеть подобно бури. Серьёзно? После нападения Ван Буле пошёл проходить тест? О чём он думает? Он же не хочет стать главным префектом? Разве такое возможно? Невероятно. Он вознамерился стать главным префектом? В большинстве своём в Дао Академии Эфира учились довольно смышлёные молодые люди. Поэтому некоторые студенты быстро нашли ответ, однако от этой мысли им стало не по себе. Такое решение проблемы показалось им совершенно дурацким. Пока к пику тхармического оружия сбегались студенты, главный префект Зян Линь добрался до кафедры духовных камней, кто-то позади следил за новостями в духовном интернете, этот орбит раззвучил гулявший по сети слухи. Он хочет стать главным префектом? Серьёзно? Он же ещё года здесь не отучился. Не высоко ли метит? Зян Линь лишь рассмеялся. Это ничуть его не встревожило. В его глазах появился презрительный блеск. Несколько дюжин орбитров позади усмехнулись. Он пытается ухватиться за соломинку. Ему уже ничего не поможет избежать наказания. Ему хватило наглости напасть на наш дисциплинарный комитет. Тут ему некого винить кроме себя самого. Поглядим, как он себя поведёт, когда мы его прищучим. Разве он не побил пару наших? Хочу посмотреть, как он будет молить о пощаде, когда выйдет на улицу. Слушая разговоры подчинённых, Эдзян Линь смотрел на кафедру духовных камней. Презрение в его глазах стало ещё явственней. Он повёл арбитров к коллекционному залу. Когда они добрались до места, каждый достал оружие. Выглядела игру покрайне мрачно. Толпа простых студентов боялась приблизиться. Многие старались вообще не дышать. Глава 31. Непреклонный. Внутри зала перед синей стеной из камня в пузе лотоса сидел Ван Боуле. Он был сфокусирован на задаче, поэтому не обращал внимания на творящиеся вокруг. Духовный камень в руке лучился жемчужным светом. Недавно я преподал урок дисциплинарному комитету. Они так просто это не оставят. Но сейчас я покажу им истинное отчаяние. Остальные могут забыть о должности главного префекта. Уже совсем скоро она станет моей. Ван Боуле стиснула зубы и направила в пустой камень ещё больше духовной энергии. Из камня послышался треск, словно он мог разбиться в любой момент. Обычно этот звук не означал ничего плохого. Наоборот, он показывал растущую частоту духовного камня, текущая работа с пустым камнем отличалась от того, что Ван Боуле делал при помощи техники поглощения цивиликой пустоты. Общеизвестный метод переплавки он знал с самого детства. Духовный камень не создавался из ничего, требовалось наличие пустого камня. Для Ван Боуле это усложнило процесс лишь на один дополнительный шаг. Не снижая концентрации, он стягивал к себе духовную энергию, отчего невидимый водоворот вокруг него постепенно увеличивался в размерах. Наконец он вышел за пределы помещения. Казалось, в зале образовалась огромная черная дыра. Причем все это произошло всего за несколько секунд. Треск камня стал громче, как вдруг он обратился в пыль. Из остатков пустого камня брызнул радужный свет, как будто в руке лежал драгоценный камень. Ослепительный свет завораживал. Даже и стены зала не могли остановить это ослепительное радужное свечение. Все снаружи зала накрыло радужное сияние, теперь издали можно было увидеть, как факультет хромического оружия утопало в этом свечении. Люди снаружи здания и даже те, кто находился на факультете хромического оружия, пораженно подняли головы. Это радужное свечение! Радужный духовный камень! Небеса! Это же радужный духовный камень! Насколько мне известно, при достижении частоты в 93%, радужный духовный камень превосходит духовный камень высокого качества! Практически все студенты факультета хромического оружия в разных частях горы увидели радужное сияние, заливающее кафедру духовных камней. Потрясенные до глубины души, они побежали туда. Новости о происходящем стали главной сенсацией в сети Академии. Стример-любитель маленький Даос уже стоял снаружи здания. Его настолько ошеломила сцена, что он забыл попросить прислать ему ракет. У людей снаружи округлились глаза, многие поменялись в лице. Дзян Лень почувствовал слабость в коленях, в голове все смешалось. Даже его маска невозмутимости дала трещину. Невозможно! Из его горла вырвался вопль. Внезапно послышался звук колокола, пикт хромического оружия встал на уши. Студенты знали, колокольный звон, а точнее девять ударов, знаменовали появление нового главного префекта. Людская толпа загудела, как разбуженный улей. Звон! Это из-за главного префекта! Ван Була стал главным префектом! Не могу поверить, как так вышло? В духовном интранете и на факультете хромического оружия студенты не знали, что и думать. Учителя факультета поспешили к кафедре, вот только настроены они были весьма скептически. Радужный духовный камень, значит, появился новый главный префект! На вершине горы располагалось одно весьма приметное здание. С любимой табакеркой там сидел бородач, декан факультета хромического оружия, и о чем-то думал с закрытыми глазами. От размышлений его оторвал колокольный звон, удивленный декан почесал испаньолку, колокол зазвонил слишком внезапно. Наконец он достал кольцопередатчик, и тут у него округлились глаза. Ван Була, радужный духовный камень, новый о нем декана затрясло, он невольно задумался о превратностях судьбы. В куске собачьего помета, который он по ошибке привел на факультет, нашелся золотой самородок. Пока простые студенты оживленно обсуждали такой неожиданный поворот событий, арбитры снаружи лектория резко поменялись в лице. В радужном свечении они выглядели немного комично со всем своим обнаженным оружием, ситуация внезапно сделала разворот на 180 градусов, никто из них не мог осмыслить того, что сейчас произошло. Что до Дзян Лине, тот побелел, его трясло, и он не мог стоять прямо. Его статус и власть в Дао Академии были напрямую связаны со званием главного префекта, и сейчас вся жизнь казалось рассыпалась на части под звуки колокола. Его сердце захлестнули безумие и возмущение. Такого просто не может быть! Воскликнул Дзян Линь и вытащил свою красную пластину. На ней было вырезано два слова «Главный префект». Эту пластину получал студент от Синей Стены, как только занимал первое место в рейтинге и получал пост главного префекта. Пластина в руках Дзян Лине трескалась, словно могла в любой момент рассыпаться на куски. «Ван Бала!» вскричал Дзян Линь. При виде состояния пластины главного префекта у него покраснили глаза, вместе с тем трескалось его сердце. В нем поднялась небывалая волна ярости, только он собрался распахнуть двери и ворваться на кафедру духовных камней, как вдруг они сами открылись еще до того, как он успел их коснуться. В дверях стоял Ван Бууле. Он все еще носил свой изорванный халат, но сейчас студенты смотрели на него не так, как раньше. Теперь он стал новым главным префектом. Как только он вышел на улицу, пластина главного префекта в руках Дзяна Линя не выдержала ауры Ван Бууле и обратилась в пыль. Разбившаяся пластина символизировала лишение Дзяна Линя статуса главного префекта. С этого момента дисциплинарный комитет контролировал Ван Бууле. Он встал в один ряд с двумя другими главными префектами факультета хромического оружия. Такого важного студента больше нельзя было игнорировать. Дзяна Линя цепенело смотрел на ладонь, где недавно лежала пластина. Его глаза налились кровью, словно обезумевший зверь он в ярости посмотрел на Ван Бууле. Если бы взглядом можно было убить, то Ван Бууле уже разорвало бы на части. В окружении ошеломленной толпы несколько дюжин вооруженных арбитров все еще не могли смириться со случившимся. Его переполняла ненависть. Ван Бууле усмехнулся. Его глаза холодно блеснули. Если бы он не стал главным префектом, то уже находился под арестом. Недавняя провокация арбитров и обнаженное оружие ясно говорили об их недобрых намерениях. С такими людьми Ван Буууле не собирался церемониться. Он засунул руку за пазуху изорванного халата, вытащил новую красную пластину и поднял ее высоко над головой. Пластина символизировала власть над дисциплинарным комитетом. При виде пластины главного префекта студенты вокруг застыли словно громом пораженные. Как новый главный префект кафедры духовных камней я снимаю с вас статус арбитров! Обратился Ван Буууле к группе арбитров. С этого момента вы больше не состоите в дисциплинарном комитете кафедры духовных камней! Голос Ван Буууле напоминал порыв стылого ветра, арбитры все еще с оружием в руках побледнели. Большинство из них задрожало и выпустило оружие из рук, оно слезгом упало на землю, одно его слово поставило крест на их будущем. Но на этом Ван Буууле не остановился, с блеском в глазах он продолжил. Все вынесенные дисциплинарные решения в ходе вашей службы будут перепроверены, я не потерплю несправедливости! Следующая фраза он поставил крест уже не на их будущем, а на их судьбах. Бывшие арбитры тяжело задышали, и некоторые в ярости отчаянии воскликнули. Ван Буууле, ты специально пытаешься уничтожить нас? Проигнорировав крики людей, которые недавно приклинали его, а сейчас пытались храбриться, Ван Буууле холодно смирил взглядом Дзян Линя. Дзян Линь, нейтрально сказал он, будучи главой дисциплинарного комитета, ты подбил толпу на беспорядке. С этого дня ты лишаешься всех постов в дисциплинарном комитете, и будешь содержаться под стражей в дисциплинарном комитете в ожидании служения. Ван Буууле сказал это не очень громко, но его слова прогремели в ушах Дзян Линя и бывших арбитров подобно раскату Грома. Его слово было законом, все изменилось в одночестье. Некогда властные и самоуверенные арбитры и их руководитель лишились своего привилегированного положения. Ван Буууле, как ты смеешь? Ван Буууле злоупотребляет властью? Мы не будем этого терпеть! В атаку! Дзян Линь находился на грани истерики, все произошло слишком внезапно. Он в один миг лишился всего, глубоко внутри он все еще не мог смириться с потерей поста главного префекта. А теперь его еще ждало заключение. С ревом он бросился на Ван Буууле, в его покрасневших глазах промелькнул намек на жажду убийства. Арбитры с самого начала были его подчиненными, если бы Ван Буууле ничего не сказал, они бы, возможно, заколебались, но сейчас они знали о грядущей проверке их решений. Как ни странно, у каждого имелись скелеты в шкафу. Под влиянием страха и гнева они были готовы практически на все, вслепую за ним в атаку пошли больше десяти человек, а остальные остались стоять. Ван Буууле охмыльнулся. Все его громкие высказывания преследовали одну цель, распалить их ярость и заставить напасть. В противном случае ему бы пришлось искать другие способы с ними разобраться. Эти люди хотели доставить ему неприятности или сделать что-то похуже, поэтому сейчас он показал свой непреклонный характер. Сопротивление дисциплинарному комитету это еще один эпизод, который будет прибавлен к вашим обвинениям. С этими словами Ван Буууле сделал шаг вперед. Глава 32 Чистка Ван Буууле возник перед одним из наступавших арбитров. Он резко выкрутил кисть и вывернул сустав. Вместе с хрустом раздался крик. Нападение на главного префекта! Еще одна статья обвинения! Ван Буууле не стал останавливаться. Еще один шаг и он ударил ногой по колену другого арбитра. От боли тот закричал и потерял равновесие. Еще одна статья обвинения! Создание беспорядков в Дау Академии! Все произошло слишком быстро. Мастерство Ван Буууле быстро привело разъяренных арбитров в чувство чудовищной болью. С громкими криками они повалились на землю. В этот момент с рычанием на Ван Буууле кинулся Дзян Линь со своим дхармическим артефактом. Такого рода предметы стоили очень дорого, особенно для учащихся Дау Академии. Даже старшим студентам для покупки одного требовалось несколько лет копить деньги. Ван Буууле вообще впервые видел дхармический артефакт. Дзян Линь держал деревянный меч, оружие в окружении сияния духовной энергии со свистом приближалось к Ван Буууле. Судя по всему, Дзян Линь еще не успел в совершенстве владеть своим мечом, глаза Ван Буууле блеснули. Слегка наклонив тело, он увернулся от деревянного меча Дзян Линь и одним рывком сократил дистанцию. Без каких-либо проблем он схватил и заломил его палец. Будучи в должности главного префекта, ты пренебрегал своими обязанностями. Твое бездействие породило такую нездоровую атмосферу на факультете дхармического оружия. Непростительная халатность! Во время обвинительной речи Ван Буууле из горла Дзян Линь вырвался крик. Он пытался подняться, но не мог, значительно уступая в мастерстве боя Ван Буууле, который провел в бойцовском клубе сотни поединков. Не дав ему времени опомниться, Ван Буууле с размаха ударил ногой в пах. Крик Дзян Линь приобрел совершенно иную тональность, удар отправил его в полет. Ван Буууле боялся случайно его убить, поэтому не стал бить со всей силы, в противном случае с силой великой завершенности физической печати попадание в такое уязвимое место могло прикончить Дзян Линь. По толпе прокатилась волна удивленных вздохов, после этой атаки многим показалось, будто они впервые видели Ван Бууууле. Напавшие на него орбитры стонали от боли, держась за вывихнутые или сломанные пальцы запястья, Дзян Линь не досталось больше всех, его лицо посинело, пах отзывался чудовищной болью, рот был открыт, но оттуда не доносилось ни звука. В небе уже парили преподаватели, увиденное удивило их не меньше, чем студентов, однако никто не пытался остановить Ван Бууууле. Все потому, что он объявил причину перед каждой атакой, к тому же он стал новым главным префектом, а значит обладал властью над дисциплинарным комитетом кафедры духовных камней. Вполне логично, что первым делом он занялся своими подчиненными и избавился от нежелательных арбитров. Разобравшись с Дзян Линьем и напавшими арбитрами, Ван Бууууле взглянул на их товарищей, которые остались стоять. «Я даю вам один шанс искупить грехи! Чего стоите? Увидите нарушителей!» Бывшие арбитры тут же утвердительно кивнули и в страхе поежились. Сейчас их не волновала судьба валявшихся и стонущих товарищей. Куда больше беспокоила собственная шкура. Они подняли нарушителей и повели их прочь. Даже раненые в предыдущей стычке арбитры пытались подняться, дабы показать свою лояльность. Та легкость, с которой арбитры перешли под его контроль, наглядно показала Ван Бууууле власть главного префекта. Он был крайне доволен своими успехами. Больше полугода назад он поставил себе цель и сегодня добился её. В этот знаменательный момент закатное небо показалось ему особенно красивым, а такое количество свидетелей сделало его назначение более значимым. Он с наслаждением вздохнул полной груди и улыбнулся, а потом накрыл ладони кулак и низко поклонился толпе учителям. «Собратья, ученики и преподаватели! Надеюсь на ваше плодотворное сотрудничество!» После поклона студенты не менее серьёзно поклонились в ответ. В их глазах читались благоговейный трепет в перемешку со страхом, учителя не разделяли настроение толпы внизу, тем не менее больше они не могли считать ван Буалы простым студентом. В итоге они ограничились коротким кивком. Ван Буалы впечатлил их своими успехами в переплавке духовных камней и действиями в ходе этого кризиса. Как известно, главные префекты не назначались. Каждый из них получал эту должность благодаря собственным заслугам. Внушительная власть главных префектов не смущала студентов, ведь они получали её благодаря своему таланту. Внезапно многие вспомнили, что ван Буалы учился в дау-академии меньше года, за этот срок он умудрился стать главным префектом. Переплавленный им радужный духовный камень ясно показывал его экстраординарность. Поклонившись толпе, ван Буалы выпрямился. Сейчас он чувствовал себя просто невероятно, под взглядом множества глаз он двинулся вниз по дорожке прочь от кафедры духовных камней, маленький даос в прямом эфире какое-то время пытался прийти в себя. Наконец он неграммко обратился к зрителям. Народ, я скрытно снимаю ван Буалы, чье округлое лицо не помещается в кадр. Этот парень очень опасен, мне потребуются ракеты, чтобы защитить себя. Давайте, присылайте побольше! Ни с того ни с сего он поёжился, почувствовав что-то присутствие, он поднял голову и оцепенело уставился на ван Буалы. Ещё секунду назад он шёл по дорожке, но сейчас стоял рядом с ним. Главный префект заплетающимся языком выдавил маленький даос. Ван Буалы наклонился и посмотрел на его записывающее устройство. Ты так и не научился вести стрим? Разочарованно спросил ван Буалы. В этот раз он не стал выхватывать записывающее устройство. Сухо покашлив, он обратился к зрителям уже намного громче. Ребят, у меня к вам вопрос. После того случая маленький даос побывал в лавовой палате? Если нет, пишите об этом в чате. Я не хочу, чтобы ваши ракеты пропали зря, поэтому лично отведу его туда. Не успел он закончить, как чат буквально взорвался. По экрану понеслись сообщения. У маленького даоса перехватило дыхание. Большинство зрителей писали о том, что он не посетил лавовую палату. Только аудитория маленького даоса забыла о том инциденте, как вдруг ван Буалы опять напомнил им об этом. Маленькому даосу стало дурно. Ван Буалы про себя хмыкнул. С острым слухом он услышал, как маленький даос сказал, что его лицо не помещается в кадр. Разумеется, он не мог спустить ему это с рук. Со сложенными за спиной руками ван Буалы двинулся дальше по дорожке, негромко насвистывая какой-то веселый мотивчик. После ухода ван Буалы оживленная дискуссия развернулась не только в чате стрима, но и в толпе на кафедре духовных камней. Только маленький даос угрюмо повесил голову, ван Буалы стал настоящим врагом его карьера стримера. В пентхаусе резиденции главного префекта кафедры духовных заготовок стояло двое молодых людей. Они смотрели в сторону кафедры духовных камней, оба являлись главными префектами факультета хромического оружия. Один из кафедры духовных заготовок, другой из кафедры начертания. Главный префект кафедры духовных заготовок был настоящим красавцем, его буквально окружала аристократичная аура, судя по всему он был отпрыском именитой семьи. Такая аура была прямым результатом обретённых в юности привычек и тренировок. На фоне мрачного главного префекта кафедры начертания он сохранил спокойствие. Звуки колокола вызвали у него только блеск в глазах. Главный префект кафедры начертания взглянул на кольцо передатчик и сказал «Старший брат лень, Дзян и Леня взяли под стражу». Аристократичный молодой человек слегка удивился, после нескольких утончающих вопросов он не удержался от смеха. «О, дуралей, Дзян и Леню некого винить, кроме себя самого. Не надо было действовать в одиночку, но этот Ван Боуэлэ довольно интересный малый». Старший брат лень, Ван Боуэлэ явно не такой, как мы. С потерей Дзян и Ленем своей позиции и главного префекта мы можем столкнуться с трудностями при управлении факультетом хромического оружия». Нахмурившись, негромко озвучил свои опасения главный префект кафедры начертания. Его собеседник лишь улыбнулся, он крайне спокойно воспринял новости. «Брат Сао, спешить некуда. Я слышал, систему главных префектов в Академии в скором будущем ждут серьезные изменения». За словами аристократичного юноши явно скрывалось нечто большее. Он взглянул на резиденцию главного префекта кафедры духовных камней, а в этот момент в его глазах промелькнуло презрение. После этих слов его собеседник с облегчением выдохнул, подумав ордословный молодого человека рядом, он почувствовал, как у него гора свалилась с плеч. Хоть главный префект кафедры начертаний стоял рядом с аристократичным юношей, легко можно было заметить, что тот стоял на полшага впереди. Среди них именно аристократичный юноша был лидером, что интересно, из трех лидеров факультета хромического оружия именно он, главный префект кафедры духовных заготовок, обладал наибольшей властью. Правда, не столько пугал статус главного префекта, сколько его происхождение. Главный префект кафедры начертания мог лишь строить догадки. У него не имелось достоверной информации, однако он своими глазами видел, как перед этим парнем расшаркивался проректор Нижней Академии. Во время той встречи он даже согласился выполнить его просьбу. Стараниями проректора молодой человек почти получил квоту особого студента факультета хромического оружия. В итоге ничего не вышло, но не по вине проректора. Все испортил непонятно откуда взявшиеся Ван Боулы. Ван Боулы! Главный префект кафедры начертания улыбнулся. Успокоившись, он по-другому взглянул на ситуацию. Даже если у Ван Боулы остались еще козыри в рукаве, хочет он того или нет, но на факультете хромического оружия ему придется научиться покорности. Глава 33. Талант Лю Даубини. Все следующую ночь маленький Даос умолял зрителей забыть об обещании посетить лавовую палату или же разрешить ему отработать все ракеты в несколько заходов. Когда же зрители уступили и согласились на второй вариант, маленький Даос на себе испытал чудовищные температуры лавовой палаты. Со слезами на глазах, которые почти сразу испарялись, он дрожащим голосом произнес «Народ! Ваш хост маленький Даос в лавовой палате! Не беспокойтесь! Вы прислали всего 37 ракет! Я точно их все отработаю!» Внезапно в чат зашел еще один зритель с очень пафосным никнеймом «Попочка президент федерации» и сразу же прислал 10 ракет. После того, как они пролетели по экрану, появилось его сообщение «Маленький Даос, удачи тебе! Вот 10 ракет еще на 20 часов!» Маленький Даос остолбенел. Ему нравилось получить ракеты, но не в то время, пока он находился в лавовой палате. С другой стороны, зритель, способный за раз прислать сразу десяток ракет, явно не был стеснен в деньгах. «Попочка президент федерации! Спасибо за твои ракеты!» Он осекся на полусловие, никнейм показался ему очень странным. Внезапно папочка президент федерации прислал ему еще 10 ракет, после чего покинул чат, а потом вышел из сети, оставив маленького Даоса размышлять над загадкой щедрого зрителя. Тем временем новости о переходе в должности главного префекта кафедры духовных камней Иван Бывалы облетели весь факультет хромического оружия. Теперь все студенты этого факультета знали, Дзян Лень больше не обладал властью на кафедре, вместо него теперь заведовал делами Иван Бывалы. На следующее утро в пещере Бессмертного Иван Бывалы стоял перед зеркалом в новом пурпурном халате главного префекта. Ему очень понравился материал, к тому же в новом халате он выглядел очень грозно. В целом этот наряд по качеству был наголову выше формы особого студента, какое-то время он просто любовался собой в зеркале, образ толстого молодого человека в зеркале казалось проходил через какой-то фильтр в голове Иван Бывалы. Он позировал под разными углами и позах, каждый раз находя себя совершенно неотразимым. Красавчик! И такой худой! И умный! Я слишком хорош! Как тут не начать восхищаться собой? Витая в облаках, он неосознанно достал пакетик со снеками и быстро умял содержимое. После этого он посмотрел на себя в профиль, а потом под еще несколькими углами, восхищаясь своим идеальным телом. У главных префектов форма, что надо. Если бы одежда была разумной, то она бы сочла за честь служить такому красавчику, как я! Довольный Иван Бывалы задрал подбородок и направился к кафедре духовных камней. Сегодня был первый день в должности главного префекта, студенты на пути почтительно его приветствовали, три главных префекта обладали огромной властью, в основном из-за того, что были ответственны за дисциплинарный комитет академии. В каком-то смысле полномочия троицы пересекались, тем не менее они самоорганизовывались и каждый находил свою независимую роль. В ведении павильона главного префекта находились все пойманные нарушители правил академии, поэтому обычные студенты старались не переходить главным префектам дорогу, если же по какой-то причине главный префект брал их под свое крыло, качество их жизни в академии резко улучшалось. Многочисленные приветствия студентов подняли и без того хорошее настроение Ван Буоле. Особенно ему нравилось, как с ним мило здоровались студентки. Некоторые подходили и спрашивали его контакты, глаза Ван Буоле ярко блестели. С каждой минуты ему все больше нравилась должность главного префекта, поэтому он с легкой улыбкой отвечал на приветствие студентов, чистое небо казалось ему прекрасным, а утро особенно погожим. К павильону главного префекта кафедры духовных камней Ван Буоле прибыл в отличном расположении духа. Перед зданием его уже ждало более семидесяти арбитров, выстрелившихся в шеренгу. Заметив Ван Буоле, они хором поприветствовали его. «Доброе утро, главный префект!» После этого арбитры синхронно поклонились, их черная униформа привлекала внимание проходящих мимо студентов, которые начинали о чем-то шептаться. «Доброе утро!» Сухо покашлив ответил Ван Буоле. Со сложными за спиной руками он вошел в павильон главного префекта вместе со всеми арбитрами. Молодые люди в черных халатах принялись обхаживать своего нового начальника, как только они оказались внутри. «Главный префект, вы сегодня так рано. Вы, наверное, не успели позавтракать. Я уже все подготовил. Завтрак ждет на вашем столе. Главный префект, моя семья из города Уйшань. Я уже заварил вам духовного чая из родного края. Главный префект, слышал, вы любите снеки. Какое совпадение? Я тоже. К вашему приходу я купил все их виды, а также духовной ледяной воды. Наслаждайтесь. Если чего-то не будет хватать, дайте мне знать». Их лестивые речи пришлись в Анболе по душе, однако он повернулся и разочарованно посмотрел на арбитров. «Итак, господа, что ж мне со всеми вами делать? Больше никакого подхалимства. Будучи студентами, вы должны следить за своим поведением и речью. Главный префект прав. Мы виноваты!» Тут же согласились арбитры. Судя по всему, они серьезно подготовились к его визиту. Всю прошлую ночь они изучали предпочтения в Анболе и те его реплики, которые попали на камеру. Никто из них не сомкнул глаз до самого утра, все очень нервничали, добродушный и веселый. Вот какое первое впечатление производил в Анболе, однако они знали, как он побил несколько десятков префектов и дзянолиня перед кафедрой духовных камней. Он публично снял с них полномочия и в одиночку обезвредил. Отсюда их страх и нервы. За фасадом добродушного толстяка скрывался пугающий человек, которого студенты могли видеть вчера. Их опасения были не беспочвены. У каждого имели скелеты в шкафу, поэтому сегодня никто не отлынивал от работы, чтобы случайно не попасть в опалу. Так и не разомкнув сложенных в замок рук, Анболе с довольной улыбкой направился в кабинет главного префекта. Богатое внутреннее убранство вызвало у него восхищенный вздох. Мои подчиненные расстарались. Нельзя, чтобы их труды пропали даром. С очередным вздохом Анболе отпил духовного чая и хорошо позавтракал, после чего распечатал пакетик снеков и задумался. В итоге он приказал любезно позвать Люда Обине, когда тут увидел Анболе в кабинете главного префекта, то немного растерялся. Разумеется, он слышал о его новой должности, но ему до сих пор не верилось в реальность происходящего. Ван, Люда Обинь внезапно осёкся, когда на него сурово посмотрел арбитр. Его сердце сжалось, а в голове возникла сцена сцена из прошлого. Он сделал несколько быстрых шагов и низко поклонился Анболе. Моё почтение, главный префект. Даубинь, и ты туда же. Мы все собратья по академии. К чему все эти формальности? Сказал Анболе в притворном гневе, а потом помог Люда Обиню выпрямиться. Отпустив арбитра, он предложил своему гостю присесть. Даубинь, незаметно пролетели полгода, у меня перед глазами всё ещё стоят события нашего испытания. Анболе поскрип небольшую щетину на подбородке, словно мысленно вернулся в прошлое. Начинать разговор подобными фразами он научился из автобиографии высокопоставленных чиновников, вот только обычно молодые люди их возраста так себя не вели. Люда Обиню это показалось странным, но он старался не подавать виду. Вспомнив о том, как действовал отец перед начальством, он принял предложение Анболе сесть. При этом, как отец, он сел на коре кресла, выпрямил спину и приготовился внимательно слушать собеседника. Главный префект, вы спасли мне жизнь. Я, Даубинь, никогда этого не забуду. Он подождал, пока Анболе закончит, а потом дал подходящий по ситуации ответ. Без посторонних можешь называть меня по имени. Даубинь, мы ведь уже какое-то время знакомы. Не чужие друг другу люди? А Анболе был впечатлен тем, как сидел Люда Обинь, да и его ответы звучали весьма уместно. При этом, он насторожился. Люда Обинь, похоже, знал об этикете во властных кругах больше него. Он что, тоже читал автобиографию высокопоставленных чиновников? Анболе также внимательно проанализировал позу Люда Обиня в кресле. Этот парень сразу же отреагировал на упоминание им об инциденте во время испытания. Внешне казалось, будто Люда Обинь сидел расслабленно, но на самом деле с начала разговора он ни разу не шелохнулся. Их беседа заметно расширила горизонты Анболе, а Люда Обинь его серьезно впечатлил. Раньше я этого не замечал, но этот парень оказался весьма интересным. Ван Боле предложил Люда Обиню пост одного из арбитров дисциплинарного комитета. Такое назначение было полезно и ему, и Люда Обиню. Как только он это сказал, его гость тяжело сдышал. Несмотря на начитанность и опыт, переданный отцом, он все еще был молодым человеком. Спасибо, главный префект! Вскочив с места, радостно сказал он, я не подведу. После пары напустных слов Ван Боле со смехом назначил арбитрами еще несколько студентов из города Феникс, наконец он предложил Люда Обиню порекомендовать несколько человек. Немного посовещавшись, он сделал всех предложенных кандидатов арбитрами дисциплинарного комитета кафедры духовных камней. Я только что вступил в должность. До Обинь, ты поможешь мне присматривать за дисциплинарным комитетом. Ван Боле дал Люда Обиню несколько поручений и отправил радостного юношу их выполнять. После его ухода он закинул ноги на стол и пригубил бутылку духовной ледяной воды. Прибывая в отличном настроении, он взял со стола толстую папку, в ней содержались документы по делам обо всех нарушениях, выявленных арбитрами кафедры духовных камней. По каждому из них требовался его вердикт. Ван Боле пробежался глазами по документам, за исключением студента по имени Сунь Цефан, укравшего рецепт с факультета от хромического оружия, остальные правонарушения представляли собой мелкие нарушения правил Академии. К тому же даже за воровство рецепта наказания варьировалось в зависимости от обстоятельств, влияющих на тяжесть преступления. Во всех случаях арбитры совершили арест, ему оставалось только принять решение. Ван Боле быстро надоело читать материалы дел, поэтому он закрыл папку, бросил ее обратно на стол и распечатал очередную пачку снеков. Пока в дисциплинарном комитете Академии меня боятся, все будет в порядке. У меня нет ни времени, ни сил разбираться с этой мелочевкой. Во время испытания Люда Обинь быстро организовал людей, проявил себя как настоящий лидер. Кажется, у него в этом есть определенный опыт. Можно будет поручить ему организационные вопросы. Ван Боле с юных лет мечтал стать президентом федерации. Должность главного префекта стала огромным шагом на пути к исполнению этой мечты. Однако в президентстве его привлекала не только власть. Президент, по сути, был неприкасаемым, именно к этому стремился Ван Боле. Вряд ли кто-то решится помогать им навкультить отхармического оружия. Во всяком случае, ему хотелось в это верить. Спустя какое-то время ему надоело сидеть в кабинете, после небольшой прогулки по территории факультета он выменил второй том техники укрепления отцы и наставления по начертанию. С ними он вернулся в пещеру Бессмертного, где приступил к культивации и изучению второго тома техники укрепления отцы. По его мнению, он добился поставленной задачи, теперь пришла пора вернуться к учебе, все-таки он именно за этим приехал в Дао Академию. Незаметно промелькнула неделя. За эти семь дней Ван Боле изредка появлялся в павильоне главного префекта, большую часть времени он посвящал изучению второго тома техники укрепления отцы. Даже без его руководства Людоубинц умел удивить своим талантом управленца. Он методично решал все поступающие вопросы, после чего почтительно докладывал обо всем Ван Боле. Он не упускал ни одной детали, чтобы Ван Боле не подумал, будто он пытается захватить власть. Забавный факт, в Дао Академии не было зафиксировано ни одного случая насильственного захвата власти на кафедре. Павильон главного префекта обладал властью назначить и снимать с должности любого студента, стоило кому-то перейти грань, и он тут же лишался должности. Людоубиню об этом было хорошо известно. Тем временем на факультете боевых искусств Лоу Цзэхау еще не стал главным префектом. Все это время он готовился к предстоящей борьбе за должность Чэнь Цзэхэном и Джои Фанем. Он лениво ли стал новостью о Ван Боле в духовном интернете, как вдруг ему на глаза попалась фотография. Чем дольше он смотрел на изображенного на ней Ван Боле, тем больше убеждался в отсутствии какой-то важной детали. Пару секунд спустя он послал через кольцо передатчик голосового сообщения о младшей сестре Джоу Луи из бойцовского клуба. Джоу Цзэн, помоги мне собрать информацию о бесстыжем толстом зайце. Кажется, я нашел его. Глава 34. Толстосумы факультета тхармического оружия. Ван Боле в очередной раз похвалил себя за проницательность. Назначить Люда Убиня в дисциплинарный комитет было блестящей идеей. Освободившееся время он посвятил второму тому техники укрепления отцы, его могли получить только те, кто мог переплавить духовные камни частотой 80% и выше. К тому же там содержалась информация о двух других направлениях факультета тхармического оружия, начертаний и духовных заготовках. Ван Боле сидел в позе лотоса в пещере бессмертного, изредка запуская руку в пакетик со снеками, он изучал второй том техники укрепления отцы. За полгода жизни в академии он намного больше знал о факультете тхармического оружия, как следовало из названия факультет обучал переплавки тхармического оружия. Процесс переплавки состоял из пяти шагов. Первые три можно было изучить на острове Нижней Академии, последние два только после перехода в Верхнюю Академию. Духовные камни, начертания, духовные заготовки, переплавка материала и ковка. Что-то жуя, задумчиво повторил Ван Боле. Во втором томе приводилась гордация тхармических артефактов, первый и второй ранг назывались тхармическими артефактами. С третьего по шестой ранг они именовались духовными сокровищами, на седьмом ранге их считали тхармическим оружием. Вдобавок, там имелось описание меток. Только когда артефакт достигал третьего ранга, духовного сокровища, на нём появлялись три метки, символизировавшие ранг. Нынешний метод переплавки артефактов Федерация получила из фрагментов огромного меча, пробившего солнца. Всё в нём базировалось на духовных камнях. Для переплавки тхармического артефакта сперва надо было переплавить духовный камень, потом приходил черёд начертания. В зависимости от выбранного узора решилось, в каком направлении дальше будет развиваться тхармический артефакт, духовные камни являлись основанием, а начертание — скелетом. Из-за важности этих двух элементов их ещё называли стержнем тхармических артефактов. Каждое начертание обладало уникальным эффектом, при соединении нескольких узоров появлялись новые, зачастую неожиданные артефакты. Для переплавки тхармического артефакта требовалось крепкое основание, вдобавок, чем выше был навык начертания, тем проще была переплавка тхармического артефакта в будущем. Отсюда и внушительные размеры второго тома техники укрепления АЦ. В нём приводились всевозможные виды узоров, беглый подсчёт показал, что второй том содержал не меньше сотни тысяч видов. Это без учёта сборника начертаний, вместе со сборником их количество достигло миллиона, если учесть изменения свойств после соединения узоров, то человеку предстояло запомнить ещё больше. Такое количество информации обескураживало. Кафедра начертания проверяла количество узоров, которые запомнил студент, не существовало какого-то хитрого трюка, чтобы всё запомнить. Успех целиком и полностью зависел от студента, запомнить и понять миллион доступных начертаний было крайне сложно. Даже нынешний главный префект кафедры запомнил около 400 тысяч. Для такой задачи требовался не столько талант, сколько усидчивость и время. Со знаниями и начертаниях студент мог смешать миллион узоров в различные комбинации для достижения совершенно нового эффекта. Однако для такого требовалась серьёзная база знаний, только истинные мастера переплавки артефактов были способны на такое. Ввиду серьёзного объёма информации, кафедра начертания требовала от студентов знания 100 тысяч начертаний. После этого они могли переходить к изучению духовных сготовок. Такие низкие требования были обусловлены огромным количеством узоров, простой человек физически не мог запомнить всё. В теории студенты могли всегда воспользоваться помощью сборников начертаний, к сожалению, от них не было особого толка во время переплавки артефактов из-за ограниченных временных рамок самого процесса. К тому же существовало слишком большое количество вариаций узоров. Проверка в сборнике отнимала время и требовала от студента определённого уровня понимания предмета и мастерства. Вот почему сборник начертаний, хоть и являлся весьма полезной вещью, не очень помогал во время переплавки. После беглого изучения второго тома техники укрепленецы, Ван Буэл тяжело вздохнул. Глобоко внутри он осознавал, что должность главного префекта была лишь первым шагом на пути изучения от хромического оружия. Надо и дальше усердно работать. Ван Буэл полистал сборник начертаний, при виде исписанных текстом и сложными узорами страниц он почувствовал подступающую головную боль. Пору мгновений спустя он стиснул зубы и начал читать. Несмотря на хорошую память, Ван Буэл вскоре почувствовал бессилие. Миллион начертаний не вселил оптимизма, в сборнике упоминались пилюли, которые улучшили память. Ван Буэл почитал о них в духовном интернете. Как оказалось, эти пилюли были практически бесценными и встречались даже реже очищающих пилюль. Без столики удачи нельзя было их заполучить. Пилюли, хоть и были эффективными, со временем вызывали упринимающего резистентность. Если же принять слишком много, то человек начинал видеть галлюцинации. С одними пилюлями нельзя было все запомнить, в конечном итоге студенту приходилось рассчитывать только на себя. Ван Буэл со вздохом продолжил искать информацию про пилюли и запоминать начертания. Так прошла еще неделя. За это время к нему каждый день приходили студенты, они приносили ему подарки, но Ван Буэл и ничего не принимал. В этом вопросе он был категоричен. Автобиографию высокопоставленных чиновников предупреждали в открытую не принимать подарки от других. Помимо визитов студентов ему прислали подарки главные префекты из других факультетов, сами по себе подарки были довольно простыми, однако каждый оставил с ним контакты своих колец-передатчиков, чтобы с ними можно было связаться. Этим они показывали свои желания наладить с ним общение. К подаркам других главных префектов Ван Буэл отнесся очень серьезно. Он принял все и послал отправителям в ответ по небольшому подарку, отлично понимая ценность социальных контактов. Лично они никогда не встречались, но таким нехитрым способом установили первый контакт. Еще через несколько дней, когда Ван Буэл уже стало дурной от нескончаемого потока текста и узоров, ему пришел подарок от главного префекта с кафедры травоведения, который принадлежал факультету алхимии. В отличие от подарков других главных префектов, этот был очень ценным. Пилюля чистой памяти. В сборнике начертания назначилась как одна из пилюль, способных улучшить способность запоминать информацию. Ее было довольно сложно купить, да и стоила она немало. Такой дорогой подарок порядком удивил Ван Буэлэ. Во флаконе лежала чистая как кристалл пилюля. Присидев какое-то время в полной тишине, Ван Буэлэ активировал кольцо-передатчик и связался с главным префектом кафедры травоведения Джан Лианом, который приложил к подарку метку своего кольца-передатчика. Разговор прошел гладко. Сначала Ван Буэлэ поблагодарил его за подарок, а потом в ходе беседы Джан Лиан пригласил посетить его факультет. Он догадался, что Ван Буэлэ озадачил такой ценный подарок. Младший брат Буэлэ, прозвучал приятный голос из кольца-передатчика. Буду с тобой откровенен. Я переплавил пилюлю и мне позарез нужные духовные камни частоты выше 90% для фундаментального пламени печи. Как ты знаешь, такие духовные камни непросто достать, поэтому я решил обратиться к тебе. Ван Буэлэ все понял и с добродушным смехом принял предложение заглянуть в гости. В конце разговора Джан Лиан назвал время и место. В Дао Академии Фюра главные префекты, если они не принадлежали к одному факультету, обычно хорошо ладили. К тому же они были не против подружиться, поскольку все обладали одинаковым статусом. Дружба и сотрудничество могли принести обои много полезного. Несколько дней спустя Ван Буэлэ покинул свое жилище и направился к факультету алхимии. Он практически не покидал пик от храмического оружия, несмотря на то, что проучился в Дао Академии больше полугода. Он редко посещал другие горы, а сегодня впервые отправился на факультет алхимии. Гуляя по пику алхимии, он любовался густой растительностью и стоящими среди зелени павильонами и другими строениями. Разница с факультетом храмического оружия была разительной. Духовная энергия здесь намного плотнее, чем у нас. Вдобавок, она намного мягче. Благодаря культивации техники поглощения отцы великой пустоты, Ван Буэлэ чутко ощущал изменения в духовной энергии. Любуюсь окрестностями, он принюхался. В воздухе витал аромат трав, чем дальше он шел, тем сильнее становился запах. В конечном итоге Ван Буэлэ выяснил, что этот аромат пронизывал всю гору алхимии. Травяной запах никак не действовал на его культивацию, но он странным образом приподнял ему настроение. А рядом с каждым зданием были разбиты сады, где работали студенты. Еще Ван Буэлэ заметил, как некоторые студенты пока еще ставили лотки у дороги, а другие с уже установленных прилавков продавали переплавленные ими пилюли. На продажу даже были выставлены алхимические печи. Прохожие с интересом разглядывали предлагаемые товары, некоторые сразу же покупали то, что им приглянулось. На факультете от хромического оружия нельзя было увидеть чего-то подобного. По мнению Ван Буэлэ, факультет алхимии представлял собой простое и весьма приятное место. Особенно радовали глаз девушки, составлявшие подавляющее большинство учащихся факультета. Отличное место! Надо было тогда поступать на факультет алхимии. Гулявшего Ван Буэлэ заметили торговавшие студенты-алхимики. Узнав его, они полушепотом начали обсуждать гостя. Репутация опережала его. В результате цепочки событий он прославился на всю ДАО-академию, особенно после того, как стал главным префектом. Какое-то время студенты только о нем и говорили. С такой репутацией ничего удивительного, что его узнавали студенты из других факультетов. Это Ван Буэлэ! Ребята с факультета хромического оружия настоящие богачи. До меня доходили слухи, что Ван Буэлэ, как главный префект, может переплавлять духовные камни чистотой 90%. Он, по сути, ходячий печатный станок. Хм, что с того? Он только умеет переплавлять духовные камни. Куда ему доношел факультет алхимии? В этом голосе чувствовались намеки на горечь. В отличие от факультета хромического оружия, студенты других факультетов не боялись нелестно отзываться о чужом главном префекте или в открытую его обсуждать. Многие завидовали способности студентов факультет от хромического оружия создавать деньги из воздуха. После достижения великой завершенности ступени физической печати Ван Буэлэ очень обострился слух. На его губах появилась тень улыбки, а брови немного выгнулись вверх. Он направился в сторону шептавшихся студентов. Заметив его, те притихли. Ван Буэлэ проигнорировал их взгляды, его заинтересовали разложенные пилюли. «Это и это!» Указав на две пилюли, сказал он. «Отложи их в сторонку!» Ван Буэлэ остановился перед прилавком, за которым стояла девушка с заплетенными в хвост волосами, именно в ее голосе он услышал горечь. Приятное удивление девушке продлилось недолго. Ван Буэлэ указал на две самых дешевых пилюли. В ней мгновенно угас весь энтузиазм, и она надула губы. Этот студент с факультета тхармического оружия оказался тем еще с крягой. Даже не такие богатые студенты с других факультетов покупали у нее пилюли получше. Без особого энтузиазма она взяла искомые пилюли и уже хотела передать их Ван Буэлэ, но тут он сказал. «Эти две мне не нужны, остальные я заберу». Девушка с хвостиком захлопала глазами, студенты за другими прилавками и покупатели неподалеку ставились на Ван Буэлэ. «Что, они не продаются?» покашляв спросил он. Глубоко внутри Ван Буэлэ был крайне доволен собой, но виду не подавал. Он старался делать вид, будто покупал капусту, а не пилюли. «Конечно, они продаются!» радостно сообщила девушка с хвостиком. Она быстро упаковала пилюли и с улыбкой протянула их Ван Буэлэ, но в последний момент передумала и встала позади него. «Главный префект, я могу понести вашу покупку. Если в будущем вам еще что-то понадобится, можете связаться со мной. Может, оставите мне ваши контактные данные? Тогда в случае необходимости просто отправьте мне сообщение, и я лично доставлю пилюли к вашей пещере бессмертного». У девушки с хвостиком было довольно непримечительное лицо, чего нельзя было сказать о ее соблазнительных формах. К тому же ее глаза загадочно блестели. «Хорошо, можешь понести!» Ван Буэлэ сложил руки за спиной и двинулся к следующему лотку. Практически все торговавшие студенты обоих полов резко оживились, они поспешили к нему в надежде прорекламировать свои товары. «Главный префект отлично выглядите! Взгляните на мои пилюли! Каждую из них я переплавил лично! Такой красавец просто обязан оценить мои пилюли!» Ван Буэлэ очень хотелось тяжело вздохнуть. Как резко изменилось отношение этих завистников, стоило ему проявить каплю щедрости. Будучи главным префектом факультета хромического оружия, он решил показать людям с факультета алхимии как студенты его факультета тратить деньги, поэтому без задней мысли сделал неопределённый жест рукой и сказал «Беру!» Студенты факультета алхимии восторженно завизжали, большинство из них были девушки, их щеки порозовели, большинство из них имели среднюю внешность, однако румянец сделал их намного милее. Так его застал главный префект кафедры травоведения Джен Лиан в окружении других студентов, державших свёртки всех возможных форм и размеров. Со странным блеском в глазах эти студенты просили у Ван Буэлэ контактные данные. Глава 35 Главный префект кафедры травоведения Джен Лиан Главный префект кафедры травоведения Джен Лиан уже три года учился в академии. Симпатичный, с бровями, похожими на клинки и глазами, сияющими, как звёзды. Каждый его шаг был преисполнен грациозности и элегантности. На место встречи он прибыл с лёгкой улыбкой, но при виде толпы девушек, окружавших Ван Буэлэ, улыбка померкла. Могло показаться, будто тело Ван Буэлэ блестело, как настоящий духовный камень, да и пылкий энтузиазм студенток его факультета заставил Джена Лиана покачать головой. Его хорошее настроение слегка омрачилось, кому понравится, когда за студентками твоего факультета решил приударить посторонний. Тем не менее, он оставался главным префектом, избавившись от этих мыслей, он улыбнулся и дружелюбно рассмеялся. «А разве ты не младший брат Буэлэ? Я Джен Лиан с факультета алхимии». Вместе с восемью студентами Джена Лиан с теплой улыбкой подошел к Ван Буэлэ. Его спутникам эта сцена тоже показалась странной, но они все равно поприветствовали и с интересом посмотрели на именитого гостя. Даже они следили в сети за его авантюрами. «Приветствую, старший брат Джен!» Ван Буэлэ вырвался из кольца продавщиц и в знак приветствия накрыл ладони кулак. В следующую секунду он ловко извлек из рукава духовный камень чистоты в 90% и передал главному префекту. «Старший брат Джен, меня всегда восхищали люди, посвятившие жизнь алхимии. В спешке я не успел приготовить подарок, поэтому прими этот духовный камень, переплавленный мной лично». Ван Буэлэ с добродушным смехом вложил духовный камень в ладонь Джен Ляна. Это была ответная любезность за подаренную пилюлю чистой памяти. К тому же он специально упомянул о том, что лично переплавил камень, улыбка Джен Ляна стала шире. Дабы соблюсти все формальности, он убрал духовный камень и вручил Ван Буэлэ флакон. Младший брат Буэлэ внутри изготовленная мной пилюля очищения духа. Она очищает разум и упрощает процесс запоминания. Оба хотели подружиться, поэтому вскоре уже весело о чем-то болтали. Спутники Джен Ляна многозначительно переглянулись, Ван Буэлэ и вправду оправдывал свою репутацию. Несмотря на определенные недостатки характера, то, как он относился к другим, производило хорошее впечатление. Джен Ляна повел гостя на экскурсию через факультет алхимии. Встречающиеся им на пути студенты приветствовали их, и главные префекты лучше узнали друг друга, по завершении ознакомительного тура Джен Ляна пригласил Ван Буэлэ в свой павильон главного префекта. Это здание отличалось от тех, что были на факультете хромического оружия, самым заметным отличием была обильная зелень, пропитанная духовной энергией. При видении обычных растений Ван Буэлэ невольно замедлил шаг. «Младший брат Буэлэ, если хочешь, я могу раздобыть тебе семён», предложил Джен Ляна с улыбкой. «Можешь посадить их перед своей пещерой бессмертного». Ван Буэлэ тут же поблагодарил его, галидина красавчика Джен Ляна, он невольно подумал о том, как хорошо они сошлись характерами. Поэтому он достал четыре духовных камня чистотой 90%. Как только Джен Ляна их увидел, его глаза ярко заблестели. Он осторожно взял камни и поблагодарил Ван Буэлэ поклонам. «Спасибо, младший брат Буэлэ», искренне сказал он. Ему действительно позарез были нужны духовные камни чистотой 90%, отсюда и желание подружиться с Ван Буэлэ. Такая щедрость серьезно подняла Ван Буэлэ в его глазах. Он поднялся со своего места и поставил перед Ван Буэлэ два флакона с пилюлями. «Младший брат Буэлэ, внутри пять пилюль чистой памяти. К сожалению, это все, что у меня есть. Но не волнуйся, мои люди приобретут для тебя еще». Во время разговора через кольцо передатчик они договорились обменивать духовный камень на пилюлю. Когда Ван Буэлэ увидел две дополнительные пилюли, то понял намерение Джен Лиана подарить персик и получить благодарность сливу. Примечание переводчика отблагодарить подарком за подарок. Улыбнувшись, он поблагодарил его и забрал флаконы. После этого у них завязалась беседа. Это была их первая встреча. Тем не менее, оба собеседника уже жалели, что не познакомились раньше. Услышав об интересе Ван Буэлэ к переплавке пилюль, Джен Лиан сделал предложение. Младший брат Буэлэ, если ты не спешишь, как насчет небольшого тура по алхимическим лабораториям нашего факультета? Они очень большие. В них одновременно могут заниматься переплавкой тысячи студентов. Внутри очень оживленно, к тому же обычно туда не пускают посторонних. Крайне заинтригованный Ван Буэлэ с радостью согласил с натур, Джен Лиан привел его в знаменитые алхимические лаборатории факультета, они находились внутри горы алхимии. Их размеры действительно впечатляли. На входе в лицо Ван Буэлэ ударил поток горячего воздуха. Перед ним предстало массивное помещение, где в тысячах алхимических печей студенты переплавляли пилюли. Из комнат там же по всему помещению разносился аромат трав. Ван Буэлэ на мгновение застыл, впечатленный видом лаборатории. Но как? Со смехом поинтересовался Джен Лиан и повел гостя вглубь помещения. Отличается от пещеры духовные печи твоего факультета. Замечавшие двух главных префектов студенты почтительно приветствовали их. Раньше я думал, что переплавка пилюли артефактов это практически одно и то же. Но как вижу, разница все же есть. Причем немалая. Он никогда не был в пещере духовной печи, но слышал о ней. В теории она была открыта для старших студентов, которые обладали определенными познаниями о духовных заготовках. Там они могли получить базовый опыт в ковке материала и создании безранговых тхармических артефактов. В огромном помещении Ван Боулэ внезапно заметил девушку. Утеряв пот, она с нетерпением подняла крышку алхимической печи перед собой. Он даже услышал, как она мило вскрикнула от радости. «Зайка!» крикнул Ван Боулэ и помахал рукой. «Джоу сяу я!» Зайка со счастливым видом заглянула в печь, где лежали переплавленные ей пилюли. Только она осторожных достала, как кто-то позвал ее по имени, оглядевшись, она заметила махавшего ей Ван Боулэ. «Боулэ!» С приятным удивлением в голосе воскликнула она. Глаза девушки заблестели, ее хорошее настроение стало еще лучше при виде Ван Боулэ, она поспешила к нему. «Джоу сяу я!» и колко заметил. «Помнится, в начале учебного года ты признался ей в любви в сети». Он мысленно сделал зарубку попросить своих подчиненных присмотреть за Джоу сяу я. Подночка Джан Лена вызвала у Ван Боулэ лишь громкий смех, а вот Джоу сяу я не была такой толстокожей, как Ван Боулэ, поэтому она тут же залилась краской. От смущения она потупила глаза, но тут она кое-что вспомнила и вновь подняла голову. «Боулэ, я уже могу переплавлять пилюли!» Похвасталась она и показала ему плод своих трудов. «Смотри, эта радужная пилюля, я сама её сделала. Правда красивая?» Джоу сяу я очень хотела поделиться своей радостью с Ван Боулэ. На девичьей ладони лежала многоцветная пилюля, такая же прекрасная, как и её создательница. «Сяу я, твои руки куда прекрасней!» Не моргнув глазом, сделал комплимент Ван Боулэ. Зайка опять покраснела, и с притворной сердитости посмотрела на него. В глубине души она была счастлива. «Кстати, а где Думинь?» Зайка напомнила ему о другой знакомой на факультете алхимии. Он огляделся, но в помещении было слишком много народу. «Сестры Думинь здесь нет. Она стала ученицей декана факультета. Представляешь?» Зайке было немного завидно, и в то же время она была рада успехам подруги. «Серьёзно?» переспросил Ван Боулэ. «Младший брат Боулэ, ты знаком с Думинь?» удивлённо спросил Джан Лян, услышав имя Думинь. При виде вопросительного взгляда Ван Боулэ он объяснил. «Думинь весьма впечатляющая девушка. Её талант алхимика достойен восхищения. Поэтому-то она и стала ученицей декана факультета. Она, конечно, не главный префект, но ученичество у декана серьёзно подняло её статус». Ван Боулэ почесал нос. Ему как будто нанесли превентивный удар. Он так и не смог похвастаться перед ней своей новой должностью. Вспомнив об их юности, Ван Боулэ был вынужден признать в том, что её заметил декан, не было ничего странного. «Она отличница! Всегда такой была, сколько я её знаю!» С ноткой горечи объяснил Ван Боулэ, решив в будущем работать ещё усердней. Ему совершенно не хотелось остаться глотать пыль позади плоскодонки Минь. Немного поболтав с Ван Боулэ, Зайка с неохотой с ним попрощалась. Её ждала ещё одна печь, где к концу подходила переплавка пилюль. Проводив девушку взглядом, Ван Боулэ тоже сказал, что ему пора. Джан Лян проводил его до выхода с пика алхимии, напоследок он прошептал, «Младший брат Боулэ, видя, как мы сразу нашли общий язык, хоть и знакомы всего сутки, я не могу не предупредить тебя о непростой ситуации на факультете от хромического оружия». Ван Боулэ сделался серьёзным, видя, что его новый знакомый не стал отмахиваться от предупреждения, а Джан Лян продолжил. Ранее три главных префекта факультет от хромического оружия отличались от префектов других факультетов. Эти трое были очень сплочёнными. Этому способствовала их близость к проректору, из-за чего декан твоего факультета практически ничего не решает в вопросах дисциплины. Причина такого единства кроется в личности главного префекта кафедры духовных заготовок Линь Тянь Хао, а точнее его происхождение. К сожалению, я не смог узнать, кто он на самом деле такой. Джан Лян поделился с Ван Боулэ всем, что знал. На прощание он похлопал его по плечу и сообщил, что купленные им в начале дня пилюли уже доставлены на факультет хромического оружия. Глядя Джан Ляню вслед, Ван Боулэ чувствовал, что тот предупредил его из добрых побуждений. В итоге он решил отнестись к нему всерьёз. «Не бойся, у этого Линь Тянь Хао могущественный папаша. Он главный префект, но её тоже. Чего мне бояться? Разве Джоэй Файн тоже не отпрыст какой-то могущественной семьи? Это никак ему не помогло. Тогда он получил за дело». Эта мысль немного успокоила Ван Боулэ. Насвистывая какой-то простой мотивчик, он вернулся на пик хромического оружия. У пещеры бессмертного он обнаружил Люда Убиня с сумкой. Похоже, он уже какое-то время его дожидался. Заметив Ван Боулэ, Люда Убинь глубоко вдохнул, расправил одежду и поприветствовал его, накрыв ладони кулак. «Приветствую, главный префект!» «А, Даубинь! Должно быть, ты уже долго ждёшь. Надо было предупредить меня, что ты зайдёшь». С лёгкой улыбкой пожурила его Ван Боулэ. С тех пор, как Люда Убинь получил должность арбитра, он стал совсем другим человеком. Он скрупулёзно изучил правила Дао Академии, к тому же Ван Боулэ очень нравилось, как тот справлялся с делами. «Ничего страшного, я только что пришёл!» Улыбнувшись, отмахнулся Люда Убинь. После приглашения Люда Убинь вошёл в пещеру Бессмертного, при этом всё время держался на шаг позади хозяина жилища. Заметив это, Ван Боулэ решил запомнить этот новый трюк. В пещере Бессмертного Люда Убинь быстро прибрался, сложив пустые бутылки и пакетики в угло. Затем он сноровисто заварил духовный чай и подал дымящуюся чашку Ван Боулэ, отпив чай, Ван Боулэ поинтересовался. «Доубинь, чем занимается твоя семья?» «Аммм...» «Мой отец заместитель мэра нашего города Феникс». «Признаюсь, я часто обращаюсь к отцу за советом по разным вопросам». Немного смущенно рассказал Люда Убинь. «Заместитель мэра?» У Ван Боулэ слегка расширились глаза, в его душе поднялось странное чувство. До попадания в Дау Академию заместитель мэра города Феникс казался ему большой шишкой. А теперь сын этого важного чиновника служил под его началом. Распиравшая грудь чувство усилилось. «Хм...» Ван Боулэ сухо покашлял и сказал. «Доубинь, скоро каникулы. Все эти разговоры о городе Феникс напомнили мне, что я впервые столько времени нахожусь вдали от дома. Я даже немного скучаю по родным краям». Крайне довольный собой, Ван Боулэ поставил чашку на стол. Глава 36. Самородок. «Наш город Феникс не очень большой, но там есть чем гордиться. К примеру, производимыми у нас продуктами. Главный префект, до поступления в Академию мы не были знакомы, но во время этих каникул дайте мне шанс проявить себя». Тут же заявил Людаубинь. Что интересно, изначально у него не было ни малейшего желания становиться чиновником, но с тех пор, как Ван Боулэ назначил его арбитром, он заметил, насколько хорошо ему шла эта роль. В новом амплуа неожиданно полезными оказались все те знания и опыт, которые он перенял у отца. После предложения Людаубине на губах Ван Боулэ появилась тень улыбки. Он спросил о делах дисциплинарного комитета и поднял чашку чая. Об этом движении он вычитал в автобиографиях высокопоставленных чиновников. Многие высокопоставленные чиновники почему-то любили пить чай. Время от времени они поднимали свои чашки. В тексте говорилось «С этого момента вплоть до того, как чашка вернется на стол, мной приобреталось много знаний». Ван Боулэ не очень понял о каких знаниях речь, но такая манера поднимать чашку по его мнению прибавляла ему важности, поэтому он позаимствовал этот трюк у высокопоставленных чиновников. Когда Людаубин заметил, как Ван Боулэ поднял чашку, ему сразу вспомнилось то, как отец вел себя при подчиненных. Он сразу понял, что время обмена любезностями подошло к концу, Ван Боулэ ждал объяснений его внезапного визита. Людаубин достал из сумки сверток, развернув его, он выложил на стол духовные камни, пилюли, несколько кинжалов, которые не являлись кармическими ортэфактами. «Главный префект, после назначения арбитром студенты начали приходить ко мне с подарками, некоторые из них растерялся, принимать подарки немного неправильно, с другой стороны, я не мог игнорировать их искренность, поэтому принял их», честно признался Людаубин и невесело улыбнулся. В глазах Ван Боулэ промелькнуло удивление, до него доходили такие слухи, арбитры болтали, что Людаубин принимал взятки. Ван Боулэ тогда сделал мысленную зарубку, но расспрашивать никого не стал. При виде разложенных на столе предметов Ван Боулэ всецело одобрил поступок Людаубиня. «Это не очень озарки. Тебе не следует игнорировать искренние порывы студентов. Можешь их оставить?» Ван Боулэ с улыбкой опять поднял чашку, отпил чай и потом поставил ее на стол. Людаубин наблюдал за выражением лица начальника с первых минут разговора, он заметил, как потеплела улыбка Ван Боулэ и облегченно выдохнул. Его реакция показывала, что он поступил правильно, он накрыл ладони и кулак в знак благодарности, а потом собрал вещи со стола, оставив две самые ценные пилюли. «Знаю, вы ни в чем не испытываете нужды. Этим скромным подарком я хочу показать свою искренность. Я никогда не забуду, как вы спасли меня в Нексусе грязь». Он еще раз накрыл ладонью кулак, и им было не зря упомянутое испытание, поскольку именно оно послужило толчком к знакомству и к дальнейшему общению. «О!» Ван Боулэ загорелись глаза. Людаубин очень грамотно подбирал слова, ему стоило у него поучиться. Голосом Людаубин буквально проецировал свои истинные эмоции и намерения. «Хмм, можешь перестать прощупывать почву!» Довольно сказал Ван Боулэ и указал рукой на Людаубиня. «Можешь их забрать?» Людаубин смущенно отвел глаза, но не стал забирать пилюли со стола. Вместо этого он поднялся с кресла, продолжая разговор. Что до Ван Боулэ, он не стал еще раз просить забрать подарки. Расспросив Людаубиня об учебе и дав ему несколько напутствий, Ван Боулэ еще раз поднял чашку и отхребнул чай. Этим он вежливо просил гостя уйти, а Ван Боулэ подозревал, что знание об этикете Людаубинь получил от отца, поэтому он должен был понять намек. Ему очень нравилось то, как его подчиненный вел себя в официальной обстановке. «Главный префект, у меня есть к вам немного дерзкая просьба. Я надеюсь, вы согласитесь в свете моей хорошей службы». Людаубинь сделал глубокий вдох, словно он не заметил сделанного Ван Боулэ намека. Накрыв ладони кулак он поклонился, а потом поднял пустую бутылку духовной ледяной воды. «Главный префект, не могли бы вы отдать мне эту бутылку?» искренне попросил он. «Отдать? Бутылку?» Ван Боулэ нахмырился, когда Людаубинь не понял намека, но после такой просьбы его брови взлетели вверх. Чуть не подавившись чаем, он вопросительно посмотрел на Людаубиня. Такой просьбы он совершенно не ожидал, и Людаубинь подскочил к нему и похлопал по спине. «Главный префект?» с неизменной искренностью в голосе объявил он. «Не недооценивайте эту бутылку. Возможно, вы не знаете, но многие студенты в павильоне главного префекта и на факультете хромического оружия всерьез боготворят вас. Все-таки вам хватило таланта, чтобы стать главным префектом меньше, чем за год. Вдобавок, из-за потворства Дзян Линя арбитры часто злоупотребляли властью, что не нравилось студентам. Вот только они не могли в открытую получили широкое одобрение среди студентов. Они просто хотят прикоснуться к частичке вашей внеземной ауры. Если я добуду бутылку, то ребята просто с ума сойдут. На самом деле, именно из-за их просьбы я и пришел сегодня сюда. Они просят вас продать им пустые бутылки и пакетики от снеков в качестве поощрения их прилежной службы». Закончив, Люда Убинь осторожно посмотрел на Ван Бууле, у того перехватило дыхание. В автобиографиях высокопоставленных чиновников приводились множество случаев отказа от подарков и методов их дарения, но выдуманная Люда Убиньем схема такой он видел впервые. Он странно покосился на него, задаваясь вопросом, «Этому он тоже научился у отца?» Теперь Ван Бууле понял, отец Люда Убине был действительно необыкновенным человеком. «Главный префект, пожалуйста, смилуйтесь над ними!» Добавил Люда Убинь таким тоном, словно на кону стояла судьба всего человечества. Он поклонился. Похоже, пока Ван Бууле не согласится, он не собирался разгибать спину, но в итоге Ван Бууле сдался. «Ладно, ладно», с неохотой согласился он. «Ты прав. Я не должен расстраивать студентов, однако постараюсь и не делать из этого привычку. И вот ещё что. Относительно работы дисциплинарного комитета. Да, Убинь, не разочаруй меня и хорошо запомни сказанные мной слова». Люда Убинь поблагодарил его и заверил, что он всё понял, про себя же он ещё раз восхитился полезности трюка, которому Ивану учил отец. Собрав пустые бутылки и пакетики от снеков, словно это были бесценные сокровища, он удалился. Когда он скрылся за дверью, Ван Бууле скачал с места и принялся мерить шагами пещеры Бессмертного. В свою небольшую записную книжку он внёс всё, что сегодня сделал Люда Убинь. «Самородок. Люда Убинь настоящий самородок. Да и способности его отца внушают уважение. Возможно, однажды его старик станет мэром». Мысленно похвалил обоих Ван Бууле. Сегодня он многое узнал, голубоко в душе он обожал, когда перед ним прислуживались, особенно с таким гениальным исполнением. Ван Бууле остался очень доволен разговором. Спустя три дня Люда Убинь вернулся, а в этот раз он принёс больше десяти флаконов с пилюлями, которые улучшили работу памяти. По эффективности они уступали подарку Джен Ляна, однако они всё равно пришлись как нельзя кстати. При виде такого количества флаконов сгуб Ван Бууле сорвался вздох, Люда Убинь действительно был самородком. Такой талант заслуживал особого обращения, его следовало наградить. Немного подумав, Ван Бууле сказал уже уходящему Люду Убиню, «Да Убинь, изучи дело Сунь Цифана». Ван Бууле попалась на глаза его дело в первый день работы главным префектом, в личном деле содержалась информация о жизни студента до поступления в академию. Большинство сведений были конфиденциальными, семья Сунь Цифана держала магазин по переплавке артефактов, можно сказать, что парень был из благородной семьи. Будучи студентом факультета хромического оружия, он нарушил правила ДАО Академии, украв рецепты с хранилища сокровищ при факультете. Рецепт содержал метод создания одной духовной заготовки. После кражи он планировал передать рецепт семье, все-таки практически все рецепты переплавки артефактов федерации находились в руках четырех великих ДАО Академий. Среди этой четверки самое обширное собрание рецептов находилось на факультете хромического оружия ДАО Академии Эфира. Вдобавок, при работе с ними соблюдалась строгая конфиденциальность. Студенты, не достигшие определенного уровня, практически не имели шанса к ним прикоснуться. А даже если они и получали к ним доступ, то им запрещалось делиться знаниями с посторонними. Сунь Цифан украл рецепт. Ввиду наличия у него определенных навыков, к сожалению, он не успел скрыться с украденным. Арбитры главного префекта кафедры духовных камней успели его поймать. Сейчас он томился в дисциплинарном комитете кафедры в ожидании решения Ван Боуле. Рецепт не представлял особой ценности, поэтому его можно было наказать по-разному, еще при первом прочтении материала в дело этот случай показался Ван Боуле подозрительным. Тем не менее, он не стал копаться в нем, решив поручить своим людям разобраться во всем, а потом по итогам расследования вынести справедливый вердикт. Людо Убин носил светлую голову на плечах, поэтому Ван Боуле решил передать дело ему. Разбор этого дела сам по себе символизировала власть в дисциплинарном комитете. При расследовании дела Сунь Цефана постарайся не выходить за рамки. Ван Боуле опять поднял чашку с чаем, в этот раз он не стал сразу ставить ее на стол. Задумавшись о деле Сунь Цефана, Людо Убин заметил, как его начальник поднял чашку и сразу понял, он сразу же попрощался. Ван Боуле с довольной улыбкой проводил взглядом удалявшегося Людо Убини, он вновь многому у него научился, соединение полученных знаний с информацией из автобиографии высокопоставленных чиновников сделало его еще искуснее в управлении подчиненными. Его взгляд опустился на пилюли, проверив все флаконы на предмет вскрытия и не обнаружив никаких проблем, он проглотил несколько пилюль и в отличном настроении вновь взялся за начертания. На пути к общежитию Людо Убин его глаза заблестели, когда тот указал ему самое главное. Самая суть кроется в последней фразе главного префекта «Не выходить за рамки». Глава 37. Структура Федерации За несколько дней Ван Боуле запомнил около 80 тысяч узоров, за такую скорость стоило благодарить пилюли чистой памяти и вспомогательные пилюли, которые ему подарил Людо Убин. Несмотря на неплохой эффект, этого было недостаточно. Ван Боуле с грусти отметил, что даже их было тяжело достать главному префекту с практически неограниченными средствами. Во-первых, в свободном доступе пилюль было слишком мало, во-вторых, они пользовались огромным спросом у студентов кафедры начертания, поэтому покупка новых пилюль требовала времени. Власть главного префекта, хоть и ускоряла дело, не могла помочь ему доставать столько пилюль, сколько он принимал. К тому же, это вряд ли можно было назвать долгосрочной стратегией, во втором томе техники укрепления отцы упоминалось, что они помогали только на начальном этапе. Лекарство для памяти быстро вызывало толерантность в организме, отчего терялась эффективность. В итоге, человеку при изучении узоров приходилось в основном полагаться на себя. Игра стоила свечь только в случае, если пилюли могли помочь запомнить более сотни тысяч узоров. Тогда толерантность выступала не таким серьёзным фактором, по этой причине он связался с Эхайяном, но тот объяснил, что для получения высококлассных пилюль требуется время. Он также сказал, что в городе Фюре имелся чёрный рынок, где Ван Буале мог достать интересующие пилюли и объяснил, как туда попасть. Напоследок, он предупредил не полагаться на духовные камни, безусловно, они выступали общепринятой валютой, однако некоторые бесценные сокровища нельзя было выменить за духовные камни. Вдобавок, он на всякий случай напомнил ему скрыть свою личность, так как на чёрном рынке можно было встретить немало людей с сомнительной репутацией. Если не соблюдать осторожность, то беды не миновать. Пока Ван Буале размышлял над своей проблемой, к нему заглянул Люда Убинь, он тотчас вышел вперёд и почтительно сообщил. «Главный префект, я досконально изучил дело Суньцефана, дело проблемное». «Проблемное?» Отложив сборник на чертань, спросил Ван Буале. От всех этих узоров у него уже голова пухла. Он хотел взять бутылку духовной ледяной воды, но Люда Убинь любезно достал свою и подал ему. Такая чуткость его сторону очень понравилась Ван Буале. Суньцефану не позавидуешь. Мелкого воришку поймали до того, как он успел скрыться с похищенным. В итоге Дзян Лень шантажировал этим семью Сунь и требовал половину их богатства. В случае неуполнения требований бывший главный префект угрожал отправить Суньцефана на суд до Академии, который занимается рассмотрением внутренних дел. Главный префект, узнав о проведённой реформе комитета, «Что думаете?» Практически шёпотом спросил Людоу Бинь. Этот доклад многое прояснил. Он подозревал нечто подобное, но расследование Людоу Биня подтвердило его догадки. Вина Суньцефана была неоспоримой, но Дзян Лень шантажом перешёл все рамки. «Суньцефан виновен», со вздохом сказал Ван Буале. Однако его проступок не заслуживает такого сурового наказания. Пусть остаётся в Академии, дисциплинарного взыскания и испытательного срока хватит. Оба наказания можно будет снять. «Главный префект, ваша непредвзятость достойна восхищения!» Сказал Людоу Бинь и накрыл ладони кулак. Довольный собой, Ван Буале сделал глуток воды и поставил бутылку на стол. Заметив хорошее настроение начальника, Людоу Бинь подошёл к нему и прошептал. «В знак благодарности его семья хочет пожертвовать дисциплинарному комитету Академии полкило мистического серебряного песка частотой 90%. «Мистический серебряный песок?» Ван Буале моргнул. Он уже слышал о нём. Его использовали для переплавки хромических артефактов высокого качества. Он покосился на Людоу Бине, сообразив, что тот получил своего рода взятку. Тем не менее, он вынес решение независимо от предвзятости Людоу Бине, вдобавок, это показывало дипломатичность семьи Сунь. Они не стали дарить песок ему лично, а сделали пожертвование дисциплинарному комитету. Более того, он изначально решил вынести справедливое решение по делу, поэтому этот подарок нельзя было назвать вмогательством или взяткой. Взвесив бутылку воды в руке, он тщательно продумал свои следующие слова. «Долбинь, знаешь, о чем я больше всего жалею в жизни? О том, что стал главным префектом. Я совершенно не хотел занимать этот пост, будь я обычным студентом, то меня бы не дёргали по всяким пустякам. Я мог бы спокойно учиться. В любом случае, я оставляю в твоём введении вопросы относительно пожертвований нашему дисциплинарному комитету. Однако постарайся не принимать их бездумно, всё должно быть по справедливости». Ван Более со вздохом выдал слегка перефразированный пассаж из автобиографии одного высокопоставленного чиновника. Людоубинь поспешно заверил его в свои верности и пообещал запомнить эти слова. Ещё немного поболтав, Ван Более зевнул. Людоубинь сразу понял намёк и попросил разрешения идти. Когда за Людоубинем закрылась дверь, Ван Более одним глотком допил воду, из его головы никак не выходил в случае Суньцефана. Дело было закрыто, однако он показал влияние четырёх великих Дао Академий Федерации. Власти главных префектов над студентами было достаточно, чтобы в дело вмешивались их семьи и кланы. Семью воришки вряд ли можно было назвать могущественным кланом, и всё же это показывало необычайный статус Дао Академии. Ван Более в прошлом слышал о подобных случаях. На поверхности четыре великих Дао Академии держались обособленно. На деле же они сродни Федерации находились в Союзе, можно сказать, они действовали по принципу «один за всех и все за одного». Эта массивная неофициальная организация обладала большим весом Федерации. Нынешние и прошлые президенты Федерации были выпускниками четырёх великих Дао Академий, больше половины чиновничьих постов занимали выпускники Кватрум Верата Дао Академий. Существовала другая сила, которая поддерживала баланс Федерации, «Сенат». В нём было всего 17 мест. Мэры 17 главных городов Федерации являлись по совместительству сенаторами, они формировали политический курс Федерации и выступали фактором сдерживания власти президента. Разумеется, всё это непосредственно зависело от уровня культивации и количества экспертов. Обе стороны находились в состоянии шаткого баланса и официально выступали единым фронтом, но внутренние разногласия всё же имелись. Однако в мире существовали другие фракции, чем-то напоминавшие знать прошлого, заставлявшие обе стороны работать сообща. В результате войн с чудовищами и борьбы за фрагменты древнего меча пронзившего солнца сформировалась независимая структура из так называемой аристократии. Из новостей Ван Боуэлэ слышала корпорация Трелунье, секте Закат Галактики, секте Пренебесное Вознесение, а также клане Пять Поколений Неба. Эти четыре фракции и называли себя ее частью, однако на самом деле они являлись независимыми структурами и частью сепаратистского движения. Ни одна из этих фракций не могла противостоять всей федерации, а вот их объединение могло заставить руководство федераций занервничать. Будучи главным префектом, Ван Боуэлэ куда лучше понимал оказавшуюся в руках власть, немного подумав, он пришел к выводу, что вынес решение справедливо, поэтому его совесть была чиста. Похлопав живот, он открыл сборник начертаний и продолжил запоминать узоры. Через три дня Люда Убинь принес мистический серебряный песок, песчинки ослепительно блестели, напоминая микроскопические драгоценные камни. К тому же они были очень крепкими, один внешний вид убедил Ван Боуэлэ в уникальности этого песка. Главный префект, вот мистический серебряный песок. Семья Сонь пожертвовала его дисциплинарному комитету в благодарность за непредвзятость решения. Главный префект, как им распорядиться решать вам? Ван Боуэлэ поднял глаза от песка на Люда Убиня. Под его тяжелым взглядом тот начал нервничать. Когда у него весь лоб покрылся испариной, Ван Боуэлэ наконец спокойно сказал «Чтобы такого больше не было!» Люда Убинь тут же утвердительно закивал головой, не заметив, как у него вспотела спина. От взгляда Ван Боуэлэ ему стало не по себе, а он знал, что начальник догадался его договоренностях с семьей Сонь. Семья воришки не забыл и про него, однако он тщательно изучил дело и никак не показал начальству своей предвзятости к Суньцефану. Принципы, которыми руководствовался Ван Боуэлэ, отличались от принципов его отца. Он в самом начале допустил ошибку, не учтя этого. Под фразой «Не выходить за рамки» Ван Боуэлэ подразумевал следование установленным нормам и не требовать взяток в ходе расследования. После этого озарение у Люда Убиня перехватило дыхание, теперь он с еще большим уважением смотрел на начальника. Он знал, как вести себя в будущем. Ван Боуэлэ не стал забирать весь мистический серебряный песок себе. Вместо этого он передал Люду Убиню честь, чтобы он разделил ее между арбитрами в дисциплинарном комитете. Отослав своего помощника прочь, Ван Боуэлэ даже не посмотрел на песок. В данный момент такой ценный материал был не особо ему нужен. «Больше всего мне нужны высококлассные пилюли для памяти!» Мысленно пожаловался Ван Боуэлэ. В итоге он решил обменять песок на пилюли, предлагаемые на черном рынке. Перед посещением черного рынка следовало скрыть свою личность, дабы избежать неприятностей. Ван Боуэлэ не пренебрег этим. Замаскировавшись, он покинул ДАО Академию. Спустя какое-то время он критически себя осмотрел, маскировка ему не нравилась. «Так не пойдет!» Почесав затылок, подумал он. «Я слишком толстый! Любой меня легко узнает!» Ван Боуэлэ заглянул в один из магазинов, где приобрел более облегающую одежду, в ней он все равно посчитал маскировку недостаточной. Да и ткань слишком плотно облегала плоть. «Эх, пришла пора опять начинать худеть!» С грустью подумал Ван Боуэлэ. По его мнению, никто не был так строг к себе в отношении еды, как он, тем не менее, ему по непонятной причине никак не удавалось похудеть. «С завтрашнего дня начинаю сбрасывать вес!» Ван Боуэлэ был преисполнен решимости, он купил еще с десяток комплектов облегающей одежды, напяли все на себя, он завершил образ просторным халатом. В таком наряде вряд ли кто сможет узнать его. Столько слоев облегающей одежды сильно сдавливали тело, ему было тяжело дышать. Ради сохранения анонимности он был готов это терпеть. Нацепив маску, он поспешил к месту, где располагался черный рынок. «С сегодняшнего дня перестаю есть! Сажусь на диету!» Такое количество одежды очень сковывало движение. К тому же он боялся, что она внезапно пойдет по швам и разорвется. В итоге он мысленно пообещал себе похудеть. Но тут его уверенность дала трещину, когда он остановился перед магазином, где продавались снеки. «Это же...» Ван Боуэлэ облезал губы и посмотрел на рекламный плакат у входа, на нем изображились снеки с новыми вкусами сезона. «Похудение начинается завтра, поэтому сегодняшний перекус не считается!» С этой мыслью Ван Боуэлэ купил несколько бакетиков. Жуя на ходу, он отправился к черному рынку. Сделка прошла без каких-либо осложнений. Ван Боуэлэ выменял необходимое количество высококачественных пилюль и вышел в город. Шагая по улице в своем не очень удобном наряде, он внезапно услышал чей-то крик. «Бежим скорее!» «Небеса!» «Кто управляет этим летающим кораблем?» «Он падает!» кричали прохожие неподалеку. Проследив за направлением, куда указывали люди, Ван Боуэлэ увидел летающий корабль, из которого валил черный дым. Судно под опасным углом быстро приближалось к земле, словно пилот потерял управление. Горожане в панике разбегались, однако остались те, кто явно не успевал покинуть место будущей катастрофы. Одна из таких была девочка семи-восьми лет, прижимавшая к себе свой рюкзачок. От страха она примерзла к месту, летающий корабль упал рядом с ней, девочку не раздавила, отбросила ударной волной, однако она была вся в крови и едва дышала. При виде этой трагичной сцены люди в ярости и возмущении принялись громко кричать, когда Ван Боуэлэ прибежал к месту падения и заметил, как из разбившегося корабля выходят люди, в его глазах появился недобрый блеск. Глава тридцать восьмая Извинись В результате падения пострадали ближайшие здания, а на улице образовался глубокий кратер. Однако само судно не пострадало, из открывшейся двери выбралось четверо молодых людей в форме студентов ДАО Академии Эфира, судя по нашивкам, они учились на факультете тахармического оружия. Разгневанная толпа резко притихла, больше никто не кричал, вместо этого люди начали в полголосы переговариваться, все-таки ДАО Академия Эфира входила в большую четверку. К тому же они имели тесные связи с городом Эфира, ее выпускники зачастую становились чиновниками различных департаментов федерации, ДАО Академия обладала невероятной глубокой историей и как следствие влиянием. Если бы инцидент коснулся прохожих, они бы не стали молчать. В нынешней ситуации никто не хотел спорить со студентами из простого чувства справедливости, сразу было понятно, что эти четверо не были отпрысками простых семей. Покинув судно, студенты даже не посмотрели на толпу, они о чем-то весело болтали, словно не их корабль только что упал посреди улицы. Отброшенную взрывной волной девочку они заметили, но даже не подумали подойти к ней. Один из них поднял руку и произнес в кольцо передатчик. «Тут кое-что случилось, помогите нам со всем разобраться». Выключив кольцо, он со вздохом посмотрел на своих товарищей. «Хуанзен, ты что, первый раз управлял кораблем?» «Это же выпускная работа Ханьлу!» «Что ты об этом думаешь, а, Ханьлу?» «Джан Лань, не ты ли во всем виноват?» «Это твои подначки!» «Ханьлу, ты уж извини!» Пожев плечами, сказала молодой человек по имени Хуанзен и натянуто улыбнулся. Юноша по имени Ханьлу мрачно осмотрел повреждения упавшего судна, а потом с презрением взглянул на едва дышащую девочку. «Ничего страшного, корабль немного запачкала кровью, а то трется». Они делали вид, будто рядом не было ни толпы, ни девочки в крови. Свидетели катастрофы были в ярости, но они были вынуждены проглотить свои гневные крики из-за статуса четырех парней. Ван Буэлэ тоже находился на улице в момент падения. В нем клокотала ярость. Случай с Дзян Линем научил его тому, что Дао Академия была небезопасным местом, но чтобы ее студенты так наплевательски относились к жизням невинных, словно из-за принадлежности к Дао Академии они считали себя выше простых людей. От такого пренебрежительного отношения глаза Ван Буэлэ стали излучить холодную ярость, он уже хотел выйти вперед, как ему на плечи легла рука стоящего рядом мужчины. «Не ходи туда, эти ребята издала Академия эфира, после выпуска они станут настоящей элитой, видишь, как бесстрашно они себя ведут. Должны быть, за ними стоят могущественные семьи, таких людей лучше не провоцировать». Лицо Ван Буэлэ под маской потемнело, он убрал руку с плеча и вышел из толпы, вот только не к четырем студентам, а к лежащей девочке. При виде крохотного лица в крови он едва заметно задрожил от ярости. Положив руку на слабо вздымающуюся грудь, он направил в ее тело духовную энергию. «Не бойся, малышка», мягко сказал он, «все будет в порядке». Он достал несколько пилюль, купленных на факультете алхимии, и осторожно положил их ей на язык. «Братик, мне больно, страшно, я хочу к маме». Все это время девочка находилась в состоянии шока, как только появился Ван Буэлэ и мягко заговорил с ней, она заплакала. Голос девочки было едва слышно, словно она могла и впрямь погибнуть от ран. «Малышка, не бойся, с тобой все будет хорошо». Ван Буэлэ погладил девочку по голове и увеличил количество направляемой духовной энергии, не забывая давать ей новые пилюли. Под воздействием исцеляющих пилюль факультета алхимии серьезные раны начали затягиваться, они оказывали поистине чудодейственный эффект на простых смертных, пока Ван Буэлэ напитывал девочку духовной энергией, она уснула. Тем временем молодые люди у корабля улыбнулись, увидев, что девочкой кто-то занимается. Для них проблема была исчерпана, не переставая подкалывать друг друга, они собрались уходить, а Джан Лань, который недавно просил помощи по кольцу передатчику, еще раз включил его и объяснил, что подмогу присылать не нужно. Никто даже не подумал извиниться, от их нарочитого презрения толпа кипела от ярости, однако никто не рискнул высказать свое недовольство вслух. Страх толпы перед студентами его академии еще больше разозлил Ван Буэлэ, он перенес девочку поближе к толпе и осторожно положил на землю, а потом повернулся и холодно процедил. А ну стоять! В голосе Ван Буэлэ звучал металл, в словах не намека на вежливость, словно он стал рупором ненависти толпы. С каких пор в Дао Академию Эфира начали принимать такой мусор, потерявший всякую совесть? Четверо уже уходящих студентов резко остановились и мрочно посмотрели на Ван Буэлэ. Джан Лань, который связывался через кольцо передатчик со своей семьей, явно обладал самым взрывным темпераментом. Он быстрым шагом подошел к Ван Буэлэ и грубо потребовал назваться. «Кто ты такой? Совсем жить надоело? Кто тебе разрешил открывать рот в моем присутствии? Я издал Академию Эфира с факультета Дхармического». В середине тирады Джан и Лань взбешенный Ван Буэлэ схватил наглецо за палец и безжалостно вывихнул, после чего ударил ногой ему в колено. Сначала все услышали хруст, а потом нечеловеческие вопли, вырвавшиеся из глотки юноши. Чувствуя невыносимую боль, он попрыгал на здоровой ноге, «Небеса! Он атаковал студентов ДАО Академии Эфира! Парню в маске не поздоровятся! В наши дни такие храбрецы и редкое зрелище! Ну и дурак же он!» Трое студентов ДАО Академии Эфира незамедлительно вытащили оружие и начали циркулировать свою культивацию. «Кто ты такой? Ты отчаянный парень! Мы из ДАО Академии Эфира! С факультета от Хармического оружия! Если тронешь нас, мы заставим тебя пожили, что ты вообще на свет родился!» За яростными криками троицы скрывалась некоторая нервозность. Ван Буэлэ лишь ухмыльнулся. Другие, может, и боялись студентов Академии, но он не был в их числе. Только он хотел пойти в атаку, как вдруг неподалеку кто-то закричал. Толпа расступилась, пропустив 10 здравяков. Судя по их одежде, драки для них были привычным делом. Их возглавлял старик с выразительными глазами и культивацией ступени укрепления пульса. Слова застряли у него в горле, когда он увидел вопящего от боли Джан Ланя. «Юный господин!» Воскликнул он и поспешил к нему. Громилы быстро взяли Ван Буэлэ в кольцо. Они почти добрались до места, когда получили сигнал отбой. В итоге они всё же решили забрать своего господина с места крушения. Старик увидел покрасневший, явно сломанный палец своего юного господина. «Как ты смеешь нападать среди белотня?» Жаждой убийства в голосе закричал старик. А Джан Лань, держась за сломанный палец, от боли весь вспотел. «Чего вы ждёте?» Наорал он на Громил. «Избейте его до смерти! Как же больно!» Громилы тут же сбросились на Ван Буэлэ. Трое студентов Дау Академии Эфира с облегчением выдохнули. После атаки Ван Буэлэ они напряглись, но сейчас на их стороне были люди из семьи раненого товарища. Теперь они вновь с нескрываемым презрением смотрели на Ван Буэлэ. А один удар в колено и сломанный палец не погасили ярость Ван Буэлэ. В Дау Академии и бойцовском клубе ему всегда приходилось сдерживаться. Поединок с юной хозяйкой клуба не в счёт. Но сейчас, когда Ван Буэлэ обступили Громилы, его глаза блеснули холодной яростью. Он внезапно сделал шаг вперёд и ударил кулаком, который со свистом впечатался в грудь одного из дровяков, отчего у того изо рта брызнула кровь. Согнувшегося пополам Громилу отбросило назад. Ван Буэлэ с разворота ударил ногой по двум другим верзилам, от удара они закашлялись кровью и без сознания рухнули на землю. Громилы окружили Ван Буэлэ, но он оказался слишком проворным. Развернувшись, он вывихнул одному нападавшему кисть, а другому съездил ногой в пах. Ни один из десяти здравяков не продержался против Ван Буэлэ нескольких секунд. Невольные свидетели происходящего изумлённо наблюдали, как те падали на землю и начинали громко станет боли. Глаза старика с культивацией и укрепления пульса мрачно блеснули. Он сорвался с места, как только Ван Буэлэ обернулся. Стоило ему поднять руку, как послышался тигриный рык. Казалось, вокруг старика появился образ свирепого чёрного тигра. Когда старик оказался достаточно близко, Ван Буэлэ активировал поглощающие семечки ещё в полуобороте. Невероятная сила притяжения тут же создала невидимый водоворот. Под влиянием этой силы изменилась траектория движения старика, Ван Буэлэ успел обернуться и схватить его за руку. С хрустом запястье было сломано. Не обращая внимания на крик, Ван Буэлэ со всей силы ударил в пах. Изо рта старика хлынула кровь, а крик превратился в набор булькающих звуков. В области паха постепенно росло кровавое пятно. Отброшенный ударом старик остался лежать на земле в конвульсиях. Застывшая толпа на время схватки забыла о дыхании. Ван Буэлэ молниеносно покончил со стариком. Он расправился со всеми быстро и без какой-либо жалости. У трёх студентов округлились глаза, а Джан Лайн так и вовсе побелел и в страхе попытался уползти. Но тут рядом возник Ван Буэлэ, он наступил на уже сломанный палец и неграммко сказал вопящему юноше «Извинись». Глава тридцать девятая «Не имею права, слово «Извинись» действительно имело вес, поскольку его произнёс Ван Буэлэ. Толпившиеся неподалёку люди почувствовали, как кровь быстрее побежала по жилам, в их глазах появился невиданный доселе блеск. Они знали, Ван Буэлэ воздавал им по справедливости зараненную девочку, люди в толпе не могли этого сделать, но при виде человека, способного на такое, они пришли в восторг. Чувствуя, как кипит кровь, они смотрели на юношу, на чьём пальце сейчас стояла нога Ван Буэлэ. «Прекрати! Кем бы то ни было у тебя серьёзной неприятности! Как ты смеешь по таким пустякам прибегать к насилию?» Трое ещё стоящих студентов начали угрожать Ван Буэлэ, чтобы скрыть страх и панику. Джан Лонь, на чьём пальце стоял Ван Буэлэ, едва сдерживая боль, с ненавистью стискивал зубы. Если бы взглядом можно было убить, то Ван Буэлэ уже давно был бы мёртв. «Небось, сейчас ты доволен собой! Наслаждаясь этим чувством, пока можешь! Ты сильнее, потому что занимаешься культивацией несколько лет дольше нас! Но ещё пару лет и мы оставим тебя далеко позади! Ты станешь для нас никем!» Глаза студента со сломанным пальцем полыхали ненавистью. «Я видел таких, как ты!» Шипя от боли, со злобы процедил он. «У тебя кишка тонко убить нас!» «Это город Эфира, а мы из Дао Академии Эфира!» «Скоро тебя арестуют!» «Если мы сделали что-то плохое, то будем отвечать только перед Дао Академии Эфира!» «Человек со стороны вроде тебя не имеет права указывать мне, что делать!» Злоба в глазах Джана Ланя стала ещё заметней. «Не имею права!» переспросил Ван Боуэлэ. Он взглянул на брызжущего ядом молодого человека и его товарищей, за чьим страхом скрывалось такое же презрение. А Джан Лань кивнул. «А если окажется, что я главный префект кафедры духовных камней издал Академии Эфира?» Ван Боуэлэ стянул маску и напряг мышцы, отчего несколько слоёв облегающей одежды разорвались, явив его немного грузное тело. «Ты главный префект? Невозможно!» Как только Ван Боуэлэ представился и снял маску, трое студентов факультета хромического оружия побледнели и закричали, как будто увидели привидение. Они не могли поверить своим глазам. От изумления их оставили силы и они рухнули на землю. Джан Лань так и вовсе задрожал, судорожно ловертом воздух. От недавнего презрения и храбрости не осталось следа, теперь его захлестнула волна ужаса. «Ван Боуэлэ!» просипел он. Четвёрка студентов тяжело задышала, за несколько секунд по их лицам промелькнул целый калейдоскоп эмоций. Их ужас и изумления не поддавались описанию словами, студенты Академии никого не боялись, даже представители власти города Эфира. Ван Боуэлэ находился в должности главного префекта факультета хармического оружия и обладал властью решать их судьбу. Кого-кого, а его они не ожидали здесь встретить. Вспомнив о суровых словах Ван Боуэлэ и слухах гулявших о нём на факультете, они проглотили комок в горле. Сейчас им казалось, что их жизнь подошла к концу. Валяющиеся на земле громилы тоже побелели, старик, который получил в пах, начал приходить в себя, но, услышав Ван Боуэлэ, он шумом втянул в легкий воздух и опять упал на землю. Ни о какой мести не могло быть и речи, старик даже забеспокоился о возможной мести со стороны Ван Боуэлэ. Всё-таки юный господин ещё учился в Дау-академии. Это главный префект! Свидетели происходящего разинули рты, явно не ожидав такого поворота. Отрезкой смены ролей у них слегка закружилась голова. Продолжая стоять на пальце Джан Ланя, Ван Боуэлэ спросил ещё раз. «Итак, теперь я имею право требовать от тебя извинений». Прежде чем Джан Ланя успел открыть рот, трое его спутников подбежали к девочке и наперебой заговорили. «Девочка, прости! Мы не специально! Пожалуйста, прости нас!» Голоса отчаявшиеся троица дрожали, они уже сожалели о своей выходке, прекрасно понимая последствия поимки Ван Боуэлэ. С недаемой тревогой они с трудом сдерживали подступающие слёзы. На пальце Джан Ланя всё ещё стоял Ван Боуэлэ, однако начисто забыв от боли о страхе, он быстро извинился. Его высокомерие словно ветром сдуло, как только Ван Боуэлэ снял маску. Он приказал своим людям найти лучший госпиталь и докторов для раненой девочки, надеясь этим загладить вино. К тому же он распорядился найти её родителей и предоставить им весомую компенсацию. Его подручные благоговейно посмотрели на Ван Боуэлэ, получив от него кивок, они вместе с девочкой умчались вниз по улице, чтобы как можно скорее доставить её в госпиталь. Ван Боуэлэ был уверен, что они не посмеют выкинуть какую-нибудь глупость. Всё-таки судьба четвёрки неудачливых студентов сейчас находилась в его руках. Теперь вы. Хотите, чтобы я отправил вас в дисциплинарный комитет после того, как живого места на вас не оставлю, или послушно последуйте за мной? Выбор за вами. Ван Боуэлэ холодно хмыкнул и со сложными за спиной руками двинулся в направлении доу-академии. Четверо студентов с горечи приглянулись, им ничего не оставалось, как последовать за Ван Боуэлэ, угрюмо повесив головы. О разбившемся корабле никто не вспомнил. Весь путь к пику дхармического оружия их колотила мелкая дрожь. Внутри дисциплинарного комитета кафедры духовных камней они без сопротивления проследовали в камеры. Ван Боуэлэ планировал серьёзно наказать их за эту выходку. С момента заступления в должность он не так уж много времени уделял делам комитета, но сегодня впервые лично произвел арест. Арбитры, включая Люда Убини, сразу поняли, насколько этот случай разозлил Ван Боуэлэ, а значит от них требовалось собрать дело с неопровержимыми доказательствами. Основой дела стали свидетельские показания, к счастью, в тот день на улице было много людей. Осталось только соблести формальности до академии, после чего четвёрка студентов отправятся на суд академии, где решат их судьбу. В качестве предполагаемого наказания стороны обвинения Ван Боуэлэ попросил об исключении. Из-за мерзости преступления, внушительного объёма доказательств и ареста произведённого лично главным префектом, даже проректор не мог бы заметить это дело, если бы захотел. В итоге никто не сомневался, что суд последует предложению Ван Боуэлэ. Вскоре новости распространились по всему факультету отхармического оружия, ни один студент не остался равнодушным. Одни мысленно говорили о себе никогда не повторять их ошибки, другие сыпали проклятиями. Разумеется, проклинали они не Ван Боуэлэ, а мусор, который своей выходкой подмочил репутацию рассочились в сеть. Многие пользователи пришли в восторг от того, как поступили с преступниками. Всё-таки в ДАО Академии не только эта четвёрка вела себя с остальными крайне высокомерно. На фоне всего этого всеобщее возмущение их по пиющим поступкам было вполне понятно. Одновременно с этим выросла и репутация Ван Боуэлэ. Немало студентов, узнав о случившемся, заинтересовались им, особенно девушки с факультета алхимии. Когда они выяснили, что именно их пилюлями Ван Боуэлэ спас девочку, многие не применяли связаться с ним с помощью кольца-передатчика. Те, что посмелее даже позвали его на свидание. Семь и четырёх студентов всерьёз обеспокоились, когда до них дошли вести. Они присылали к Ван Боуэлэ людей в надежде вымолить прощение, но тот просто игнорировал их. От бессилия они обратились за помощью к людоубению другим арбитрам, зная об отношении начальника к делу, никто из них не рискнул принять взятку. Получив везде категоричный отказ, семь и четырёх студентов попросили помощи у главного префекта кафедры начертания Цао Куня. Той же ночью в павильоне главного префекта кафедры духовных заготовок Линь Тянь Хао пил духовный чай и читал какой-то древний свиток. Позади него стоял Цао Кунь. «Брат Линь», шепотом обратился он. «Другие не стоят лишних усилий, но Джан Лань, его семья предложила духовное сокровище пятой ступени». Услушав про духовное сокровище, Линь Тянь Хао поднял глаза от свитка и задумался. С первого по второй ранг такие предметы назывались стахармическими артефактами, с третьего по шестой духовными сокровищами. С седьмого они становились стахармическим оружием, сами по себе духовные сокровища представляли огромную ценность, не говоря о тех, которые имели пятый ранг. Даже ему показалось это интересным, поэтому он активировал кольцо-передатчик и обсудил с проректором проблему. После разговора он с улыбкой выключил его. «Через несколько дней будет дан ход программе ДАО Академии по реформации Института Главных Префектов. Пробным камнем станет наш факультет. Ван Бэуло уже какое-то время создает неприятности, пришла пора ему отправиться на покой», сказал Линь Тянь Хао, подняв чашку. Обнаружив, что в ней почти ничего не осталось, он уже хотел поставить ее на стол, но тут Сао Кунь услужливо долил в нее чай. «Когда придет время, мы просто освободим Джан Лани и остальных». Линь Тянь Хао с презрительной улыбкой посмотрел в сторону, где находилась кафедра духовных камней. Услышав это, Сао Кунь тут же воодушевился. Глава сороковая. Реформация главных префектов. Следующие три дня Ван Буэлэ практически не отрывался от сборника начертаний. Запоминать узоры ему помогали пилюли, вымененные на черном рынке за мистический серебряный песок. С такими качественными пилюлями Ван Буэлэ выучил 150 тысяч узоров, но к этому моменту ему уже хотелось умереть. Почесав распухшую голову, Ван Буэлэ решил прикусить. Взяв пакетик со снеками, он с ужасом обнаружил и на них уже осточертевшие узоры. После этого миража Ван Буэлэ впал в ступор. Что за чертовщина? Ван Буэлэ несколько раз поморгал и протер глаза. Пакетик вновь вернулся к своему привычному виду, ошеломленный Ван Буэлэ достал немного картофельных чипсов и посмотрел на них. Как вдруг у него округлились глаза. Откуда на чипсах взялись узоры? Во мне что, проснулась до этого дремавшая сила? Ван Буэлэ в страхе подумал, что с ним начало твориться нечто странное, раз он видит узоры на чипсах. Чтобы успокоить расшалившиеся нервы, Ван Буэлэ достал бутылку духовной ледяной воды, но даже в бутылке плавало огромное число маленьких узоров. У Ван Буэлэ отвесла челюсть. Он поднялся, но тут ему стало дурно, у него перед глазами вернится узоров уходящих по стене на балкон. Стоило Ван Буэлэ выйти туда, как он обомлял. Небо, трава, деревья, воздух, всюду были узоры. Он понял, что видел это не из-за пробуждения в нем какой-то силы, а из-за передозировки пилюлями и слишком большого числа выученных узоров. Сейчас он испытывал побочный эффект от пилюль, описанный во втором томе техники укрепления отцы. Галлюцинации. Небеса! Начертания сводят меня с ума! У Ван Буэлэ загружилась голова, когда он осознал, что всего несколько раз выходил на улицу, все остальное время он глотал пилюли и запоминал узоры. Сто пятьдесят тысяч начертаний поместились в его голове благодаря силе пилюль, передозировка ими и вызвала у него галлюцинации. Вера духовного истока студентам факультета хромического оружия нередко становилось плохо во время запоминания начертаний, количество знаний, которые необходимо усвоить обескураживало. В речи постоянно употребляется всего несколько тысяч слов. Если на их место поставить сто пятьдесят тысяч узоров, то человеку по сути требовалось запомнить огромное количество языков. Тысячу лет назад такое оказалось невозможным, но с началом эра духовного истока и распространением техники укрепления ци, человеческое тело и разум пережили метаморфозу. Невозможное стало возможным. В любом случае начертания и слова в языке были не совсем одним и тем же, однако несмотря на наличие различий, если присмотреться повнимательней, то отличить их было довольно трудно. Поэтому запоминание вызывало столько трудностей, особенно если учесть, что каждый узор обладал своими свойствами. Ван Буэлэ казалось, будто он сходит с ума от всех этих начертаний. Достижение Ван Буэлэ нельзя было назвать чем-то особенным, на факультете хромического оружия каждый десятый студент мог повторить то, что сделал Ван Буэлэ. Именно это так его расстраивало. Все-таки в четыре великих дао-академии поступало много талантливых молодых людей, к тому же он пока еще не начал соединять эти узоры. Без их связи с духовными заготовками процесс их запоминания было бы намного труднее. С началом галлюцинации Ван Буэлэ опасался принимать еще пилюли, боясь усугубить симптомы и сойти с ума. У него была мечта стать президентом федерации, а для этого требовался трезвый рассудок. Вдобавок перед его мысленным взором встала картина того, как обезумив он перестал следить за весом и воссоединился со своими толстыми праотцами. Картина сменилась на другую, где он, пуская слюни, запоминал начертания вместе с толстыми праотцами. Хватит думать об этом! Ван Буэлэ поежился, не в силах продолжать, он начал листать второй том техники укрепления отцы. 150 тысяч выученных узоров отвечают требованиям кафедры начертания. Кажется, надо прекратить и взяться за духовные заготовки. Если параллельно изучать два предмета, разве это не повысит мою эффективность? Эта идея показалась Ван Буэлэ хорошей, поэтому он взялся за духовные заготовки. Их изучение включало в себя навыки по начертанию узоров на духовных камнях, студент должен был не только научиться вырезать на них узоры, но и запомнить огромное количество формул духовных заготовок. В этих формулах приводились методы совмещения разных начертаний. Совмещение узоров и практика резьбы приводили к созданию духовных заготовок, на словах всё звучало довольно просто, но этот навык было непросто освоить. Ван Буэлэ сейчас был готов заниматься чем угодно, лишь бы не трогать начертания. В итоге был целый день. Сколько Ван Буэлэ не пытался корректировать метод изучения материала, его результаты казалось никак не улучшались. Достигнув точки кипения, он хотел только одного – разорвать книгу с техникой укрепления отца на куски. Тем временем в Дао-академии появился новый слух о главных префектах. Болтали о том, как четыре великих Дао-академии успешно реформировали систему главных префектов, из-за старой системы в руках префектов сосредотачивалось слишком много власти. Каждый был сам себе хозяином, отсюда их разобщенность на каждом факультете. Из-за отсутствия намеков на обеднение была необходима полная перетасовка всей системы. Проще говоря, предлагалось создать совет префектов на каждом факультете, каждый главный префект наделялся голосом, который использовался на голосованиях в Совете. Большинство определяло политику дисциплинарного комитета факультета. Дао Академия Белого Оленя уже начала внедрять эту систему. Что до остальных, филиал Академии Белого Оленя, Дао Академия Святоречья и Дао Академия Эфира должны были выбрать с какого факультета начать. В случае успеха эксперимента такая система получит распространение по всему острову Нижней Академии. Эти слухи были восприняты студентами по-разному. Относительно небольшая переработка серьезно влияла на работу всего института главных префектов. Смена принципа функционирования главных префектов повлияет на дисциплинарный комитет и всех студентов. Пока учащиеся обсуждали грядущие перемены, главные префекты забеспокоились. Они заранее узнали обо всем благодаря своим контактам. Ван Боуэлэ уже какое-то время не покидал пещеры Бессмертного, занимаясь начертаниями. Как только до Люда Убеня дошли слухи, он нервной походкой поспешил к начальнику, чтобы выяснить их правдивость. Вот только для Ван Боуэлэ это тоже стало сюрпризом. Он потер переносицу и связался с Джан-Лианом. К сожалению, главный префект факультета алхимии, хоть и был весьма прозорливым парнем, тоже практически ничего не знал. Пока главные префекты сидели как на иголках, ректор сделал объявление на всю Дал-Академию, подтвердив начало реформации системы главных префектов. Текущая система главных префектов упраздняется и будет заменена на совещательный орган. Совет, где у каждого префекта будет право голоса. Вводится новая система будет с факультет от хармического оружия. После объявления студенты с других факультетов с облегчением выдохнули, чего нельзя было сказать про учащихся на упомянутом ректоре факультете. Сложно было не заметить напряжение в студентах и неопределенность в глазах. Объявление всерьез обеспокоило Люда Убини и остальных, новая система оказалась крайне невыгодной для Ван Боуле, которому практически сразу передали новости. Джанален через свою сеть контактов кое-что выяснил. От него Ван Боуле пришло голосовое сообщение. Младший брат Боуле, тебе следует быть осторожным. До меня дошли слухи, что изначально программу планировали ввести на факультете ловушек, но Лин Тяньхао, главный префект кафедры духовных сготовок, подал прошение, где предлагало сделать пилотным факультет хромического оружия. Его предложение получило поддержку проректора. Выражение лица Ван Боуле изменилось, не успел он начать разрабатывать контрмеры, как из его кольца передатчика раздался странный голос. Главный префект кафедры духовных камней Ван Боуле, меня зовут Лин Тяньхао, я главный префект кафедры духовных заготовок. В соответствии с новым порядком, введенным ректором, пожалуйста, завтра утром явись в павильон главного префекта кафедры духовных заготовок на первое заседание. Ван Боуле впервые слышал этот странно спокойный и бесстрастный голос, при этом в нем чувствовалась некая сила, которая понуждала слушаться. Доносившийся из кольца голос эхом разошелся по пещере бессмертного Ван Боуле. Глава сорок первая. Вопль на берегу озера Зеленолесья. Враг! Ван Боуле угрюмо покосился на кольцо передатчик. Сообщение главного префекта кафедры духовных заготовок было коротким, но он сказал его тоном нетерпящим возражений. Ван Боуле это не понравилось. Все это из-за могущественного папаши? Кому какое дело? Раскомандовался тут! Ван Боуле фыркнул, его голова уже работала над методом решения проблемы. На автомате он распечатал пакетик со снэками и уже хотел запустить в него руку как вдруг замер. Нет-нет, я же обещал начать худеть, но сегодняшние новости стали настоящим шоком. Надо все тщательно обдумать. Новый план. Начну худеть, когда разрешится текущий кризис. А Ван Боуле решил, что диета только отвлечет от проблемы, поэтому начал есть. К сожалению, по итогам размышления он так ни к чему и не пришел. Объявление ректора застало между ним и ректором лежала лестница со слишком большим количеством ступенек. К несчастью, я лишь мелкое должностное лицо. Со вздохом признался Ван Боуле и погладил живот. Если стану президентом федерации, никто не посмеет разговаривать со мной в таком тоне. Он решил занять его ожидательные позиции и посмотреть, как будут развиваться события завтра. Если все будет плохо, он всегда мог предложить подходящий компромисс. На рассвете следующего дня Ван Боуле вышел из медитативного транса и открыл глаза. Приведя себя в порядок, он неспешной походкой двинулся к павильону главного префекта кафедры духовных заготовок. На пути туда ему повстречалось немало студентов, поприветствовав его, они начинали шептаться. Очевидно, они слышали сегодняшний заседание главных префектов. Ван Боуле прищурился и ускорил шаг. Как только он добрался до места, студенты, дежурившие павильоны без лишних вопросов пропустили его. Идя по павильону главного префекта кафедры духовных заготовок, Ван Боуле размышлял над своей ситуацией. В автобиографиях высокопоставленных чиновников советуется подходить к серьезным ситуациям с холодной головой. Я должен спокойно встретить трудности. Глубокий вдох успокоил Ван Боуле, следуя за провожатым, он прибыл к кабинету главного префекта. Внутри уже сидели двое главных префектов, Сау Кунь с кафедры начертаний и Лин Тянь Хао с кафедры духовных заготовок. Это была их первая встреча, Ван Боуле никогда их не видел, но по одинаковым халатам нетрудно было догадаться кто есть кто. Когда Ван Боуле почти дошел до места, где они сидели, оба префекта обернулись. Взгляды троих молодых людей на мгновение пересеклись, Сау Кунь «Прошу!» Ван Боуле сразу же узнал голос. Именно он прислал ему вчера голосовое сообщение. Разумеется, он слышал о втором человеке в комнате, обменявшись любезностями, они растились и молча уставились друг на друга. Арбитр принес поднос чаем, после чего закрыл за собой дверь. В данный момент взгляды студентов факультета хромического оружия были обращены на этот павильон. Ведь там проводилась первая в истории Дова Академии встреча главных префектов. Раз все собрались, можно начинать первое заседание главных префектов. То, что ректор выбрал нас в факультет хромического оружия для пилотного проекта показывает его доверие. Однако, я думаю, что это еще и проверка. С улыбкой поделился своим мнением Лин Тянь Хао. Он посмотрел на Ван Боуле и Цао Куня. Младшие братья Кунь и Боуле, предлагаю обсудить последние дела. Цао Кунь заметил взгляд Лин Тянь Хао и сухо покашлял. Я начну первым. После реформации системы главных префектов на факультете останется три главных префекта, но по всем делам теперь будут проходить голосования. Такие правила установил ректор. Хочу вынести на обсуждение два вопроса. Первый касается арбитров факультета хромического оружия. Их слишком много. Надо понимать, что они волонтеры, работающие на дисциплинарный комитет бесплатно. Их обязанности зачастую мешают учебе. Надо дать ребятам больше времени на занятия. Поэтому я предлагаю распустить часть дисциплинарного комитета. Все-таки это дау-академия, а не организация федерации. Нам ни к чему такой разнутый штат. Сау-кунь достал две нефритовых таблички и передал Лин Тянь Хао и Ван Буэлэ. Это список имен рекомендованных к увольнению. Главный Младший брат Буэлэ, что думаешь? Ван Буэлэ сделал медленный вдох, чтобы успокоиться. При виде имен в списке он чуть не потерял контроль над собой. Оказалось, что в списке были только арбитры кафедры духовных камней, близкие к нему или выбранные лично им. Среди предлагаемых к увольнению арбитров нашлось имя Люда Убиня. Ван Буэлэ понимал свое невыгодное положение и был готов к компромиссу, однако этим предложением другая сторона ясно дала понять, что не собиралась вступать в диалог. Эти двое хотели унизить его. Против! Сурово произнес Ван Буэлэ. Тогда проголосуем. Я согласен с предложением Цао Куня. Выражение лица Лин Тяньхау никак не изменилось, он спокойно поднял руку, Цао Куэлэ сухмылкой тоже поднял руку. Принято! Заключил Ван Буэлэ понял, что оказался в меньшинстве. На этом заседании главных префектов он был бессилен что-то сделать, его лицо посуровело, однако ему пришлось сдержать клокочущий внутри гнев, Цао Куни еще раз не сдержался и ухмыльнулся. Главный префект Тяньхау, у меня второе предложение по поводу дела Хуан Цзина, Джан Лани и остальных. Нас не должно волновать, чем они занимаются за пределами Дао Академии. Предлагаю отпустить всех четверых. Что думаешь, старший брат Тяньхау? Ван Буэлэ, который все это время пытался держать гнев в узде, посмотрел на Цао Куни с таким гневом, словно тот предложил нечто вопиющее. Он мог смириться со многим, но дело Джан Лани и трех его приятелей было для него личным. Он не собирался отпускать их. В словах младшего брата Цао Куни есть смысл. А Джан Лани и три его друга совершили проступок за пределами Дао Академии. Поэтому это находится за пределами нашей юрисдикции. К тому же им скоро предстоят экзамены в Верхнюю Академию. После стольких лет усердной учебы думаю, не надо их отвлекать. Младший брат Бауэлэ, что думаешь? Спросил Лин Тяньхау с наигранной улыбкой. Это уж слишком! Ван Бауэлэ с размаху ударил кулаком по столу и сурово смирил взглядом Лин Тяньхау и Цао Куне. Но первый продолжал улыбаться. Давайте проголосуем. Неграмко предложил он. Я согласен со сделанным предложением. Цао Кунь сухмылко кивнул. Так завершилось второе голосование. Ван Бауэлэ чувствовал себя униженным. Его мнением полностью пренебрегали. Кипя от гнева он внезапно улыбнулся. Примерно в это время он получил сообщение от Люда Убиня. Главный префект будьте осторожны. Я слышал от кое-кого, что главный префект кафедры начертания Цао Кунь распустил вслух, якобы он собирается вас унизить. Это сообщение в панике прислал Люда Убинь, как только до него дошли новости. Ван Бауэлэ не стал отвечать. Пока двое главных префектов улыбались, он поднялся и молниеносно оказался рядом с Цао Кунем. Тот оцепенел, а Линь Тяньхау не успел вовремя среагировать. Когда оба главных префекта пришли в себя, пальцы Ван Бауэлэ уже замкнулись на шее Цао Куня. «Пусти!» – сдавленно закричал Цао Кунь. Его культивация, как и у Ван Бауэлэ, находилась на великой завершенности ступени физической печати, тем не менее Ван Бауэлэ нанес удар первым. Поглощающая семечка заработала в полную силу. Схватив Цао Куня за шею, Ван Бауэлэ не стал давать противнику шанс дать отпор, поэтому, подняв духовную силу в теле, он запечатал его культивацию. «Ван Бауэлэ, что ты делаешь?» – гневно закричал вскочивший со своего места Лин Тяньхао. «Что я делаю? Скоро узнаешь!» – процедил Ван Бауэлэ. Не дав Лин Тяньхао времени опомниться, он сорвался с места, распахнул дверь кабинета главного префекта и с ревом помчался на улицу, таща за собой Цао Куня. «Ван Бауэлэ!» Лин Тяньхао бросился в погоню, на ходу позвав арбитров, чтобы те помогли перехватить Ван Бауэлэ. Многие студенты факультета тхармического оружия в данный момент наблюдали за павильоном, многим хотелось узнать, чем закончится первая встреча главных префектов. Шум внутри привлек их внимание, как вдруг двери с грохотом распахнулись и на улицу вылетел Ван Бауэлэ, таща за собой Цао Куня. «Что происходит?» «Ван Бауэлэ кого-то держит!» «Это что, Цао Кунь?» На глазах изумленной публики Ван Бауэлэ стрелой помчался к границе Дао Академии. Линь Тяньхау вместе с арбитрами вели преследование, но они не могли быстро его нагнать. Вскоре Ван Бауэлэ оказался за пределами Дао Академии на деревянном мосту, перекинутом через озеро Зеленолесье, откуда запустил в воду Цао Куня. Тот с громким всплеском впечатался в поверхность озера. «Ты посмел напасть на меня?» вскричал Цао Кунь. Он никак не ожидал от Ван Бауэлэ такой выходки. Ударив Цао Куня, Ван Бауэлэ наклонился к нему. «Мы за пределами Дао Академии!» с охмелкой сообщил он. «Если следовать твоей логике, то я могу убить тебя, и Дао Академия мне ничего не сделает! Раз у нас теперь такие порядки, сейчас я выбью из тебя вся дерьма!» К этому моменту разъярённый Ван Бауэлэ вплотную придвинулся к своей жертве. Как бы Цао Кунь ни старался вырваться, у него ничего не получалось. Ван Бауэлэ схватил палец и безжалостно сломал его, и с горла Цао Куня вырвался полный боли крик. Но его мучения только начинались, когда на место событий прибыли Лин Тяньхао и арбитры, они стали свидетелями того, как Ван Бауэлэ ударил Цао Куня в пах. Крик побитого префекта перешёл в совершенно иную тональность. Его лицо вмиг посинело, с душераздирающим воем он упал в озёрную воду. С момента нападения Ван Бауэлэ в кабинете главного префекта прошло не больше тридцати секунд, он действовал крайне быстро. Ван Бауэлэ проричал взбешённый Лин Тяньхао. Избиение Цао Куня в его присутствии было равносильно пощёчине. Послав людей спасти Цао Куня, он ожёг Ван Бауэлэ испепеляющим взглядом. Чего уставился? Никогда не видел, как красавчик избивает кого-то? Ван Бауэлэ с презрительной усмёшкой встретил взгляд Лин Тяньхао, а потом надменно отвернулся. В последнюю секунду он поднял большой палец, а потом резко опустил его вниз. Тэээ! По ризжанной этой провокации Лин Тяньхао заскрежетал зубами. Ван Бауэлэ воспользовался лазейкой в их аргументации за то, чтобы отпустить Джан Лани и остальных, поэтому любые попытки наказать его за это избиение будут напрямую противоречить их словам. Хоть Ван Бауэлэ избил человека за пределами Дао Академии, он всё ещё оставался главным префектом. Особенно сегодня, когда они вдвоём игнорировали его всё заседание. В итоге, даже если он уцепится за этот случай, то ничего не сможет сделать Ван Боуле. Да и раздуть эту историю не выйдет. Когда дрожащего и стынущего Цао Куня наконец поставили на ноги, Лин Тяньхао мог лишь попытаться его успокоить, пока сам в ярости сжимал кулаки. Они одержали победу на сегодняшней встрече главных префектов, но вместо радости оба чувствовали себя уязвлёнными. Глава 42. И избавься от них. Ван Боуле важно двинулся прочь от озера. Студенты факультета тхармического оружия поражённо переглядывались. Сегодняшний день оказался очень странным. Сначала Цао Кунь заявил, что собирается унизить Ван Боуле, потом началось заседание главных префектов, но до объявления его итогов они стали свидетелями того, как Ван Боуле выволок Цао Куня за пределы Дао Академии, где публично избил. Промокший, бледный, разгневанный Цао Кунь с жалким видом держался за промежность. Заведенного студенты составили собственную картину событий. Но в одном сходились все. Ван Боуле был непредсказуемым, его действие невозможно было предугадать. Более того, никто не ожидал, что он и вправду ударит, причём не кого-то там, а другого главного префекта. Это никак не укладывалось в голове у студентов факультета от хромического оружия. Лень Тянь Хао и Цао Кунь скрежетали зубами, чувствуя себя уязвлёнными. Особенно Цао Кунь. Ему было очень больно, но потом боль в паху ушла, сменившейся не менее. От страха у него бешено застучало сердце, а потом его затопила ярость. Ван Боуле! Орбитры унесли избитого Цао Куни в лазарет, пока Лень Тянь Хао провожал взглядом Ван Боуле, блёски его глаз с каждой минутой становился всё холоднее и холоднее. Наконец, презрительная усмешка, он вернулся в свой павильон. Среди студентов тотчас завязалась оживлённая дискуссия. Этот Ван Боуле не контролирует себя. После этого случая ему точно не сдобровать. Избить другого главного префекта. Пока новые студенты делились мнениями, их более опытные товарищи лишь покачали головой. За несколько лет учебы они знали, что главным префектам не о чем было беспокоиться, если, конечно, речь шла не о предательстве Дао Академии или совершении какого-то гнусного преступления. Такова реальность. Может, Лень Тянь Хао и хотел что-то сделать в Ван Боуле, но даже с поддержкой проректора ему не удастся вышвырнуть его с поста или из Академии. Как только обо всём узнала Дао Академия, правда, довольно быстро выплыл на поверхность. Особенно после новостей о двух вопросах, которые рассматривались на встрече главных префектов, увольнение всех арбитров, так или иначе связанных с Ван Боуле, и освобождение Джан Ланя с подельниками. Эти новости переполошили весь факультет тхармического оружия. Особождение из-под стражи Джана Ланя и ещё трёх студентов только подлило масло в огонь общественного негодования. Всё-таки поступку Джана Ланя и трёх его друзей не было оправдания. Их невиновность дисциплинарный комитет объяснил тем, что у них не было власти наказывать четверых студентов, поскольку они не нарушали правил академии. Такое объяснение не устроило большую часть студентов. После этого объявления многие вспомнили слова Ван Боуле, когда тот избивал Цао Куня. Теперь учащиеся поняли, в чём было дело. «Одно утешает. Цао Куня хотя бы побили!» С её предложениями согласился главный префект кафедры духовных заготовок. Похоже, слухи оказались правдивыми. Эти два действительно в сговоре! К обсуждениям этого случая присоединились Люда Обинь и другие уволенные арбитры. Движимой обидой, они начали настраивать общественное мнение против двух главных префектов. В итоге Ван Боуле получил лишь строгий выговор. К сожалению, он никак не мог изменить итогов заседания префектов. «Они зашли слишком далеко!» В пещере бессмертного разгневанный Ван Боуле никак не мог успокоиться, и сбиение от Цао Куни не помогло выпустить пар. Двое других главных префектов ему угрожали, унизили его. Как после такого он мог успокоиться? Он стерпел увольнение своих людей, но освобождение от Жан Лани и остальных стало последней каплей. Он был свидетелем их падения в городе и лично произвел арест, но лень Тяньхау и Цао Куни сказили факты и отпустили их на свободу. С таким Ван Боуле совершенно не собирался мириться. В следующие несколько дней он пытался разрешить возникшую проблему. Вдобавок он проинструктировал Люда Убиня навестить семью Сунь Цефана и узнать о маленькой девочке. Немного успокоившись, лень Тяньхау и Цао Куни тоже присоединились к дискуссии. Благодаря их совместным усилиям в дебатах, идущих на просторах духовного интернета и на факультете дхармического оружия, вскоре зазвучали альтернативные мнения. Ван Боуле лишился всей власти. Проиграв голосование, он как загнанный в угол зверь решил прибегнуть к насилию. Этот Ван Боуле главный префект. Как он посмел избить кого-то? Больше о Ван Боуле можно не беспокоиться. Его статус главного префекта теперь номинальный. Ему ничего не остается, как молча проглотить обиду. Подобные точки зрения вскоре стали доминирующими в дискуссии. Тем временем уволенные арбитры и Люда Убинь оказались в незавидной ситуации. Два дисциплинарных комитета начали проверять их старые дела и деятельность в качестве арбитров с потерей дисциплинарным комитетом кафедры духовных камней влияния. Те, кого не коснулось увольнения, сменили стороны и присоединились к расследованию. Начатая чистка набирала обороты, каждый день студентов, воспитываемых Ван Боуле уводили на допрос. Первым в дисциплинарный комитет вызвали Люда Убиньи. Из-за того или, быть может, вопреки тому, что Ван Боуле избил Сао Куни, арбитры со стервенением искали всё, за что можно было зацепиться, не забывая при этом об осмотрительности. Всё-таки Ван Боуле не просто избил кого-то, а ударил главного префекта по самому дорогому. Чёрт подери, они специально подталкивают меня к краю пропасти. Жестоко. У этой проблемы всего одно решение. Избавиться от главного префекта кафедры начертания Сао Куни. В ярости принял решение Ван Боуле. Как только я смещу его с должности, то стану главным префектом обоих кафедр, а значит получу два голоса. На заседаниях префектов я буду в большинстве. Идея была хорошей, вот только она не уняла бушующего в нём гнева. Избавиться от одного недостаточно, подумал он, скрича зубами. Второе тоже должно идти. Тогда я стану главным префектом всех трёх кафедр факультета дхармического оружия. Моё слово станет здесь законом, никто не сможет мне перечить. Тогда в заседаниях префектов отпадёт смысл. Во всем дисциплинарном комитете только я буду принимать решение. Глаза Ван Боуле немного покраснели, этот план полностью решил стоящую перед ним проблему. Ван Боуле не стал заострить внимание на сложности его исполнения. После нескольких дней напряжённых раздумий он пришёл к выводу, что только так мог избавить себя от опасности, наказать мусор вроде Джан Лани и его друзей, спасти Людоубини и других арбитров и, наконец, вернуть себе потерянный статус. Решено! Ван Боуле был готов отдать всего себе новой цели. Приняв решение, он связался с Эхайеном и сказал ему, что хочет купить столько пилюль для памяти, сколько он сможет достать. Потом покинул пещеру Бессмертного, чтобы запастись в провизии для предстоящего уединения. Если у меня всё получится, тогда продолжи командовать факультетом тхармического оружия. Если же нет, проклятие! Надо всё равно придумать способ, как спасти Людоубини и остальных! Ван Боуле практически всегда пребывал в хорошем настроении, но сейчас на нём лица не было. Он выглядел подавленным. Во время похода за снедью студенты факультета тхармического оружия больше не приветствовали его. Они явно боялись попасть в поле зрения арбитров, некоторые с негромким вздохом всё же салютовали ему. Лица всех этих людей Ван Боуле запомнил и кивнул им в ответ. После покупки еды он поспешил к пещере Бессмертного, как говорится, для врагов всякая дорога узка. По пути домой Ван Боуле остановился, заметив впереди семь-восемь студентов, которые о чём-то со смехом разговаривали. Четверо из них были его старыми знакомыми. А Джан Ланни и его друзья улыбались так самодовольно, что Ван Боуле помрачнёл ещё сильнее. Подавленный, он вновь двинулся к своей пещере Бессмертного, а Джан Ланни и его товарищи буквально распирала гордость. Им не только удалось выйти сухими из воды, их ещё сделали арбитрами. Поэтому они уже считали произошедшее не злостным проступком, а наоборот, добрым делом. Завидев Ван Боуле, их ухмылки стали ещё шире. Хоть он и находился сейчас в опале, они не удержались от нескольких едких ремарок. Разве это не главный префект, Ван? Главный префект? Вы плохо выглядите? Может вам сходить в лазарет? Не хотелось бы, чтобы вы умерли от какого-то серьёзного заболевания. Именно. Главный префект в последнее время много злится. Вам следует следить за своим здоровьем. Если с вами что-то случится, это станет для Дао Академии большой потерей. Я тут вспомнил о той девочке. Думаю, сходить навестить её семью. Ван Боуле холодно посмотрел на них. Остановившись, он положил пакет со снедью на землю. Джан Ланя и его друзья чувствовали себя прекрасно, наконец умев отвести душу. Но тут они заметили вооружение лица Ван Боуле. У них перехватило дыхание. Не дав им времени опомниться, Ван Боуле в мгновение ока возник перед Джан Ланем. У него только успели округлиться глаза, как Ван Боуле сбил его с ног, а потом ударил в пах. С диким воплем Джан Лань был отправлен в полёт. Ван Боуле, ты! Трое его товарищей поменялись в лице. Пока они не пришли в себя, Ван Боуле с огромной скоростью нанёс три удара ногой, которые отправили их в полёт вслед за Джан Ланем. Не обращая внимания на их стоны, Ван Боуле разгладил складки на своём халате. Жалко вас увольнять. Поэтому с сегодняшнего дня вводится новое правило. Если попадётесь мне на глаза, получите по удару ногой. Если решите выместить злость на других студентах, тогда я изобью вас до такой степени, что на вас живого места не останется. «Я изобью вас до смерти!» предупредил Ван Боуле, поднял пакет с едой и пошёл вниз по дороге. Несмотря на боль, у Джан Лани и его друзей не выходили из головы слова Ван Боуле. От фразы «живого места не останется» они обильно покрылись потом, а вот угроза избиения до смерти всерьёз их напугала. Никто из них уже не думал о мести. Если они хотят остаться в академии, им ничего не оставалось, кроме как терпеть. Арбитры в их компании горько улыбнулись. Им с самого начала показалось, что эти четверо открыли рот, не подумав перед этим головой. «Этот человек не побоялся избить Сао Куня. Да, он лишился своего влияния, но он точно не тот, с кем стоит шутить». Глава 43. Формула начертаний Ван Боуле заперся в пещере бессмертного для работы в уединении. В прошлом он уже несколько раз такое проделывал, тогда он хотел стать главным префектом, но изначальная мотивация к изоляции не шла ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал сейчас. К тому же его подгоняло чувство опасности и тающего времени. Несмотря на всю решимость, существовало более миллиона начертаний, быстро такое количество запомнить было невозможно. Чтобы обойти Сао Куне, ему требовалось выучить более 400 тысяч начертаний. Совсем непростая задача. Ван Боуле никогда не славился высокой успеваемостью, если бы у него было в запасе несколько десятилетий, быть может он смог бы обойти Сао Куне, но в нынешней ситуации сделать этого он не мог. Его единственной надеждой был Сэхайян. К сожалению, весьма способный главный префект с факультета алхимии печально разводил руки. Достать несколько высококлассных пилюль памяти ему бы не составило труда, но Ван Боуле попросил слишком много. Вдобавок он боялся, что Ван Боуле от передозировки может умереть. Подняв все контакты, он сообщил Ван Боуле неутешительную новость. Для сбора необходимого ему количество пилюль потребуется по меньшей мере два года. Ван Боуле от таких вестей пришел в уныние. Он не мог ждать. Даже если он за два года запомнит четыреста тысяч начертаний, Сао Кунь за это время мог выучить еще больше. Из этого замкнутого круга будет не вырваться, ему никогда не догнать его. Ван Боуле не собирался позволять и дальше угасать своему влиянию. Ему не хотелось, чтобы заключение Люда Убиня с товарищами и свобода Джан Лани с прихвостнями долились дольше необходимого. «Есть один метод!» Ван Боуле глубоко вдохнул и без особой охоты достал черную мазку. Он не очень доверял этому предмету, поскольку не знал, где отец его достал. Как-то он даже хотел отправить ему сообщение, но в итоге так и не решился. Загадочная маска явно таила в себе не один секрет. Ван Боуле боялся, что если о ней кто-то узнает, у его семьи могут быть неприятности. Поэтому он планировал расспросить отца, когда вернется домой на каникулы. Ван Боуле долго не мог решиться, в конечном счете он стиснул зубы и вошел в мир иллюзий. Перед ним в Найв стоял знакомый пейзаж, ледяная равнина, где гулял пронизывающий до костей ветер. Где-то вдалеке виднелись силуэты каких-то зверей, а еще дальше проглядывались очертания, покрытых снегом гор. В сравнении с прошлым визитом мир иллюзий стал выглядеть намного реалистичней. После изучения техники поглощения отцы великой пустоты и получения статуса главного префекта, Ван Боуле очень хотел возвращаться в мир иллюзий. Он подозревал, что в маске кто-то прячется. Почти наверняка это была женщина. Но не это было главной причиной нежелания возвращаться. Мир иллюзий напоминал Ван Боуле о всех тех пытках и боли, что ему довелось пережить во время изучения техники захвата великой пустоты. Стоило ему вернуться сюда, как у него заныло в паху. К сожалению, другого способа не было, Ван Боуле нехотя достал маску, пробурчав что-то себе под нос, он покашлял и спросил. «Амна, у тебя случайно нет способа запомнить миллион начертаний за несколько дней?» Вопреки ожиданиям, маска никак не отреагировала. «Перестала работать?» – подумал Ван Боуле и удивленно почесал затылок. Немного подумав, он произнес уже тише. «Я знаю, ты слышишь меня. Эм, я знаю, что какое-то время не появлялся. Было много дел. Не пойми меня неправильно. Я не забыл о тебе сразу, как только ты отслужил свое». Покрутив маску в руке, Ван Боуле так и не заметил реакции. «Ну не надо так. Я признаю свое вино. Обещаю никогда тебя не бросать и часто навещать. Лапуля, ну же, помоги мне!» Ван Боуле цеплялся за соломинку. Если маска не ответит, его дальнейшая жизнь на факультете дхармического оружия станет невыносимой. От этой мысли он покрылся потом. Он сделал глубокий вдох и попробовал зайти с другой стороны. В этот раз он заговорил очень нежно и искренне, словно обхаживал и задабривал девушку в маске. «Лапуля, ты мне всегда нравилась, но я боялся признаться в этом. Я очень стеснительный. Да я и сейчас смущаюсь». Никакой реакции. Ван Боуле решился на безрассудный шаг в свое самое секретное оружие. «Лапуля, ты ведь хочешь подарок?» Как только Ван Боуле это сказал, маска засияла. Глаза Ван Боуле загорелись. Ему это сияние показалось прекраснее самой красивой радуги. К его радости на маске проступили слова «Какой подарок?» Ван Боуле моргнул. Его теория о том, что внутри кто-то скрывался, наконец-то подтвердилась. Прочистив горло, он предельно серьезным тоном неграмко заявил. «Я дам тебе себя! Хочешь? Я дарю тебе себя! Хочешь?» Маска внезапно поблекла, а потом из нее ударила пурпурная молния. Все произошло настолько неожиданно, что Ван Боуле только и мог что наблюдать за приближением пурпурного разряда. Над равниной послышался хлопок, а потом воздух прорезал крик. Волосы Ван Боуле встали дыбом. Чувствуя жуткую боль, он рухнул в снег. Прошло довольно много времени, прежде чем он наконец выполнился с сугроба. «Лапуля! Если не хочешь, надо было просто сказать, а не биться током!» В этот раз Маска не стала бить молнией, на ее поверхности появилось несколько строчек текста. Ван Боуле тут же забыл о боли. Только он поднес Маску поближе, как слова затуманились, поэтому он не смог их прочесть. Сияние Маски усилилось, а потом на ее поверхности появилось еще больше текста, однако очень быстро и он исчез. Словно Маска стерла текст и начала писать его заново. Ван Боуле сразу понял, Лапуля в Маске о чем-то серьезно задумалась. Глядя на Маску, он никак не мог успокоить расшалившиеся нервы. Через пять минут текст исчез, на его месте появилась формула. Под ней находилось объяснение, из которого следовало, что Ван Боуле требовалось наизусть выучить формулу, а также несколько ключевых начертаний. После этого он сможет производить необходимые расчеты у себя в голове. Среди 150 тысяч начертаний, которые запомнил Ван Боуле, были эти самые ключевые узоры, поэтому он уже мог использовать формулу. Дыхание Ван Боуле участилось, с улыбкой до ушей он поцеловал Маску, только губы коснулись ее поверхности, как она заискрилась электричеством. «Это недоразумение, ты меня неправильно поняла!» Попытался оправдаться перепуганный Ван Боуле. «Кровь в голову ударила! Не нервничай так, Лапуля!» Спустя какое-то время электрические всполохи исчезли. Ван Боуле в страхе утер пот и с тяжелым вздохом стал заучивать формулу. Очень быстро вскрылась новая проблема. «Эм, Лапуля, небольшая проблема. Формула не требует запоминания всех начертаний, однако при использовании ее во время переплавки артефактов мне придется производить расчеты. Как по волшебству рассчитать ответ, да еще и правильный? Если я буду делать это медленно и не ложусь в отведенное для переплавки время, тогда мне проще просто полистать сборник начертаний. Этот мысленный расчет нельзя быстро освоить». Ван Боуле опять впал в отчаяние. Надежда была так близко, но он никак не мог дотянуться до нее. Маска засияла и выдала еще порцию текста. Там было сказано, что если он будет практиковаться в использовании формулы в мире иллюзий, то дело пойдет значительно быстрее. «Практиковаться здесь?» – удивленно переспросил Ван Боуле. Текст на маске вновь изменился, теперь там появился ряд начертаний, словно маска хотела, чтобы он прямо сейчас высчитал формулой ответ. Глядя на начертания, Ван Боуле почесал голову, он еще не успел вставить их в формулу, как из маски в него внезапно ударила молния. Похоже, если он не укладывается в отведенное время, его ждало наказание громовой разряд. Опять? Тело Ван Боуле наэлектризовалось, волосы задымились. Пока он что-то кричал, на маске появился второй вопрос. Ван Боуле вздрегнул и быстро начал расчет. Но его второй раз не уложился вовремя, за что получил еще один разряд. Вновь по заснеженным равнинам мира иллюзий начало гулять эхо нескончаемых воплей Ван Боуле. Его больше не били в пах, с другой стороны частота наказаний была во много раз выше, отчего Ван Боуле начал оказаться, будто он сходит с ума. Среди грохота от ударов молнии звучали все более жалкие вопли Ван Боуле. «Я ничему не научусь! Ай, больно! Хватит уже! Ты опять ударила меня током!» Глаза Ван Боуле безумно бегали из стороны в сторону, кожа почернела и слегка дымилась. Из забьющих из раза в раз молнии тело ныло от боли и, казалось, трещало по швам. «В этой маске прячется никакая не лапуля, а настоящая старая корга!» «Вой от боли», — подумал он. По его мнению, в мире не было пытки страшнее, но только так он мог запомнить все начертания. Шипя и крича от боли, он продолжил проводить мысленные расчеты. Глава 44. Лекционный зал ректора Прошло десять дней мучений и боли. Все это время Лин Тяньхау и Цау Кунь продолжили чистку среди учащихся кафедры духовных камней, в застенки дисциплинарного комитета уводили все новых студентов. Из-за большого количества подследственных и царящего хаоса требовалось собрать внушительную доказательную базу, на данный момент люди под следствием пока просто находились в заключении. Им еще не успели избрать наказание, тем не менее студенты считали это вопросом времени, если ситуация не изменится, то рано или поздно все будут наказаны в той или иной степени. Ван Буэлэ десять дней не покидал пещеры бессмертного, изредка он выбирался из мира иллюзий, чтобы поесть, потом он с кислой миной возвращался обратно в царство боли. Небеса, когда это закончится? Ван Буэлэ пробрал холодный пот от одной мысли, изучая моим системе расчетов, он чувствовал себя разбитым и подавленным, будто потерял что-то очень дорогое. На мысли о своем долге и целях помогали ему держаться, стискивая зубы, он из раза в раз возвращался к пытке. Под градом молнии способность Ван Буэлэ к мысленным расчетам заметно возросла. От молнии он все еще дико кричал, однако временный расчет формулы уже требовалось все меньше. С постепенным населением молний, а значит и боли, Ван Буэлэ использовал весь свой скрытый потенциал. Он очень боялся умереть, если не будет работать достаточно быстро. Пока расположение начертаний было не слишком сложным, он мог найти ответ за несколько секунд. Такая скорость не удовлетворила маску, поэтому она дала Ван Буэлэ меньше времени на размышления, при этом увеличив количество и сложность начертаний. С этого момента крики Ван Буэлэ стали особенно душераздирающими. Прошло еще десять дней, Ван Буэлэ потерял счет времени. Он бы и дальше сидел в мире иллюзий, если бы не сообщение от ректора. Главные префекты факультетов Нижнего острова Далу Академии Эфира назывались учениками ректора, потому что их изредка собирал ректор. Он открывал свой лекционный зал, где лично давал лекцию и отвечал на вопросы главных префектов, такого рода мероприятия были обязательными к посещению. На всем острове Нижней Академии только ректор обладал такой властью, а он знал все о преподаваемом материале на факультетах Нижней Академии. К тому же он изучил каждого из своих подопечных, поэтому мог объяснить материал любому главному префекту. В случае необходимости он обладал властью позвать мастеров культивации из Верхней Академии для своих главных префектов. В сообщении говорилось о времени начала лекции, а также упоминалось, что участие было строго обязательным. Ван Буэлэ вернулся из мира иллюзий в пещеру Бессмертного, от каждого шага он вздрагивал, его прическа напоминала птичье гнездо, безжизненный взгляд ничего не выражал. Хоть Ван Буэлэ уже находился в реальном, а не иллюзорном мире, он продолжал бубнить себе под нос. Для создания начертаний скорости требуется соотнести и просчитать 731 вид базовых начертаний, а потом произвести 9 систематических расчетов. Начертания индексации духовной энергии. Существует 3185 способов. Первый метод включает расчет. Шатаясь, Ван Буэлэ брел по дороге, пока в голове проносились бесконечные верницы цифры уравнений. Практически все его внимание было сосредоточено на мысленных расчетах, лишь крохотная честь следила за тем, куда идти. Встречавшие Ван Буэлэ студенты удивленно замирали при виде его состояния. Ван Буэлэ, что с ним случилось? Выглядит так, будто он спятил. Что он бормочет? Жаль его. Он что, не смог смириться с потерей авторитета, и у него поехала крыша? Студенты факультета дхармического оружия старались говорить тихо, но Ван Буэлэ не услышал их, даже если бы они кричали во весь голос. Производя в голове расчет за расчетом, он прибыл на пик реактора. Это был его первый визит сюда. Старый Ван Буэлэ наверняка с интересом стал бы осматривать окружение, но сегодня в его голове не было ничего, кроме цифр. Ему пришлось сделать мысленные усилия, чтобы подняться на гору к павильону реактора. Из-за затуманенной расчетами головы он пришел на лекцию последним. К счастью, до начала еще оставалось время, поэтому он не опоздал. В огромном зале он увидел уже рассевшихся главных префектов всех факультетов, включая Джена Ляна, Цао Куне и Лин Тяньхао. В лекционном зале реактора не разрешалось шуметь, поэтому Джен Ляна беспокойно посмотрел на него и кивнул. Цао Кунь презрительно усмехнулся, а глаза Лин Тяньхао холодно блеснули, после чего он отвернулся. Остальные главные префекты тоже заметили Ван Буэлэ, все-таки совсем недавно он прославился на всю Нижнюю Академию. Он потерял свое влияние, но неизвестность. Те, кто видел его впервые, были разочарованы. Облик Ван Буэлэ создал у них ложное представление, будто после недавних событий он совсем опустил руки. Перед студентами на коврике с закрытыми глазами сидел старый доктор. Почувствовав приход Ван Буэлэ, он открыл глаза. Состояние Ван Буэлэ немного его удивило. Собравшись с духом, Ван Буэлэ поприветствовал ректора и нашел себе место. Он уже давно знал должность старого доктора, это не было большим секретом в Академии, что до мнения окружающих о его персоне у него не было сил думать об этом. Усевшись, он опять вернулся к мысленным расчетам, с тех пор, как он впервые увидел формулу, это уже вошло в привычку. Около двадцати дней истязания молниями выработали в нем подсознательный страх. Он боялся получить удар током, если не сможет мгновенно произвести необходимые расчеты. При виде апатично склонившего голову Ван Буэлэ, старый доктор только покачал головой. Первой темой лекции стали факультеты Нижней Академии. Он назвал факультет ловушек, алхимии, древних боевых искусств, дхармического оружия, магических формаций и просветления дао. А сколько я вижу, у всех факультетов есть определенные сходства. К примеру, факультеты ловушек и дхармического оружия изучают способы переплавки предметов. Не стоит забывать о факультете магических формаций. Преподаваемая там наука очень похожа на начертания. Даже факультет боевых искусств изучает не только культивацию тела. Если вы сможете попасть в Верхнюю Академию, то сами все поймете. Путь тернист труден. Оно требует, чтобы вы все работали сообща и поддерживали друг друга, дабы продвигаться по пути культивации. Что до факультета просветления дао? Не сдавайтесь. Ныне в федерации установилась единая позиция относительно этого факультета. Путь просветления – это дорога, которую никому не миновать в поисках великого дао. За рассказом старого доктора незаметно летело время. Даваемые им знания усваивались очень легко. Иногда он объяснял все в деталях, иногда ограничивался краткой ремаркой. Хоть главные префекты являлись выдающимися студентами своих факультетов, в ходе лекции они все равно очень много узнали. На должность ректора Нижней Академии явно не назначался, кто попало. Гуляли слухи, что старый доктор принадлежал к великому поколению выпускников Верхней Академии. Из-за преклонного возраста он возглавил Нижнюю Академию, дабы растить юные дарования, которые впоследствии могли поступить в Верхнюю Академию. Лекция длилась практически весь день. На закате старый доктор отпил чай и завершил лекцию, а он говорил практически целый день, но нисколько не устал. С улыбкой поставив чашку на место, он скользнул взглядом по аудитории. На сегодня все. У вас есть вопросы? Главные префекты тут же оживились, первым задал вопрос префект с факультета просветления Дао. «Ректор, вы сказали, что факультет просветления Дао это дорога, которую никому не миновать, в попытке понять Дао. И что путь просветления указывает на источник? О каком источнике идет речь?» Этот вопрос заставил задуматься всех главных префектов. По правде говоря, в Академии факультет просветления Дао занимал особое положение. У этих студентов не было официальных занятий, большую часть времени они проводили за размышлениями о вселенной в попытке обрести просветление. Главное, префекты избирали по результатам ежемесячных эссе, где студенты делились своими измышлениями. Если бы прошлый президент Федерации не был выпускником факультета просветления Дао, доказав всем, что и так можно потрясти весь мир, то сам факультет давно бы уже упразднили. Вопрос вызвал у старого доктора улыбку. «Путь источника, согласно моему уровню культивацию и знаниям, очень сложен в понимании». Глубокомысленный изрек старик, погладив бородку. «Во фрагментах пронзившего солнца меча говорилось, что всё во вселенной можно найти в источнике. С путем источника, выбрав всего один путь, можно пройти по небесному своду». Главный префект факультета просветления Дао задумчиво кивнул. Вскоре остальные начали задавать реактуру вопросы. На каждый вопрос старый доктор отвечал очень развернуто. Некоторые разрешали непонимание студентов, другие заставили задуматься. Когда поток вопросов истек, Ван Буэлэ заставил себя поднять голову и сконцентрироваться. У него тоже имелись вопросы. В ходе расчетов по формуле он натолкнулся на огромное их множество. Он мог их решить, но это не помогало ему добиться понимания. «Электор, у меня вопрос относительно начертаний. Существуют сотни тысяч начертаний, собирающие духовную энергию. Каждый из них делает одно и то же. Собирает духовную энергию. Так почему их так много? Какой в этом смысл?» Главный префект кафедренной чертани Цоукунь рассмеялся, не дав старому доктору ответить. Он поднялся и поклонился старику. «Электор, это очень простой вопрос. Любой студент, посетивший хотя бы пару занятий по начертаниям, может ответить на него. «Электор, могу ли я ответить на вопрос младшего брата Бауэлэ?» После добрительного кивка старика Цоукунь повернулся к нему спиной и посмотрел на ван Бауэлэ с нескрываемым презрением, к которому примешивалось далеко ненависти. Глава сорок пятая. У меня еще вопрос. Младший брат Бауэлэ, существование более тысячи начертаний для конденсации духовной энергии обусловлено различием материалов для переплавки артефактов. Из-за разницы духовных заготовок и материалов, человек не может просто использовать первые понравившиеся начертания для конденсации духовной энергии. Вместо этого надо корректировать и подгонять их в конкретную комбинацию. Эти слова Цоукунь сказал тоном мастера начертаний, словно он действительно разбирался в предмете. Стать главным префектом этой кафедры мог только студент, лучше всех владеющий начертаниями. Его знания в этой области были очевидны, но это не отменяло негативное кросс сказанного. Цоукунь был очень мелочным человеком, с таким характером он не забывал даже самых мелких обид. Он всем сердцем ненавидел ван Бауэлэ за то, что тот унизил и избил его перед всем факультетом тхармического оружия, поэтому он решил воспользоваться шансом и пристыдить ван Бауэлэ перед ректором. Я не знаю, понял ли сказанное младший брат Бауэлэ. Если нет, то даже не знаю, что еще могу сделать. Мой тебе совет, начни посещать занятия по начертанию, вместо того, чтобы упиваться властью главного префекта. Хватит уже бездельничать и перестань задавать такие простые вопросы, так ты только теряешь лицо. Если у тебя есть еще что спросить, я объясню тебе все вместо ректора. Цоукунь произнес все это высокомерным тоном, словно попрекал нерадиового ученика. Перед тем, как сесть он поклонился ректору, Лентянь Хао рядом улыбнулся. Остальные главные префекты приглянулись, но ничего не сказали. Старый доктор знал о трениях между главными префектами факультета дхармического оружия, вот только у него не было ни малейшего желания вмешиваться в дрязги студентов. Еще вопросы? Если нет, на сегодня закончим. Старый доктор поднялся, собираясь закончить лекцию. «Ректор, у меня еще вопрос». Дыхание Ван Буэлэ немного ускорилось, глаза заблестели. В любое другое время Ван Буэлэ обязательно бы ответил на издевку Цоукуни, но сегодня у него в голове были только вопросы на чертаниях. Ответ Цоукуни оказался весьма познавательным, это решило многие мучающие его вопросы относительно на чертани духовной энергии. С новой информацией Ван Буэлэ показалось, что у него даже возросла скорость расчетов. Услушав слова ректора, он тут же обратился к Цоукуню. «Старший брат Цоу, относительно пустого начертания, находящегося в сборнике под номером 31945, почему эффект изменяется в зависимости от времени, месяца и даже влажности?» Этот вопрос всегда отнимал Иван Буэлэ много времени при проведении мысльных расчетов. Он мог рассчитать ответ, но не понимал лежащей за ним теории. В сборнике начертаний содержались десятки тысяч таких бесполезных пустых начертаний, однако без них нельзя было составить сложный узор. «Эмм...» Цоукуня торопил. Первый вопрос Ван Буэлэ был довольно простым, но этот оказался значительно сложнее. Над вопросом о пустых начертаниях пришлось какое-то время поломать голову, спустя какое-то время он наконец сумел дать ответ. «Старший брат Цоу?» Не моргнув глазом, спросил Ван Буэлэ. В аннотации к начертаниям раньше упоминалась некая концепция наблюдения в дау-начертании под номером 7900003. «Я не совсем понимаю. Старший брат Цоу, в начертаниях под номерами с 900000 вплоть до 910000 очень часто добавляется начертание «руна пара». Не очень понятно зачем, не мог бы ты объяснить. Старший брат Цоу, еще вопрос о заимствовании духа». Каждый следующий вопрос был сложнее предыдущего. Сначала у Цоу Куни лоб покрылся испариной, потом он весь взапрел. Про себя он уже проклинал надоедливость Ван Буэлэ. Ему казалось, что тот делает это специально. Раз он вызвался отвечать на вопросы, то уже не мог отвертеться. От переполнявшей его ярости грудь Цоу Куни начала вздыматься все чаще, неспособность ответить на поставленные вопросы, будучи главным префектом кафедры начертания, сводила его с ума. К тому же от обращения старший брат Цоу его пробивало зноб. Когда он смотрел на Ван Буэлэ, весь мир начинал краснеть. Лень Тяньхау нахмурился. На многие заданных вопросов даже он не мог ответить. Остальные главные префекты не ожидали такого окончания лекции. При виде того, как Цоу Куни раз за разом утерял испарину со лба, они удивились еще сильнее. Даже ректор задумчиво взглянул на Ван Буэлэ, заметив забуксовавшего на последнем вопросе Цоу Куни, он с улыбкой ответил за него. Ван Буэлэ, у тебя сложилось немного ошибочное понимание о заимствовании духа. На самом деле она заимствует духовную энергию неба и земли из энергии других хромических артефактов и всего в мире. Гор, рек и даже живых созданий. Из всего этого можно заимствовать духовную энергию. У Ван Буэлэ в голове как будто что-то щелкнуло, словно ему передали сокровенные знания. В этот миг все ментальные стены, которыми для него были многие изначертания исчезли, его разум стал чист, как горный снег. «Премного благодарен за вашу помощь, ректор! У меня есть еще один вопрос!» Теперь радостный Ван Буэлэ принялся засыпать вопросами уже ректора. Какое-то время стрик отвечал без запинки, но постепенно и его лоб начал покрываться испариной. Что-то Цао Куня тут никак не мог нарадоваться своей удаче, если бы ректор не перехватил эстафету, то он бы оказался в весьма неловком положении. Ведь о большинстве тем, которые Ван Буэлэ поднимал в своих вопросах, он вообще никогда не слышал. Своими вопросами Ван Буэлэ заходил все дальше в теоретические дебри, отчего и росла их сложность. Причина была проста. В отличие от остальных, он изучал начертания путем систематического разбора и анализа. Даже сам Ван Буэлэ не знал, сколько за последние 20 дней выучил начертаний. Беспрерывные мозговые штурмы расчеты со временем позволили ему понять причины возникновения всех этих ментальных блоков. У него отсутствовали базовые знания о начертаниях. К тому же во время расчетов по формуле он забрался в области, которых практически не касались другие люди. И сегодня ему представился отличный шанс все прояснить. Ван Буэлэ напоминал ржавый механизм, в который налили машинного масла. Этим маслом были ответы Цао Куни и Ректора, каждый снятый ментальный блок резко увеличивал скорость его расчетов. Благодарю, ректор. Еще вопрос. Вы только что сказали о пересекающихся начертаниях. Но если я захочу получить начертания скорости, то могу использовать начертания ветра или движения. Вариантов очень много. Какие из них я могу наложить друг на друга, чтобы усилить эффект? После этого вопроса ректор утер под солба. В его взгляде на мгновение промелькнула беспомощность. С горечью он был вынужден признать, что давление стало слишком большим. Однако он не мог отмахнуться от студента. Просто вопросы в НБЛО усложнились настолько, что уже выходили за пределы его компетенции, поэтому он активировал кольцопередатчик и позвал бородача и других преподавателей с факультета хромического оружия. Главные префекты в аудитории не знали, что думать. Даже зная о запрете на шум, они больше не могли молчать. Началась дискуссия. Откуда у НБЛО столько вопросов? Даже ректор был вынужден вузу к подмогу. Он главный префект кафедры духовных камней или кафедры начертания? Пока студенты в полголоса беседовали, Цао Кунь чувствовал странное давление, опасность. Вскоре в лекционный зал прибыли бородача и другие преподаватели факультета хромического оружия и очень странно покосились на Ван Булы. На пути к горе их вели в курс дела, поэтому они расселись и стали отвечать на вопросы. С появлением подмоги ректор вновь успокоился и с улыбкой смотрел зал. Вскоре усложняющиеся вопросы Ван Булы вынудили бородача и остальных долго совещаться перед ответом. Одно дело запомнить миллион начертаний и совсем другое знать, как они взаимодействуют друг с другом. Во втором случае сложность возрастала стократно. Никто из них не мог сказать, что знал обо всех эффектах, получаемых из комбинаций начертаний. Система Ван Булы полностью пропускала заучивание. В итоге благодаря формуле ему был доступен весь миллион начертаний и невероятное количество вариаций и комбинаций. Поэтому в своих вопросах он не зацикливался на самих начертаниях и выинтересовала суть возникающих проблем при их использовании. После долгого совещания они наконец дали ответ, Ван Булы с чувством хлопнул себе по ноге. Вот оно как! Теперь я понял! Спасибо, ректор! Декан! Преподаватели! Позвольте ещё спросить. Для изготовления тхормического артефакта, способного создавать ветряной клинок, нужно замкнуть начертания тепла и холода в петлю. Эти два начертания, состоящие из множества базовых начертаний, вырезаются на разных духовных камнях. Ввиду такого сходства, как мне вырезать начертания таким образом, чтобы оба эффекта поместились на одном духовном камне и не конфликтовали друг с другом? Глаза Ван Булы ярко сияли. Он уже забыл, что находился в лекционном зале ректора. По его мнению, происходящее служило углублению понимания им предмета и увеличению скорости мысленных расчётов. Он хотел достичь неимоверной скорости. После того вопроса по толпе прокатился коллективный вздох, люди в аудитории во все глаза уставились на него, особенно преподаватели начертания. «Это продвинутые знания начертаний, которые преподают в павильоне дхармического оружия острова Верхней Академии», — воскликнул один из них. «Ты… ты уже приступил к изучению такой сложной темы?» Глава 46. ПРАКТИКИ После удивлённого возгласа преподавателя начертания все главные префекты охнули. Они недоверчиво косились на Ван Булы, пытаясь осмыслить прозвучавшую мысль. «Знание уровня Верхней Академии? Как такое возможно? Если кто-то, конечно, не научил его. Но это маловероятно. Он же не мог дойти до материала, преподаваемого в Верхней Академии путём изучения базового курса Нижней. «Небеса, он вообще человек?» Главными префектами обычно становились лучшие студенты факультета. Своего рода аномалии в глазах других учащихся. Но сегодня для самих главных префектов аномалией уже стал Ван Булы. Лин Тяньхао стала слегка не по себе, но больше всех из присутствующих нервничал Цао Кунь. Ни ректор, ни декан не испытывали такого напряжения, как он сейчас. Он был главным префектом кафедры начертания, но своими вопросами Ван Булы показал знания даже глубже его собственных. У него в груди бешено застучало сердце, а от нервов слегка поплыла перед глазами аудитория. «Мне нечего бояться. Ван Булы совсем недавно стал главным префектом кафедры духовных камней. Он просто не может знать о начертаниях больше меня. Моя позиция непоколебима. Ему не сместить меня!» Глаза Цао Куня покраснели. Он пытался успокоить себя, но никакие слова не помогали. Ван Булы не слышал разговоров людей. Его не заботило ничего, кроме поиска знаний. Этот вопрос был одним из многих, которые ему задала маска «Его Гордиев узел». На его решение у него всегда уходило много времени, и каждый раз он получал разные ответы. Из-за этого каждый раз, как ему попадался этот вопрос, он уже чувствовал, как в него била молния. И теперь ему очень хотелось знать ответ преподавателей, он хотел получить объяснение, дабы на последующих занятиях с маской не допускать ошибок в такого рода вопросах. Вот только этот вопрос был из области знаний, преподаваемых в Верхней Академии, поэтому преподаватели Нижней Академии не смогли сразу дать ответ. Как горячей дискуссии присоединился даже ректор. Старику приходилось нелегко, да и бородач чувствовал бессилие. Во время дискуссии все преподаватели про себя горько смеялись. Не зря говорят, если скачешь верхом на Тигре, трудно спешиться. Хуже всего было то, что они не могли уйти. Своим уходом они показали бы неспособность ответить на вопрос студента. На такой постыдный поступок никто не готов был пойти. В итоге им пришлось напрячь звелины, а после затянувшегося обсуждения они наконец дали ответ, взбодраженный настолько, что его лицо покраснело. Ван Булэ сдержал порыв и не стал бить себя кулаком в грудь. Однако он задал следующий вопрос. Снаружи уже стемнело. Ректор, декан и другие преподаватели чувствовали растущую сложность вопросов, теперь они в основном касались продвинутых знаний на чертаниях, а последние так и вовсе затрагивали их разложение. Еще более сложный аспект предмета. Это уже было из области теории начертаний, которые изучали исследователи федеративного уровня. На что-то подобное уже не могли ответить преподаватели простой Нижней Академии. Все учителя и бородач с недовольством покосились на ректора, под их тяжелыми взглядами ему стало не по себе. Откуда ему было знать, что простая лекция и серия вопросов закончатся подобным образом? Студент Нижней Академии поставил его, ректора, в тупик. Стиснув зубы, старый доктор активировал кольцопередатчик и послал сообщение обратно наставнику из павильона Тхармического Оружия Верхней Академии. Да, у Академии эфира подразделялось на Верхнюю и Нижнюю Академии. Попадание в Верхнюю Академию было сродни прыжку карпа через врата дракона. Кандидат переставал быть человеком, он становился практиком. Аналог факультета в Верхней Академии носил название Павильон Тхармического Оружия. Старейшина обладал в павильоне наивысшей властью, только мастер Тхармического Оружия мог занять эту должность. Сидящий в позе лотоса старейшина Павильон Тхармического Оружия был заинтригован сообщением. Прилагаемый к нему вопрос разжёк в мастере любопытства. Как любопытно! Со смехом он поднялся, как вдруг туман под его ногами превратился в летающий меч. На нём он взмыл в небо, причём с такой скоростью, что его окружил радужный свет. Разорвав само пространство, он возник над горой Ректора. В момент его появления прогремел хлопок, а исходящее от него давление распугало всех птиц и животных на горе. Даже студенты во всех уголках острова поражённо посмотрели в ночное небо. Невероятное давление особенно хорошо ощущали люди на пике Ректора. С появлением старейшины главные префекты изумлённо вскрикнули и повскакивали с мест. Ван Буэлла тоже поднял глаза и увидел в небе старейшину в белом халате с совершенно необычайной аурой. А лицо стоящего на летающем мече старика было здорового розоватого оттенка. Глаза ярко сияли. По толпе в аудитории прокатился вздох. «Практик!» Большинство главных префектов, включая Джаналяна, зашептались. В эру духовного истока культивации занимались практически все, однако большинство находились на стадии древних боевых искусств. Только тот, кто преодолевал стадию древних боевых искусств, обретал истинное дыхание, поднимался на стадию истинного дыхания и становился практиком. Старейшина явно находился выше стадии истинного дыхания, от одного давления дрогнули сердца всех присутствующих, словно один взгляд на него мог лишить разума и души. Особенно привлекал внимание сияющий меч под ногами старейшины, который искажал пространство вокруг. Нетрудно представить, что мог устроить этот меч, если применить его по назначению. «Должно быть духовное сокровище или даже тхармическое оружие!» Цао Кунь потерял дар речи. В отличие от ошеломленной толпы, ректор, декан и другие преподаватели поднялись и вышли поприветствовать старейшину. «Моё почтение, брат-наставник!» Сказал ректор и почтительно накрыл ладонью кулак. Старейшина со смехом пошёл вперёд, летающий меч исчез из-под его ног и остался медленно в расчёт над головой. Всё это очень впечатляло. Старейшина подхватила ректора за руку и помог ему выпрямиться. «Ну зачем ты так, братец-наставник? Серьёзно, ты упрямый, как мол?» Старейшина и ректор явно были знакомы, причём давно. Старейшина покачал головой и что-то коротко сказал, после чего вошёл вместе с ректором в лекционный зал и сел впереди. Деканы-преподаватели почтительно стояли по обеим сторонам от старейшины, в их глазах легко угадывалось восхищение. «Неплохо! Сколько юных дарований!» Всех поудобней, старейшина окинул взглядом всех главных префектов, каждый под взглядом гостя расправлял плечи и гордо задирал подбородок. Ван Буэлэ тоже выпятил грудь. Он смотрел на старейшину с нескрываемой завистью, он завидовал и вот хармическому артефакту, культивации и статусу. Всего этого он упорно добивался. Да и другие главные префекты хотели стать кем-то вроде старейшины. «Неплохо! Какие энергичные! Ах и молодость!» Старейшина рассмеялся, а ректор довольно его оценкой улыбнулся. Обменявшись ещё парой слов, ректор вернулся к вопросу Ван Буэлэ. Поглаживая бороду, старейшин одобрительно посмотрел на Ван Буэлэ. «И правда, вопрос включает в себя продвинутые знания на чертаниях. Сам по себе предмет довольно сложный. Когда попадёте в Верхнюю Академию, всё сами поймёте. Сейчас же я остановлюсь только на самом главном – упрощении. Уберите лишние начертания. Оставшиеся базовые начертания нельзя убирать. Многие процессы не описаны в книгах, их можно создать только самому путём экспериментов. В данный момент после упрощения начертаний холода и тепла останется 97 видов начертаний. Над проблемой уменьшения количества начертаний несколько лет боются преподаватели Федерации. Надеюсь, однажды вы сможете уменьшить итоговое число до 96 или 95. Кто знает, может вам удастся достичь чего-то большего». Голос старейшины был слышен во всем зале, сердце Ван Буэлэ дрогнуло. Это не помогло ему избавиться от сомнений, но слово упрощения дало ему направление. «Если следовать этому вектору, то его скорость расчёта по формуле точно вырастет». «Огромное спасибо, почтённый!» Поблагодарил Ван Буэлэ, накрыв ладонью кулак. Другие студенты в помещении смотрели на него с завистью. Теперь все поняли, что старейшина прибыл из-за вопроса Ван Буэлэ. Ван Буэлэ внезапно стало дурно. Он задрожал, но не от восхищения, а от чёрной зависти. Его уже не первый раз за день посетило странное чувство, будто его положение главного префекта находится под угрозой. «Ван Буэлэ, если у тебя есть ещё вопросы, задавай». После облегчённого вздоха предложил ректор. «Не стесняйся!» С улыбкой добавил старейшина. Ван Буэлэ понял, что ему выпал редчайший шанс. Он опять накрыл ладонью кулак и начал задавать скопившиеся вопросы. «Конденсация духа, которая включает 50 тысяч начертаний, как мне её распознать?» «Конденсацию духа можно распознать, только полагаясь на ощущение восприятия». «Я видел миллион узоров, скрываемых в пустых начертаниях. Эти начертания выглядят универсальными, но почему-то не сходятся с другими начертаниями, словно они особенные». «Всё верно, они действительно универсальны». «Разложение множества пустых начертаний, которых на самом деле всего 13, создаёт бесконечное множество. Ты правильно заметил, они особенные из-за этих 13 дау-начертаний. Мы получили их не из меча в космосе, нет. Их авторами являются мастера 13 эпиков Федерации, каждый из которых создал дау». На вопросы, вызывавшие у бордачей остальных огромные трудности, старейшина отвечал совершенно спокойно. Ему не требовалось время на размышления, даже его ответы несли с собой мистический отпечаток. У главных префектов сердце трепетало в груди, а вот Ван Буэлэ, казалось, прозрел. Во время этой игры в вопрос-ответ люди в зале чувствовали себя неловко, словно не стали простыми статистами, тогда как главными героями пьесы были Ван Буэлэ и старейшина. За время их беседы росла скорость мысленных расчётов Ван Буэлэ. В один момент ему начало казаться, будто он мог решить любой вопрос в один миг. С этой лекцией ему действительно крупно повезло. Глава сорок седьмая. Ты должна быть главный префект кафедры начертаний. Когда начало светать, никто в лекционном зале этого не заметил. Беседа старейшины Ван Буэлэ произвела на всех неизгладимое впечатление. Наконец Ван Буэлэ поднялся и низко поклонился старейшине. «Огромное вам спасибо, почтённый!» С признательностью в голосе сказал он. «У меня больше нет вопросов!» Старейшина из павильона тхармического оружия Верхней Академии был очень впечатлён этим студентом. Из вопросов он понял, что Ван Буэлэ очень хорошо разбирался в начертаниях. Такое понимание предмета не могло появиться из простого запоминания начертаний. Для этого требовался серьёзный талант. «Мой юный друг, ты задала мне практически сотню вопросов!» Сказал впечатлённый старейшина. «Позволь этому старику кое-что спросить. Если твой ответ придётся мне по вкусу, то я подарю тебе тхармический артефакт. Не хочешь попытаться?» В руке старейшины появился браслет из нефрита. Из-за изумрудного цвета он выглядел так, как будто был сделан из драгоценного камня. Исходящее от предмета холодные цы понизил температуру в помещении. Главные префекты уставились на артефакт во все глаза. Никто не мог понять его ранга, но это было и не нужно. Старейшина явно не станет предлагать безделушку, которую можно купить на каждом углу. «Ванбула – это отличный тхармический артефакт второго ранга. Бездонный браслет!» «Он обладает некоторыми защитными свойствами, то уж постарайся ответить правильно!» С улыбкой сказал ректор. Главные префекты охнули, многие из них от потрясения лишились дара речи. «Бездонный тхармический артефакт!» «Это бездонный тхармический артефакт!» Такие штуки очень высоко ценятся. К тому же их нет в свободной продаже. Только кто-то на стадии истинного дыхания имеет шанс заполучить один такой. Сау Кунь от зависти чуть не начал рвать на себе волосы. В его голове все мысли спутались, и дыхание стало прерывистым. Ванбула тоже разволновался. Он понимал ценность бездонного тхармического артефакта и знал о сложности их изготовления. Вдобавок браслет обладал защитными свойствами, по этой причине он был даже ценнее обычных бездонных артефактов. Сделав глубокий вдох, он громко сказал «Почтенный, спрашивайте! Я готов!» «Малец, слушай внимательно!» Поглаживая бороду, сказал старейшина «Если мы хотим получить начертание воды, то нам надо соединить много видов начертаний. В нашей ситуации в воздухе присутствует водяной пар. Можем ли мы использовать это при нанесении начертаний, дабыдхармический артефакт получил более сильный эффект и мог трансформировать воду в три агрегатных состояния? Какие начертания мы должны для этого соединить?» Саокунь покрылся холодным потом. Даже будучи главным префектом кафедры начертаний, он понял вопрос, но после продолжительного размышления Болл вынужден признать, что совершенно не уловил его суть. Поэтому он тут же перевел взгляд на Ванбула. Даже бородачу другие преподаватели факультета хромического оружия задумались. Стоящий в стороне ректор лишь прищурился. Насколько он мог судить, Ван Болл в ходе своих расспросов лишь вскользь касался продвинутого курса начертаний, на вопрос, заданный его братом-наставником, оперировал всем материалом этого курса. От удивления Ван Болл расширились глаза. Мысленно он начал разбирать вопрос на составные части и помещать их в формулу. Задача оказалась очень сложной. Ему не удалось решить ее с первого раза. В итоге он произвел более десяти расчетов с помощью формулы. При этом он не сводил глаз с браслета в руках старейшины павильона от хромического оружия. В нем он нашел ключ к ответу, но, к сожалению, не мог дать внятного объяснения, поскольку пришел к ответу с помощью своей системы. Она отличалась от так называемого продвинутого курса начертаний. Ненадолго задумавшись, Ван Болл достал духовный камень и начал наносить на него начертания. Это привлекло внимание остальных. Губы старейшины коснулось тень улыбки. Под взглядами всех в зале Ван Болл быстро то вырезал что-то на камне, то замирал, чтобы подумать. У себя в голове он беспрерывно производил расчеты по формуле. После более сотни выкладок он наконец внес последний штрих. Духовный камень заискрился, а потом с треском раскололся и превратился в пыль. Люди в помещении заморгали. Сау-кунь с облегчением выдохнул и едва заметно ухмыльнулся. Не обращая внимания на распыленный духовный камень, Ван Болл немного отошел назад, накрыл ладонью кулак, после чего поклонился старейшине. Превосходно! Просто превосходно! Старейшина павильон от хромического оружия с громким смехом поднялся. После короткого взмаха кистью браслет поплыл по воздуху к Ван Болл. Тот поймал его и искренне поблагодарил старейшину. «Почтенный, огромное спасибо за сокровище!» Во взгляде ректора читалось восхищение. Бородачи другие преподаватели явно тоже находились под впечатлением от случившегося. Их реакция показалась главным префектом странной. Никто ничего не понял. Глаза Цау-куня напоминали блюдца. Он наблюдал за Ван Болл очень внимательно, но все равно так и не понял, что тот сделал. К тому же он не мог понять, что впечатлило ректора и преподавателей. Только Лин Тяньхау резко поменялся в лице и тяжело задышал. Потрясение в его душе быстро переросло в настоящую бурю. Пока главные префекты находились в замешательстве, пыль духовного камня перед Ван Болл превратилась в небольшое облачко. Прямо в помещении из него пошел дождь, а потом из браслета старейшины ударил порыв холодного ветра, превратив капли воды в крохотные льдинки, которые осыпались на землю. Сложность вопроса заключалась не в выборе узоров начертаний. Видя непонимающие взгляды студентов, решил объяснить ректор. Сложность была в упрощении, а также в заимствовании духа, что еще сильнее усложняло задачу. С помощью ледяного ци браслета мы получили наглядную демонстрацию трех агрегатных состояний воды. Студенты пораженно перевели взгляд с ольдинок на Ван Болл. Они смотрели на него, как на снизошедшего с небес бога Цоу-кунь застыл, словно громом пораженный. Тем временем старейшина повелен от хромического оружия с улыбкой двинулся к выходу. Проходя мимо Ван Болл, он похлопал его по плечу и обратился к ректору. «Этот сорванец – главный префект твоей кафедрной чертани, верно? Хорош пострел!» Цоу-кунь поюжился и окончительно скис. Ректор улыбнулся, но ничего не сказал, а лицо бородача с преподавателями приобрели весьма странные выражения. К этому моменту Ван Болл, уже пришедший в себя после расчета ответа, вспомнил о недавних издевках Цоу-кунье. «Почтенный, как бы сказать, не я главный префект кафедрной чертани. Он занимает этот пост!» Смиренно объяснил он, указав на Цоу-кунье. В сердце Цоу-кунье сжигала ненависть, но здесь он не мог дать ей волю. Вместо этого он был вынужден натянуто улыбнуться и в знак почтения накрыть ладонью кулак. Пока он это делал, старейшина обернулся и с любопытством посмотрел на Ван Болле. «Тогда ты должна быть главный префект кафедры духовных заготовок!» Лицо Лентиан Хау приобрело какой-то нездоровый оттенок. Ван Болле с застенчивой улыбкой указал на него пальцем. «Он главный префект кафедры духовных заготовок!» «Почтенный, я главный префект кафедры духовных камней!» Судя по выражению лица, старейшине всё это показалось немного фантастичным, однако он лишь покачал головой. Немного подумав, он достал нефритовую табличку и вручил Ван Болле. «Вот, для самоподготовки!» В ней записана часть курса по материалам, который идёт следом за духовными заготовками. Можешь почитать на досуге!» Сделав подарок, старейшина павильон от хромического оружия ушёл вместе с ректором. Вскоре старый доктор вернулся, напоследок он сказал несколько ободряющих слов, спросил Ван Болле об учебе и объявил об окончании лекции. Бородач и другие преподаватели перед уходом невольно посмотрели на Ван Болле, особенно отличился бородач. Он одарил Ван Болле широкой улыбкой, теперь он понял, что не прогадал, зачислив Ван Болле в особом порядке. После нескольких напутцных слов он вместе с коллегами покинул лекционный зал. После ухода учителей вокруг Ван Болле почти сразу образовалась толпа. Главные префекты хотели познакомиться. Оживлённо болта, и они спустились с пика ректора и двинулись каждый к своей горе. Только Цао Кунь и Лин Тянь Хао мрачно буравили спину Ван Болле. Если бы взгляд мог убить, то Цао Кунь уже прожег бы в Ван Болле более миллиона дыр. Цао Кунь, по возвращении садись за работу. Боюсь, толстяк может пытаться сместить тебя с позицией главного префекта. Лин Тянь Хао был обескуражен, он понимал бессмысленность предупреждений, но всё равно со вздохом решил напомнить ему об этом. Цао Кунь не покидало дурное предчувствие, но после этого предупреждения он побелел и в панике побежал к своей пещере бессмертного, где вперил свои покрасневшие глаза в книги по начертаниям. Глава 48. Тест начертаний. Размышляя над возросшей скоростью расчёта и вспоминая кислую рожу Цао Куни, Ван Болле самодовольно улыбнулся. Другая причина хорошего настроения сейчас находилась на его запястье. «Бездонный дхармический артефакт!» с восторгом подумал Ван Болле. Он не мог перестать гладить его. Такой предмет для любого студента являлся настоящим сокровищем. Всё-таки он в каком-то смысле служил символом перехода Федерации в новую эру Духовного Истока. Среди простых людей это были самые известные предметы, принадлежащие практикам. На обратном пути к пещере Бессмертного Ван Болле не вытерпел и поместил внутрь браслета всё, что у него при себе было. Такой дхармический артефакт был крайне прост в использовании. Любой, кто культивировал технику крепления Цы, мог им пользоваться. Достаточно направить немного духовной энергии. Сделав это, Ван Болле обнаружил внутри 6 кубических метров пространства для хранения предметов, откуда их можно было в любой момент достать. Пара пробных попыток привела Ван Болле в восторг. По дороге домой он игрался с браслетом, внимая и возвращая в него предметы, он даже научился жесту реактора поднять руку, взмахнуть кистью, и в руке появлялся пакетик снеков. Ещё один взмах кисти, и пакетик исчезал. Ван Болле не удержался от смеха, в пещеру Бессмертного он зашёл в отличном настроении. Первым делом он достал нефритовую табличку, подаренную в старейшный павильон от хромического оружия. Так называемый курс по материалам описывал ингредиенты для усиления и укрепления духовных заготовок, там же приводились простые методы сплавления ингредиентов. Какое-то время, посидев над изучением материала, Ван Болле убрал нефритовую табличку и вошёл в мир иллюзий. Занятия по расчётам продолжились. Объяснения на лекции ректора заполнили пробелы в базовых знаниях Ван Болле, используя принцип аналогии и глубокие знания о системе начертаний, он внефт стал работать с формулой. Скорость мысленных расчётов заметно возросла. Через три дня Ван Болле с радостью отметил, что количество прилетевших в него молний можно было пересчитать по пальцам одной руки. Каждый вопрос маски он решил практически мгновенно. Количество выученных начертаний насчитывало несколько сотен тысяч. Но с этой системы он мог высчитать необходимые начертания. Можно было без привлечения сказать, что он уже выучил весь миллион начертаний. Более того, он намного глубже понимал начертания, благодаря постоянной работе с формулой. После таких успехов Ван Болле больше не мог терпеть, но Люда Обин и остальные уже достаточно натерпелись в застенках дисциплинарного комитета. К тому же ему не терпелось сбить спесь Джан Лани и трёх его друзей. Рано утром четвёртого дня он решительным шагом направился на кафедру начертаний. Когда он добрался до места, то застал студентов посреди лекции. С трибуны на них сурово смотрел преподаватель начертаний. Как только Ван Болле его увидел, он накрыл ладонью кулак в знак приветствия. Его прибытие не осталось незамеченным ни студентами, ни преподавателем. Если бы лекцию прервал кто-то другой, то преподаватель и читал бы его, но он был одним из учителей, кто вместе с бородачем отвечал на вопросы Ван Болле в лекционном зале ректора. «О, Ван Болле! Сегодня мы изучаем базовые начертания. Если интересно, можешь остаться и послушать». Дружелюбно предложил лектор. Такая резкая смена тона преподавателя показалась студентам очень странной. К ним он относился крайне холодно и неприветливо. Многие задумались о причинах такого особого отношения, ведь Ван Болле был главным префектом кафедры духовных камней, а не начертаний. «Прошу прощения, учитель! Я хотел воспользоваться синей стеной и пройти тест! Хочу узнать, насколько я продвинулся в изучении материала. Если вы против, то я подожду окончание лекции». Ван Болле застенчиво почесал затылок, в спешке он совсем забыл о будущих занятиях, глаза преподавателя заблестели. «Не надо ждать окончания занятий, Болле! Можешь пройти тест прямо сейчас!» Со смехом разрешил преподаватель. «Я присмотрю за тобой, пока ты будешь проходить тест». «Не терпится увидеть появление нового главного префекта кафедры начертаний». Преподаватель начертаний не только не разозлился, наоборот, он воспринял просьбу с большим энтузиазмом. Ему и вправду было интересно узнать, сколько начертаний выучил Ван Болле. По его примерной оценке около 600 тысяч. Студенты взяли разинули рты, когда услышали «Новый главный префект» и во все глаза уставились на Ван Болле. «Небеса! Ван Болле серьезно собирается пройти тест на главного префекта кафедры начертаний? Разве это не бессмысленно? Он несколько месяцев назад стал главным префектом кафедры духовных камней. Почему учитель в нем так уверен? Если он сделает это, то станет главным префектом обеих кафедр!» Ван Болле сделал глубокий вдох, поклонился лектору и подошел к синей каменной стене. Стоило ему коснуться ее, как начался тест, в этот же миг, ударившее из нее синее свечение, окутало Ван Болле, который уже сел в позу лотоса. Тест начался. Он отличался от теста кафедры духовных камней, проверялся не навык резьбы по духовному камню. Вместо этого создавались иллюзии, которые испытывали знания студента в области начертаний. Как только Ван Болле сел, перед ним появились образы, невидимые остальным людям в помещении, в них изображались различные начертания. От Ван Болле требовалось по очереди определить и при этом расставить их в нужной последовательности. На этом этапе сложность была не очень высокой, на деле перед кандидатом в любой момент могли появиться сложные вопросы по начертаниям. Например, заполнить пустое место или вопросы с несколькими вариантами. Другие типы заданий требовали от кандидата нарисовать узор или написать объяснение, эти вопросы тоже появились случайным образом. Первая же ошибка кандидата заканчивала тест. Вдобавок, время было строго ограничено, после чего тест заканчивался. Из-за такой сложности студенты называли его дьявольским испытанием. Люди в зале не могли видеть ответы Ван Болле, но для них результаты отображались на стене. 30 тысяч, 80 тысяч, 120 тысяч, 200 тысяч. В за короткие пять минут Ван Болле поднялся от нуля до такого внушительного числа. Растущее количество правильных ответов изумило всех студентов в зале, некоторые лишились дара речи. Как быстро! Ван Болле! Не может же он стать новым главным префектом! Такой резкий скачок и вправду выглядел устрашающим. Когда Цаоконь получал титул главного префекта, ему потребовался час, чтобы взять 200 тысяч. Студенты в зале зашумели. Для них происходящее было чем-то на грани фантастики. Новость об этом быстро дошла до арбитров дисциплинарного комитета кафедры начертаний. Пока большинство из них обсуждали новости, люди Цаоконя быстро ему обо всем доложили. Главный префект! Ван Болле на кафедре начертаний! Он бросил вам вызов! Цаоконь, занимавшийся в своей пещере бессмертного, пережил своего рода прорыв в запоминании начертаний. Услышав голосовые сообщения, он поднял голову от книг. Каждый день после той злополучной лекции он находился в постоянном стрессе. Ван Болле! Прошипел он. Если бы не лекция ректора, то он бы только презрительно рассмеялся. Но сейчас сердцебиение понеслось во весь опор, а на душе появилось дурное предчувствие. Стрелой выскочив из пещеры бессмертного, он побежал на кафедру начертаний. На месте он обнаружил толпившихся снаружи лекционного зала студентов, внутри тоже был обитком, открытием синей стены Ван Болле явно привлек внимание всего факультета. Отсюда и такое столпотворение. Из лекционного зала доносились удивленные возгласы. Уже двести тридцать тысяч! Небеса! Двести пятьдесят тысяч! Как быстро! Как Ван Болле так быстро освоил начертания? Только не говорите мне, что первые двести тысяч или около того, это начертания, которые он знает наизусть! Студенты заметили прибежавшего Цаокуня. При виде покрасневших глаз и слегка безумного выражения лица, толпа раступилась, пропустив его внутрь. В такой ситуации ему не было дела добросаемых в его сторону косых взглядов. Все его внимание приковал к себе Ван Болле и синяя стена, на которой уже красовалось число. Двести восемьдесят тысяч! Цаокунь почувствовал себя так, будто его ударили под дых. Перед глазами немного потемнело, ему стало тяжело дышать. Ван Болле, хочешь превзойти меня? Парбормотал побелевший Цаокунь. Не выйдет! Я тоже пройду тест! Цаокунь торопливо подошел к синей стене и положил на нее руку. Его окружило синее свечение. Таким образом кандидаты не могли потревожить. Что интересно, проходить тест мог не один человек. Теперь Цаокунь вступил в гонку с Ван Болле. Когда до Линтианхау дошли новости, он резко вскочил с места у себя в кабинете и разбил чашку об пол. Ван Болле! С крыжища зубами произнес он. Решил пойти против меня? Ты жалкий плебей и хочешь бросить мне вызов? Глава 49 Он совсем не похож на плохого парня. Переполох на кафедре начертаний усилился, когда Цаокунь начал проходить тест. Столкновение двух главных префектов привлекло внимание не только студентов, но и преподавателей факультета тахармического оружия. Даже они отправились на кафедру понаблюдать за происходящим. Как-никак, Ван Болле за свое недолгое пребывание в ДАО-Академию успел породить несколько легенд. Если ему удастся стать главным префектом кафедры начертаний, то в истории факультета тахармического оружия он будет вторым студентом с двойным статусом главного префекта. После инцидента в лекционном зале ректора преподаватели ни капли не сомневались, что он станет главным префектом кафедры начертаний. С другой стороны, Цаокунь тоже обладал определенными талантами в этой области. Большинство зрителей не знали, кто выйдет из этого противостояния победителям. Когда бородачу доложили обо всем, он улыбнулся. Интересно. Поглаживаясь он ненадолго задумался. В проигрыше Ван Буэлэ не будет ничего страшного, но если он выйдет из противостояния победителям и получит вторую должность главного префекта, то бородач, как человек, зачисливший Ван Буэлэ на факультет, просто не мог не вознаградить его. Декан ничего не сделал, когда Ван Буэлэ стал главным префектом кафедры духовных камней. Но он не мог проигнорировать получение им второй должности. В лекционном зале Цаокунь скрипя зубами проходил тест. В прошлый раз он остановился на отметке в 400 тысяч начертаний. После недавней лекции он засел за книги. В итоге он мог поднять это число до 450 тысяч. С покрасневшими глазами он быстро решил вопрос за вопросом и быстро нагонял Ван Буэлэ. Теперь понятно, почему Цаокунь главный префект. Посмотрите, как быстро он взял первые 100 тысяч. И это число продолжает расти. Ван Буэлэ все равно лучше. Уже 300 тысяч. В зале стало очень шумно. Обычно они бы никогда не посмели поднимать шум в присутствии преподавателя, но сейчас даже он понимал, какие их обуревали чувства. Не обращая внимания на шум, он с предвкушением и восхищением следил за Ван Буэлэ. Что до Цаокуни, он предельно сосредоточился на тесте изо всех сил пытаясь догнать соперника. Наконец, он достиг отметки в 200 тысяч. Студенты оживленно загомонили, но причиной был не Цаокунь. Ван Буэлэ 400 тысяч. Уже нет, теперь 430 тысяч. Он превзошел прошлый рекорд Цаокуни. Теперь он главный префект. Небеса, это еще не предел. Гляньте, уже 470 тысяч. Шум в лекционном зале нарастал, цифра напротив имени Ван Буэлэ выросла до 500 тысяч. Об этом не применили написать в духовном интернете. На форуме опять начали появляться темы Ван Буэлэ. Он вновь оказался в центре внимания всей ДАО-Академии. Почему опять он? Когда он уже угомонится? Студенты из других факультетов за этот учебный год уже порядком устали видеть имя Ван Буэлэ со своих экранов. Все изменилось, когда кто-то выложил в сеть результаты предыдущих главных префектов факультета Дхармического оружия. Всеобщее раздражение и усталость как рукой сняло. За эру духовного истока на факультете Дхармического оружия было всего 19 главных префектов. Среди них самый слабый результат был в районе 300 тысяч, а самый лучший 930 тысяч. Этот рекорд принадлежал нынешнему главному старейшине павильон Дхармического оружия Верхней Академии. Со статусом превосходящим простых старейшин он был одной из больших шишек ДАО-Академии Эфира. Известный на всю федерацию один из десяти лучших преподавателей Дхармического оружия Дуань Муце. Помимо рекорда среди всех главных префектов кафедрной чертаний он был единственным человеком в истории факультета, кто носил сразу две должности главный префект кафедрной чертаний и кафедр духовных заготовок. К сожалению, его слабым местом оказались духовные камни, поэтому ему не удалось стать главным префектом сразу трех кафедр. Хоть колокола не зазвонили, поскольку Ван Буэлло еще не закончил тест, он уже стал главным префектом кафедрной чертаний. Второй человек в истории факультета Дхармического оружия со статусом главного префекта двух кафедр. Когда новость об этом просочилась в сеть, завязалась оживленная дискуссия. Тем временем на кафедре результат Ван Буэлло вырос с полумиллиона до шестисот тысяч. Сколько на чертаний выучил Ван Буэлло? Уже шестьсот семьдесят тысяч. Он вообще человек? Семьсот тысяч! Практически никто не следил за успехами Цао Куни. С отметки в четыреста шестьдесят тысяч на чертаний его скорость треска упала. Наконец он вздрогнул, тест подошел к концу, уверенный в своем результате он поднял голову, приведя цифры напротив имени Ван Буэлло у него глаза на лоб полезли. Семь... Семьсот тысяч! Невозможно! Цао Куни резко вскочил, но тут же зашатался. Под влиянием эмоций его начала бить мелкая дрожь, а перед глазами потемнело. У него пропала вся надежда, это было неравное состязание разгром. Он не мог поверить, что Ван Буэлло обошел его с таким разрывом, по его мнению это было просто невозможно. Прямо у него на глазах разрыв продолжал увеличиваться, каждый раз, как менялось число, его сердце как будто пронзало острая игла. Обессиленный Цао Кунь прислонился к стене, он не мог смириться с тем, что кто-то превзошел его. Так он и стоял, уставившись в одну точку. Разгром продолжался. В лекционном зале было очень шумно, под взглядами сотен людей Ван Буэлло поднялся с семисот до восьмисот тысяч. После этого рывка его скорость снизилась, на глазах зрителей Ван Буэлло затрясло, у него на лбу вздулись вены, на этом этапе теста даже Ван Буэлло чувствовал невероятное давление. Во время этого теста вопросы постепенно усложнялись, при этом не допускалась даже одна ошибка и выход за установленное время. Кандидатам требовалось отвечать на быстро появляющиеся вопросы, несмотря на использование формулы для расчетов, Ван Буэлло постепенно начал сдавать позиции. Дело было не в низкой скорости расчета, просто ему стало физически и ментально тяжело продолжать. Такая напряженная работа головой сильно утомляла. Как ни странно, за столь короткое время он заметно потерял в весе. Лицо исхудавшего Ван Буэлло стало не таким округлым, теперь многим оно казалось весьма привлекательным. Если бы Ван Буэлло сейчас посмотрел в зеркало, то посчитал бы, что на него смотрит самый красивый мужчина на планете. К сожалению, он был слишком занят. Тест требовал от него предельного напряжения всех умственных сил, спустя еще час он пробился с 800 на 900 тысяч начертаний, правда, скорость ответов продолжила снижаться. Внутри и снаружи лекционного зала окончание теста ждало огромное количество студентов, Ван Буэлло поднялся до 930 тысяч. На оценке в 940 тысяч его затрясло, последние силы оставили его, на этом тест завершился. Как только исчезло синее свечение, зазвонил колокол главного префекта. На весь факультет хромического оружия Буэлло сделано объявление. Главный префект кафедры начертаний, двойной главный префект факультета хромического оружия Ван Буэлло. Этот голос потряс небо и всколыхнул землю, но Ван Буэлло его не слышал. Сразу после окончания теста от усталости он потерял сознание, преподаватель начертаний приподнял его и вложил в рот несколько пилюль, после чего служи внутри лекционного зала были восхищены тем, что Ван Буэлло проходил тест до тех пор, пока от истощения не потерял сознание. Теперь его зауважало еще больше студентов. Услышав колокольный звон, Сао Кунис дал полный боли крик и почувствовал на языке металлический привкус. Пластина главного префекта в его руках рассыпалась на куски, никто не заметил, как он покинул зал, еле переставляя ноги. Арбитров дисциплинарного комитета кафедры духовных камней всерьез напугал колокольный звон. Многие из них похвалили себя за то, что не стали спешить со сбором материалов по делам подозреваемых, в противном случае им бы следовало начать беспокоиться за свои места в корпусе арбитров. Те, кто оказался умнее, поспешили к Людоубине и остальным уволенным арбитрам в надежде заработать пару очков у нового начальства. Людоубин им оставалось только гадать, как вдруг к ним пришли арбитры, заключившие их под стражу, одни пытались заслужить их расположение, а некоторые так и вовсе открыли двери камер. Они поняли, что все изменилось, раз Ван Буэлэ стал главным префектом кафедры начертаний. На улице Людоубин вместе с остальными с улыбкой и наслаждением вдохнул свежий воздух. Для них этот день стал одним из самых прекрасных в этом учебном году. Пока весь факультет кармического оружия обсуждал двойной статус Ван Буэлэ, в павильоне главного префекта кафедры духовных заготовок Лин Тяньхау впал в неконтролируемую ярость. Перебив все у себя в кабинете, он в ярости посмотрел в направлении, где находилась пещера бессмертного Ван Буэлэ. Последующие дни будут сущим кошмаром, ведь теперь у Ван Буэлэ будет два голоса. Со временем его взгляд преисполнился жаждой убийства. Лоудзе Хау в своей комнате на факультете боевых искусств принимал гостя. Точнее, гостью Джоу Цзин, сестру Джоу Лу. Она в бойцовском клубе всегда носила кошечью маску, девушка нетерпеливо вручила Лоудзе Хау нефритовую табличку, тот открыл в духовном интернете изображение Ван Буэлэ. Крыса, это информация, которую ты просил? Я долго искала и даже тайком порылась у отца. Ну же, говори скорее, бес ты же толстый заяц, это Ван Буэлэ? Красавица внимательно посмотрела на фотографию Ван Буэлэ. На ней был запечатлен исхудавший за тест Ван Буэлэ, особенно похудело лицо, студенты выложили эту фотографию в сеть. Этот твой Ван Буэлэ выглядит не как толстый заяц, весьма симпатичный, совсем не похож на плохого парня. Девушка разглядывала фото Ван Буэлэ в профиль, и он показался довольно очаровательным. Он, симпатичный, ты слепая? Не выдержу, вспылил Лудзе Хао. Глава 50 Незваный гость Небеса! Похудев, я становлюсь настоящим красавчиком! На рассвете следующего дня Ван Буэлэ проснулся в своей пещере бессмертного и потерся днящее место между бровями. Размышляя над своим новым титулом, он открыл духовный интранет, чтобы проверить новости. Там он быстро нашел свою фотографию, разглядывая свой профиль, он прищурился, словно не мог поверить своим глазам. Учащенно, дыша, он неотрывно смотрел на фотографию, наконец-то накончительно убедился, что это действительно был он. Это и вправду я? Изумленно подумал он. Острые скулы, высокая переносица, мудрые глаза. В уголках глаз Ван Буэлэ появилась влага, его сфотографировали под крайне удачным углом. Из-за этого его осунувшееся лицо получилось очень привлекательным, обаяние человека на фото изумило даже Ван Буэлэ. Он подбежал к зеркалу для сравнения, посмотрев на круглое лицо, а потом на фото, он самодовольно заключил. Не зря говорят, что у всех толстяков есть потенциал. Очень метко подмечено. Во мне, Ван Буэлэ, пожилы больше всего потенциала. Хе-хе, если я когда-нибудь похудею, то от моей красоты взорвется вселенная. Даже знаменитости федерации померкнут на моем фоне. Он решил сохранить фотографию на тот случай, если в будущем кому-то нужно будет послать фото. Как-никак, только это фото показывает мой истинный облик. Ван Буэлэ похлопал живот и вернулся к новостям в сети. Его в основном интересовали те, где обсуждался его двойной статус главного префекта. Что-то негативных или оскорбительных комментариев он игнорировал их. Вскоре он закончил читать и решил перекусить. Вскрыв пакетик снеков, он задумался над своим новым статусом. Теперь никто не мог помыкать им. Кое-что я могу сделать уже сейчас. Надо стереть эту хмылку с рожей Линь-Тянь-Хао. Саокунь был лишь инструментом в его руках. Теперь пришел черед избавиться от кукловода. Ван Буэлэ отложил пакетик и уже хотел выйти на улицу, но тут с визитом нагрянул Людаубинь. На самом деле он уже несколько раз приходил. Каждый раз он останавливался у двери и неграммко просил разрешения войти, боясь ненуроком разбудить Ван Буэлэ. Сегодня он пришел в очередной раз в надежде застать Ван Буэлэ бодрствующим. Мое почтение, главный префект кафедры начертаний и духовных камней! Людаубинь зашел, низко поклонился, после чего быстро прибрался в пещере бессмертного и заварил чай. Ван Буэлэ чувствок вздохнул. После потери влияния и ареста всех подручных о нем некому было заботиться. «Доубинь, тебе пришлось нелегко!» Отхлебнув из чашки, сказал он. «Вы что, работа на главного префекта большая честь! Я до сих пор не могу успокоиться после того, как Цаукунь пытался заставить меня оболгать вас! С самого начала и до конца я, Людаубинь, был вам верен! Я никогда не скажу плохо о главном префекте!» Объяснил Людаубинь и несколько раз ударил кулаком по груди. Ван Буэлэ понравился настрой подчиненного. Немного подумав, он чуть наклонился вперед, Людаубинь тут же подскочила на вострелуши. «Больше не будет никаких заседаний главных префектов! Пожалуйста, присмотри за дисциплинарным комитетом кафедр начертаний и духовных камней, что до Джан Лани и остальных, чтоб мои глаза их больше не видели!» Людаубинь сразу все понял и с готовностью кивнул. Он с радостью отметил то, что Ван Буэлэ наделил его властью, хотя он в данный момент не являлся арбитром, в его руках находилась власть, которая ему не снилась. К тому же упразднение встреч главных префектов имело определенный смысл, он уже представил перепуганные лица ребят из дисциплинарного комитета и их кафедр. «Не волнуйтесь, главный префект, я все понял!» серьезно сказал Людаубинь, обменявшись еще парой слов, он ушел. Ван Буэлэ остался один, немного подумав, он достал кольцо передатчик. После того, как всех его подчиненных забрали на допрос, он знал, что не мог поручить это Людаубиньо. В автобиографиях высокопоставленных чиновников говорилось о схожих ситуациях, касавшихся непосредственно подчиненных. Их следовало решать лично, это показывало, что ему не все равно и повышало лояльность его людей. Освобожденные из-под стражи студенты очень обрадовались, когда с ними связался Ван Буэлэ, они охотно рассказали ему о своих делах. Уважение к такому чуткому начальнику переросло в нечто близкое к боготворению. Ван Буэлэ теперь являлся главным префектом двух кафедр, к тому же они пережили этот кризис вместе. Покончив с делами дисциплинарного комитета, Ван Буэлэ засел за второй том техники укрепления отцы. Он отменил заседание префектов, потому что ему было лень ходить на встречу с Лин Тяньхао. Как только избавлюсь от него, мое слово станет законом на всем факультете. Так будет лучше для всех? Ван Буэлэ фыркнул и вернулся к изучению духовных заготовок. Что интересно, начертания духовной заготовки имели много общего. Это сходство мог обнаружить только тот, кто освоил по меньшей мере 600 тысяч начертаний. К примеру, многие способы вырезания начертаний являлись методом их разграничения. При этом нанесенные начертания превращали духовные камни в духовные заготовки. Чем лучше человек понимал суть начертаний, тем более схожими становились эти методы. Для Ван Буэлэ с формулой для расчетов такой подход давал ему еще больше преимуществ. В лекционном зале ректора именно с помощью смешения начертаний духовных заготовок он решил задачу старейшины с острова Верхней Академии, поэтому для нынешнего Ван Буэлэ не составит трудозанять пост главного префекта кафедры духовных заготовок после смещения Цао Куня. Все-таки он обладал поистине обширными познаниями в предмете, знания о духовных камнях и начертаниях помогут ему освоить духовные заготовки. В будущем он достигнет уровня, который другим и не снился. Нечто похожее произошло с Дуань Му Ци много лет назад. Не прошло и двух месяцев с обретением статуса главного префекта кафедры начертаний, как он получил пост главного префекта кафедры духовных заготовок. Это отлично иллюстрировало позитивный эффект от овладения максимально возможным количеством начертаний. Именно по этой причине Лин Тянь Хао введел Ван Буэлэ угрозу. С таким преимуществом Ван Буэлэ хотел подготовиться и одним махом заполучить должность главного префекта кафедры духовных заготовок. Сделав глубокий вдох, он начал читать. Рецепты духовных заготовок, которые надо запомнить, очень схожи с начертаниями. Я могу без проблем решить их с помощью формулы. Для меня главная сложность состоит в вырезании начертаний. Для оттачивания навыков необходимо много тренироваться. Однако другим людям для создания духовных камней нужны пустые камни. Мне же они не нужны. К тому же я могу переплавлять радужные духовные камни, на них помещается гораздо больше начертаний. Мне надо научиться вырезать по рецептам различные начертания духовных заготовок. Ван Буоле достал духовный камень и начал практиковаться в нанесении начертаний. Такого рода техника требовала от человека умело резать по камню и знать, как делать начертания сильнее. Работая над двумя этими аспектами, Ван Буоле чувствовал своё превосходство над остальными. Пока другим было нужно время на размышления, он знал, какое начертание нанести благодаря своим глубоким знаниям. Каждая из них была крепко отпечатана в его разуме, поэтому достаточно было просто обратиться к памяти. В плане точности он тоже сильно обгонял остальных. Пока все находились на линии старта, он практически стоял на финише. Это стало неожиданностью даже для Ван Буоле. Его глаза заблестели. Если так пойдёт, скоро стану главным префектом кафедры духовных заготовок. Увлёкшись тренировкой духовных заготовок, Ван Буоле не заметил, как прошло три дня. В полдень третьего дня к его пещере бессмертного прибыл незваный гость Луцзе Хао. Он прибыл в надежде на встречу с Ван Буоле, который как раз закончил вырезать духовную заготовку летающего меча. Чего Луцзе Хао здесь забыл? Удивлённо подумал он. Он что, раскрыл меня? Ван Буоле вспомнил о своём статусе главного префекта двух кафедр, поэтому связался с Людоубинем и объяснил ситуацию. Даже если и так, что он может мне сделать? Однако будет лучше, если эта информация не станет достоянием общественности хотя бы какое-то время. Ван Буоле понимал, что бессмысленно отсиживаться в пещере. Он открыл доверие, взглянул на Луцзе Хао. Тот держал в руках боксёрскую перчатку. Вдобавок он как-то странно стоял, словно под халатом носил железные трусы. Ты? Глава 51. Больше так не шали. Как только Ван Буоле открыл дверь, Луцзе Хао изучающе посмотрел на него, словно мог видеть хозяина пещеры бессмертного насквозь. Луцзе Хао с факультета боевых искусств. Я пришёл увидеться с главным префектом факультета отхармического оружия. Прищурившись, представился он. При виде слегка надменного выражения лица незваного гостя, Ван Буоле про себя фыркнул. Он подумывал рассказать Луцзе Хао о толстом зайце, заставить преклонить колени и назвать его папочкой. Пока он размышлял над этим, Луцзе Хао сказал, «Я хочу напомнить главному префекту о случае с Джоу Лу, произошедшем в том году. Так вот, она уже выпустилась из Далу Академии Белого Оленя и поступила на службу в армию, при этом у неё семь цуней истинного дыхания. Я слышал, что она уже пробилась со стадии древних боевых искусств, теперь она практик стадии истинного дыхания». Луцзе Хао сказал всё это в надежде дать Ван Буоле пару намёков, тот лишь моргнул. В памяти накрепко отпечатался образ безумной девушки по имени Джоу Лу. Новости о поступлении в армию и повышении её культивации сразу же его насторожили. «Не понимаю, о чём ты». Ван Буоле покачал головой, только он хотел вернуться домой, как Луцзе Хао выпалил. «Ван Буоле, ты безумный заяц пальцелом! Джоу Лу уже на стадии истинного дыхания, но она не забыла о том случае в бойцовском клубе, в этом я уверен. Если ты спрячешься в пещере Бессмертного, то я немедленно отправлю Джоу Лу сообщение с твоим разоблачением. После такого она точно не оставит тебя в покое». Луцзе Хао горделиво задрал подбородок, при этом его глаза коварно блестели. «Ван Буоле, заяц пальцелом, встань на колени и назови меня папочкой! Это цена моего молчания! У тебя с головой всё в порядке?» Ван Буоле остановился и обернулся к Луцзе Хао, раздраженно фыркнув, он опять пошёл к двери. Деланное безразличие Ван Буоле разозлило Луцзе Хао, его культивация вспыхнула. «Сегодня я, Луцзе Хао, разоблачу тебя!» прорычал он. Сила культивации рассеялась, Луцзе Хао находился на великой завершенности ступени феической печати. После работы над культивацией он находился не очень далеко от ступени укрепления пульса. С боевым кличем он накинулся на Ван Буоле в попытке достать его кулаком. «Ты закончил?» с нотками гнева в голосе спросил Ван Буоле. Будучи главным префектом, он дал ему два шанса отступить, однако этот парень без царя в голове не только не воспользовался ими, но и первым напал на него. Ван Буоле не собирался это терпеть. Он резко развернулся и быстро поднял руку. Луцзе Хао не успел толком ничего сказать. Ван Буоле перехватил запясть и резко нажал. Руку Луцзе Хао пронзила острая боль. «На колени! И зови меня папочкой!» потребовал Ван Буоле у кричащего Луцзе Хао. Тот упал на колени, но отказался выполнить второе требование. Несмотря на боль, он посмотрел на небо и безумно расхохотался. «Сумасшедший заяц-пальцелон! Я тебя одурачил!» Перед приходом сюда я установил неподалеку три записывающих устройства. «Ха-ха! Ван Буоле! Сумасшедший заяц! Любитель ломать пальцы и бить по яйцам! За тобой сейчас наблюдают люди в духовном интранете! Твоя личина раскрыта! Ван Буоле! Скоро тебя найдет Джоу Лу, а потом и все те, кого ты побил в бойцовском клубе!» Луцзе Хао казалось не замечал вывихнутого запястья, хохоча как помешанный. «А теперь сумасшедший заяц-пальцелон! Отпусти мою руку и опустись на колени! И назови меня папочкой!» Луцзе Хао буквально распирал от самодовольства. По его мнению, сейчас Ван Буоле должен был запаниковать, но, к своему удивлению, он не заметил какой-либо нервозности. Более того, тот широко улыбался. Луцзе Хао молк. Кажется, он чего-то не понимал. Тээээ! На дороге, ведущей к пещере Бессмертного, показалось около десяти арбитров, которые в спешке покинули занятие кафедр на чертане духовных камней и поспешили сюда. Их групп возглавлял Лю-Дао Бинь. В руках он держал три записывающих устройства. Увидев камеры, Лудзе Хау поменялся в лице. «Докладываю, как вы и предполагали, Лудзе Хау расставил три записывающих устройства перед тем, как постучаться к вам. Мы уже отрезали доступ к духовному интранету в этой области, поэтому в сеть не просочится конфиденциальная информация». Лудзе Хау остолбенел, его зрачки расширились, а перед глазами начало темнеть. «Скажи, папочка!» Самодовольно потребовал Ван Булы. «Не дождёшься!» Тяжело задышав, выкрикнул Лудзе Хау. Его сердце переполняло горечь, поэтому он был готов стоять до конца. Но тут Люда Убинь с усмешкой сказал «Главный префект! Этот человек пытался украсть секреты факультета хромического оружия, предлагая взять его под стражу и отправить на допрос в Дао Академию после переговоров с факультетом боевых искусств». Как только Люда Убинь озвучил своё предложение, Лудзе Хау чуть не обделался от страха. За кражу секретов наказывали крайне сурово. «Я не вор!» Попытался объясниться Лудзе Хау. «Я просто установил эти камеры, чтобы вести запись пещеры бессмертного Ван Булы!» «Закрой пасть! Забыл, что перед тобой главный префект! Установка записывающих устройств снаружи жилища главного префекта можно рассматривать как попытка украсть секреты факультета от хромического оружия!» Люда Убинь холодно смотрел на нарушителя. Другие арбитры тоже держались враждебно. Их взгляды не предвещали ничего хорошего. А в этот момент Лудзе Хау испугался по-настоящему. Изначально он, руководствуясь не очень чистыми мотивами, планировал записать нападение Ван Булы. Запись была бы не только доказательством унижения Ван Булы, но и отличным материалом для хвостовства. К тому же он не собирался позволять Ван Булы соскочить с крючка. Вместо этого он намеревался отправить запись Джоу Лу, чтобы та устроила Ван Булы неприятности и унизила его ещё больше. Однако он не учёл статуса и власти Ван Булы на факультете дхармического оружия. При разработке этого плана он не учёл подобного исхода. «Папочка! Папочка! Я был неправ!» Взмолился перепуганный Лудзе Хау. «Папочка, я виноват!» «Ладно, думаю, мы достаточно напугали ребёнка». Ван Булы с довольной улыбкой отпустил руку. Лудзе Хау несколько раз поменялся в лице, когда услышал, как его назвали ребёнком. В итоге он проглотил, готовый сорваться с языка проклятия. «Юный Хау! Наши разногласия легко разрешимы! Больше так не шали!» Ван Булы потрепал Лудзе Хау по голове. Ещё в первую встречу Ван Булы понял, что этот парень любил строить козни и прибегать к грязным трюкам, поэтому перед тем, как открыть дверь, он на всякий случай связался с Людоубинем. Пожарив Лудзе Хау словно нашкодившего ребёнка, довольный Ван Булы вернулся в пещеру Бессмертного. В хитрости и стратегии он переиграл своего гостя, что до раскрытия его второй личины Ван Булы не особо беспокоился. Лучше, конечно, если бы об этом никто не узнал, но если информация об этом станет достоянием общественности, рвать волосы на голове он не станет. Джоулу и другим придётся серьёзно попотеть, чтобы хоть что-то сделать двойному главному префекту да у Академии Эфира. Сообразив, что его отпустят, Лудзе Хау облегчённо вздохнул, арбитры холодно посмотрели на Лудзе Хау и тоже ушли. «Запомни этот урок!» — напоследок сказал Людоубинь. «В этот раз главный префект по доброте душевно отпустил тебя! Воспользуйся шансом и перестань создавать себе проблемы!» Людоубинь всё ещё держал записывающее устройство, возвращать их он не собирался, все три будут помещены к другим уликам, если что-то случится, их всегда можно будет достать из хранилища. Оставшись в одиночестве, Лудзе Хау долго не двигался. Он посмотрел на пещеру Бессмертного Ван Булы, чувствуя пропасть между собой и главным префектом. «Я точно смогу превзойти его!» — мелькнула у него мысль. После неудачи он, скрипя зубами, вернулся на факультет боевых искусств и отправился заниматься в уединении культивации. Для Ван Булы визит Лудзе Хау стал совсем незначительным инцидентом. В пещере Бессмертного он вновь засел за материалы по духовным заготовкам. За неделю скорость их переплавки существенно выросла. После поступления в Дау Академию он использовал много духовных камней. Однако у него имелся внушительный резерв, причем все были высокого качества. По этой причине у Ван Булы не было недостатка в духовных камнях, когда он приступил к производству духовных заготовок. Вырезание начертаний на духовных камнях повышало навыки в области духовных заготовок. Одновременно с этим для переплавки духовных заготовок он использовал информацию из нефритовой таблички, которую ему подарил старейшина на павильон от хромического оружия. Благодаря простым примерам он все лучше видел общую картину, к тому же уже имеющиеся знания позволяли намного лучше понять теорию духовных заготовок. Глава 52. Провал На самом деле главной сутью духовных заготовок являлось следование различным схемам по нанесению начертаний на духовные камни. Этот процесс опирался на стимулирование энергии в духовных камнях, из-за чего происходило слияние камней и начертания. В итоге получалась духовная заготовка от хромического артефакта. В каком-то смысле духовные заготовки являлись практически хромическими артефактами. После добавления металлов, материалов, указанных в рецепте, выплавки и полировки получался хромический артефакт. Даже без последних шагов духовная заготовка уже могла высвобождать определенное количество силы, вот только ее было слишком мало, поскольку ей не хватало усиления, которое получалось в результате ковки. К тому же без защиты металлов крепость заготовки значительно уступала настоящим хромическим артефактам. Во время вырезания начертаний и переплавки духовных заготовок Ван Буоле постепенно разбирался в теории начертаний. Его много раз посещали странные идеи, которые он сразу же пробовал перенести на духовный камень с помощью начертаний. Большинство из них заканчивались провалом, но Ван Буоле все равно получал от процесса удовольствие. Так прошла неделя. За это время запасы духовных камней практически иссякли, тем не менее он значительно продвинулся в изучении духовных заготовок. Ван Буоле понимал, что ему было пока далеко до должности главного префекта последней кафедры, следовало больше практиковаться, поэтому несколько дней он продолжил экспериментировать с духовными заготовками, но львиную часть времени он переплавлял духовные камни. Из-за этого в теле опять начал откладываться духовный жир. После последнего инцидента Ван Буоле очень внимательно следил за изменениями в теле. Если он не станет сидеть дома целыми днями, как в прошлый раз, все будет в порядке. Духовный жир не такая уж и плохая штука. Как только я его вберу, произойдет рост культивации. Кто знает, может я перейду со ступеней физической печати на укрепление пульса. С довольной улыбкой подумал Ван Буоле. Его отношение к духовному жиру изменилось. Теперь он с нетерпением ждал, пока прослойка станет толще. Тем не менее, самым сильным его желанием было стать главным префектом кафедры духовных заготовок. Тогда он станет самым могущественным главным префектом факультета дхармического оружия в беспрецедентный случай. Когда это произойдет, посмотрим, кто посмеет меня тронуть. От этой мысли Ван Буоле не удержался от смеха, ведь с тремя титулами главного префекта он один будет принимать все решения на факультете дхармического оружия. Да, Академия еще хочет использовать наш факультет как пилотный? Забудьте! Со смехом подумал Ван Буоле. Когда стану тройным главным префектом, то проведу встречу префектов, вот только на ней буду присутствовать только я. Окрыленный своим планом, он поедал снеки во время переплавки духовных камней и работы с духовными заготовками. С роста веса и прослойки духовного жира Ван Буоле продолжил вырезать на переплавленных духовных камнях начертания. Из этих гравированных духовных камней он создавал всевозможные виды духовных заготовок. Это превратилось в своего рода цикл, кропотливая работа приносила свои плоды. Хоть Ван Буоле и испортил множество духовных камней, к концу четвертой недели в его бездонном браслете скопилось около сотни заготовок. К тому же постоянная переплавка повысила его навыки и коэффициент успешных переплавок. Теперь одна из трех заготовок оказывалась удачной. На всей кафедре духовных заготовок ни у кого не было такого процента успешных попыток. Даже Лин Тянь Хао уступал ему в этом. В лучшем случае ему удавалась одна из четырех заготовок. Все-таки в начертаниях Лин Тянь Хао был не таким искусным, как Цао Кунь, не говоря уже Ван Буоле. Пока Ван Буоле занимался в уединении, Лин Тянь Хао всеми силами старался поднять свои навыки при работе с духовными заготовками. Он даже посетил синюю стену в лекционном зале, чтобы поднять свой результат, вот только Ван Буоле не составит труда превзойти его. С наступлением пятой недели Люда О'Бинь сообщила помещение Джан Лани и трех его друзей под стражу. Когда Люда О'Бинь попытался дать делу ход, он наткнулся на препятствие со стороны Лин Тянь Хао. По этой причине Ван Буоле увеличил скорость переплавки духовных камней. За следующие две недели он произвел огромное их количество, а потом с их помощью еще выше поднял свой навык изготовления духовных заготовок. На четырнадцатый день он совершил прорыв. Теперь при переплавке духовных заготовок у него получилась каждая вторая. Скоро я стану несравненным префектом факультета от храмического оружия. Рассмеявшись, Ван Буоле с трудом поднялся на ноги, одержимый желанием стать главным префектом, он не сильно беспокоился о фигуре. Надо просто сбросить вес. Духовный жир согнать нетрудно. Как только избавлюсь от него, пробьюсь на ступень укрепления пульса. После нескольких попыток похудеть, Ван Буоле чувствовал, что сбросить вес будет не так уж сложно. На пробежку по острову он отправился с довольной ухмылкой. Спустя два дня эта улыбка померкла, когда он понял, что ни капли не похудел. Это не сильно его обеспокоило, он всё ещё считал, что мог легко похудеть. Ладно, есть ещё метод. С этой мыслью Ван Буоле отправился в лавовую палату. Спустя какое-то время под завистливыми взглядами студентов факультета боевых искусств он покинул её всё ещё толстым. Наконец он забеспокоился. Ему казалось, что он что-то упускает. Хорошо. У меня остался лучший метод. Стиснув зубы, Ван Буоле вернулся в пещеру Бессмертного и послал сообщение Сыхаяну. Когда тот пришёл к пещере, поблескивая намазанными гелем волосами, он во все глаза уставился на Ван Буоле. Теперь понятно, чего факультет боевых искусств так переполошился. Небеса! Ван Буоле тебе опять разнесло! Братья, ты эксперт в вопросах похудения. Неуверенным тоном попросил его об одолжении Ван Буоле. Мне нужно как-то сбросить вес. Неважно, пилюли смерть или что-то ещё. Главное, чтоб сработало! Сыхаян был его последней надеждой. Тот нахмурился и сурово сказал. Брат, напомню тебе, я бизнесмен, а не эксперт по похудению. Ван Буоле взмахнул кистью. Из бездонного браслета посыпались радужные духовные камни, пока на земле не образовалась небольшая горка. Их радужное освещение озарило стены пещеры, Сыхаян с шумом втянул носом в воздух и ударил себя кулаком в грудь. Брат, ты поступил правильно обратившись ко мне. Выпалил он. Я, Сыхаян, лучший эксперт ДАУ Академии эфира по вопросам лишнего веса. Брат, со мной можешь не беспокоиться, ты точно похудеешь. Заверение Сыхаяна успокоили Ван Буоле. Тот быстро куда-то сбегал и принёс Ван Буоле пилюли смерти. После того раза я запас всеми впрок. Можешь принять столько, сколько захочешь. Сыхаян оставил ему пять флаконов и ушёл. У себя в пещере Ван Буоле принял около десяти пилюль. С ростом температуры тела он стал ждать начала сжигания духовного жира, а в этот раз жир почему-то не поддавался или, быть может, его тело просто привыкло к их эффекту. В итоге Ван Буоле только вспотел. Опустив голову и обнаружив всё ещё огромный живот, он понял, ничего не изменилось. Он попробовал принять ещё пилюль, но и они не дали никакого эффекта. Ван Буоле не удержался от крика. Небеса, почему они не работают? Ван Буоле окончительно потерял самообладание, его дыхание стало прерывистым, ему уже мерещился звук шагов толстых праотцов. Сыхаян, в этот раз твои пилюли смерти точно фальшивка! Ван Буоле в панике послал голосовое сообщение на кольцо передатчик Сыхаяна, тот сразу поспешил к пещере бессмертного при виде пустых флаконов и всё ещё толстого Ван Буоле у него округлились глаза. «Никакого эффекта? Никакого!» вскричал Ван Буоле. Будь это кто-то другой, Сыхаян бы отнёсся к такому заявлению с подозрением, но он доверял Ван Буоле, поэтому, почесав голову, стал разрабатывать новый план. «Брат, подожди три дня!» наконец сказал он. «Я придумаю что-нибудь!» «Не волнуйся, нет такой проблемы, с которой бы я не справился!» «Такие заковыки моя специальность!» Голова пятьдесят третья Тхармический артефакт Автоматон Клятвенное обещание Сыхаяна помочь вызвало у Ван Буоле только вздох. Понурив голову, он с тревогой похлопал округлый живот. «Почему в этот раз ничего не сработало?» Прошлый опыт вселил в него уверенность в успех, но реальность разнесла её вдребезги. Размышляя о пути к похудению, он сел на балконе и угрюмо посмотрел на небо. Ему на мгновение привиделись силуэту усопших толстых праотцов, отчего настроение ухудшилось ещё сильнее. Ван достал свою фотографию и отрешённо на неё уставился. «Неужто небеса завидуют моему таланту? Небеса не желают появлению этого красавчика, поэтому они мешают мне сбросить вес!» Чем больше Ван Буэлэ думал об этом, тем больше расстраивался и злился. Наконец он стиснул зубы и достал пачку снэков, но взглянув на неё, бросил в дальний угол комнаты. «Я выдержу!» Силой Вали заставив себя не смотреть на снэки, Ван Буэлэ ждал возвращения Сэхайяна. Три дня спустя тот наконец вернулся. Увидев его, Ван Буэлэ сразу же спросил. «Братце, ты разработал план?» Сэхайян вошёл в пещеру бессмертного и пробежал пальцами по блестящим от геля волосам. «Твоя проблема не такая уж и сложная!» Негромко покашлив сказал он. «Всего лишь похудение! Пелюли смерти не помогли! К счастью, я эксперт по похудению! Стоит мне взяться за дело и успех гарантирован!» Услышав уверенность в голосе Сэхайяна, глаза Ван Буэлэ загорелись. Он предложил ему сесть и угостил духовно-ледяной водой, после чего приготовился выслушать решение. «Братце, если я смогу похудеть, духовные камни или что-то ещё, только скажи и это будет твоим!» Сэхайян отпил воды и начал свой рассказ. «Ты, может, не знаешь, но в Далу Академии Эфира есть один хромический артефакт. Его вряд ли можно назвать бесценным, однако он точно крайне ценный. Я могу помочь тебе заполучить его на неделю. Гарантирую, что с помощью этого артефакта ты похудеешь за семь дней!» Эти слова Сэхайян произнёс таинственным полушёпотом. Заинтригованный Ван Буэлэ придвинулся поближе. «Что за тхармический артефакт? Насколько он эффективен?» Для человека с титулами двух главных префектов Ван Буэлэ очень чутко относился к словам, где упоминались тхармические артефакты. Предложение Сэхайяна просто не могло не заинтересовать его. «Согласно легенде, тысячу лет назад существовала техника обмана мозга. Думаю, не надо объяснять, что она делает. Вот тебе пример. Во время тренировки она обманывает твой мозг, из-за чего он думает, что ты уже долго занимаешься, в результате ускоряется метаболизм, и тело начинает тратить энергию, а значит терять вес». Всё это Сэхайян повидал хвастливым тоном, этот план по похудению показался ему идеальным для этой ситуации. Упомянутый ранее тхармический артефакт был переплавлен именно по этому принципу. Не будет преувеличением назвать его запрещенным артефактом, но с его помощью ты точно похудеешь. Эти слова вселили в Ван Буула надежду. Кто бы мог подумать, такой тхармический артефакт существует. Ты гений? Где он? Ты принёс его? Если бы этот артефакт было просто достать, тогда бы он не был таким ценным. Его хозяин находится не на острове Нижней Академии, артефакт принадлежит известному человеку на стадии истинного дыхания с острова Верхней Академии. Покашлив пояснил Сэхайян. Он не зря упомянул уровень культивации. Этим он хотел показать, с какими могущественными людьми работал. Остров Верхней Академии? Недоверча переспросил Ван Буула. Туда мечтали попасть многие студенты до Академии Эфира. Для этого требовалось пройти экзамен. Отбор был очень строгим. К тому же там учились уже не простые, смертные, а практики. Хозяин артефакта предпочёл сохранить анонимность. Я не могу назвать имя. Вдобавок этот человек не хочет, чтобы слишком много людей узнали и в запретном артефакте. При других обстоятельствах он бы не стал одолживать артефакт. Но в ДАО Академии Эфира для меня, Сэхайяна, нет ничего невозможного. Надо просто предложить то, что нужно другой стороне, и в любом вопросе можно найти общий язык. Если хочешь одолжить этот хромический артефакт, то в обмен надо переплавить хромический артефакт. Автоматона. Этот человек их коллекционирует. Сказав это, Сэхайян сделал паузу и испытующе посмотрел на Ван Буэлэ. Автоматон? Тхормический артефакт? В голосе Ван Буэлэ чувствовалась неуверенность. Такого рода тхормические артефакты считались неортодоксальным направлением учебного курса духовных заготовок. Они подразделялись на атакующих и защитных автоматонов, рецептов их изготовления было не очень много. К тому же, для их переплавки требовались внушительные познания о духовных заготовках и начертаниях. Проще найти Перо Феникса или Рок Целлине, чем человека на острове Нижней Академии, способного сделать такого автоматона. Переплавка таких тхормических артефактов процесс непростой. Я пока умею создавать только духовные заготовки. К тому же, у меня нет ни рецептов, ни материалов. Ван Буэлэ нахмырился. Задача выглядела довольно сложной. У меня есть материалы. Если тебе что-то понадобится, только скажи! С блеском в глазах сказал Сэхайян. Спустя пару секунд он добавил. Я еще не все сказал. Другая сторона коллекционирует автоматонов. Ему не нужны животные, только человекообразные автоматоны. Они должны быть крупные и свирепые. Ты знаешь, что за озером находится дикая местность, где кишат дикие звери. Несколько крупных защитных автоматонов могут сделать вылазки туда безопасней. Сэхайян попросил время на сбор материалов, после чего ушел. В пещере бессмертного остался неуверенный в себе Ван Буэлэ. Его не покидало странное ощущение, будто он что-то упускал. К сожалению, ему было необходимо похудеть, и другого варианта у него не было. Чтобы получить хромический артефакт, ему надо было переплавить автоматона. Начнем! Ван Буэлэ начал с теоретической чести, чтобы подготовить необходимые начертания для неизвестных ему духовных заготовок. Получив необходимую информацию, он приступил к нанесению начертаний. Атакующий автоматон? Это слишком сложно. Нет смысла даже пытаться его сделать. Надо сосредоточиться на защитном подтипе. Раз ему надо защищать, надо сделать его крепким. Нужно добавить по меньшей мере 30 начертаний для усиления защиты, но одной крепости недостаточно. Поскольку форма будет гуманоидна, то внешний слой должен быть мягким, чтобы имитировалась кожа. Вдобавок, у него должна быть функция предупреждения. Говорить он не будет, но должен уметь издавать звуки. При этом, в нем не должны сразу распознать автоматона. Эффект неожиданности очень важен. Все это важно учесть при моделировании. В любом случае, изготовление автоматонов требует невероятного мастерства и знаний. После переплавки он будет настоящим хромическим артефактом, практически неотличимым от живого человека. Вначале Ван Буоло даже об этом не задумывался, но после нанесения начертаний переплавка духовных заготовок для автоматона стала слишком тяжелой. Поэтому он сосредоточил все силы на процессе. Анализируя проблему, он постепенно улучшал свое творение. Чтобы получился идеальный автоматон, Ван Буоло решил использовать радужный духовный камень в качестве ядра и поместил вокруг него духовные камни высокого качества, после чего соединил их. Несколько дней спустя, после переплавки духовных заготовок, Ван Буоло заметил, что использовал около 40 духовных камней. После множества расчетов он расположил начертания в структуру гуманоидных духовных заготовок, он утер под солба и с недовольством посмотрел на результат. Жаль, что времени так мало и что это моя первая попытка. В противном случае получилось бы гораздо лучше. Ван Буоло покачал голову и послал сообщение Сахаяну, где попросил купить материалов для ковки. Это были не какие-то ценные, а самые обычные материалы, которые подходили для духовных заготовок и начертаний Ван Буоло. О большинстве из них он узнал из нефритовой таблички старейшины повелён от хромического оружия. Работаю с материалами тоже впервые. Со вздохом подумал Ван Буоло. В этот раз худеть было невероятно трудно. Если тхармический артефакт не поможет ему сбросить вес, он заставит Сахаяна компенсировать расходы переплавки автоматона. С духовными заготовками и материалами он выскочил из дома и побежал к пещере духовной печи факультета тхармического оружия. Эта пещера напоминала лавовую палату, отличались они только температурой. Пещера духовной печи помогала студентам, изучающим духовные заготовки, получить опыт переплавки тхармических артефактов. Внутри находилось множество комнат с раскаленными духовными печами и простыми литейными формами. Студенты могли воспользоваться ими, чтобы расплавить материалы и просто соединить с духовными заготовками. Так получается базовый тхармический артефакт. Только студенты, изучавшие духовные заготовки, обладали знаниями для их изготовления, поэтому в обычный день здесь было немного людей. Разумеется, главный префект мог попасть туда без проблем. Освоившись в одной из убранных комнат там, он начал свою первую переплавку. Курс о материалах оказался весьма запутанным, даже с нефритовой табличкой старейшины Ван Бууле столкнулся с множеством трудностей и извел немало материалов. К счастью, духовные заготовки оказались крепкими, поэтому он сломал не так уж и много. После огромного числа экспериментов и починок Ван Бууле вышел из комнаты. Под глазами у него появились черные круги, он даже слегка похудел. После нескольких дней работы он совсем выбился из сил. Вернувшись с пещеры бессмертного, Ван Бууле послал сообщение Сахаяну, в ожидании его прихода он выпил несколько бутылок духовной ледяной воды, чтобы хоть немного сбить сонливость. Как же трудно переплавлять артефакты! Задумавшись, Ван Бууле пришел к выводу, что просадил на всю уйму денег. Вскоре пришел Сахаян, прежде чем он успел открыть рот, Ван Бууле поднял руку. В этот момент из бездонного браслета с хлопком появился двухметровый гуманоидный автоматон, выглядел он довольно внушительно, к тому же обладал свирепой аурой. Образ то его легко было спутать с настоящим человеком. Не знаю, понравится ему или нет, но автоматон здоровый, сильный и свирепый. Ван Бууле устало потер переносицу, он критически осмотрел свое творение, словно был не очень довольный результатом. Сахаян несколько раз обошел автоматона, закончив осмотр его глаза заблестели. Понравится? Не беспокойся, братван! С ним я точно добуду тебе от хромический артефакт! Вместе с автоматоном Сахаян на лодке покинул остров Нижней Академии и сдали от вида острова Верхней Академии захватывало дух. Словно он находился на стыке воды и неба. У входа все заволакивал плотный туман, остров Верхней Академии всегда заставлял Сахаяна нервничать. Приблизившись, он достал пластину, вскоре туман разошелся, явив размытый силуэт. Принес? Раздался низкий голос. Этот голос, казалось, проецировал волю говорившего. Сахаян поспешно достал автоматона, не успел он передать его, как человек в тумане поднял руку и поманил пальцами. Автоматон поднялся в воздух и улетел в туман, откуда тотчас послышался удивленный возглас. Духовная заготовка примерно из сорока духовных камней. К тому же да, у начертаний менее трех тысяч. Однако они обладают эффектом десяти тысяч начертаний, вырезанных на сотни духовных камней. Сделано грубовато, но интересно. Не дурно, а совсем не дурно! Человек в тумане до самого конца его голос звучал восторженно, из тумана с Эхайону прилетел шлем. Выдохнув и утерев пот, он поспешно ушел. В пещеру бессмертного Ван Боуле он вернулся в отличном настроении. «Брат, мой анонимный клиент был крайне доволен твоей работой, поэтому разрешил тебе попользоваться этим термическим артефактом!» С этими словами он передал Ван Боуле алый шлем и нефритовую табличку с инструкцией. Глава 54 Три главных префекта После ухода с Эхайяна Ван Боуле был слишком уставшим для радости. Покрутив шлем, он с удивлением заметил на нем три и два различимых метки. Три оружейные метки? Их наличие стало для него сюрпризом. Он достал второй том техники укрепления отцы и пролистал до места, где описывались тхармические артефакты. Соотнося изображение с тем, что он видел на шлеме, у него загорелись глаза. Это духовное сокровище! Из описания во втором томе следовало, что такие отметины назывались оружейными метками. Тхармические артефакты первого и второго ранга не имели этих меток, но они появлялись, когда предмет достигал третьего ранга и становился духовным сокровищем. Держа в руках шлем, Ван Боуле окончительно уверился, что с лишним весом будет покончено. Прежде чем его надеть, он изучил инструкцию. Духовное сокровище должно быть эффективным! Ван Боуле внезапно почувствовал неуверенность. Все-таки ему пришлось дорого заплатить за этот шлем, к тому же он был его последней надеждой. Сердце занервничавшого Ван Боуле застучало быстрее, сделав глубокий вдох, он стиснул зубы и позволил духовной энергии тела войти в шлем. В этот же миг у него в голове будто что-то взорвалось, перед глазами все помутнело, а в ушах раздался голос, вот только он не мог разобрать слов. Согласно инструкции, Ван Боуле должен был дать приказ, чтобы обмануть собственный мозг. «Я не ел три месяца!» произнес Ван Боуле и мысленно послал этот приказ в шлем. В голове опять что-то загрохотало, у него расширились зрачки, по телу прошел спазм, а дыхание стало рваным, будто он пробежал марафон. «Голоден! Как же я голоден! Сейчас умру!» На самом деле он не хотел есть, но мозг затопил все его тело неописуемым чувством голода. Он с удивлением заметил, как тело начало биться в конвульсиях, лицо слегка позеленело, и он с диким воплем вскочил на ноги. «Больше не могу! Я сейчас умру, если что-то не съем!» Движимый безумным голодом, Ван Боуле достал из своего бездонного браслета пачку снеков и смолол содержимое в считные мгновения. Запився водой, он опять закричал. Ни вода, ни снеки не уняли дикое чувство голода. Наоборот, он еще сильнее хотел есть. «Нет, надо держаться!» Вопли Ван Боуле становились все тише и тише. Он так хотел есть, что начал скрести ногтями стену. Только ценой огромных волевых усилий он сумел взять себя в руки. Пока его трясло, духовный жир быстро сгорал, поскольку мозг посчитал, что он неделями ничего не ел. Вся процедура длилась около пяти минут. Когда чувство голода наконец спало, Ван Боуле бессиленно рухнул на пол, после пережитого все его тело болело. Краски мира вокруг немного поблекли, спустя довольно много времени он пришел в себя. С трудом поднявшись, он посмотрел на свой уменьшившийся живот и расхохотался. «Сработало! Эта штука сработала! Еще раз! В этот раз я не ел три года!» Ван Боуле был готов идти ва-банк. Твердо решив похудеть, он произнес команду вслух и стиснул зубы. В этот же миг в глазах Ван Боуле потемнело, а потом все естество затопило неописуемое чувство голода. С диким криком он опять упал на пол и потерял сознание. Даже в таком состоянии его тело билось в конвульсиях, а на губах пузырилась пена. С другой стороны, эффект был заметен невооруженным глазом. Его тело стремительно худело, мозг думал, что тело находилось на грани смерти от голода, поэтому мобилизовало все резервы. Метаболизм под управлением мозга заработал в полную силу, постоянно сжигая лишний духовный жир в теле, чтобы у тела была энергия для поддержания жизнедеятельности. Спустя сутки Ван Буола разлепил глаза, из-за слабости он смог только чуть приподнять голову, чтобы посмотреть на маленький живот. Вдобавок он чувствовал, что пробился с вической печати на укрепление пульса, однако ничего из этого не принесло ему радости. Чувство было такое, будто он вернулся из преисподней, все тело ныло и болело, а мозг как будто раздулся и с трудом помещался в черепе. Перед глазами двоилось, у него даже не было сил подняться. Это жуткий способ похудеть. Белый, как мел Ван Буола два часа пролежал на полу, пока наконец у него не появились силы, чтобы встать. С трудом приняв сидячее положение, он облокотился на стену и посмотрел на свой маленький живот, а потом на свою красивую фотографию. Это немного его приободрило. Пока я худой, больше не хочу сбрасывать вес. Использование этого духовного сокровища Игра с огнем с моей жизнью! Ван Буоле все еще пребывая в состоянии шока, снял шлем и связался с Эхаяном, он вернул артефакт, после чего три дня занимался культивацией, чтобы восстановить силы. Любая с собой в зеркале, Ван Буоле казалось забыл недавние ужасы. Ходить совсем не сложно, самодовольно подумал он. Для меня это расплюнуть! С громким смехом Ван Буоле принял несколько поз и гордо задрал голову не в силах собой налюбоваться. Наконец, умев несколько пакетиков снеков, он вышел на улицу. Пришло время стать единственным и неповторимым главным префектом факультета тхармического оружия! Преисполненный высокими устремлениями, Ван Буоле зашагал к кафедре духовных заготовок, новости о том, что он зашел в лекционный зал кафедры и начал проходить тест с синей стены, быстро облетели факультет тхармического оружия. Однако, испытание не заняло много времени, не прошло и трех минут, как сбегающиеся к кафедре студенты услышали колокольный звон. При звуке колокола главного префекта все студенты, учителя и даже декан отложили свои дела и посмотрели в сторону кафедры духовных заготовок. Новости о том, что Ван Буоле прошел тест, потрясли всех на факультете тхармического оружия. Небеса! Впервые в истории нашего факультета появился величайший главный префект. Ван Буоле сотворил настоящее чудо! За всю историю дау Академии Эфира у кафедры начертаний духовных камней заготовок один главный префект. После небольшого затишья весь факультет взорвался криками. В это время на всех горных пиках факультетов Нижней Академии тоже зазвонили колокола, возвещая своим звоном грандиозное событие появление величайшего главного префекта Дау Академии Эфира. Такая функция была заложена в колокола еще при основании Дау Академии Эфира, но случалось это всего несколько раз. В эру духовного истока это вообще произошло впервые. А так дела! Почему звонят колокола всех факультетов? Черт возьми гляньте! В небе что радуга? Студенты Дау Академии Эфира пораженно уставились в небо на прекрасную радугу, осенившую своим сиянием весь остров. Через духовный интранет другие факультеты выяснили причину этих странных событий. Многие лишились дара речи, когда посчитали, что Ван Боулэ стал единственным главным префектом факультета отхормического оружия. Даже ректор с некоторым страхом несколько раз перечитал текст. Этот день на факультете отхормического оружия не забудут никогда. Объединение трех должностей в одном человеке от одной мысли студентов факультета пробивал холодный пот. Власти Ван Боулэ превосходил учителей факультет отхормического оружия. Теперь он находился практически на одном уровне с деканом, можно сказать на факультете отхормического оружия и на других факультетах Ван Боулэ стал лицом авторитетным. На улице перед входом в лекционный зал кафедры духовных заготовок Ван Боулэ столкнулся с толпой студентов. Среди них были как простые студенты так и арбитры трех кафедр Все смотрели на Ван Боулэ с восхищением и уважением Он стал первым кому удалось совершить нечто подобное. На факультете отхормического оружия Ван Боулэ сотворил настоящее чудо. В толпе Ван Боулэ заметил расчувствовавшегося Люда Убинь и остальных арбитров Он поднял головы и посмотрел на облака плывущие по голубому небу а потом с расслабленной улыбкой сказал Люда Убинь твой статус арбитра восстанавлен Следом Ван Боулэ восстановил в должности остальных уволенных арбитров Ему не требовалось как-то повышать голос Его нынешний статус сделал любое его слово законом Один приказ мог решить судьбу студентов Джао Лани трое его подельников исключены из академии и лишены всего того что они выучили здесь После последнего распоряжения по толпе прокатилась волна вздохов последняя часть наказания была слишком жестокой по сути это означало лишение их культивации Ван Боулэ перенял философию вырывать сорняки с корнем из автобиографии высокопоставленных чиновников Если противник не желал переходить на его сторону он был готов уничтожить его решительно и бесповоротно Дзян Линь Цау Кунь Джан Лань и его друзья со всеми Ван Боулэ разобрался придерживаясь этой философии Как только был озвучен приказ гала вокруг Ван Боулэ казалось стало еще ярче Люда Убиня остальные почтительно поклонились Ван Боулэ накрыл ладони кулак и направился домой Теперь никто не посмеет меня тронуть Довольно подумал он решив наградить себя дома несколькими пачками снеков В павильоне главного префекта кафедры духовных заготовок Линь Тяньхау увидел столпотворение у лекционного зала и слышал колокольный звон оповестившее появление нового главного префекта В отличие от Цао Куни чья ярость со временем переросла в отчаяние он сохранял спокойствие Но при звуке разбившейся пластины главного префекта он больше не мог сдерживать клокочущих в душе ярости и ненависти Ему в голову опять пришло предложение сделанное недавно Дзян Линьем и Цао Куньем на руках в карманах побелели костяшки и подскочило давление Покинув павильон он вернулся в свою пещеру бессмертного где с каменным лицом достал кольцо передатчик и отдал приказ Организуйте все Я больше не хочу видеть Ван Боуле Глава 55 Маленький пурпурный меч С тех пор как Ван Боуле стал единственным главным префектом его жизнь резко изменилась Самым заметным отличием было отношение студентов Стоило ему выйти на улицу как все от новичков до старшекурсников выказывали ему огромное уважение Отношение главных префектов других факультетов тоже изменилось Вместо простых поздравлений как в прошлый раз они лично навестили его в попытке наладить дружеские связи Ван Боуле был только рад принимать гостей прекрасно понимая ценность заведения контактов Не зря ведь говорят что в этикете важна взаимность поэтому в следующие несколько дней он знакомился с главными префектами других факультетов С приближением каникул первого учебного года среди студентов прибывших в академию в одно время с Ван Боуле начали появляться главные префекты Вторым новичком получившим эту должность стала Джао Ямен В начале года ее активно обсуждали в сети но больше она никак не заявляла о себе и сейчас она сделала свой ход заняв должность главного префекта факультета магических формаций Следом за ней главным префектом стал Джо Ифань Из противостояния с Лудзе Хауэ Чэньцзе Хэном растянувшегося на целый год он вышел победителем и стал главным префектом факультета боевых искусств Пару лет назад это произвело бы в Далу Академии настоящий фурор но Ван Боуле затмил своим ослепительным сиянием и Джо Ифаня и Джао Ямен Преподаватели всех факультетов деканы и даже ректоры не могли не заметить таланта Ван Боуле и студентов его набора Особенно выделялся Ван Боуле о нем уже знали даже на острове Верхней Академии Ректоры начали донимать расспросами коллеги как только Ван Боуле стал единственным главным префектом факультета от хромического оружия Бордача его декана буквально завалили вопросами Каждый раз декан поглаживая спаньолку хвастался что именно он заприметил Ван Боуле и сделал его особым студентом Господа может вы не знаете но как только я увидел Ван Боуле то сразу заметил неограненный алмаз Пока другие спорили я без колебаний использовал мандат и зачислил его на свой факультет в особом порядке Я еще никогда не ошибался при оценке людей Ван Боуле прямое доказательство этих слов Следующие три дня Бордач буквально съел от счастья под завистливыми взглядами коллег это напомнило ему о желании подарить Ван Боуле хромический артефакт Немного подумав Бордач решил отказаться от идеи вручить ему артефакт первого ранга и переплавить предмет второго ранга Несколько дней спустя глядя на плод своих трудов Бордач не мог не признать Ван Боуле действительно был везунчиком Этот плод достоин звания особого студента Счастливчик В итоге Бордач решил что сама судьба послала ему Ван Боуле получив приглашение от декана Ван Боуле не забыл что тот оказался единственным кто во время заседания дисциплинарного комитета где рассматривался вопрос об исключении высказался в его защиту Даже став главным префектом всего факультета Ван Боуле не забыл этого поэтому сразу же разгладил складки на халате и поспешил к резиденции декан Ингаре Прибыв на место он поприветствовал улыбающегося Бордача накрыв ладонью кулак и поклонился Мое почтение декан Бордач рассмеялся и помог ему выпрямиться Неплохо сынок весьма неплохо с теплотой в голосе сказал Бордач и похлопал его по плечу Ван Боуле моргнул Декан вел себя с ним крайне доброжелательно поэтому у них завязалась весьма приятная беседа Бордачу очень понравилась та скромность с которой Ван Боуле отвечал на вопросы об учебе и жизни в академии при общении с прошлыми главными префектами он лишь создавал видимость вежливых отношений на самом деле они ему совершенно не нравились но Ван Боуле оказался совсем из другого теста к тому же его он выбрал лично и легким движением руки он заставил появиться летающий меч пурпурного цвета с плавающими внутри метками в момент его появления по помещению прокатилась волна разгоряченного воздуха могло показаться что они находились не в кабинете а в жаркой пустыне пространство вокруг меча едва заметно искривлялось это явно был необычный клинок что интересно в нем имелось гнездо по форме напоминавшее каштан она была непосредственной частью клинка и явно появилась непосредственно в процессе переплавки Ван Боуле с его глубокими познаниями в предмете хватило одного взгляда чтобы заметить необычайность этого меча что ты видишь с улыбки спросил бородач вы использовали 7 радужных духовных камней и по меньшей мере 40 тысяч даун очертаний отличное сочетание скорости и огненных техник что до материалов я пока не очень в них разбираюсь поэтому не могу сказать что-то определенное но одно точно при изготовлении были выбраны необычайные материалы что до гнезда Ван Боуле замялся он понятия не имел какова была его функция после анализа Ван Боуле бородач довольно рассмеялся глаз у тебя наметан вполне ожидаемо что ты не знаешь об этом гнезде этому вас будут учить на последнем этапе когда вы будете придавать форму переплавленным предметам называется небесное гнездо оно образуется естественным образом при переплавке дхармических артефактов появляется случайным образом человек никак не может на это повлиять благодаря небесному гнезду силу дхармического артефакта можно поднять если вставить в него духовный камень Ван Боуле этот меч твой бородач взмахом руки отправил меч Ван Боуле приняв пурпурный клинок у Ван Боуле участилось дыхание он посмотрел на меч в руках потом на бородача спасибо большое декан сказал он и накрыл ладони кулак не нужны благодарности результаты теста в Нексусе иллюзии и нынешний статус тройного главного префекта доказывают что ты лучший в истории студент факультет от хромического оружия декан погладил свою испаньолку и серьезно добавил этот мяч тебе для защиты не поддавайся гордыне и работай еще усердней тогда ты пройдешь экзамен Верхней Академии и станешь практиком Ван Боуле кивнул и еще раз накрыл ладони кулак наконец бородач поднял чашку с чаем явно намекая что Ван Боуле пора уходить у пещеры бессмертного Ван Боуле достал пурпурный меч и принялся крутить его в руках а потом даже вставил радужный духовный камень в небесное гнездо как только в клинок попала духовная энергия небольшой меч вспыхнул пурпурным светом и превратился в большой меч Ван Боуле рубанул им по камню позади в этот момент ударила волна жара которая расплавила камень наполовину и оставила в нем борозду глубиной в треть метра какой острый ошеломленно подумал Ван Боуле раньше он никогда не видел атакующих тхармических артефактов но сила этого меча всерьез его удивила к слову о тхармических артефактах у меня остались духовные заготовки Ван Боуле осторожно поместил меч в бездонный браслет и достал около сотни духовных заготовок которые у него накопились за время практики по их изготовлению эти духовные заготовки созданы путем слияния начертаний с духовными камнями высокого качества будет обидно просто так их выбросить Ван Боуле почесал затылок для величайшего главного префекта факультет тхармического оружия у него имелось всего два тхармических артефакта да и те он взял в аренду немного подумав Ван Боуле решил переплавить заготовки в тхармические артефакты с одной стороны им явно найдется достойное применение с другой это станет отличной тренировкой создания простых тхармических артефактов Ван Боуле связался с Сехайяном и попросил его достать большое количество материалов для переплавки артефактов итоговая сумма даже за широко доступные материалы вышла немаленькая все потому что ему требовалось большое количество к счастью у него было полно духовных камней и заготовок для обмена на самый крайний случай в каком-то смысле заготовки ценились намного выше духовных камней вскоре Сехайян прислал заказанные материалы и Ван Боуле приступил к работе запершись в одной из комнат пещеры духовной печи первонаперво он переплавил мощный мегафон попробовав его в деле Ван Боуле вздрогнул звук по громкости не уступал раскату грома этот мегафон мог перекрыть рев целой толпы ему так понравилась новая игрушка что он не хотел с ней расставаться среди других тхармических артефактов вышедших из-под его рук была веревка которая могла связывать людей и летающие мечи правда не такие хорошие как пурпурный меч перед ним стал вопрос о защите в итоге он нанес множество начертаний на свой даосский халат главного префекта после интеграции духовных камней и других материалов у него пусть и с некоторым трудом из халата получился тхармический артефакт больше всего он сделал печати еще во время практики изготовления духовных заготовок ему они очень понравились пока он не мог переплавить высококачественные печати но их количество давало ему определенные преимущества с ростом мастерства в переплавке тхармических артефактов Ван Буэлэ задумался об автоматоне который достался загадочному владельцу шлема с острова Верхней Академии получившаяся у меня штука выглядела очень сильной надо попробовать сделать их и себе мне не помешает телохранитель ездовой автоматон и один должен иметь заваривать чай Ван Буэлэ автоматоны показались полезными помощниками поэтому он начал работать в этом направлении поскольку Ван Буэлэ делал их для себя он приобрел более ценные материалы через цеха Яна с ними автоматоны получатся намного лучше того, которым он расплатился за шлем автоматоны получились довольно разнообразными одни были свирепые звероподобные другие напоминали служанок взглянув на восемь собственных творений Ван Буэлэ удовлетворенно вздохнул они получились довольно сильными благодаря радужным духовным камням из-за чего они могли вместить в себя больше начертаний при использовании всей своей силы они могли соперничать с человеком на великой завершенность ступеницы и крови с прочностью дела обстояли намного лучше благодаря ценным материалам даже эксперты ступени укрепления пульса не смогут сразу их сломать жаль, что я пока плохо разбираюсь в материалах если бы мои начертания соответствовали использованным материалам то автоматоны были бы сильнее ступени укрепления пульса Ван Беоле критически осмотрел свои творения по его мнению результат оставлял желать лучшего пока он размышлял над проблемой улучшения автоматонов из кольца передатчика раздался голос Люда Убиня главный префект завтра начинаются каникулы я связался с Думинь Джоу Сяуя Чейн Зе Хэном и другими ребятами из нашего города Феникс раз мы все из одного города то почему бы не отправиться домой всем вместе до сих пор до сих пор Продолжение следует...